Дэн Абнет Забытая Империя Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Ни одного человека не забудут, пока живы его дети. Конор. Консульский протокол. Способность теоретизировать восхитительно, но смелость воплотить теории в жизнь бесценна. Рабау Джелеман. Личные записи. Стремление спасти человечество почти всегда скрывает желание править им. Приписывают тирану Панцифика Нартану Дюма во время объединительных войн Терры. М30. 1. Первое появление. Горацио считает это нашей фантазией и в жуткое видение, Представшее нам дважды он не верит. Поэтому его я пригласил. Посторожить мгновение этой ночи. И если призрак явится опять, пусть взглянет сам и пусть его окликнет. Из Амулет. Принц Датский. Приписывается драматургу Шекспиру. Около М2. После всех ужасов, которые обрушились на столичный мир и верные ему 500 планет, Появление на Маккраге призраков ни для кого не стало неожиданностью. Население 500 миров Доминиона Ультрамар пережило зверство Накалки и мерзкое предательство Ларгара. Оно привело к масштабному кровопролитию и всегалактическому опустошению, которое назвали «гибельный шторм». Все без исключения испытали экзистенциальный шок. Колоссальные события надолго оставили в умах людей психологические шрамы и невидимые ранее боевые травмы, скорбь и личные потери, физические увечья, горечь, злобу, стрессовые расстройства, порожденные варпом ночные кошмары и еще иные, не поддающиеся классификации последствия. Прошло более двух лет, как сгорел Калк, а его фантомы до сих пор преследовали граждан Ультрамара. Нет, единственное, чем смогли удивить последние явления, так это тем, что они были слишком реальными. Уже больше десяти ночей подряд призраки крались между высоких башен и стен Макрак-Сити, прячась в тенях крепостей и под темными небесами. Небесами, которые с момента появления гибельного шторма неизменно оставались беззвездными и красно-коричневыми, как пропитавшаяся кровью красная ткань. Звезды не сияли, ни одна не выглядела естественно или хотя бы такой же, как раньше. Даже самая яркая из четырех лун столичной планеты редко проглядывала сквозь мрак космологического водоворота Варп-Шторма. Порой, когда орбитальные разрушители выполняли свою работу, в западных небесах можно было увидеть останки огромного военного корабля несущих слова. Яростная бездна. Печальный пережиток былого кровопролития. Когда днем солнечные лучи освещали Маккраги, они падали на планету грязно-золотым туманом. Словно пробиваясь сквозь дым над полем боя. Они падали на полюбившийся призраком город Маккраг-Сики, магна Маккраг-Цивитас. Величайший город имперского востока. Город столь могучий, что делил имя с планетой. Город был планетой, а планета городом. Он раскинулся в обширных низинах, от пиков короны Геры на севере до моря на юге. Олицетворяя силу человеческой империи и одного конкретного человека. Призраки появлялись только после наступления темноты. Раздавались шаги в пустых коридорах, где никто не ходил. Доносился шепот из резных каменных блоков в стенах или из оснований лестниц. Иногда можно было различить звуки быстро бежавших ног, которые мчались среди безлюдных колоннад. Как-то раз послышался странный и печальный смех, эхом разлетевшийся по одиону. Но чаще всего это была заунывная мелодия, словно водили смычком по струнному инструменту, игравшему в каком-то пронизанном пещерами месте вечного эха. Их слышали дворцовые гвардейцы во время ночных патрулей, повара и слуги, уборщики и сервиторы, спешившие на поздние совещания Аташе и приехавшие в резиденцию сенаторы. Их слышали повсюду. В высоком каструме Палеополиса, где размещались резиденция, Верховный Сенат и предценталианские казармы, делившие зазубренные вершины с монолитной и необъятной крепостью горы. В жилых районах, в самых бедных кварталах и рабочих хабах на южном побережье, в промышленных зонах восточных округов и даже в жалких трущобах за сервиевой стеной на западе. Вполне вероятно, что прежде, чем начали поступать первые сообщения, прошло несколько ночей. В новую темную эпоху младшие клерки и служащие стали робкими и суеверными. И никто не хотел в одиночку рассказывать или жаловаться начальству, что, возможно, что-то услышал в пустой комнате или покинутом крыле. Тем не менее, повелитель Маккраги, мстящий сын, строго приказал докладывать ему обо всех необычных явлениях. «Мы больше не можем верить в физические принципы Вселенной», сказал он Ойкен. «Ее законы теперь не работают, так как мы думали о них раньше. Ко всему, от чего можно было отмахнуться, посчитав игрой разума или плодом воображения, нужно отнестись со всей серьезностью и изучить. Варп просачивается в нас, Тараша, и мы пока не знаем и половины масок, которые он носит. Меня больше не захватят врасплох. Ко мне больше не подберутся незаметно. Как на Калте». Он не стал завершать фразу этими словами. Мстящий сын редко заставлял себя произносить имя любимой планеты. Его преследовали собственные призраки. Ойкен довела приказ повелителя до сведения сотрудников резиденции и чиновников Цивитас. Но по прихоти судьбы именно она уже следующей ночью услышала смычковый инструмент в подсобном помещении бухгалтерии, где не было ни музыканта, ни инструмента, ни смычка, ни даже места или обстановки, чтобы появилась сопровождавшая мелодию эха. После ее отчета схожие истории поступали еще несколько ночей. Духи пришли в Магна Маккарак Цивитас. Они появлялись в разных местах, но, похоже, главное внимание уделяли резиденции, казармам и парку между ними. Вадун Бадорум, капитан предцинтолианской дворцовой гвардии, мобилизовал разведывательные команды для отслеживания явлений, записей и возможного столкновения. Также он консультировался с доверенными лицами из астротелепатика и механикума, выслушивая советы и рекомендации. Повелитель Маккраги изучал доклады по мере их поступления и проводил совещания с верховными офицерами и старшими советниками, пытаясь найти научное объяснение, или, по крайней мере, научное объяснение, основанное на той области человеческих знаний, что лежало рядом с непознанными законами Варпа. Также он вызвал Титапрейта, надзирающего Центуриона, недавно воссозданного Библиариума 13-го легиона. После калтаятских потерь от психической войны и варп-колдовства, повелитель Маккраги фактически отменил действия никейского эдикта, строго запрещавшего легиона с Астартес использовать псайкеров. Эдикт был волей императора, поэтому был исполнен. Тем не менее, Желеман считал, что он лишил его легион самого эффективного оружия на калтой. Отменить эдикт было его единоличным решением, и он поступил так не колеблясь. Рядом не оказалось ни брата-примарха, чтобы посоветоваться, ни консолиума, чтобы собраться, ни отца, к которому обратиться. Повелитель Маккраги, как и город Маккраги, стоял в одиночестве во тьме, окруженный штормами, которые сделали связь невозможной. Власть повелителя Маккраги, Робаута Желемана, оказалась велика, как никогда. Он отменил Никейский эдикт, по крайней мере, на время чрезвычайной ситуации, для блага ультрамара. Сделать такое мог только лорд, полагавший, что его власть сопоставима с властью самого императора. До сих пор только Малкадор Сигелит обладал подобными полномочиями, и он был имперским регентом. И слово регент произносилось еще реже, и еще с большим трудом, чем слово калт. Тит Прейта, гигант с покрытой капюшоном головой и в сине-голубом доспехе Марк 4, прибыл в резиденцию прямо из резницы библиариума, которую открыли в крепости. Повелитель ожидал его в высоком зале, возвышавшемся над городом. Местящий сын усердно работал за древним кагитатором. Стоявший рядом большой гранитный стол был завален бумагами и планшетами. Последние, подернутые дымкой золотые солнечные лучи, светили в высокие узкие окна. Ночь вступила в свои права. Прейта откинул психический капюшон и снял шлем. Застежки и печатные ремни покачивались, пока библиарий почтительно стоял, держа шлем под левой рукой. «Появились призраки, Тит!» сказал Желеман, не взглянув в его сторону. «Так и есть, повелитель!» кивнул Прейта. «Каждую ночь, продолжал примарх, еще больше шагов, еще больше шепота, и это музыка. Она повторяется все время. Смычковый инструмент или инструменты». «Думаю, это псалтирион, повелитель». Желеман с интересом посмотрел на Тита. «Псалтирион?» «По частоте и тону. У псалтириона высокий резкий звук, хотя, может быть, он и не один. Некоторые настроены глубже, но звучат с таким же качеством. Возможно, мезо или басовый псалтирион с большими резонаторами. Все это просто на слух?» «Нет, повелитель!» «Прошлым вечером высококлассный сервитор сделал вокс-запись в кладовой запасной столовой. Примарх встал. «Мне не сказали об этом. У тебя она с собой?» Прейта кивнул и включил вокс-модуль на поясе, воспроизводя аудиозапись. Спустя несколько секунд заиграла навязчивая, заунывная музыка. Тонкие, высокие, протяжные звуки неземной чистоты. Запись закончилась. Проиграть ее еще раз, повелитель!» Желеман покачал головой. Его разуму было достаточно услышать музыку один раз, чтобы проанализировать все детали. «Действительно, псалтирион!» размышлял он. «Мелодия тональности!» «Ре», хотя я не узнал ее, и она была записана. «Да, повелитель!» «Это немного успокаивает. Психические вторжения или атаки варпа на наше воображение не оставили бы звуковые отпечатки пальцев». «Не оставили бы, повелитель!» ответил Прейта. «Похоже, мы слышим звуки физического происхождения, которые нам кто-то передает. Это объясняет, почему ни библяриум, ни астротелепатика не обнаружили никаких следов психической активности». Примарх кивнул. Он был облачен в подогнанную под его размер темную тяжелую мантию сенатора или консула. «Присаживайся!» указал Желеман Титу. Астартес мгновение раздумывал, выбирая подходящее место. Этот зал был частью анфилады комнат на последнем этаже резиденции. И, насколько знал Прейта, раньше являлся личными покоями Конора, приемного отца Примарха. Желеман изменил здесь очень мало. На стенах все еще висели изображения людей и событий, важных по меркам Маккраги. Но они почти ничего не значили в сравнении с огромной галактической историей Империума. Главные изменения, внесенные Робаутом за те десятилетия, когда он занимал резиденцию, состояли в том, что он поменял почти всю человеческую мебель на подходящую для Примарха. Письменный стол, четыре стула, скамейку для ног и кушетку. Встречалась и мебель для боевых братьев, легиона Састартес, и Тит присел на такой стул. В зале находились предметы трех разных размеров, как для повелителя Маккраги, так и для любого из его советников или подданных, которые могли сопровождать Примарха. Мебель правильно расставили. На переднем плане стоял один из массивных стульев Желемана, легионерские посередине, а человеческие дальше всего. Благодаря такой расстановке с восприятием могли происходить занятные и невероятные шутки, когда видимое расстояние между предметами не соответствовало расстоянию в зале до стен и потолка, а при взгляде с другой стороны казалось, что комната плоская. Эхо, произнес Желеман, повернувшись к древнему бронзовому кагитатору на большом письменном столе. Как и зал, кагитатор достался ему в наследство от приемного отца. До контакта с флотилиями крестового похода, принесшими новые технологии на ультрамар, Конор вполне успешно управлял своим феодом из этой комнаты при помощи выдержанного в аскетическом гештальском стиле прибора золотой эры технологии. Эхо, часть звука, продолжал Желеман. Его упоминают разные свидетели разных явлений. Качество эхо не зависит от акустики окружающей среды. Не зависит, повелитель, согласился Прейта. В кладовой западной столовой не может возникнуть такое эхо. Это проверили адепты механикума. Ты проверил это? Почему? Потому что знал, что вы распорядитесь провести исследование, если бы его не провел я. Легкая благодарственная улыбка появилась на губах мстящего сына. Мы решим эту головоломку, Тит. Решим, повелитель, без сомнений. Все новые данные сразу же приносите мне, в любое время. Будет сделано, повелитель. Прейта встал, посчитав, что аудиенция закончена. Примарк заметил, как библиарий с мелькнувшим интересом посмотрел на стопки книг и планшетов на столе. Ты читаешь, Тит? Конечно, повелитель. Желеман возразил, слегка покачав рукой. Ты не понял. Конечно, ты умеешь читать. Но я не про данные или тактические уточнения или информационные материалы. Ты читаешь художественные произведения, драмы, поэзию, историю. Прейта сумел сохранить серьезное выражение, несмотря на удивление. Иногда Примарк, который, казалось, в мельчайших деталях знал все обо всем, был по-детски наивным и не понимал очевидных вещей о людях и культурах, окружавших его. Читаю, повелитель, потому что кто-то, находящийся в этой комнате, сказал во время возобновления работы библиариума, что наши умы самое главное оружие и их надлежит хорошо тренировать. Примарк рассмеялся и кивнул. Я и в самом деле так сказал, согласился он. Я многое читал по этому вопросу, продолжал Тит, и полагаю, что мнение и мудрость в литературе и поэзии позволяют взглянуть на вещи с той стороны, которая не появится при чтении технической литературы. Мне интересны эпические циклы Ташкара и философия Зимбаха и пола подрейга Гроссмана. Желеман одобрительно слегка склонил голову. Времена эры объединения, конечно же, сказал он. Ты должен изучать классику. Примарк подошел к пристенному столу и взял инфопланшет. Затем отдал его Прейта. Тебе понравится? Спасибо, повелитель. Астартес прочитал название. Амулет Принц Датский? Это драма, книга второго тысячелетия или раньше. Одна из немногих сохранившихся работ Шекспира. Почему именно она, повелитель? Желеман пожал плечами. Когда я был ребенком, то прочитал ее по просьбе отца. Я вспомнил о ней из-за текущих событий, поэтому и взял ее в библиотеке резиденции. В древнем королевстве Дация призраки разгуливали по зубчатым стенам дворца и предвещали большие изменения при дворе королевства. Прейта одобрительно встряхнул планшет. Мне это понравится, сказал он. Примарх кивнул и повернулся к аскетичной машине. Аудиенция окончена. Гит, 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 гиит. Кагитатор пропищал необычный синтезированный предупредительный звуковой сигнал. Древнее устройство каждые 25 секунд издавало тихую раздражительную трель, сообщая, что поступила новая информация. Желеман проигнорировал сигнал. Ему не нужно было ничего сообщать. Он уже заметил то, на что кагитатор пытался обратить его внимание. Звезда. Новая звезда. Первая звезда в ночном небе Мак-Краги за два с лишним года. Примарх сидел и смотрел сквозь окна на звезду, которая одиноко мерцала в кружившемся кровавом ночном небе. Он быстро записал ее местоположение на планшете. Восточная граница, низко над горизонтом, между пиками Калут и Андромаха. Он заметил ее без всяких приспособлений 15 минут назад, за добрых три минуты до того, как кагитатор начал непрерывно пищать. Конор Великий Конор Боевой Король управлял Мак-Краги и городом и планетой из этой комнаты и с помощью этого кагитатора. Ночью, когда бюрократический механизм останавливался, он оставался здесь в одиночестве и отслеживал потоки данных и новостей. Он сидел за столом из тикового дерева и пристально смотрел в окна на свое королевство. Днем Конор управлял Мак-Краги с этажа сената. Ночью центром его власти становился зал в резиденции. Желеман помнил это. Он помнил, каким энергичным был приемный отец даже во время отдыха. В юности Робаут приходил сюда и наблюдал, как Конор сидел после работы, читая ежедневные отчеты, планшеты, просматривая завтрашние брифинги и поднимая взгляд всякий раз, когда начинал звенеть кагитатор. Гид, 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 гид. Пока примарх не появился на столичной планете 500 миров, Конор был лучшим олицетворением государственного деятеля, политика и военачальника. Никто, даже сам Желеман, не мог предположить, что приемный сын превзойдет отца. Робаут Желеман, генетически усовершенствованный сверхчеловек, один из всего 18 подобных, упал с небес на Макраги, по прихоти непостижимой смертным судьбы. Как позднее выяснилось, его кровным отцом был безымянный император Стерры. Как и всех 18 сыновей всех примархов, Желемана похитили из генетических ясли отца и зашвырнули в космос. Никто не знал, как это произошло, или почему, или зачем. Когда он пытался заострить внимание на произошедшем, а он редко заострял на чем-то внимании, император отвечал, что губительные силы Варпа похитили и разбросали по галактике подростков-примархов, чтобы помешать осуществиться планам человечества. Робаут не особо верил этому. Сама мысль, что кровный отец был настолько наивен, чтобы его обманул хаос, отдает глупости. Получается, император создал с помощью генной инженерии наследников, но их выкрали и рассеяли какие-то невероятные силы. Чушь! Желеман считал, что в основе произошедшего лежал хорошо продуманный замысел. Он знал своего генетического отца. Человек. Человек слишком слабое слово для него, обладавший умом, который придумал универсальный план, требовавший тысячи или даже миллионы лет для подготовки и воплощения в жизнь. Император был творцом биологического вида. Примархам отводилось главное место в его стремлениях. Он не потерял бы их и не позволил украсть. Желеман полагал, что отец сам все это устроил или позволил произойти. Недостаточно просто иметь 18 прекрасных генетически созданных наследников. Их нужно проверить и закалить. Разбросать в потоках пространства и времени, чтобы увидеть, кто выживет и кто преуспеет. Это проект истинного гения. Робаут упал на Маккраги и вырос сыном первого человека планеты, правителя, государственного деятеля и военачальника. В 12 лет благодаря нечеловеческому росту и способностям стало ясно, что Робаут Желеман необычный человек. Он полубог. Он прошел испытания обстоятельствами и оказался на высоте. Дит, гит, гит, гит. В 12 лет заходя ночью в этот зал он видел Конора в кресле, звенящий кагитатор и окна без штор. В 12 лет он сравнялся ростом с приемным отцом и стал сильнее его. Через год или два ему понадобились специальные мебель, броня и оружие. Гид, 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 гид. Конор верил в непредвиденные обстоятельства. Любому плану, каким бы безупречным он ни казался, нужен запасной вариант. Желеман полагал, что его кровный отец считал точно так же. Непредвиденные обстоятельства, здесь мнение Конора и Императора совпадали. И советовали они одно и то же. Не верь в безупречность, потому что можешь ее лишиться. Всегда держи в уме запасной вариант, чтобы выжить. Всегда знай, как можно достичь победы другим путем. Всегда действуй, справляясь с любой вероятностью. Империум человечества был самой прекрасной мечтой о достижимом единстве. Император и его наследники потратили более двух веков, воплощая ее в жизнь. Если она провалилась. Если она провалилась, осталось только погрязнуть в отчаянии. Человек падет и проклянет Вселенную за то, что помешало осуществиться его планам. Или он соберется силами и справится с непредвиденными обстоятельствами. Покажет ли он судьбе, что всегда есть второй путь. Горлу Перкаль, еще один из 18 примарков, но на взгляд Желемана далеко не самый лучший. Был выбран наследником среди наследников и достаточно быстро показал, что не соответствует этой роли. Он восстал и обратил против генетического отца несколько других примарков. Впервые Желеман узнал об этом святотатстве, когда ублюдки Ларгара напали на Калк и разрушили планету в самом нечестивом предательстве. Подло и жестоко. Прошло два года, и не было ни секунды, когда бы Желеман не думал о предательстве Ларгара и, в более широком смысле, Гора. Он жаждал возмездия. В конечном счете, это будет простая месть, та, которую Конор учил нести на лезвии Гладия. Гид, 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 гид. Сегодня вечером в небе появилась новая звезда. Еще сто дней назад примарх настроил старый кагитатор, чтобы тот сообщал о любых звездных изменениях. Он знал, чего ожидать, если это сработает. Если. Сегодня вечером он сразу же увидел звезды. Как и его отчим, долгими ночами он сидел в кресле напротив кагитатора и смотрел в окна. Звезда, свет, маяк, надежда. Гид, 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 гид. Желеман подался вперед и нажал кнопку отмена, выключив надоедливый перезвон. Кто-то постучал в дверь. Войдите. Это оказалось Ойтен. Повелитель, начала пожилая женщина. Я уже увидел это, Тараша. Управляющая удивилась. Привидение? Примарх встал. Начни сначала. Бадорум, командир дворцовых приценталианцев, собрал отряд ночных стражников в коридоре возле гидропонной галереи. По человеческим меркам все они были крупными, сильными мужчинами. Но рядом с примархом выглядели словно дети. Вадун был опытным немолодым офицером. Как и его солдаты, он носил сталь. Серебристо-серый мундир и короткий синий-голубой плащ. Висевшее на ремне хромированное плазменное оружие было в идеальном состоянии. Впереди шла, постукивая посохом, камерарий Ойтен. Высокая, тонкая и хрупкая фигура в длинном белом платье. За ней следовал Желеман, порываясь вперед. Но был достаточно почтителен, чтобы идти в том же темпе, что и женщина. Было темно. Лампы в коридоре погасли или их кто-то выключил. Единственными источниками света стали фонари и визоры дворцовой охраны. И слабое зеленое свечение за дверью галереи. Желеман уже слышал его. Псалтерион. Басовый псалтерион играл длинные, чистые ноты в ночном воздухе. Ясно различал осеха. Гидропонная галерея была большой. Но примарх сомневался, что в ней может зародиться такое эхо. Казалось, что звуки исходят из ядра планеты, как если бы поднимались из бездны тектонического разлома. «Что вы видели?» — спросил Робаут, не обратив внимания на скрежет металла, когда Бодорум и стражники приветствовали его. «Меня только что вызвали, повелитель», — ответил капитан. «Кленарт, ты был здесь». Солдат вышел вперед и почтительно снял шлем. Мы патрулировали, повелитель, и подходили к этой галереи, когда в первый раз услышали шум. Музыка та же, что и сейчас. «Кленарт, посмотри на меня». Стражник посмотрел на примарха и встретил пристальный взгляд мстящего сына. Для этого ему пришлось сильно откинуть голову назад. «Ты видел что-то?» «Да, повелитель, так и есть. Большой черный силуэт. Кажется, он состоит из черноты. Он появился из теней, и он реальный. Он облачен в железо, повелитель. В железо? В металл. Он весь в броне, даже лицо. Не визор, а маска. «Насколько большой?» — спросила Ойкин. «Большой как?» — начал Кленарт. Задумался. «Такой же большой, как он, Миледи». Он показал дальше по коридору. Там только что появился Тит Прейте и четыре боевых брата ультрадесанта. Такой же большой, как космический десантник легиона Састартов. Тогда уж гигантский. «Очередное явление, — повелитель, — спросил библиарий. — Можешь просканировать?» «Уже просканировал, но можно попробовать еще раз», — ответил Прейте. «Нет никаких следов психической активности. Да и пассивные системы наблюдения сработали бы задолго до моего прибытия. Но ты слышишь музыку, Тит?» «Слышу, повелитель». Желеман протянул руку. Прейте без раздумий достал Болтер и кинул в ладонь примарху. Рабаут быстро проверил оружие и повернулся к двери в галерею. Болтер был маловат для его руки, больше похож на пистолет. Повелитель начал Бодорум. «Разве не мы должны войти первыми и...» «Вольно, командир», — сказал библиарий. Чтобы понять намерение примарха, ему не нужно было читать его мысли. Мстящий сын вошел в зеленые сумерки гидропонной галереи. Внутри было тепло и влажно. Освещение работало в ночном режиме. Он слышал, как журчит вода в резервуарах и как тихо она капает из вода от вода. Резко пахло травой и лиственной мульчой. Внутри призрачная музыка звучала громче, а эхо стало глубже и необъяснимее. Прейта шел за Желеманом, обнажив боевой меч. За ним по пятам следовал Бодорум, прижав плазмоган к плечу и выискивая цель. «Я не...» — начал капитан. Перед ним распалась на части тень, и прямо на пустом месте появился светящийся силуэт. Казалось, что он вырос из тьмы, словно вышел на сцену из-за невидимого занавеса. «Во имя Терры!» — выдохнул примар. Стоявший вовсе не был привидением. Он был реальным и осязаемым. Робаут даже узнал его. Железная маска. Потрепанный доспех Марк-3. Знаки различия четвертого легиона Астартес. Желеман слишком хорошо помнил эту шаркающую, покалеченную походку, которая свидетельствовала о хронической и неизлечимой болезни. По сравнению с прошлым разом, заболевание прогрессировало. «Кузнец войны Дантиох!» — произнес мстящий сын. «Достопочтенный лорд!» — ответил железный воин, барабас Дантиох. «Откуда ты здесь? Уже несколько недель не прилетал ни один корабль. Как ты мог оказаться здесь без моего ведома?» Примарх неожиданно замолчал. В ответе Дантиоха слышалось далекое эхо. «Насколько мне известно, — продолжил он, — ты находился за полсегментума отсюда, на восточной окраине, на соте!» «Да, лорд Желеман, там я и остаюсь!» 2. Фарас «И было сказано, да будет свет!» «И стал свет, и было это хорошо!» Запрещенный миф о творении. Протокатолическое учение. Да объединение!» Дантиох, кузнец войны железных воинов, стоял в холодном зале на вершине горы Фарас и выдерживал пристальный взгляд Желемана. «Невероятно! Не было никакого запаздывания или задержки. Изображение и голос Повелителя Ультрамара создавали полный эффект присутствия. Все было так, словно они находились в одном помещении. Только слова Примарха не вызывали эхо, и из его рта не вырывался пар, как если бы он находился в помещении поменьше и потеплее. «Простите, Повелитель!» – произнес Дантиох. Он протянул облаченную в броню руку и дотронулся кончиками пальцев до груди Желемана. Возникло небольшое сопротивление, когда пальцы скользнули в силуэт Примарха, и на миг на изображении появилась небольшая увеличивающаяся рябь мерцающего света. Железный воин отдернул руку. «Очень жаль, вы казались таким реальным. Ты на соте?» «Мы общаемся, несмотря на такое расстояние», – Астартес кивнул. «Я нахожусь в зале, который мы называем главной локацией Альфа, недалеко от вершины Фароса. Мы начали частичное тестирование системы три недели назад, и она работает уже две недели. С тех пор я пытался наладить связь». Желеман удивленно покачал головой. «Мы увидели ваш свет в первый раз сегодня вечером. Примерно тогда мы и сумели все правильно настроить», – заметил Дантеох, – «благодаря чему наша беседа и состоялась. Ты выглядишь как звезда, новая звезда. Буду признателен за любые данные, которые вы передадите нам. Поняв, как вы нас принимаете, мы сможем лучше настроить соединение. О технологии такого уровня мы могли только мечтать, кузнец войны». «Мы и мечтать не могли», – ответил Дантеох. «Фарос – воплощение мечтаний существ, которые появились и исчезли задолго до нас. Но все же вы догадывались, насколько он важен, представляли его потенциал и доверили мне раскрыть его секреты. Это видение и в буквальном смысле, и в переносном появилось благодаря вам, повелитель». Сота – это отдаленная планета вблизи границы восточной окраины галактики. Она находилась дальше, чем Грая или Тандрос, почти на самой границе как 500 миров, так и имперской территории. Недалеко от нее, по меркам летающих в арпе кораблей, пролегали обод Ultima Segmentum и границы человеческой галактики. В этих обширных пространствах было мало звезд и систем, а за ними раскинулся только черный, холодный космос межгалактической бездны. Сота была драгоценным миром, одной из немногих планет на галактическом востоке, с похожей на Таранскую экосистемой. На ней были и обитаемые океаны, и густые леса, и горные хребты. Проживали низшие животные, птицы и насекомые. Любопытно, что так и не обнаружили высшие формы жизни, и никакие видимые следы приземления ксеносов или попытки колонизации. Желеман и экспедиционные флоты Ультрамара всегда смотрели на Соту с внимательным любопытством. Такой геотип почти гарантировал, что ее должны были заселить во время экспансии в Великую Эру Технологий. Ведь она редкая и драгоценная планета земного типа. Казалось маловероятным, что великие экспансионисты не заметили или пропустили Соту, но так и не удалось получить никаких доказательств, что люди когда-то побывали на ней. Не нашли даже основанную и вымершую колонию. Затем исследователи узнали правду о высочайшем пике величественных горных цепей планеты, горе Фарас. Запланированную полную колонизацию остановили. Вместо нее основали небольшое аграрное поселение, которое снабжало пищей экспедицию археологов и ксенокультурологов, изучавших недавние открытия. К ним прикомандировали 199-ю роту ультрадесанта, которая на постоянной основе разместилась на планете. Исота получила классификацию ограниченно. Все это произошло 127 лет назад. Дантеох стоял на выступе и любовался закатом, когда к нему приблизились космические десантники и сообщили, что наконец-то появились признаки контакта. Самое время. Древние системы Фараса, огромные квантовые импульсные двигатели, чьи принципы работы казались почти непостижимыми, запустили еще две недели назад. Железный воин уже начинал подумывать, что он и люди, с которыми он работал, абсолютно неверно истолковали назначение и применение артефактов. Это произошло поздним днем в тот редкий момент, когда солнечные лучи над лесом и далеким морем начали опускаться, омывая призрачным светом вершину горы и пещеру за выступом. Наилучший момент, чтобы оценить все великолепие сооружения. Наконец появился знак. Один из ультрадесантников, сержант Арк, кивнул. Его сопровождали два молодых воина из ротных скаутов. 199-я делала все возможное на соте, с гордостью исполняя свой персональный долг. Служа вдали от легиона, они стали называть себя эгидой или щитом. Поэтому они нарисовали щит на значке роты. У обоих скаутов он виделся на наплечниках. Есть признаки, сэр, шумы в акустических камерах. Наконец-то, ответил Дантиох и захромал по скалистому мысу внутрь горы. Каждый шаг требовал усилий от его громоздкого, закованного в железо тела. Он больше не скрывал тихие болезненные выдохи во время ходьбы. Его генетически улучшили, чтобы он выдерживал сверхчеловеческие нагрузки. И чертов император, он выдержит их. Прежде чем войти в одно из больших отверстий на склоне горы, чем-то похожих на гигантские раскрытые глаза, кузнец войны обернулся и посмотрел на вечернее небо. Над облаками виднелись злобные завихрения гибельного шторма. Легче всего его можно было увидеть ночью. Но даже в светлое время суток удавалось рассмотреть травматические судороги варпа и мерцающую рябь космоса. Спусковым крючком для появления аномалии стало нападение на Калк 28 месяцев назад. Отвратительное воздействие варп-шторма быстро распространилось по всему сегменту и окружило 500 миров ультрамара. Никто не знал, как далеко он простирался. Некоторые говорили, что бурями охвачена вся галактика. Зато было абсолютно точно известно, что 500 миров стали непригодны для полетов, кроме самых рискованных. Торговля и связь рухнули. Ультрамарк перестал существовать, как единое и достойное восхищение управляемая область. Также стало невозможно осуществлять все межзвездные перелеты между Восточной окраиной, центральным сегментумом и любимой Террой. По сути, галактику разделили на две части. Строго говоря, лорд Барабас Дантиох, кузнец Войны Железных Воинов, был предателем. Он стал предателем для трона и Терры, когда его легион пересек черту и присоединился к отступнику, магистру войны Гору. В то же время он предал и свой легион, когда отрекся от Железных Воинов и решил примкнуть к лоялистам. Он стоял в одиночестве, осажденный противоречивой верностью к новому расколовшемуся Империуму. Конечно, ни для кого из Железных Воинов не было чем-то необычным находиться в осаде. Никакой другой легион не сравнится с ними в фортификационном искусстве, кроме, пожалуй, Седьмого Легиона, Имперских Кулаков. Дантиох не сомневался, что Четвертому и Седьмому предстоит высшее испытание технического мастерства еще до завершения Гражданской войны. На самом деле, учитывая, что восстание Гора перевернуло все моральные устои Империума с ног на голову, вряд ли они воспользуются возможностью проверить древнее соперничество в битвах. За выдающееся достижение в осадном искусстве и непоколебимую верность Императору Барабас Дантиох был призван лордами Ультрамара, дабы помочь им создать и защитить величайший запасной план или вторую величайшую ересь, которую когда-либо знал Империум. Железный Воин принял предложение. Он предполагал, что примет участие в строительстве укреплений на Маккараге и других ключевых планетах 500 миров. В этом он был мастером, но мстящий сын поведал ему долго хранящиеся в секрете тайны соты. И Дантиох понял, что выживание Маленькой Империи в меньшей степени зависит от укрепления ее физической защиты и в гораздо, гораздо большее от укрепления институтов функционирования и управления. Он всецело поддержал Рабаута Желемана. Фаарос предлагал возможность совладать с гибельным штормом и не прятаться от его гнева. Последние 9 месяцев Барабас пытался добиться этого, раскрывая тайны соты и активируя древние секреты планеты. Слабеющие дневные лучи сквозь щель освещали большой спиральный зал. До сих пор так и не смогли понять, как именно в горных породах вырезали пещеры Фаароса. Они напоминали Дантиоху гигантские раковины океанских глубин. Такие же отполированные, гладкие и изогнутые. Никаких прямых линий или острых углов. Обширные, органично изгибающиеся палаты переходили одна в другую, иногда соединяясь с помощью небольших узких залов или округлых извилистых коридоров, напоминавших трубы или кровеносные сосуды. Не поддающиеся царапинам или резки, крепкие и открытые горные породы стали гладкими и блестящей черными. Камень выглядел похожим на черное зеркало, только почти ничего не отражал, всего лишь обычную тень, и поглощал очень мало света. Единственным исключением был закат, когда солнечные лучи проникали сквозь отверстия на вершине, и любопытный золотой свет тек и проникал по залам Фаароса вглубь горы, подобно жидкому огню, струившемуся по полированным гладким стенам. Когда первые исследователи нашли Фаарос, то люди, оставшиеся на флоте, отправили послание Желеману, предлагая расширить границы ультрамара и вновь включить в него древний феоз, который входил в королевство до эпохи Раздора. Именно об этом всегда мечтал Конор. Он правил ультрамаром в Смаккраге, но его ультрамар был всего лишь тенью, обломком былой культуры ультрамара перед долгой ночью. Конор преисполнился решимости восстановить мифические 500 миров. И после его смерти Желеман исполнил мечту отца. И пока он восстанавливал королевство и создавал из него самую мощную человеческую империю на Галактическом Востоке, на Маккраге прибыли флотилии крестового похода с Терры. И Робаут наконец-то встретил кровного отца и узнал о своем истинном наследии. Не вызывало сомнений, что Фарос является огромной конструкцией инопланетного происхождения. Именно поэтому доступ на Соту ограничили, и на время исследований разместили гарнизон. Предусмотрительный Желеман испытывал естественное недоверие к технологиям нечеловеческого происхождения, особенно к тем, которые нельзя было легко переделать. Теоретически Фарос мог оказаться чем угодно, с множеством самых разных функций, и примарх настороженно относился к ним во всем. В любом другом случае планету быстро заселили бы, но сейчас на ней основалась только исследовательская миссия и вспомогательная группа колонистов. Это забавляло Дантиоха. Поселенцы были простыми фермерами, которые выращивали пищу и разводили домашний скот. Они вели пасторальную сельскую жизнь в горной низине. Лес на склонах рос быстро и энергично. Несколько лет ушло только на то, чтобы прорубить проходы к пещерам. Каждое лето фермеры уходили с пахотных полей, и косами и серпами срезали высохшую траву и кустарники, снова проникшие и заполнившие блестящие черные залы. Этой простой сельской традиции было уже больше ста лет. Она и послужила символом для защитной роты. Колонисты ничуть не боялись фарос. Они считали гору просто частью своего мира. Нередко фермеры использовали его залы, как простые пещеры, прячась от бурь и укрывая свои стада. Также они давно узнали об удивительных акустических свойствах соединенных палат и залов, и играли в них на свирелях, рожках и псалторионах, создавая в глубоких пещерах невероятно красивую и таинственную музыку. Дантиох, как только прибыл для изучения фароса, понял, что тесно связанные залы точно не предназначались для проживания существ гуманоидных размеров. Часто встречались места, где было почти невозможно попасть из одной палаты в другую. Глубокие отполированные скаты, гладкие и кривые изгибы, слишком крутые спуски, никаких лестниц или специально сделанных переходов. В одном, похожем на желудок, широком тройном зале на 700 метров вниз уходил полированный туннель, заканчиваясь на потолке очередной полукруглой стометровой пещеры. Все эти годы шло долгое и медленное строительство. На основе СШК прокладывали автоматически выравниваемые, быстро возводимые переходы для доступа к платформам, лестницам, трапам и мостам, чтобы люди могли перемещаться и следовать бесконечно огромный фарос. Барабас и сопровождающие его ультрадесантники как раз шли по такой галерее. Закрепленная на поверхности, в покатах от шлифованных и сгибающихся залов фароса массивное и прочное имперское оборудование выглядело грубым. Нержавеющий, неокрашенный металл, изготовленный методом холодной штамповки и отмеченный имперской аквилой, эхом отзывался на тяжелую поступь космических десантников. Зато от черной полированной поверхности отражалось только тихое постукивание. На фоне мрачных залов, пронизывающие их переходы, лестницы и платформы казались мелкими, а в сравнении с блестящими черными изгибами и утесами непрочными, Арк и его скауты терпеливо вели хромого кузнеца войны к обсидиановой равнине главной локации Альфа. Дважды им встречались фермеры, которые ужинали и играли на музыкальных инструментах, а Бердей, самый молодой скаут роты, прогнал их. Сюда официально запретили заходить после того, как в самом сердце горы Дантиок установил и запустил квантовые пульсирующие двигатели. Все они слышали, или по крайней мере, чувствовали инфразвуковые колебания громадных древних устройств. Барабас остановился в главной локации Альфа и кивком попросил ультрадесантников отойти. Он почти не сомневался, что сумел разгадать назначение Фароса на основе собранных данных, которые изучил еще до прилета на Сотов. Разгадал его и Желеман. Астартес полагал, что находится в центре всего механизма. Железный воин отмечал это место в своих записях как станцию настройки или резонатор. Это была большая, гладкая, черная пещера с арочным потолком и почти ровным полом. Сюда приходили призраки, изображения предметов, расположенные за световые годы отсюда, притянутые квантовыми процессами. Часто они были мимолетными, но всегда реальными. Барабасу потребовались две недели и колоссальные астрономические вычисления, чтобы настроить Фарос так, как он хотел. Когда кузнец войны вступил на настроечный ярус, то увидел перед собой Желемана, словно воплотить. Он, наконец-то, направил устройство ксеносов на далекий-далекий Маккраги. «Все именно так, как вы и предполагали, повелитель», — начал Дантиох. «Фарос — часть древней межзвездной навигационной системы. Он одновременно и маяк, и искатель маршрутов. И еще, как мы только что смогли убедиться, позволяет осуществлять мгновенную связь на невообразимых расстояниях». «Ты говоришь, что я предполагал», — ответило изображение Желемана. «Но я понятия не имею, что это за технология». «Я и сам не до конца его изучил, повелитель. Конечно, тут применяется принцип квантовой запутанности, но, на мой взгляд, вместо наших варп-технологий, которые использует Империум, чтобы обойти реальное пространство, этот квантовый метод позволял телепортироваться из одной точки в другую, возможно, через сеть порталов. Также я полагаю, что его фундаментальная функция основана не на психической энергии, а на эмпатической силе. Это эмпатическая система, настроенная на желание пользователя, а не на его волю. Я предоставлю более точные выводы позже». «Но это навигационный маяк?» спросил примар. «В целом, да. Ты сказал, что он часть сети?» Дантиох кивнул. «Я верю, что на планетах по всей галактике существуют или существовали и другие станции, подобные Фаросу». Желеман замолчал. «Получается, что это не единственный маяк, как астрономикон». «Нет, повелитель, по двум причинам. Я думаю, что Фарос и другие такие станции были созданы, как сеть навигационных путей среди звезд, в противоположность единственному, дальномерному указателю, каким является или являлся астрономикон. Продолжай. Он скорее фонарь, чем маяк, повелитель. Его можно настраивать. Вы указываете или освещаете место, или локацию для определения дальности. Сейчас я настроился на МакКраге, и, как я понимаю, вспыхнул там ярким пятном, которое видно и в реальном пространстве, и в Варпе, несмотря на гибельный шторм. Поэтому я вижу Соту, как новую звезду на небе. Да, повелитель. Примарх посмотрел на Железного Воина. Я не хочу использовать технологию ксеносов, но свет астрономикона потерян для нас из-за гибельного шторма. А для объединения ультрамаров единое целое и воссоздания пятисот миров необходимо восстановить системы связей и транспортные коммуникации. Мы должны управлять полетами и перемещениями. Мы должны прорвать и изгнать эпоху тьмы. Это станет нашим первым шагом на пути выживания. Так мы сможем сопротивляться и повергнуть Гора и его демонических союзников. Дантиох, я хвалю и благодарю тебя за бесподобную работу, которую ты проделал, и за то, что тебе предстоит сделать. Повелитель, с трудом поклонился Барабас, кузнец войны. Да, повелитель. Освети Макраги. Из сердца бури Хьёльт! Здесь только море, только тьма, что рвут нам души и тела. Но мы гребем судьбе на зло, и смерти вновь не повезло. Фьяво! Здесь за волной идет волна, так будет завтра и всегда. Мы одолеем все шторма, ведь что нам жизнь, ей грош цена. Из мореплавателя Фенрисийские Эдды Корабль вопил многие месяцы. Вопил как новорожденный, брошенный ночным стаем. Он назывался Старая Луна и принадлежал к посыльным судам типа Дзетта. Он не был гордым воякой и не предназначался для далеких путешествий в арте. На что они могли бы надеяться, но их было немного, а у Лемонаруса не осталось лишних ресурсов. Когда Рус поручил Фафнеру-бладбродеру задание, воин почувствовал, как гордость наполняет его сердце. Это задание возложил на 6-й легион Сигелит. Однако сердце Фафнера упало, когда он понял, что это будет не крупная и опасная экспедиция из линкоров и боевых барж, а миссия для 10-ти волчьих братьев на скромном корабле в далекий Ультрамар. Фафнер сумел взять себя в руки, принял свиток пергамента, в котором было изложено задание, и поклонился примарху 6-го легиона. «Ай, Йорхёльд! Я сделаю это, повелитель!» сказал он. Они отправились в путь, дав клятву и посвятив себя одному из самых ужасных заданий, которое могли принять легиона со стартост. На третью неделю их путешествия вар потемнел и поднялся шторм, а корабль начал вопить и с тех пор ни разу не переставал. Большая часть экипажа, смертного экипажа, сошла с ума. Волкам Фенриса пришлось убить некоторых и запереть большую часть остальных ради их собственной безопасности. Старая Луна, помимо десяти воинов 6-го легиона, везла генетические образцы зерна и керамику. За один день ярость варп-шторма разбила всю керамику в трюмах. Вопль. Вопль был. Он был таким, словно погибал мир. Легендарный кровавый закат, конец сущего, пожирающий собственный хвост волк. Завершение великого цикла, за которым последует только восход холодной луны загробного мира. Фафонер был вынужден привязать капитана корабля к его креслу. Босс Орен, по прозвищу Секира, круглосуточно стоял на страже у капсулы-навигатора с оружием на готове, чтобы даровать милосердие. Малмур Лонгрич с копьем в одной руке и болтером в другой охранял монотонно работающие двигатели. Шакай Финн, Кура Йордровк, Гатсон Альфрейер, Мац Лорисон и Салик Плетеный по очереди патрулировали пустые игулки и коридоры из раненого корабля, выслеживая появляющихся демонов. Биттер Херик следил за носом. Нида Найфсон наблюдал за кормовыми отсеками. Никто не остался без дела. Кипящий варп порождал демонических тварей, которые преодолевали вопль и проникали сквозь обшивку корабля. Волкам задали работу. Чтобы прогнать варп тварей, им пришлось взяться за оружие, удерживать позиции и обогреть клинки. Малмур две ночи сражался в сотрясаемом конвульсиями машинном отделении. Появившаяся из ниоткуда черная как смола пасть откусила Кура руку. Биттер Херик расколол надвое топором бросившийся на него череп, повторяя это еженочно и так часто, что почти стало ритуалом. Когда первичные часы корабля били четыре, в носовой части появлялся свирепый череп, и Биттер приветствовал его секирой, раскалывая на куски. У каждого из них были истории, фрагменты саги, которые они никогда не смогут передать скальдам для пересказа. Это был поход обреченных. Волки верили, что каждый день, отмечаемый все более и более ненадежными палубными часами потрепанного корабля, будет для них последним. И тогда их поход и сага закончились самым неожиданным образом. Не в пасти гибельного волка и не в потоке крови, пролитой клинком или зубами врага. Нет, их сага подошла к концу в свете маяка, в надежде. Так получилось, что преодолевая шторм, они стали друзьями. Иерон Клеви из 10-го легиона железных рук в черном траурном плаще, и Тимур Гонтулга из 5-го легиона белых шрамов, бледные, как ледяная тундра. Их пути пересеклись в Нерексе, где силы Клеви были перехвачены после Истванской резни, забравшей их возлюбленного примарка. 60 дней боев в астероидном поясе закончились после того, как сыны Гора, всыпившиеся в глотку Клеви, были отброшены ударной группой Гонтулги. Сообщения о предательстве магистра войны уже начали распространяться, и силы Гонтулги охотились на врагов. Командующий Белых Шрамов искал подтверждение информации о злодеянии и его вдохновителе. Гонтулга получил его, обнаружив 8 боевых кораблей под флагом Гора, преследовавших поврежденную боржу 10-го легиона, подобно псам, травящим медведям. Смерть сынов Гора не была тихой. Зная, что предсмертные астропатические вопли быстро привлекут их братьев, железные руки и белые шрамы объединились и направились к Мамеду, где, по сведениям, собирались другие части железных рук. Гонтулга перебрался на боржу Клеви, перед тем, как сборный флот вошел в ВАРП, чтобы поделиться разведданными. Затем ударил шторм, и они потерялись. Начались их испытания. Гонтулга не считал ни часов, ни дней. Для него они были потоком. Время – это всего лишь расстояние между двумя объектами, говорил он. У Клеви не было выбора. Настройки в его оптических имплантатах автоматически показывали ход местного времени. Он называл Гонтулги число, а белый шрам пожимал плечами, словно показывая, что, несмотря на практическую бесполезность данных, он ценил такое отношение. Когда смерть Ферруса Мануса получила подтверждение, Клеви постановил, что его роты 10 лет будут соблюдать траур. Но так как время было бессмысленно и непостоянно в пределах шторма и всего лишь случайным отчетом на периферии его зрения, Клеви также объявил, что траур начнется только после возвращения в реальное пространство, во временном потоке, признанном физической вселенной. Траур стал навязчивой идеей, не освобождением или избавлением, не бегством от шторма, даже не поиском врага ради мести запавших братьев. Командир железных рук просто хотел закончить переход и вернуться в реальное пространство, чтобы сбросить показания таймера и начать траур. В этот день, который знаменовал собой для преодолевающего бесконечный мрак варп-шторма и раскачивающегося корабля еще один отрезок времени, отмеченный для удобства на корабельных часах, Клеви нашел Гантулгу, верхний кают компании. Тот обучал воинов из рота Клеви и группы летописцев чагорийскому боевому жаргону. Гантулга считал, что понимание железнорукими секретного диалекта белых шрамов даст стратегическое преимущество, если воины двух легионов будут сражаться в тесном взаимодействии против беспощадного врага, который знал все остальные имперские коды. Присутствующие летописцы должны были научиться ему, а затем стать наставниками для тех легионеров роты Клеви, которые находились на дежурстве. Клеви потребовал от своих летописцев отказаться от первоначальной роли, которая заключалась в прославлении Великого Крестового Похода. После предательства для летописей не осталось ничего чистого и достойного. Единственное, что, по мнению Клеви, заслуживало упоминания, это разрушенное прошлое, да падение. Поэтому летописцы добровольно стали мемуаристами. Тем не менее, этот день, который был еще одной бессмысленной отметкой в размеренном хронометраже Клеви и еще одним не днем для Гантулги, станет знаменательным. Железные руки и мемуаристы поднялись, как только Клеви вошел в кают-компанию. Гантулга не встал. Клеви сразу обратился к нему. «Это свет», — сказал он. «Маяк». «Я слышал об этом», — ответил Гантулга. «Мы направляемся к нему», — сообщил Клеви. «Я отдал приказ капитану корабля». «Нам что-нибудь известно о моих кораблях», — спросил Гантулга. Клеви покачал головой. «Это огонь Терры», — спросил Гантулга, поднимаясь. «Астрономикон, свет трона». Клеви снова покачал головой. «Данные неполны. Кажется маловероятным, что это свет астрономикона. Исходя из анализа, принцип работы схожий, но не тот же самый. Тем не менее, мы наполовину слепы и едва ли можем полагаться на датчике. Мы должны направиться к нему», — согласился Гантулга. Он достал длинный, слегка изогнутый меч и положил на стол перед собой. Затем опустил рядом ладони и молча благословил надежность и остроту клинка. «Ты обнажил меч?» — спросил Клеви. «Я охотник», — ответил Гантулга. «Поэтому знаю, как действуют охотники. Это может быть свет Терры, может быть другой надежды, но также и приманкой. Так что давай направимся к этому свету, но при оружии, пока не узнаем, что он значит». Они приходили из сердца шторма на протяжении многих часов, затем дней, на конец недель. Одиночные корабли, поврежденные суда, рассеянные флотилии и осколки флотов. Они были сбившимися с пути и обреченными, выжившими и беженцами, людьми, бегущими от битв и жаждущими их, или просто астронавтами, ищущими убежище от безумия гибельного шторма. И они прибыли в Маккраге, к свету во тьме. Некоторые корабли доставили столь необходимые товары и материалы из 500 миров. У всех были новости или их обрывки. Многие корабли принадлежали к собственному легиону Желемана, затерявшейся в шторме при возвращении с бушующей накалки подземной войны, или ожесточенной кампании против предательских сынов по всему Ультрамару. На некоторых кораблях были воины разбитых легионов, Железные руки и Гвардия Ворона, горстка Саламандра. Рассказанные ими истории были самыми горькими. «Приемный зал готов, Повелитель!» сообщила Ойтен. Это стало ежедневной традицией. Повелитель Ультрамара лично приветствовал представителей кораблей, которые свет привлек на Маккраге. В этой церемонии было некое утешение и радость. Иногда встреча старых товарищей или же приветствие ценного воина. Но также имели место скорбь и отчаяние, а список сообщений о бесчестии и потерях постоянно рос. Желеман считал, что Калт закалил его сердце до такой степени, что оно подобно состоящему из тяжелых металлов звездному ядру расплавилось, привыкнув к боли. Ведь сердце может вынести только определенную степень страданий, после чего перестанет что-либо чувствовать. Он ошибался. Примарх изучал огромный кололитический экран оборонительных систем, Маккраги и его орбитальная защита, расположение флотских соединений и недавно прибывших скоплений кораблей, внешние оружейные платформы и пустотные станции, звездные крепости и лунные станции, заграждения и суда ловушки, минные поля, промежуточная система наблюдательных постов и сторожевые флотилии, охраняющие точку Мандевиль, рыскающие патрули, терпеливые линейные крейсера, автоматические батареи. Прикосновением пальца он корректировал определенные линии и менял позиции кораблей. Уайтин знала, что это просто была машинальная и рассеянная работа мозга, которому едва ли требовалась концентрация для управления столь стратегически сложной системой. Из долгого опыта общения она знала, что мысли Желемана где-то в другом месте. «Милорд!» Желеман не поднял глаз. «Трое мертвы!» мягко произнес он. «Ларгар не зря б охвалился!» «Трое!» «Милорд!» Желеман покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. «Я о том, что они рассказали мне, Ойтин, что Гор и все остальные должны пойти против нас, против меня, против моего отца. Я не могу осмыслить происходящее. Мое единственное утешение, вообще единственное утешение, подчерпнутое в ходе ожесточенного боя с Ларгаром, заключается в том, что ими нечто завладело, отравило их. Варп в их головах. Это едва ли оправдывает действия братьев, но объясняет их. Они сошли с ума и больше не принадлежат себе. Он взглянул на нее. Пожилая, прямолинейная и стройная женщина опиралась на высокий посох. Короткие волосы были такими же белоснежными, как и платье. «Принять подобное тяжело, милорд», сказала она. «Я думал, это будет тяжелее всего», согласился Желеман. «Но разве может сравниться предательство братьев со смертью трех верных сынов. Выжившие не могут опровергнуть эту информацию. Феррус мертв. Верные Коракс и Вулкан мертвы. Потом эти новости из уст других о Проспера. Магнус настолько ослушался отца, что на него натравили чертовых волков. А теперь мы слышим сообщения из системы Фолл, подтверждающие, что Ипертураба в самом деле предал нас. Он встал. Что еще? Мне интересно, что еще произошло? Горит ли уже Тера? Мертв ли мой отец? Если половина моих братьев присоединилась к мятежу Гора, тогда кто остался? Трое из тех, кого можно было считать верными, уже мертвы. Кто еще? Где хан? Гибнет ли Дорн вместе с Терой? Говорят, что Сангвений со своим легионом пропал. Лев исчез во тьме. Удалось ли предателям выследить и разорвать на куски волчьего короля? Неужели я один? Милорд, вы... Желеман поднял руку. Просто мысли вслух, Тараша. Перед тем, как войти в зал, я стану невозмутимым. Ты знаешь, что это так. Она кивнула. Я могу рассчитывать только на подтвержденные факты, сказал Желеман. Мак Краги по-прежнему стоит. Мой легион по-прежнему боеспособен. Пока сохраняются эти факты, Империум существует. Повелитель Ультрамара накинул на широкие, заключенные в броню плечи плащ и закрепил застежку на горле. На нем был церемониальный вариант боевого доспеха с когтями. Во время сложившейся ежедневной традиции приветствия тех, кто прибыл из шторма на свет маяка, примарх не носил личного оружия. Уайтин смотрела, как ее возлюбленный повелитель поправляет плащ. Сейчас, более чем когда-либо, он походил на монарха. Почему-то отсутствие оружия придавало ему еще более величественный вид. Мы можем рассчитывать только на себя, сказал Желеман. Мы ждали слишком долго и должны сказать свое слово. Мы больше не можем позволить себе терять время, ждать новостей о том, что Терра выстояла или мой отец все еще жив. Ради человечества и несомненно, по воле моего отца Империум снова начинается здесь и сейчас. Он направился к выходу из зала. И я лично убью любого ублюдка, который попытается остановить меня. Четыре В зале Повелителя Ультрамара Никогда не стойте между хищником и его добычей или королем и его троном. Иллириумная пословица Никто здесь не преклоняет колен, объявил Желеман, войдя в приемный зал, но каждый из присутствующих уже поклонился. Стены огромного помещения были богато отделаны золотом и серебром. Высокую крышу поддерживало тысяча колонн с украшенными лепестками-капителями. На просторном, покрытом черно-белой мозаичной плиткой полу преклонили колени и склонили головы сотни людей. Около двух третий из них были космодесантниками различных легионов. Никто здесь не кланяется, повторил Желеман. Вы прибыли на Маккраги и вам здесь рады. Позвольте поприветствовать вас. Желеман в сопровождении внушительных инвиксских телохранителей в терминаторских доспехах Катафраг подошел к ближайшей группе и поднял ее командира, обхватив воина за плечи. Представься, приказал примар. Верана Эпп, капитан безмолвное отделение гвардия Ворона, ответил космодесантник. Я разделяю твою утрату, сказал Желеман. А я разделяю вашу надежду, ответил Эпп, и отдаю свой отряд под ваше командование, Повелитель. Я прошу исключительно о возможности стоять вместе с Ультрамаром и покарать убийц. А я не прошу тебя ни о чем ином. Твое место здесь, Верана. Добро пожаловать. Верана кивнул и указал на отделение неподалеку. Сардон, кара, шессон, железные руки и все его родичи, которых мы смогли спасти. Рядом с ним Саламандр Зитос и его братья. Желеман посмотрел на них. Вы присягаете, как Верана? Спросил он. Карашесон был существом, в котором осталось не так много плоти, облаченным в гордый черно-белый доспех. Он не снял визор, несомненно, из-за того, что под ним немного осталось от настоящего лица. Визор и был его лицом. Линзы шлема сверкали красным светом. Да, Повелитель, ответил он. Я встану бок о бок с любым, кто противостоит гору. Зитос снял зеленый шлем и держал его под левой рукой. Его кожа была почти такой же темной, как черная полировка доспеха Карашесона. Глаза Саламандра сияли неестественно ярко, с той же силой, что и светоизлучающие линзы воина железных рук. Мы скорбим о потере наших братьев железных рук и гвардии ворона, сказал он с мягким акцентом. И мы побеждены и обескровлены. Но 18-й легион не в трауре. Мы твердо решили оставаться непреклонными и верить, что наш примарх, ваш брат, выжил. Мы не станем скорбеть, пока не получим доказательств. Ты говоришь о ложной надежде, Зитос спросил Желеман. О прагматизме, повелитель. Возможно, прагматичнее было бы принять худшее и двигаться дальше. Надежда может быть тяжелой ношей. Надежда также может быть и оружием, ответил Саламандр. То, что мы не будем скорбеть, не означает, что мы не станем сражаться. Мы присягаем и будем сражаться подле вас, а нашим боевым кличем станет Вулкан Жив. Ваше слово, милорд, будет законом для нас до дня, когда этот клич докажет свою правоту. Желеман подошел к следующей группе, отряду из раненых имперских кулаков, которых возглавлял гигант. Воин был узувечен в боях и согласился только на самую элементарную медицинскую помощь. Одна рука была отрублена и выглядела так, словно ее отгрызли. Алексис Полукс начал он. Капитан 405-й роты и... Я узнал тебя, Алексис, перебил Желеман. Я польщен, милор. Не был уверен, что вы запомните меня. Я считаю обязательным для себя помнить всех выдающихся на взгляд моих братьев офицеров. Я читал твой доклад, посвященный сражению в системе Фолл. Это была кровавая битва, повелитель. Ты продемонстрировал блестящее стратегическое мышление. Железные воины превосходили тебя в численности и вооружении. Полукс промолчал. Ты бежал на захваченном корабле? Контрадорин. Это было не бегство, а отход, повелитель, поправил Полукс. Наш примарх потребовал незамедлительно вернуться на Теру. Мы подчинились приказу. Несмотря на потери, которые вы понесли из-за отступления, я сожалею о потерях, сказал Полукс. Но еще более я сожалею, что не закончил начатое. Он был во власти карающего флота. Мы были близки к тому, чтобы убить ублюдка. В зале наступила тишина. Никто еще не привык слышать столь презрительные слова о сыне императора, предатель он или нет. Пертураба мой брат, сказал Желеман. Прошу прощения, милорд, извинился Полукс. Я не хотел, а также трижды проклятый ублюдок, продолжил Желеман. Не оправдывайся из-за меня. Алексис, у в строй. Вторая, когда оправишься от ран, присоединяйся ко мне и закончи то, что начал в фоле. Полукс помедлил, а затем кивнул. Принимаю обе, милорд, ответил капитан, но на определенных условиях. Я получил приказ вернуться на Теру и не нарушу его. В данный момент пути на Теру нет, сказал Желеман. Может быть, Тера больше не существует. Думаете, тронный мир пал? спросил Полукс. Уверен, что он главная цель магистра войны. Тогда мы тем более должны сплотиться, перевооружиться и всеми силами направиться на Теру, заявил Полукс. Сколько времени вы блуждали посреди шторма после фола, Алексис, спросил Желеман. Говорю тебе, что пути на Теру нет. Во тьме есть только один свет. Наш единственный выбор это укрепиться и объединиться здесь. Кроме того, полагаю, у меня есть достаточно полномочий для отмены данного тебе приказа. Каким образом поинтересовался Полукс? Алексис, обратился Желеман. Я старше по званию. Пока ситуация не изменится, я командующий и намерен воспользоваться этим правом. Мы должны спасти Империум. Предположение и нерешительность неподходящее занятие в данное время. Полукс пристально Имперский Кулак был одним из немногих космодесантников, которые физически хотя бы отдаленно были сравнимы с Примартом. Что вы сделали здесь, повелитель? спросил он. Что делаете? Я защищаю 500 миров, Алексис, ответил Желеман. Укрепляю то, что осталось от Империума на Мак-Краге. У нас есть маяк, относительно безопасные транспортные маршруты и возможность должным образом перегруппироваться. спросил Полукс. Нашим Императором? Я не претендую ни на чье наследство, сказал Желеман, едва заметно отстранившись. Как и Зитос, я буду ждать доказательств, прежде чем принимать любые решительные меры. Но если мой отец мертв, и я единственный оставшийся в живых верный примарх, тогда да, я Империум. При таких условиях я последую за вами, сказал Полукс. Но предостерегаю, пока мы не узнаем. Уверен, ты знаком, перебил Желеман, с теоретическими и практическими концепциями ультрадесанта. Да, повелитель. Все умозрительно, Алексис. Остальной Империум, безопасность Теры, выживание моего отца и только Макраги Реален. Он единственное, что у нас точно есть. И в это опасное время единственная основа, на которую мы можем полагаться. Казалось, что Алексис Полукс еще многое мог сказать по этому вопросу. Он выдержал взгляд Желемана и кивнул. Сейчас имеют значение практические решения, сказал он. Приведите меня в порядок и я буду сражаться под вашим командованием. Я буду биться, по крайней мере, для того, чтобы узнать больше о том, что целесообразно. Благодарю тебя, Алексис, сказал Желеман. Я рад любому опыту, который ты и твои братья могут предложить в деле совершенствования укрепления обороны. Имперские кулаки давно известны. За. Он остановился, узнав тихое размеренное скорбное скобление точило оклинов. Неподалеку ждали возможности поприветствовать примарха еще один офицер железных рук со своими людьми и группой белых шрамов. Желеман ободряюще похлопал Полукса по звонкову наплечнику и подошел к воинам. Казалось, что звук исходит из их рядов. Иерон Клеви из железных рук представился Клеви поклонившись. Он и его люди были закутаны с головы до пят черные плащи. Их траур начался сразу после возвращения в реальный мир. Я Гантулга произнес командир белых шрамов и скорее резко кивнул головой чем поклонился. В его левой руке мерцал обнаженный меч. Приветствую вас обоих сказал желеман пожимая руку Клеви. Примите мое предложение укрыться от шторма. Я слышал у вас несколько кораблей Клеви. Ударная группа белых шрамов и моя боржа повелитель ответил Клеви. Мы вместе преодолели бурю потеряв два корабля. Ты пришел ко мне с обнаженным клинком спросил желеман белого шрама. Да но моя другая рука открыта ответил Гантулга протягивая ее желеману. Мы не знали что скрывалось ржал меч. Что теперь ты думаешь о моем маяке спросил желеман. Мне он вполне по душе ответил Гантулга. Это не западняк которой я опасался но я запомнил слова сказанные вами имперскому кулаку. Действия гора он прошипел имя словно оно обожгло его рот и белый шрам хотел его выплюнуть. Действия гора предательство повелитель ультрамара. Я бы сказал ересь перебил желеман. Они были предательством поначалу обратиться против братьев убивать ради личной выгоды и власти. Но мы видели как их разумы и тела поддались порчи. Извратилось само их мировоззрение. Это больше не предательство гора это ересь. Гантулга кивнул. Ересь приходит во многих формах сказал он. Она может быть ужасающей как то что например строить новый империум когда прежний еще не объявлен погибшим. Улыбка желемана была такой же блестящей и острой как клинок белого шрама. Я не строю своей собственной империи Гантулга. Я сберегаю то что от него осталось. Белый шрам свободной рукой задумчиво пригладил длинные усы. Тогда я хотел бы убедиться в ваших намерениях повелитель ультрамара сказал с нетерпением готовитесь к войне. Присутствующие по-прежнему слышали скобление точило. Оно раздавалось из-за спин воинов. Нет повелитель отозвался Клеви это волки. Люди Клеви и Гантулги расступились и за ними показалась стая космических волков в доспехах и шкурах. Сгрудившиеся легионеры скорее пригнулись чем поклонились или опустились на колени. Один из них затачивал боевую секиру долгими размеренными движениями точильного камня. Все воины сняли шлемы но не плотные кожаные капюшоны и маски. Покрытые символами и спиралями устрашающие маски кривились вечно воскали. У волков были желтые сияющие глаза. Фенрис Хьольда поприветствовал Желеман вы далеко от дома. Их вожак поднялся развернув намотанные на руки края мехового плаща позволив ему опуститься. Не от вашего ярл Желеман ответил он. Представься потребовал Желеман. Фафнер блат бродер ответил волк и моя стая. Десятеро отделение. Стая верная рота сеск стаев волка Фенрика. Желеман взглянул на воина затачивающего лезвия топора. За исключением Фафнера ни один из волков не подошел ближе и не выказал почтение. Для меня этот топор выглядит достаточно острым брат заметил Желеман. Ни один топор никогда не может быть слишком острым ответил воин не поднимая взгляда. Босс сорен прорычал Фафнер проси прощения за свой язык. Волк взглянул на Желемана и оскалился. Я признаю свою ошибку и непременно исправлю ее сказал он. Фафнер посмотрел на Желемана. Босс сорен может быть космический волк ответил Желеман. Вы верно подметили Ярл сказал Фафнер. Из всех сегодняшних посетителей вы интригуете меня больше остальных. Мы нежеланные гости в вашем зале Ярл Желеман спросил другой воин. Закрой рот Херик произнес Фафнер. Биттер Херик испустил низкий клокочущий рык. Вы все желанные гости в моем зале Фафнер Блад Бродер. Меня интригует следующее. Все остальные искали безопасные гавани. А из последних данных твоего корабля я вижу, что Макраги был вашим пунктом назначения. Так и есть. Мы выдержали шторм, чтобы добраться сюда, сказал Биттер Херик. У нас есть задание, добавил Бо Сорин. Задание, повторил Желеман. У Бо Сорина большой рот, прорычал Фафнер. Он необходим, чтобы вместить множество зубов, заметил Желеман. Какое же у вас задание, вожак стаи? Наше задание такое же, как и всегда, сделать то, что другие не сделают. Пойти на немыслимое, если в этом есть необходимость. Ваша репутация, как и полномочия, хорошо известна, сказал Желеман, и, возможно, незаслуженный. Все мы служим согласно нашей отваге. Волки служат не по этой причине. Мы сыновья палача. Кого вы прибыли казнить, Фафанер Бладбродер? Фафанер помедлил. Он засунул руку под шкуру и достал пергаментный свиток. Не вижу смысла скрывать это, сказал он, протянув документ. Прочитайте сами, ярл Желеман. Нет, расскажи своими словами. Фафанер опустил руки. По крайней мере, взгляните на него, посмотрите на печать волчьего короля и помимо нее на символ Малкадора. Убедитесь, от кого исходит распоряжение и чьей властью оно подкреплено. Желеман взял документ, развернул его и изучил печати. Проверьте подлинность, если хотите, предложил Фафанер. Мне не нужно, документ подлинный. Вы слышали о бедствии, которое обрушилось на Проспера? спросил вожак стаи. Волки были спущены, чтобы покарать Магнуса. Да, пожалуй, не настолько незаслуженная репутация, а? Продолжай. Фафанер помедлил. В прорезях кожаного капюшона мигнули золотые глаза, затем еще раз. Где один может пасть, могут и другие. Пало больше, половина. Постановили отправить волков ко всем сыновьям императора, чтобы наблюдать за ними. Для чего? спросил Желеман. Чтобы выявить признаки предательства, ереси. А если такие признаки станут очевидными, тогда мы начнем действовать. Действовать? спросил Желеман. Ты говоришь, что прибыл для наблюдения за мной, чтобы следовать за мной по пятам. А если ты сочтешь мои поступки так или иначе предосудительными, то что? Ты уполномочен принять меры? Уполномочен по приказу Сигелита. Желеман засмеялся. Ты перережешь мою нить? Если понадобится, примархов можно одолеть. Некоторые уже спят на красном снегу. Желеман поднял руку, давая знак телохранителям отступить. Катафракты активировали оружие в ответ на последние слова Фафонера. Фафонер Бладбродер, произнес Желеман. Ты действительно считаешь, что твоя стая сможет убить меня? Фафонер пожал плечами. Возможно, нет. Вы ярл Желеман и ваше мастерство запечатлено в сагах. Мой дорогой Фафонер, тогда это вы будете заперты в помещении со мной. Фафонер снова пожал плечами. Мы сыновья палача, ярл. Даже если вы убьете всех нас, сомневаюсь, что выйдете из комнаты невредимым. Желеман взглянул на стоящего рядом адъютанта. Найди место для сна. Твой очаг подойдет, заверил Фафонер. Тогда проводите их к моему очагу, приказал Свет Фароса, далекого ксенотека соты, освещал Маккраге, подобно одинокому и яркому маяку в окружающей тьме. И в этот день он привел еще одного гостя в сердце Ультрамара. Не затерявшийся в шторме корабль или потрепанный конвой, неразбитую боевую боржу или грузовое судно с беженцами. Это вообще был не корабль. Он вызвал вспышку высоко в покрытых объект, оставив огненный след при пролете через атмосферу. Желеман покинул своих гостей, направившись к дверям приемного зала. Рядом с ним шла Ойтин. По ее пятам следовали инвикты. Примарха ждал Прейта. «Волки не лгут», сказал Библиарий. «Я и не считал так», отозвался Желеман. «Стоит ли мне?» начал Прейта. «Следить за ними, тип». «Сторожить сторожевых псов?» «Я призываю к осторожности, милорд», сказал Прейта. «Волки и в лучшие времена непостоянные звери, непредсказуемые и быстро выходящие из себя. В битве это качество полезно, но при дворе неуместно. Они устали и многое перенесли, их нервы на пределе, я читаю это в них». «Чтобы прочесть это, зрение не нужно», пробормотала Ойтин, бросив через плечо неодобрительный взгляд в сторону фенрисийских воинов. «И они смердят, как...» «Хватит Ойтин», потребовал Желеман. Фафонер похож на честного и прямолинейного человека. Он не пытался скрыть свое задание и его исключительное бремя. «Тем не менее, я призываю к осторожности, милорд», сказал Прейта. «Именно из-за этого волк, как открытая книга. Он решительно настроен выполнить свое задание, даже зная, что оно неблагодарное и не хочет что на данный момент лучшие из нас совершили множество ошибок, не увидев истину за масками предателей и ожидая лучшего, пока мы верили, что они наши братья, пока не стало слишком поздно. Наиствани, накалки. Понимаю, Тит. «Нет, милорд, не понимаете». Это означает, что честный Фафонер слишком решительно настроен выполнить свое задание. Он отреагирует на малейший повод, простейшее сомнение. Космический волк перестрахуется, потому что альтернативная неудача слишком страшит его. Он и его люди опасны для вас, потому что они скорее ошибочно нападут на вас, чем допустят малейшую вероятность вашей измены. «Мне нечего скрывать», ответил Желеман. «Неужели?» отважно усомнился Прейта. «А как же я? А Библиариум?» Нам стало известно, что волков спустили на Проспера, потому что ваш брат нарушил никейский эдик. «Вы делаете то же самое. Фафонер ищет малейший повод. Малейший. И это я. Я доказательство вашей ереси, повелитель. Я свидетельство того самого презренного варп-искусства, на которое им поручили охотиться. Твой совет принят к сведению», сказал Желеман. Он в последний раз взглянул на волков. «Думаю, что смогу справиться с ними. Возможно, научу их подчиняться. Вот почему я хочу, чтобы они были на виду. Вы играете собственной безопасностью, повелитель», пробормотала Ойтин. «Не сейчас, Ойтин. Вы все, милорд, и не можете быть всем. Единственный примарх, единственный сын, единственный живой верный сын, насколько нам пока известно». Ойтин начала по пальцам перечислять должности Желемана. «Вы повелитель Ультрамара, король этого мира, господин Пятиста, командующий тринадцатым легионом ультрадесанта, последний защитник трона. Нравится вам или нет, вы будете регентом. Вы его знамя, вы его замена, а возможно и наследник. Более того, возможно, вы уже стали императором». «Тараша!» «Я выскажусь, повелитель Мак-Краги», возразила пожилая женщина. «Вы не можете занимать все эти посты, вы слишком рискуете. Пусть другие командуют войсками. Позвольте Тетарархам заниматься этим. Пусть другие выполняют грязную работу. Передайте полномочия. Официально назначьте командиров из собранных вами сил. Как единственный номинальный глава вы слишком важны. Если вас одолеет Рог, тогда Империум почти наверняка погибнет». Желеман взглянул на Прейта. «Прейта, скажи госпоже Ойтен, о чем я думаю», повелел он. Милорд думает, что не хочет провозглашать себя регентом. «Если он строит новый Империум, будет недостойно самому занять трон». Ойтен фыркнула. «Скажи моему возлюбленному повелителю, что если нет другого наследника, то ему все-таки придется». «Это сделает меня не более верным, чем горлу Перкаль», отозвался Желеман. «Я не соглашусь на это». Он заметил, что на него смотрит Прейта. «В чем дело, лакит?» «Что-то еще?» Прейта замешкался. «Нет, милорд». Через широкий дверной проем зала вошли воины. В сопровождении ультрадесантников в искусно сработанных доспехах приблизился Вален Долор. Он был одним из четырех тетрархов Ультрамара, четырех князей, правящих главными мирами княжеств, которые составляли царство. Их ранг уступал только самому Желеману. Княжеством Долора была Аклуда. Мастерски выкованный модифицированный доспех тип 3 тетрарха гиганта был выкрашен в обратные цвета ультрадесанта. Синий заменен на белый, а белый на синий. Валенд обратился Желеман. «Поведай мне хорошие новости и избавь от беспрестанного ворчания моего камерария». Долор взглянул сверху вниз на стройную пожилую женщину. «Мой хороший и благородный друг, госпожа Ойтин, очень мала повелитель», сказал он. «Не понимаю, как она вообще может быть очень надоедливой». «Мухи малы», резко ответила Ойтин, «как и клещи». «Клещей выбивают и давят», сказал Желеман. «Мух прихлопывают». «Ваш выбор, Тараша». «В данный момент у меня нет ни одного повелитель», ответила Ойтин. «Я в самом деле принес хорошие новости, повелитель», сказал Долорд. «Я знал, что вы бы захотели услышать их лично». Прибыл корабль. Несчастная посудина с ранеными и изнуренными на борту волочилась весь путь от Калта. На его борту сержант Тиель, который лично выражает признательность вашей светлости». Желеман улыбнулся. «Энни Тиель, он сделал практичный выбор, не покинув подземной войны. Было бы неплохо увидеть его, прикажи ему направиться в резиденцию, чтобы мы могли поговорить наедине. Прошло много времени с тех пор, как он проявил свою стойкость подли меня на Калте. «Я передам ему», ответил Долор, учтиво кивнув головой. «Что-то не так, брат Тиель?» Прейта неожиданно вздрогнул и оперся одной рукой о стену, другой он схватился за лоб. Что-то начал библиарий. Раздался сверхзвуковой удар, от которого затряслись оконные стекла зала, а кто-то из присутствующих закричал. Желеман увидел через высокие окна огненную полосу, прочертившую небо. На ужасный миг он вспомнил Калт, Кампанилу, обрушившиеся ракеты, но несущийся сквозь атмосферу объект больше походил на метеорит. Остальные присутствующие бросились к окнам. «Дурная звезда», зло произнес один из волков, «Предзнаменовение». «Хвостатая звезда», был небольшим, Желеман видел это. Он упал прямо вниз и исчез за башнями Цивитос. Не было ни взрыва, ни вспышки боеголовки. Долор уже проверял инфопланшет. «Доклады о падении, Милорд, в рабочих кварталах южного пригорода. Место падения прямо на север от крепости Октагон в округе Аномии». «Возьми это под свой контроль», приказал Желеман. «Узнай, что это такое и как во имя трона оно миновало что-нибудь проверит, не приближаются ли другие». «Сию минуту, повелитель», отозвался Долор. «Доложи непосредственно мне, когда что-нибудь узнаешь», резко произнес Желеман. Он повернулся к собравшимся. Глаза всех гостей, волков, кулаков, рук, шрамов, саламандр были обращены на него. «Расквартируйте их в гарнизоне, позаботьтесь об их нуждах и распределите обязанности», приказал он Прейта. «Сформируйте из них роты согласно численности, создадим армию». Примарх повернулся к выходу. «Я буду в резиденции», сказал он. «Его телохранители собирались последовать за ним». «Отставить», приказал Желеман. «Я иду поговорить со старым другом». Пять. «Тот, кто вернулся». «Попробуй поймать звезду на лету, отыщи мандрагоровый корень в лесу, узнай, где ушедшие годы сокрыты, почему у чертей двойные копыта». Неизвестная таранская песня «Около М2». Серый шлейф дыма поднимался над крышами южного округа аномии. Под несмолкающий вой сирен прибывали подразделения стражи, оцепляя квартал и не позволяя приближаться высыпавшим на улице зевакам, жителям и заводским рабочим. Лихтор Долора летел вдоль широких колоннад и бульваров Страйка. Паря над полосами наземного движения и ныряя под широкие арки и пролеты мостов, у Ларникских ворот движение перекрыли. Здесь округ Страйка заканчивался и начинался округ аномии. На лужайке у Иллирийского монумента стоял пес войны. Еще один гордый птичьей походкой направлялся к верхней мостовой, занимая позицию за заводами на Антимонской площади. Пилот Долора отправил код авторизации и орудия отслеживали движение Лихтера еще секунду, прежде чем Титан Часовой признал право Тетрарха следовать дальше. В запретной зоне вокруг места падения улицы опустили. Работали только спасательные и аварийные бригады. Главный пожар, вспыхнувший после удара, охватил половину старых антимонских машиностроительных заводов. Небеса затянуло дымом. Не боеголовка? Спросил Долор, осматривая разрушение. Его советник, капитан ультрадесанта по имени Космир, отслеживал информацию, поступающую в боевой инфопланшет. Нет, Тетрарх, не боеголовка. Анализ траектории падения выявил очень мало металла. И еще объект небольшой, добавил он. От его удара загорелся завод. Видимо, он врезался во что-то пожароопасное. Объект пробил крышу в самом конце северного цеха, а затем еще несколько этажей. Бригады пытаются до него добраться. Как он прошел мимо чертовой сети, спросил Долор. Во имя трона, это самый укрепленный мир в секторе. Нигде больше мы так не наблюдаем за небесами. Я не знаю, Тетрарх, недостаточно данных. След до места входа в атмосферу так и не обнаружили. Я продолжу работать в этом направлении, но нет никаких признаков продвижения в системе, даже скрытого. Валент нахмурился. И что, получается объект выпрыгнул с корабля на орбите? Космир рассмеялся. Ничто не выпрыгивало с корабля на орбите Тетрарх. А если бы и выпрыгнуло, то упало бы по-другому. Долор посмотрел на пилота. Садись, вон там. Несколько секунд спустя транспорт приземлился. Тетрарх ударил кулаком по кнопке откидного трапа и вышел. Окна цеха разбились, стекла с керамикой разлетелись паракритовым плитком и трещали под огромными ботинками магистра. Громоздкие шестиногие сервиторы Адептус Механикум тушили дымящиеся обломки в западном крыле здания, распыляя с плеч пену, замедляющую реакцию горения. Двое суетливо отбежали при приближении до Лора. Они двигались к припаркованному на улице грузовику, чтобы закачать пену в баке. Навстречу Валенту направились несколько фигур. Некоторые были ультрадесантниками, другие обычными людьми, городские стражи и районные врачи. Все вытянулись. Кто здесь главный? Спросил Долор. Мы обезопасили зону, лорд Тетрарх, доложил стоявший впереди ультрадесантник с примагниченным к нагруднику болтером. Но распоряжается здесь консул Фарше. Консул вышел вперед. Им оказался мрачный черноволосый мужчина в костюме и мантии. Он сложил руки аквилой. Тетрарх произнес он и «Пожалуйста». Мы локализовали пожары и проверили всех работников. Есть раненые, но все живы. Представшие перед вами разрушения вызваны кинетическим ударом и его последствиями. А объект обнаружен сканированием. Он примерно на шестом подземном этаже или в канализации. Что это? Мы еще не приблизились к нему мелод. После удара его сильно завалило обломками здания. Я хочу увидеть его». Фарше кивнул и пригласил последовать за собой. Желеман шел в одиночестве по частным холлам резиденции, избегая людных мест. По этим облицованным мрамором и светлым деревом тихим коридором часто прогуливался Конор, желая поразмыслить. Примарх задумался, сколько времени боевой король провел в беспокойных размышлениях в сравнении с настоящими сражениями. Почему гор пал? Его провозгласили магистром войны, а он воспринял это слишком буквально и позволил былому благоразумию сгореть в разрушительном темпераменте. Благоразумие уступило буйным стремлениям, поэтому он стал уязвим для ядов варпа. Как его называли? Волки? Малефик? Желеман всегда считал, что истинное предназначение военачальника, боевого короля или магистра войны не вести сражения, а предотвращать их. Война не должна становиться естественным состоянием жизни. К ней следует прибегать, только если все иные попытки потерпели неудачу. Но когда не оставалось другого выхода, магистр войны или боевой король должны действовать с сокрушительной мощью. Рабаут всегда чувствовал, что в горе есть уродливая черта любить войну ради самой войны. Не это ли человеческая слабость привела к сегодняшней катастрофе? Глаза былых лидеров смотрели на него с золоченых рам, пока он шел мимо портретов консулов и боевых королей. Как они соблюдали этот баланс? Какую борьбу с совестью пережили, чтобы защитить еще не запятнанное войной общество от врагов? Чем он, Рабаут Желеман, заплатит за то, чтобы стать мастером этого баланса? Он подошел к частному входу в резиденцию. Пара огромных дверей автоматически закрылась, и их шипение возвестило, что он в личном королевстве. Примарх на секунду остановился в высоком зале и посмотрел сквозь огромные окна на юг, на единственную новую звезду, сияющую на беспокойном подернутом смогом золотистом небе. Он начал снимать перчатки и просматривать данные старого кагитатора. Не поступило никакой новой информации об ударе, придется подождать отчета Тетрарта. Ойтен просила довериться ему. Долор был более чем компетентен. Мелодия возвестила, что пришел гость. Желеман отложил в двери в высокий зал. Вошел сержант ультрадесанта в красном шлеме и отдал честь. Его броня выглядела неплохо, но несла следы нескольких месяцев тягот и воин. Примарх смог рассмотреть только эмблему подразделения. Клинот прорубился до голого металла возле красного визора. На правом наплечнике виднелись опалены, без сомнений попадания из огнемета. Робаут заметил все эти незначительные детали с первого взгляда. Даже по поведению космического десантника он мог понять очень много. Тиель всегда был смелым, почти безрассудным воином. Сейчас же он казался подавленным и неуверенным. Упорные и интенсивные бои на Калти привели его в состояние постоянной готовности и он все время ожидал нападения. Тревога не уменьшилась даже за время отдыха в полете. Рука Тиеля подсознательно никогда не удалялась от приклада прикрепленного оружия, словно он ожидал в любой момент попасть в засаду. Было тяжело увидеть настолько изменившегося человека, запертого в клетке напряжения. Оружейникам пришлось потрудиться, приводя доспех в порядок, произнес примар настолько весело, насколько смог. Надеюсь, моя служба стоила каждой вмятины и царапины, повелитель, ответил сержант. Желеман улыбнулся и протянул правую руку без перчатки. Помедлив, воин пожал ее. Рад тебя видеть, Ионид. Правда рад тебя видеть. Давай расскажи мне новости скалта и пока забудь о формальностях. Сними шлем. Я попрошу принести вина или, возможно, амасика. Это совсем не обязательно, повелитель. Еще как обязательно, сержант Тиэль. Я хочу провести время с воином, который проявил себя решительным человеком действия во время нашей «Я увидел много доказательств обратного, повелитель. Макраги всегда был защищенным миром, столичной планетой. То, что предстало перед нами, когда мы приблизились к орбите, предприняты исключительные меры безопасности Тиэль. Но сейчас отдыхай, сними шлем и поговори со мной». Астартес замешкался. «С вашего разрешения, повелитель, я пришел с боевыми братьями и хотел бы, чтобы вы встретились с ними». «Вот как. Они служили в моем отделении восемь последних месяцев подземной войны. Я обязан каждому из них жизни. Если вы хотите услышать истории, то они могут о многом рассказать. И я буду крайне признателен, если вы окажете им честь, уделив немного времени. Они верные братья. Они с тобой ожидают приемный повелитель». Ультрадесантники вошли по сигналу сержанта. Девять боевых братьев в таких же потрепанных и отмеченных следами боев в синих доспехах, как Этиэль. Ни у кого нельзя было разобрать знаки и отметки подразделений. Во всех чувствовалось то же молчаливое напряжение, что и у сержанта. Они выглядели настолько нерешительными, словно боялись войти в освещенный роскошный мирный зал, или по крайней мере опасаясь осквернить его изношенной поврежденной броней. Желеман тихо вздохнул. То, что показалось неуверенностью, на самом деле было неосознанным напряжением, которое никак не хотело уходить. Вот цена, заплаченная его ультрадесантниками проклятому Ларгару. Он снова анализировал детали. Ему открывалась каждая нерассказанная история. Слегка покоробившаяся от касательного попадания из мелты пластина брони. Оторванный палец. Место ранения обработано и герметизировано. Гладий с рукоятью неправильного цвета. Видимо, ее заменили на поле битвы и подогнали под ножны владельцев. Опалены от слишком близкого применения боеприпасов кемпест. Слабый поворот визора из стороны в сторону в поиске скрытых убийц, даже в резиденции ультрамара. Расскажите мне все, что знаете, сказал Желеман. Присаживайтесь, снимите шлемы. Расскажите мне свои истории лицом к лицу. Замешкавшись, ультрадесантники подчинились. Происходящее пришлось им не по душе. Показалось, что двое или трое не собираются садиться. Никто не снял шлем. Возможно, они стыдятся шрамов, стыдятся показать отметку калта. Один отошел к главному входу. Любопытная расстановка. Отделение обучено бою в замкнутых пространствах. Один всегда прикрывает вход. Желеман понял, что не стоило звать их сюда. Ему следовало встретиться с ними в одном из казарменных помещений крепости, где они не чувствовали бы себя ни в своей тарелке. Примарх очень жалел их. Созданные для войны, запертые в жестокости, они отвыкли от простой жизни в социуме. Скорее всего, они весь последний год не снимали доспехи и не выпускали оружие из рук. У всех в самом сердце резиденции вооруженных людей прямо с линии фронта. Единственными, кому разрешалось открыто носить оружие в личных залах, была свита из катафрактов и дворцовые гвардейцы. Но у Желемана язык бы не повернулся попросить уставших ветеранов оставить их верное оружие на посту охраны. Это почти то же самое, что попросить их отдать частичку себя, например, глаз или руку. Их жизни во время подземной войны зависели от этого оружия. Оно стало их частью и продолжением. И отобрать его... Внезапно пришла мысль. Ты потерял меч? Повелитель, ответил Тиель. Клинок, который я одолжил тебе на калке, один из моей коллекции. Да, да, жаль, что я его потерял. Такая маленькая деталь, всего одна из сотен деталей, которые Желеман уловил за прошедшие три минуты. Такая крошечная, такая незначительная, что на нее просто не стоило обращать внимания. Но последние два года научили его, что нет ничего настолько малого, что можно проигнорировать. Это часть его характера, таким его создали, изучить каждый доступный факт и найти несоответствие. Чтобы просчитать все варианты, как говорят карточные игроки. Почему ты скрываешь лицо, Эонит? Повелитель! Какой был меч? Какой тип? Тиель не ответил. Его правая рука скользнула к примагниченному к бедру болтеру. Желеман похолодел. Благодаря силе воли он подавил тревогу, удивление, разочарование, даже желание выругаться от обмана или от боли, которую вызвало такое предательство. Ни для чего подобного не оставалось времени, оно стало роскошью. Он немедленно отбросил эти эмоции, потому что, если бы потратил мгновение хотя бы на одну из них, то пожертвовал бы своей единственной наносекундной возможностью успеть сделать более важные вещи, чтобы остаться в живых. «Осторожнее, повелитель!» вскрикнул Фарше. Долор остановился и оглянулся, надеясь, что до консула дойдет смысл его испепеляющего взгляда. Человек призывает полностью облаченного в броню гигантского сверхчеловека быть осторожным. Тетрарх спустился в заваленное обломками отверстие, которое пробил объект. Пожары потушили, и большинство сервиторов разрезали обвалившиеся крестовины и упавшие стропила. Внизу клубились равномерно смешавшиеся пары дым. Фарше следовал за ним, подобрав полы одежды, пытаясь спуститься по краю заваленной обломками ямы. «Теперь ты будь осторожнее», прорычал вален. «Оставайся здесь! Мне сложнее, но на тебе неподходящая одежда. Оставайся здесь!» Консул кивнул и остановился на краю провала. Остальные члены спасательной бригады встали рядом с ним, всматриваясь вниз. Далор продолжил спуск. Значительно ниже себя он разглядел двух сервиторов, лазерными резаками, пробивавших путь сквозь покоробившуюся и сместившуюся напольную металлическую плиту. «Мы близки к объекту!» Аугметическим голосом доложил один из них спускающемуся тетрарку. Валент добрался до их уровня и в прыжке преодолел последние несколько метров, тяжело приземлившись на настил. Он посмотрел наверх и увидел лица людей и визоры космических десантников, наблюдавших за происходящим несколькими этажами ниже. «Меня ждет выговор от примарха за то, что я позволил вам спуститься в одиночку, лорд тетрарк», отметил по воксу капитан. «Здесь не хватит места для нескольких из нас, космир», ответил Далор. «Кроме того, эта обязанность возложена на меня и я лично исполню ее. Есть еще какая-нибудь информация от орбитальной сети?» «Ничего нового, повелитель, продолжается обработка». Вален взглянул на мощных, оборудованных многочисленными конечностями сервиторов. Они манипуляторами отгибали кусок настила, закручивая покрытый металлом пол назад, как крышку консервной банки. Пока один держал, второй снова возвращался к работе, срезая у основания перекрученные арматуру и соединители. Из оборванных свисающих кабелей били искры. Как только верхний слой настила сняли, снизу повалил дым. Долор подошел ближе. «Мы не можем гарантировать вам безопасность», сказал один из сервиторов. «Я тебя услышал», ответил Тетрарх. «Мы обнаружили что-то внизу», добавил другой. «Дайте мне посмотреть», приказал Вален. Он присел у края новой ямы и взглянул вниз. Встав по бокам от него, оба сервитора включили установленные на плечах ряды осветительных ламп. Темный горячий дым из провала превратился в ослепляющий белый туман, справившись даже с усовершенствованной акуллобой. «Бесполезно, выключайте». Сервиторы послушно подчинились. Долор снова встал на ноги. «Космир», произнес он по воксу, оглядываясь на глубокую яму. «Мой шлем, пожалуйста». Он отдал его советнику перед тем, как начал спускаться. «Я лично принесу его, лорд Тетрарх. Просто брось его, Космир». Спустя несколько секунд появился красиво сделанный военный шлем, падающий по воздуху в шахту. Валент аккуратно поймал его и надел, затем снова присел у края провала. Сверхчеловеческое зрение дополнила мощная светочувствительная оптика визора. Он сразу же увидел фигуру, потому что она была жарче, чем окружающие ее конструкции. Он видел ее отчетливые очертания. Бред! Зачем кому-то сбрасывать статую человека с орбиты? Долор помедлил, затем посмотрел снова, но в другом спектре. Перед его визором предстал не раскаленный гранит, а жареная плоть, прогоревшая до состояния древесного угля. слои атмосферы превратила в иссушенный труп, и которая переломала все кости, врезавшись в землю. Великий трон, прошептал Тетрарх. Сам факт, что остался труп, был невероятен. Он должен был полностью исчезнуть, ничего не должно было остаться. Принимая во внимание падение, температуру, абляцию и удар, вся органика, включая кости, должна была полностью испариться, ничего не должно было остаться. Он активировал личную туда спустилась полная медицинская спасательная команда. Немедленно. И, Космир, изолировать эту область. Безопасность уровня вермильон. 6. Насмерть. Легче простить врага, чем брата. Пословица 500 миров. Тиель выстрелил из Болтера. Его люди тоже открыли огонь. В первое мгновение, когда глаза моргнули в первый раз, время повисло в воздухе, подобно невесомой полосе солнечного света. Реакция сверхчеловеческого тела Желемана возросла с нуля до гиперскорости. Действуй, просчитывай, двигайся, реагируй, просчитывай все. Не думай больше ни о чем. Действуй. Он просчитал вылетевший из стволов болтерный шторм. Он просчитал раскаленное добела дульное пламя, которое словно застыло на полпути восстановившемся времени. Рефлексы усилились, и его реакция достигла нового уровня. Он просчитал пылавшие в его сторону масс-реактивные снаряды и их траектории. Примарх уже двигался, уже уклонялся. Правой рукой он схватился за край штурмового стола из Сандервудского дерева и, потянув, опрокинул. Действуй, просчитывай все. Так много переменных, но важных гораздо меньше. Предельно близкий бой. Враги превосходят числом и огневой мощью. Нет ни малейшего права на ошибку. Время текло, как смола. Верхняя часть полированного стола тяжело переместилась в вертикальное положение, как подъемный мост в воротах, и неожиданно возникло перед Киэлем, словно бульдозерный отвал, принят на себя первые четыре болта. Масс-реактивные снаряды взорвались, в плотной старой древесине появились огромные раны. В воздухе разлетели щепки и горящее древесное волокно. Одна из ножек закрутилась и далеко отлетела. Желеман прыгнул в сторону, прикрываясь поврежденным столом, растянувшись в воздухе во весь рост. Вращающий со стол врезался в Киэле и ближайших к нему ультрадесантников, заставив их отшатнуться. Остальные предатели продолжали стрелять. Шесть болтов пролетели мимо примарка, изрешетив часть стены высокого отретов. Другие попали в деревянный столик и стоявший рядом стул. Один врезался в левый наплечник примарка и детонировал. Броня защитила от серьезных повреждений, но жар от такого близкого взрыва опалил левую щеку и заднюю часть шеи, а осколки изрешетили левую половину лица. Желеман ударился о ковер и перекатился. Скользящее попадание подпортило приземление. Завыла сирена, огонь открыли несколько часов, дней назад. Нет, просто время стало тягучим словно сироп. Сконцентрируйся, в таком ограниченном пространстве шансы крайне малы. Если телохранители в резиденции отреагируют достаточно быстро. Ультрадесантник, который отступил к двери, конечно же, один прикрывает выход во время засады. Нажал и повернул магнитное устройство в дверном проеме. Створки с лязгом захлопнулись, теперь они заперты вместе. Примарх и 10 потенциальных убийц. Предатели отступники Почему? Желеман продолжал перекатываться. Выпущенные по нему массореактивные снаряды выгрызали дыры в ковре, взметая в воздух клочья волокон, обрывки циновки и подпольного покрытия. Болты пробивали отверстия в мебели, возле которой он перекатывался, отрывали спинки стульев и подлокотники. Воздух заполнили, диванные набивки и буря из прокладочного материала. Почему? Почему Тиэль? Не думай об этом, это только отвлекает и мешает сконцентрироваться на реально важном. Действуй, действуй, просчитывай все, двигайся, реагируй. В трон попали два болта, пробив спинку, и он начал падать на повелителя ультрамара. Будь я проклят, если умру на коленях. Робаут перевернулся на спину, уперся плечами в пол, остановил падающий трон согнутыми ногами и швырнул в противоположную сторону. Оторвавшийся от пола трон резко полетел вперед, сбив трех предателей. Если мне суждено умереть, то я умру стоя, сравняем шансы. Время по-прежнему тянулось как клей. Он видел все болты в воздухе, они оставляли за собой огненные хвосты, словно кометы. Он прыгнул к ближайшему цел. Болтер бесполезно ряпнул в потолок. Штукатурная пыль просыпалась сахарной пудрой. Желеман, не ослабевая захват, развернул космического десантника перед собой, превратив в щит, который встретил ползущие болты. Три из них врезались в нижнюю часть спины, пробив броню и разнеся в дребезги позвоночника. Примарх ощутил, как удары передались ему через руки, увидел вращающиеся он потянулся вниз, не бронированный, какая жалость, рукой, и схватил рукоять вложенного в ножны глади. Затем рванул левую руку в сторону, отшвырнув мертвеца словно куклу. Выхватил незащищенной рукой глади. Учитывая рост примарха, короткий меч казался всего лишь большим боевым ножом. Летящий труп, брызгая кровью, изгибаясь и крутясь по горизонтали, врезался в лицевые пластины двух космических десантников, опрокинув предателей. Желеман повернулся и рассек захваченным гладием вытянутое предплечье ближайшего убийцы. Болтер ветерана выстрелил, падая на пол в отрубленном кулаке. Рабаут пнул врага ногой в живот и отшвырнул прочь, одновременно схватив левой рукой рукоять убранного в ножны силового меча космического десантника. Держав каждой руке по отобранному клинку, он резко отскочил назад, отворачивая лицо, злобно жужжащий болт пролетел мимо, опалив щеку. Примарх повернулся и нанес боковой удар. Лезвие силового меча врезалось ультрадесантнику в голову. Шлем раскололся пополам, как и череп. Желеман увидел оскалившиеся зубы в деснах и оторванный глаз. Трое повержены, двое из них мертвы. Но Робаут стоял во весь рост и был большой мишенью. Несмотря на то, что время двигалось со скоростью ледника, он был здесь не единственным, кто обладал сверхчеловеческой реакцией. Он сражался против самых лучших воинов Империума, легиона Састартес. Примарх получил первое серьезное попадание, болт ударил в плечо. Он почувствовал, как броня треснуло, и, смеясь, ощутил подобный молоту удар и жгучую боль, когда осколки вонзились в тело. Мгновение спустя еще один болт врезался в поясницу, а затем третий в правое бедро. От боли закружилась голова. Удар. Он попытался сохранить равновесие. Во рту появилась кровь. Он видел, как она побежала по опаленной кобальтово-синей бронированной ноге. Очередной массореактивный снаряд попал в него слева, взорвался и тяжело отбросил к большому столу, высеченному из гранита гор Геры. Желеману пришлось выронить глади, чтобы не упасть. Лежавшие на столе украшения, трофеи и документы разлетелись во все стороны. Рабаут сумел перекатиться от края стола, и следующий болт попал только в крышку. Полированный камень треснул и разлетелся как стекло. Взревев, примарх оттолкнулся, увернулся от еще одного болта и замахнулся силовым мечом. Он ощутил как задрожал от удара клинок. Стрелка оторвала от пола, голова откинулась назад, руки поднялись, словно он на бегу врезался горлом в натянутую проволоку. В сторону отлетел маленький синий металлический кусочек. Силовое лезвие рассекло шлем и череп воина, начисто срезав вверх. Кровь брызнула из идеально круглой раны в керамитовом шлеме. Виднелись концентрические кольца кожи, кости и открытого мозга. Ультрадесантник тяжело упал. Желеман потянулся за его болтером, но получил в грудь масс-реактивный снаряд и отлетел на стол. Они приближались к нему. Все, кого он сбил с ног, но не убил, уже поднялись. Примар хотел схватить брошенный гладий, но первым под руку попался мраморный бюст Конора и он швырнул его. Статуэтка врезалась в лицевую пластину одного из врагов. Силы удара оказалось достаточно, чтобы разбить визор и повернуть голову. Желеман нащупал гладий и кинул его, словно метательный нож. Клинок пронзил шею убийцы, ошеломленного попаданием мраморного бюста. Покачиваясь, ультрадесантник сделал несколько шагов в сторону и упал. Из-под подбородка лилась кровь. Варабаута попали еще раз, теперь в левое бедро. Боль была такой силы, что он подумал, не сломана ли тазовая кость. Еще два болта пролетели слева, меньше, чем в ладони от головы. Задыхаясь от боли, мстящий сын стремительно перекатился за стол, пытаясь укрыться за гранитной громадиной от неумолимых болтов. Каменные осколки и обломки разлетались после каждого пламенного взрыва. Передняя сторона и крышка стола быстро стали похожи на покрытую кратерами поверхность луны. Один из нападавших запрыгнул на него, собираясь выстрелить через край по укрывшемуся примарху. Желеман встретил его, сжав силовой меч обеими руками и рассек колени убийцы. Враг рухнул, как подрубленное дерево. Он не чувствовал, как по измятому и поробитому доспеху струится кровь. Он чувствовал, как она бежит из разорванной кожи на лице и шее. Он слышал, как дворцовая стража выламывает двери высокого зала. Они не смогли открыть их, ни личные, ни общие. Получается, что убийцы принесли с собой системный глушитель. Продумали все заранее, умны и несомненно изобретательны. Это не озлобившиеся недовольные ветераны и не испорченные варпом маньяки. Кто ты? Никому конкретно не обращаясь, спросил Желеман. Его голос прозвучал тихо из-за оружейного дыма и болезненных спазмов. В ответ полетело еще больше болтов, разрывая кольцами повисший в воздухе фуцелиновый дым. Примарх рухнул ничком. Болты врезались в разрушенный стол и высокие окна за ним. По бронированному стеклу побежали паутины трещин. Упало несколько штор. Их примеру последовала картина на стене, чья рамка раскололась об пол. А прокинулся шкаф с книгами, которые посыпались лавиной бумаг и кожаных переплетов. Сколько он убил? Пятерых и еще одному отрубил руку. Осталось пять. Сколько их нужно, чтобы прикончить его? Примарх осмотрелся. Ультрадесантник, которого он поверг на столе, лежал на спине и еще шевелился. Кровь уже не хлистала из-за брубков, но ковер рядом с ногами пропитался и потемнел. Предатель медленно поднимал болтер, целясь в Желемана. Рабаут перекатился и перегвоздил убийцу к полусиловым мечом. Враг несколько раз сильно дернулся и умер. Примарх вырвал болтер из его смертельной хватки. Как и тот, что дал ему прейта в ночь появления Дантиоха, этот казался для него скорее пистолетом. Он слышал, как оставшиеся убийцы гортанно переговаривались закодированными словами, рассыпавшись веером вокруг разбитого стола, чтобы прикончить жертву. Он не понял, что они сказали. Это не боевой жаргон ультрадесантников, но это не важно. Действуй, просчитывай все, реагируй. Их переговоры сказали ему очень много. Стало понятно, где они, звуки и углы отражения. Даже не видя врагов, он знал, что двое обходят стол слева, а один справа. Желеман двинулся влево, выглянул за стол и выстрелил. Первого убил точным выстрелом в голову, в воздухе повис красный туман, второго двумя выстрелами в грудь. Что-то врезалось в него сзади. Он широко открыл рот и тихо взвыл, когда почувствовал острую холодную рану. Гладий рассек броню на спине и вонзился под ребра. Там и остался, застрял. Примарх стремительно развернулся и изо всех сил ударил левой рукой в перчатки мечнику в лицо. Ультрадесантник завертелся в воздухе. Летя вверх ногами, он врезался в окно лицом. По стеклу побежали трещины, но оно выдержало. Убийца тяжело рухнул на пол. Рабаут повернулся, чтобы отследить последних врагов. Проклятый клинок так и торчал в нем. Он... По крайней мере два болта попали в левый наплечник за ухом и взорвались. Он почувствовал, как от ударной волны голова резко и дикую боль. Он почувствовал вкус крови и фуцелина. В ушах звенело, взгляд затуманился. Он упал, он не мог подняться. Он прислонился к столу или упавшему стулу. Он ничего не видел. Выстрелил слепую, бесполезную. Выстрелил еще раз. Он почувствовал клинок у горла. Смерть лжеимператору произнес голос, принадлежащий, как он предположил Эониду Тиелю. Позволь мне умереть, зная, кто ты, прошептал мстящий сын. Смех. Ваш убийца. И все, кто ты? Я Альфарий, ответил Киэль. Значит, отвратительные слухи о предательском притворстве и ложных намерениях наиста не оказались правдой. Для Альфа-легиона все средства хороши. Обман, с которым покушение воплотили в жизнь и безупречная конспирация. Да, это имеет смысл. Желеман никогда не испытывал военного уважения к неуловимой трусливой тактике самого молодого легиона, но это просто превосходно. Это одна вещь, которую ты должен извлечь из происходящего, слуга Альфа-легиона. Когда ты должен убить примарха и он оказывается в твоей власти, не трать время, отвечая на вопросы, если у него в руке болты. Местящий сын выстрелил в упор. Сила удара отбросила Тиэля. Клинок убийцы оставил глубокую царапину на обнаженном горле примарха. Пошла кровь. Он поднялся, пошатываясь. Замутненное зрение начало возвращаться. Он увидел последнего убийцы, того, кому отрубил руку. Враг полз по полу высокого зала, пытаясь найти болта. «Хватит!» сказал Желеман и выстрелил в затылок. Затем опустился на колени и понял, насколько сильно устал. Несколько секунд спустя, инвикты, наконец-то, ворвались в главные двери. Семь. Встретившийся со смертью Смерть – это своего рода искусство, но это умирающее искусство. Корвус Коракс, примарх девятнадцатого легиона. «Он еще жив?» спросил Вален Долор. Ответа не было. Все они поспешно прибыли в резиденцию и, войдя в медицинский комплекс, обнаружили у запертого и охраняемого апотекариона, мертвенно-бледную управляющую. «Госпожа, он жив?» повторил вопрос Долор. Ойтен посмотрела на него. Она размышляла о своем. Ее худое лицо было бледнее обычного, скорее от боли, чем из-за возраста. В молодости она была привлекательной женщиной, известной красавицей. Теперь красота воплощалась в ее силе, пылающей внутренним ядром веры в раба Утажелемана и поклонении ему. События этого дня пошепнули ее уверенность. «Да», ответила она, «Милорд Валент, он жив, его тяжело ранили и только единственный шанс сохранил ему жизнь. Один удачный выстрел». «Думаю, не шанс», сказал Фрад Августон. «Скорее воинская доблесть нашего возлюбленного повелителя помогла ему пережить это злодеяние». «Его действия именно резко перебила Ойтен». «Конечно, почему нет? Давайте поверим, что он неуязвимый бог, который не может ошибаться. Давайте поверим, что он не может умереть или что у его силы и возможностей нет предела. Давайте слепо верить в него и ожидать, что он в одиночку избавит нас от всей этой...» «Миледи», отреагировал Августон. «Я не хотел проявить неуважение». «Не хотели?» спросила она. «В самом деле?» Она смотрела на Фрата Августона с едва скрытым презрением. В отсутствии Мария Гейджа, который исчез в ходе битвы за Кал, преследуя изменника Корфаэрона, Августон был избран на должность магистра Первого Ордена Ультрадесанта. Он был уверенным и агрессивным воином и одним из лучших воинских командиров Тринадцатого. Ойтен не поддержала его назначение, хотя и не обладала формальным влиянием в делах, которые касались исключительно Легиона. Управляющая посоветовала Желеману остановиться на кандидатуре Вера Каспиана, действующего магистра Второго Ордена. По ее мнению, Августон был слишком узколобым и агрессивным, чтобы соответствовать более широким потребностям своей должности. Каспиан был мудрее, сострадательнее и утонченнее. Ойтен убеждала, что Августон должен оставаться там, где он мог быть наиболее эффективен, на передовой. Желеман не прислушался к ее совету. Ойтен шагнула к огромному первому магистру и постучала кончиком своего посоха по золотой гравировке нагрудника Августона. Понимание уважения, первый магистр, обратилась она. Разве это уважительно? Она снова постучала. Нет, это не так, это не согласуется с уважением, я не знаю своего места, я всего лишь камерарий двора, а вы первый среди лордов в легионе Маккраги, но ко мне прислушиваются, потому что я делюсь своей мудростью. Каждому свое, Августон, каждому по его возможностям. Если бы вы проявили уважение к нашему возлюбленному примарху, то в первую очередь признали пределы его возможностей. Ваше пустое прославление звучит как фальшивая лесть. Он больше, чем человек, но он всего лишь больше, чем человек. Инвикские телохранители насчитали в комнате 85 болтов и отверстия от них. Если хотя бы один попал в его незащищенную голову, хотя бы один, он был мертв, и этот разговор был бы совсем иным. Госпожа, пророкотал Августон, где сегодня была совершена ошибка, сэр, спросила она, вновь постучав, были ли это телохранители, не сумевшие предвидеть нападение, или охрана резиденции, должным образом не проверившая посетителей. Подождите, а может это Бодорум и его люди не смогли обеспечить охрану прилегающей территории? Это вполне возможно, ведь они всего лишь люди, а значит неполноценные, в отличие от сверхлюдей легионов. Или возможно это из-за Тита Прейта и его товарищей, возможно из-за самого главы Библиариума Птолемея, не предвидевших эти события. Или может быть дело в нашем мстящем повелителе Желемане, который был слишком уставшим и обремененным делами, и желал поговорить со старым другом, расслабился на минуту, позволив кому-то легко миновать охрану резиденции. Желеман разрешил войти предполагаемым убийцам, магистр Августон. Он приказал их пропустить, и никто даже не подумал усомниться в этом распоряжении. Вы знаете, что это означает? Это означает ошибку. Давайте поможем ему не совершить следующую. Долор резко посмотрел на Тита Прейта, но тот прочел распоряжение прежде, чем оно было озвучено. Библиарий шагнул вперед. Никто из присутствующих не ставит под сомнение ваши слова, госпожа, обратился он, мягко взяв Уайтин за руку. Позвольте принести вам воды и посидеть с вами. У вас был долгий и тяжелый день. Уайтин еще какое-то время сердито смотрела на Августона, затем поникла и кивнула. Она позволила Прейта увести себя из палаты ожидания. Понятия не имею, что он находит в ней и ее советах, прорычал Августон, как только дверь закрылась. В приемной медицинского зала находилось 13 старших офицеров ультрадесанта, все в звании командира роты или магистра ордена. Несколько засмеялись, но не Веркаспиан и не самый старший по званию Тетрарх Далор, «Я рад, что ты не из Библиариума, Августон», заметил Далор. «Почему же, Милорд?» поинтересовался первый магистр. «Потому что тогда ты бы знал, что я думаю об этом замечании», ответил Далор. Через южный вход в помещение вошли капитан Бодорум и пятеро стражников. Они тут же остановились, увидев собравшихся офицеров легиона Састартов. «Милорды», обратился Бодорум, живо сняв шлем и отдав честь. «Я прибыл, чтобы узнать, как он себя чувствует». «Он жив, командир», сказал Далор, «и несмотря ни на что будет жить». Бодорум выдохнул и кивнул. «Не благодаря тебе», заявил Августон. «Милорд?» Августон набросился на командира королевской роты, как титан на беззащитную жертву. «Ты облажался», зло бросил он. «Где ты был? Где были твои игрушечные солдатики? Твое сканирование, наблюдение, сколько тебе понадобилось времени, чтобы отреагировать?» «Милорд», запинаясь, произнес Бодорум, «Наши сканеры подавили, у нас нет...» «Оправданий», фыркнул Августон. «Я хочу увидеть, как тебя освободят от должности». «Не думаю, что ты можешь сделать это», вмешался Вер Каспиан. «Королевские части не подчиняются легиону и...» «Закрой рот, Вер!» бросил Августон через плечо. «Идет война и действуют правила военного времени». «Первый магистр, вина несомненно лежит на нас», пророкотал из вокс-устройства массивного шлема Драк Город, командующий инвиктами. Его доспех был перепачкан кровью Желемана. Он был одним из тех, кто отнес примарха в медицинский центр, как только двери верхней палаты были взломаны. «Он отпустил тебя, Город!» засмеялся Августон. «Сказал, что может обойтись без тебя». «Я не оправдываюсь», ответил Город. «Нам следовало настоять. Мы должны были проверить список посетителей, неважно, кем они казались. К тому же убийцы были из Альфа-легиона. Их техника глушения связи оказалась исключительной. Мы не могли справиться с ней. «Тогда следует ее изучить», сказал Августон. «Их техника самоликвидировалась до того, как ее обследовали и скопировали», признался Город. «Альфа-легион», пробормотал Нек Снес, магистр Третьего Ордена. «Кем мы стали? Некогда гордые легионы. Во что вылилась эта война?» «Главное, что мы можем сражаться и убивать», ответил Августон. «Вероятно, нам стоит быть умнее», заметил Каспиан. «Я сказал тебе закрыть рот», «Одно мнение». «Тогда мы должны решить, какое оно», ответил Каспиан. Дверь Апотекариона внезапно открылась. На легионеров, словно из открытого шлюза, хлынул поток стерильного воздуха. Он пах кровью, антисептическим гелем, выращенными трансплантатами и дезинфицирующими растворами. Темное помещение освещалось только тусклыми дисплеями систем жизнеобеспечения. К двери подошел Желеман. Он сердито взглянул на них, словно раненый зверь, оглядывающий свое логово. Примарх тяжело дышал, а торс, шея и одна сторона лица были перевязаны фиксирующими повязками. «Стены», прохрипел он, «не настолько толсты, чтобы я не мог услышать ваши споры. Не так мы поступаем в критический момент». «Великий повелитель», начал Августон, «Вы должны поправиться и...» «Не так мы поступаем в критический момент», повторил Желеман. Долор шагнул вперед и опустился на одно колено, склонив голову. Один за другим за ним повторили другие, как сверхлюди, так и обычные смертные. Последним опустился на колено Августон. «Что мы можем сделать для вас, повелитель?» спросил Долор. «Встаньте», приказал Желеман. Они подчинились. «Я сейчас же поговорю с тобой наедине, Тетрарх», сказал Желеман. «Я должен делать больше, чем просто лежать в постели, пока выздоравливают». «Первый магистр Августон, ты проведешь полную проверку безопасности резиденции города». «Слушаюсь, милор». «Я не ищу виновных, Августон, и не желаю слышать о каких-либо наказаниях, пока не будет доказана халатность. Что я хочу знать, так это как они проникли, чтобы помешать повторению этого инцидента. Раздобудь реальную информацию, чтобы улучшить наши меры безопасности. Разузнай, как еще прибывают и убывают люди, особенно из-за пределов планеты. Что необходимо проконтролировать более тщательно, какие процедуры нам нужно улучшить. «Остаются среди нас агенты Альфа-Легиона или любого другого противника?» Абгустон кивнул. «Милорд», обратился он. «Я прикажу штабным офицерам немедленно заняться проверкой и...» «Нет, Абгустон», сказал Желеман. «Ты сделаешь это сам. Не перепоручай задание, проследи за всем лично. Обязательно советуйся, но будь мудр, привлеки полукса». «Имперского кулака?» «Именно». «Кулаки отвечают за защиту Теры. Это понятно?» «Да, повелитель», ответил Абгустон, стиснув зубы. «Думаешь, я как-то унижаю тебя, Фрат?» спросил Желеман. «Думаешь, я оскорбляю тебя, давая работу, не соответствующую твоему рангу?» «Ты первый магистр ультрадесанта, а этот легион не знает больше ответственности, чем безопасность Мак-Краги. Я не знаю, каким образом это задание может быть ниже твоего звания». «Приношу извинения, милорд», сказал Абгустон. «Это честь для меня, я выполню задание и сделаю это добросовестно». «Конечно же сделаешь», отозвался Желеман Кивая. «Остальные возвращайтесь к своим обязанностям, окажите первому магистру всестороннюю поддержку и сделайте все возможное, чтобы смягчить любую тревогу или беспокойство в легионе, армии и народе, которые поднимутся из-за этого инцидента. Новости о покушении на вашу жизнь были ограничены исключительно привилегированным персоналом, милорд», доложил Город. Желеман вздохнул. «Несмотря на это, они просочатся, так что ожидайте этого и будьте готовы сгладить негативные последствия», сказал Желеман. «Более того, я думаю, что новости должны быть обнародованы. Если на Макраге есть враги, они узнают, что потерпели неудачу, а информация поднимет уровень бдительности. Кроме того, народ Макраги будет обеспокоен слухами о нападении на меня. Полагаю, люди предпочтут подтвержденную правду о сегодняшних событиях, особенно, тот факт, что меня очень сложно убить». Примарх отпустил их и вернулся в Апотекарион вместе с Долором. Как только дверь закрылась, Желеман вдруг потянулся к Тетрарху за поддержкой. Долор без слов подставил плечо Желеману и отвел его обратно к кровати. Из теней вышли закутанные и безмолвные, словно призраки, медицинские работники, чтобы снова подсоединить мониторы и капельницы с питательными веществами груди, рукам и ногам Желемана. Небольшие сервиторские устройства двигались вокруг и под кроватью, вычищая кровавые пятна и сжигая грязные повязки. «Она была права», пробормотал Желеман и снова лег на кровать. «Повелитель, Ойтен», пояснил Примарх, «она возражала против назначения Абгустона». «Признаюсь», сказал Долор, «что мне он никогда не нравился, за исключением тех случаев, когда сражался подле меня. Тогда с ним немногие сравнятся». «Именно поэтому я выбрал его на место Гейджа», сказал Желеман. «Я был зол. Предательская война глубоко ранила нас. Мне нужен был воин, способный повести легион к мести. Но наша ситуация стала еще более запутанной, а фрат не политик». «Как и все мы», согласился Долор. «Неверно. Нет, если у меня получилось сделать то, к чему стремился. Я не формировал легион, исключительно для создания империума и участия в крестовом походе. Походы и войны заканчиваются. Я создал легион и для мирного времени тоже. Мои воины в качестве лидеров, государственных деятелей, правителей империума. Когда тут будет построен?» Долор молчал. «Я всегда думал о будущем, далеком будущем», тихо произнес Желеман. «В котором есть только мир. Что будут делать тогда подобные нам? Что, к примеру, будет с Русом и его волками? Каким будет их предназначение, когда не останется больше миров для завоевания?» «Предательство магистра войны дало ему дополнительные несколько лет кровопролития для определения их предназначения», заметил Долор. Желеман кивнул. «Он, наверное, почти признателен. Нет, так нельзя. Это суждение слишком сурово, даже для Руса, даже в качестве шутки. Но разве он не должен задумываться о мирном времени, которое когда-нибудь наступит? Каким будет его назначение? Он считает, что его легион существует для расправы над теми, кто становится проблемой для Империума. Страшится ли, что однажды ею станет он и его родичи? И его покарают за то, что он слишком необузданный и опасный для цивилизованного мира?» Примарк взглянул на Долора. «Скажи мне о другом, Валент. Давай займемся практической работой вместо теоретических рассуждений. Докладывай, что ты нашел, что упало с небес?» «Тело», ответил Долор. Желеман прищурился. «Человек?» «Сверхчеловек», ответил Долор. «Это очевидно, повелитель. Мы не опознали труп и его происхождение, но я приказал его извлечь и доставить в медицинский комплекс для изучения. Все место падения в данный момент прочесывается в поисках фактов. Я также позволил себе установить уровень безопасности вермиллион, пока мы не узнаем, с чем имеем дело. Очень немногие знают о находке, и все они поклялись не разглашать тайну. Я полагал, что свет Фараса привлечет много разного на МакКраге», сказал Желеман. «Заблудившиеся корабли, заблудившихся друзей, даже врагов. Я был готов к непредвиденному, но тело, падающее со звезд». «Если бы я был суеверным, повелитель», сказал Долор, «то сказал бы, что произошедшее вызывает свойственную дурному предвестию тревогу. А если бы я был действительно суеверным, то задумался, что еще может прибыть». Варп послал демона, чтобы убить его. Он чувствовал, что должен быть польщенным. Переброска прошла без происшествий. Предоставленный кабалом катер-невидимка, с легкостью миновав высокочувствительные сканирующие системы ультрамара, доставил его на северный массив под вершину Андромаха. Он очнулся от прыжка на леднике, скрючившись от боли в позе эмбриона. Из носа листала кровь, словно вода из крана. «Большое вам спасибо», громко прошептал он, брызжа кровью и обращаясь к нечеловеческим богам и полубожествам, которые больше не слышали его и которые никогда не интересовались его мнением. Катер-невидимка давно исчез, стремительный призрак вернулся во внешнюю пустоту. Человек задумался, выследила ли его хоть одна душа в верной империи Желемана. Сомнительно, его могли принять за ложный сигнал или незначительный дефект изображения. Человеческая технология была высокоразвитой, но даже близко несравнима с уровнем древних кенебрахов. Неудивительно, что люди проигрывали и проигрывали самим себе. Неудивительно, что он беспокоился. Он был человеком, по крайней мере, когда-то давно им был. Теперь он работал на Эльдар, хотя и ненавидел их чертову сладкую вонь. Он работал на Эльдар и другие нечеловеческие виды кабала, с которыми они якшались из отчаяния. Именно этот факт он ненавидел более всего. Он ненавидел тот факт, что человеческая раса была причиной, по которой галактика умирала. Глаттера подробно объяснил ему это. Это произошло во время вербовки на пропитанных кровью песках и водзимы. Человеческая раса, энергичная, невинная и плодовитая, была дверьми, которые Варп собирался использовать, чтобы наводнить галактику. Хаос победит, потому что человечество было слабым звеном, которое позволит Варпу проникнуть в материальную вселенную. Он был вечным. Он таким родился, естественный и вечный, но кабал усилил его способности. Он работает над ним с момента той вербовки на пляже, когда над его головой свистели пули старой модели. С тех пор он убивал для них людей, хороших людей. Иногда служба на кабал казалась трудной для понимания. Они были очень любезными, объясняли, почему хороший человек должен был умереть, и почему в этом нет ничего плохого. Мокрая работа, которую они ему поручили. Проклятие. В Мемфисе хороший человек и более чем тысячу лет спустя в городе ангелов брат. Затем в М-19 Голиард в стеклянном храме и в М-22 Мастер Хасан на спиральной террасе перед его речью слово закона. А потом Дюма. Хотя никто не смог бы убедительно оспорить тот факт, что Дюма действительно заслужил смерть, по всем стандартам, даже человеческим. Обстоятельства менялись, конечно, так и должно быть, из-за особенностей противника. Непрерывная космологическая шахматная игра с выдающимся на своенравным императором направляла события по нестабильному пути. Кабал больше не мог полностью сдерживать или предсказывать его поступки. Мон Кей задирал нос. Нынешний год назывался Гамбитом Гора или позиции Альфария. Цель была проста позволить Хаосу победить. Позволить Варпу победить так безоговорочно, так чертовски безоговорочно, что он обратится против самого себя и истощит собственную ярость, позволить человечеству стать мечом, на который Варп наткнется. Он сделал то, что должен был, сделал то, чего хотели от него. Он находился на враждебной планете, истекая кровью из-за скрытого, быстрого прыжка, держа себя в руках и неся оружие в мешке из плоти. Он находился в горах в неделе пути от Макраги-Сити. Это не было проблемой. Проблемой был демон, которого Варп послал за ним. Через три дня после прыжка он повернулся и обратился к холодному горному воздуху. «Покажись!» В ответ эхом разнесся смех, хотя он едва ли был человеческим. Звук прокатился по глубоким ущельям пред горе Андромахи. «Давай же, господин!» сказал человек. «Давай, мистер демон!» «Я жду с интересом!» Последовала долгая безмолвная секунда, затем голос произнес «Я знаю, кто ты! Знаю твое имя! Я твой хозяин!» Человек вздохнул и бросил рюкзак и оружие, раскинув руки к горному воздуху. «Ну тогда я твой! Возьми меня!» «Деймон!» ответил голос. «Интересный выбор имени, учитывая твою профессию!» «Что я могу сказать тебе, демон?» ответил он. «Молчание!» «Ты знаешь мое имя!» снова заговорил Деймон. «Чего ждешь?» Руки по-прежнему были распростерты. Он медленно повернулся, под ногами захрустел снег. «Я и в самом деле знаю твое имя!» ответил голос. «А истинное имя это истинная сила!» «Я знаю твое имя, и ты не сможешь противиться мне!» «Я знаю!» согласился человек. «Значит, ты знаешь, что я собираюсь убить тебя!» «Что меня послали именно за этим!» «Да!» ответил он. «Хорошо!» Он прочистил горло. Воздух на надгорье был разреженным. «Ну и как меня зовут?» спросил он. «Деймон Пританис» повторил Деймон. «И знание моего настоящего имени дает тебе власть надо мной?» спросил он. «Да!» «Значит, я твой, дитя варпа!» «Полностью!» «Сколь я умру и понимаю свою смерть, позволь мне последнюю просьбу!» «Говори!» «Назови настоящее имя моего убийцы!» По непространству прокатился тихий смех. «Умри навечно, зная его!» произнес голос. «Я Ушпетхар!» «Я покоряюсь!» «Приди и возьми меня!» сказал человек. Тень пустоты поднялась и заструилась к нему. Она приблизилась по снежному полю подобно черному цунами. «Между прочим, сказал Деймон Пританис в самый последний момент, «Это мое ненастоящее имя, то есть у тебя нет власти надо мной, но теперь я знаю твое!» «У меня есть твое истинное имя, Ушпетхар!» Деймон лихорадочно схватил бутылочку, спрятанную в кармане. Он сотворил необходимые знаки и бросил нужные руны, как ему и показывали. Затем метнул заклинание в вопящее лицо приближающейся твари. Деймон покинул реальный мир во вспышке ярости и негодования. Деймона отшвырнуло на землю. Когда он открыл глаза, то понял, что промок. Он и огромный участок ледникового уступа вокруг был покрыт кровью. Она была не его. Тяжелораненый человек медленно поднялся. До Маккраги-Сити было еще далеко. Долгая дорога вниз по горе. Вот так убийца, называющий себя Деймоном Пританисом, прибыл на Маккраги. 8. Первый среди равных. Человек выбирает себе друзей, а судьба выбирает ему братьев. Переписывается Одрину Сарамановскому. Корабль вышел из тьмы, и внутри его собственной тьмы подходила к концу бесконечная охота. Это был человеческий, имперский корабль, линкор, флагман. Но его противоестественным способом вели сквозь миазмы варпосредства, чье происхождение и природу машинные кузнецы и отцы кузни человечества сочли бы еретическими. Вслед за линкором двигался флот. Внутри его потрепанных штормом корпусов 20 тысяч воинов ожидали сообщения о цели назначения, о безопасной гавани. Это были 20 тысяч величайших воинов-императора. Они были первым и первыми среди равных. корабль вышел из тьмы, а внутри его собственной тьмы подходила к концу бесконечная охота. Охотник ждал в темноте, прислушиваясь к зловещей пульсации нечеловеческого механизма, управляющего двигателями корабля. Маслянистая темнота была такой же черной, как и доспех воинов. Добыча была рядом, но ведь добыча всегда была рядом. Она должна была быть мертвой, или по крайней мере плененной. Но благодаря прирожденному коварству и порочности избегала захвата и свободно передвигалась по кораблю, обитая в темных и недоступных местах. Конечно, добыча формально была пленником, потому что весь корабль был ее камерой. С него нельзя было сбежать. Тем не менее, свобода добычи не давала покоя охотнику. Она давно должна была умереть за свои преступления. Охотник должен был удостовериться в этом, пролив кровь или нет. Добыча не была разумным существом, заслуживающим уважения или же милосердия. Она была безумным животным, которое следовало убить, чудовищным, достойным истреблением. Все то время, что презренный враг свободно перемещался по кораблю охотника, сердце воина пылало гневом. Охотник отправил легионеров найти и убить добычу, прочесать корабль, палубу за палубой, выкурить чудовище из укрытия и покончить с его проклятием. Но добыча существой тьмы, призрак вечной ночи, что злобно глядел в темных трюмах и корпусах конструкций, имеющихся у каждого перемещающегося по варпу корабля. Убило людей, потом тех, кого послали за ними, а затем следующих. Монстр заманивал их в ловушку и разделывался, выслеживал и вводил в заблуждение. Оставлял свисающие с опорных балок тела в качестве предупреждений, головы в шлюзах, посланий, пригвожденные к межпалубным пиллерсам и трубопроводам изувеченные останки, кровавых обещаний. Охотник был благороден, хотя для тех, кто сталкивался с ним в битве, он часто казался таким же чудовищем. Почти никто не знал, как он мыслит. Он был скрытным и шел собственным путем. Его было сложно понять, тем не менее он был благороден. Он перестал посылать новых людей на смерть во тьму, перестал приказывать, кому бы ни было делать то, к чему они не были подготовлены. Он приказал очистить и запечатать все палубы, за исключением главных. Затем облачился в броню, черный доспех, гравированный марсианским золотом, и стал охотником. Каждый день на протяжении 16 недель он входил в неконтролируемое пространство своего корабля и охотился во тьме на свою добычу. Каждый день на протяжении 16 недель. Корабль вышел из тьмы, а внутри его собственной тьмы подошла к концу бесконечная охота. Охотник почувствовал запах добычи. За прошедшие 16 недель они часто оказывались поблизости друг от друга. Произошло две короткие стычки, во время которых добыча сбегала, осознав, что заманить охотников западню сложно. Много раз нервный голос добычи раздавался из тьмы, насмехаясь над охотником. Оставались написанные кровью сообщения. Устраивались ловушки и контрловушки, следовали часы медленного, скрытного продвижения по темным и вибрирующим помещениям корабля. Каждая тень проверялась на наличие той единственной, что вовсе не была тенью. Охотник остановился, присел, балансируя плотным, но проворным телом на скрещенной балке, которая тянулась подобно каменному мосту над ущельем вытяжной шахты. Далеко внизу светился темно-зеленый мрак. Открылись термальные клапаны и вверх по шахте устремился поток горячего воздуха, словно пустынный ветер. Охотника Воин замер, распустил их, снова собрал и перетянул, чтобы не падали на глаза. В сухом ветре присутствовал запах. Одна частица на миллиард, но охотник уловил ее. Старая кровь, боль, адреналин, ненависть. Добыча была близко, она скрывалась внизу, на одном из переходных мостиков, пересекающих шахту. За 16 недель охотник ни разу не подбирался так близко. Горячий воздух поднимался снизу, и охотник был с подветренной от добычи стороны. Несомненно, враг не слышал его из-за шума машин, разносящегося по шахте. Охотник бесшумно поднялся и прыгнул. Он приземлился на следующей балке и пробежал по ней, как канатоходец, после чего вцепился в арматуру стен шахты. Он спустился. Через каждые несколько метров охотник останавливался и тщательно осматривался, прислушивался, принюхивался. Близко, так близко. Там охотник застыл. Он увидел добычу. Впервые. Враг присел на платформе в 30 метрах под охотником. Добыча напоминала взъерошенного ястреба, сидящего на выступе. Она смотрела вниз, по какой-то причине ожидая приближения охотника снизу. Впервые сверхъестественные способности предвидения подвели ее. Добыча безмолвно ждала, сжавшаяся и готовая к удару. Она понятия не имела, что охотник над ней. Тот бесшумно вытянул из ножен смазанный маслом меч, приготовился к прыжку, фактически не прыжку, а к атаке. Враг будет повержен сразу же. Вес охотника и инерция пригвоздит добычу к прочной платформе, а лезвие меча закончит дело. Убийство будет быстрым, хоть и незаслуженная добыча, но давно назревшая. Охотник согнул руки, расслабил шею и приготовился к прыжку. Ошибки не должно быть, добычу не стоило недооценивать. Охотник наклонился вперед, держась левой рукой за балку, напряг ноги, готовый к... Милорд включилась и затрещала воксистема. Внизу добыча взглянула вверх, ее голова резко поднялась на звук. Охотник увидел бледное лицо врага, удивленное и довольное. Близко крикнула добыча охотнику. Так близко, но не вышло. Добыча рассмеялась, она раскинула руки и спрыгнула с платформы в шахту. Поношенный плащ развивался подобно изодранным крыльям. Чудовище исчезло в темноте колодца, оставив в горячем воздухе только насмешливый смех. Охотник выпрямился, он подавил гнев и включил в вокс связь. Говори, потребовал он низким и угрожающим тоном, и ради самого себя постарайся, чтобы информация была стоящей. Милорд произнес голос, обнаружен свет. Свет прорычал охотник. Маяк, милорд, мы обнаружили сильный, но неизвестный навигационный маяк. Охотник задумался. Прикажи штурмовому отделению ждать меня возле установленного выхода, сказал он. Я выхожу. Давайте посмотрим, что это за маяк. Первый магистр Августон ждал его на стене крепости Монеты. Возвышавшийся над посадочными площадками космопорта. Первого магистра сопровождали несколько его главных помощников и множество городских чиновников. Они закончили последние доклады и молчали. Августон пристально смотрел на свет Фарреса, новой и единственной звезды на штормовом небе. Системы доспеха магистра зарегистрировали приближение космодесантника, и Августон повернулся, чтобы посмотреть на Алексиса Полукса, который шел к ним по стене. Августон привык повсюду быть одним из самых крупных живых существ, исключая мстящего сына. Поэтому размеры капитана имперских кулаков его немного смутили. Лорд Августон обратился Полукс, уважительно склонив голову. Приношу извинения за то, что не смог присоединиться к вам раньше. Августон поприветствовал Алексиса. «Мне подсказали, что ты можешь помочь своим опытом, капитан. Вот отчет трехдневной проверки системы безопасности и протоколов». «Я снова приношу прощение», сказал Полукс. «Его оружие и доспех были отремонтированы и приведены в надлежащий ВИП, а изувеченная рука висела на заживляющей перевязи. Повелитель Ультрамара приказал мне выздороветь и быть готовым к предстоящей войне. Я провел два дня в трансплантационном отделении». Августон взглянул на следы операции на руке Полукса. Вместо простой аугметической замены апотекарии выращенной из пересаженной органики. Внутри полупрозрачного рукава под своями биогенной повязки и геля гормона роста Полукс носил новую руку из живой плоти, которая была точной копией оригинала. Она все еще росла и формировалась, новые кости продолжали срастаться. Наполненная насыщенным кислородом кровью, рука была почти багровой. «Прижилась?» спросил Августон. «Прогнозы хорошие», ответил Полукс. «Еще два дня и отторжение можно будет исключить. В течение недели рука станет работоспособной». Августон кивнул. Он дал знак одному из помощников. «Как я сказал, мы три дня проводили оценку нашей системы безопасности. Вот подготовленный отчет». Помощник вручил Полуксу инфопланшет. «Как дела у примарха?» спросил Полукс. «Он...» начал Августон. «Я полагаю, у него все хорошо. Учитывая, что с момента покушения прошло всего три дня, он поразительно быстро выздоравливает». Полукс бегло изучил данные. Капитан повернулся и посмотрел на площадку космопорта, затем взглянул на тени кораблей, зависших высоко вверху на высоком якоре и похожие на облачные гряды очертания орбитальных судов. «Я не считаю, что дело всего лишь в проверке протоколов», сказал капитан. «Ты даже не взглянул на планшет», начал Августон. «Я могу позже изучить подробности. Поверьте, первый магистр, я изучал безопасность МакКраги все то время, пока апотекарии работали над моей рукой. Космопорт производит прекрасное впечатление, но он не защищен». «Что?» Полукс взглянул на Августона. «Я сказал, что он не защищен». «Ты пытаешься разозлить меня, капитан Полукс?» спросил Августон, шагнув вперед. Полукс заметил, что большинство помощников и младших офицеров отступили на шаг. Им не хотелось попасть под горячую руку первого магистра. «Нет, лорд», невозмутимо ответил Полукс, «я пытаюсь помочь. Я очень серьезно отнесся к просьбе вашего великого примарха». «Тогда следи за своими словами», выпалил Августон. «После случившегося накалки мы укрепили систему, планетарные подступы, организовали оборону, новые платформы, укрепили город, особенно район космопорта и...» «Все вы это сделали, заботясь исключительно об истинной природе планеты и космопорта». «Макраги столичный мир, сэр». «А этот порт огромная гавань». «Макраги правит империей из 500 миров, королевством ультрамар. Он даже может стать столицей всего империума». «Этот порт отражает роль планеты. Он создан для торговли, коммерческих нужд мирного времени». «Да, вы действительно укрепили его, но он по-прежнему не защищен. Он может отразить штурм, но сможет ли предотвратить тайное проникновение наших врагов?» «Я считаю разумным предполагать, что убийцы, которые собирались убить вашего примарха, не единственные агенты, которые в данный момент находятся здесь, на Макраге». «Именно так твои братья защитили Бетеру», пренебрежительно спросил Августон, отбросив все ее подлинное предназначение и превратив в огороженный колючей проволокой бастион. Полук скивнул. «Я нисколько не сомневаюсь, что мой примарх заключит терру в броню. Я полностью уверен, что имперский дворец больше не дворец, но величайшая крепость в галактике. Мы никогда прежде не сражались в подобной войне, сэр. Она погубит всех нас, если мы не укрепляться и вместо этого просто реконструируем то, что есть? Да. В подобные времена недостаточно загородить решетками и заколотить досками окно, милорд. Вы должны заложить его кирпичами, чтобы оно перестало существовать. Необходимые реорганизационные работы в городе и особенно в порту потребуют немалых ресурсов и времени. Вы должны начать строительство укрепленного военного порта. В ходе планировки и сооружения можно будет провести восстановительные меры. Например, спросил Августон. Полукс указал настоящие на якоре корабли. Ничто, и я имею ввиду буквально ничто. До осмотра не должно подходить на дистанцию ведения огня по Макраге. Я предлагаю использовать некоторые из внешних звездных фортов в центре системы в качестве промежуточных станций. Не допускать посадки кораблей или транспортников на планету, пока не будет установлена идентичность корабля визуально и пассажиров при помощи генокода. Это существенно замедлит всю торговлю и импорт, заявил один из чиновников города. Непременно, согласился Полукс, но также замедлит отчет приближения судного дня. А что с нашими ветеранами, которые возвращаются с Калта и других зон боевых действий? Спросил стоявший рядом с Августоном капитан ультрадесанта. Их передвижение также должно быть замедленно, таким недостойным способом, «Думаю, после того, что случилось в резиденции», проворачал Августон, «Мы знаем ответ на этот вопрос. Что еще Полукс?» «Это», ответил капитан, указав на отчетливо видимый над горизонтом остров яростной бездны, которая вращалась на орбите. «Она уничтожена», сказал Августон. «А то, что осталось от ее, разбирается трофейными командами. А в чем дело?» «Она представляет опасность для навигации», ответил Полукс. «А кроме того, военную угрозу». «Эффективно, проведенный саботаж может сбить ее с орбиты и обрушить мегатонный остров на этот город». «Враг вполне способен на такой ход, первый магистр». «Останки корабля должны быть отбуксированы за орбиту внешних лун и разобраны там». «Что-нибудь еще?» «Телепортация с орбиты на поверхность планеты должна быть ограничена и осуществляться исключительно в назначенный район этого порта, равно как и посадка кораблей». «Предлагаю установить модернизированные пустотные щиты для прикрытия низких орбитальных траекторий и района космопорта в количестве достаточном для их закрытия в случае необходимости». «Также советую часть орбитальных сенсорных систем и модулей ауспиков перенаправить на прикрытие поверхности планеты». «Зачем?» «Я говорю о новой стратегии обороны. Первый магистр. Вы должны укрепить систему планеты и город во избежание повторения ситуации с Калком. У вас более чем достаточно кораблей и батарей для отражения любой вражеской атаки на МакКраге. Но инцидент в резиденции доказывает, что открытое нападение не единственный способ, к которому может прибегнуть враг. У предательства бывают различные масштабы, сэр. Небольшая часть ваших модулей ауспиков целено на прикрытие всей поверхности мира без значительного ослабления системы раннего оповещения. Если кто-нибудь посадит корабль или воспользуется десантной капсулой или телепортом за пределами ограниченной портовой зоны, вы об этом узнаете. Не рассчитывайте, что сможете помешать им, сэр. Территория планеты велика. Рассчитывайте, где они смогут высадиться и удостоверьтесь, что обнаружите их следы, когда это произойдет». Августон скривил губы. Его разозлило то, как имперский кулак изложил ему анализ Азов обороны, придя к очевидным выводам. Но магистр также знал, что большая часть предложений Полукса в его собственном докладе придадут документу вид доскональной проведенной работы. «К твоим словам стоит прислушаться, Полукс», нехотя признал он. «Для меня ваши слова, сэр, высшая похвала». Полукс поднял взгляд на Фаррес. Вы поступили верно, когда зажгли маяк, чтобы направить сюда и шторма путешественников Милон. Это единственный способ, который поможет незапятнанной и благородной цивилизации выжить. Тем не менее, вы должны тщательно изучить, кого и что приводит к вам этот свет, и насколько скрыты их истинные мотивы. Я бы очень хотел побольше узнать об этом новом астрономиконе. Понимание его назначения и принципов работы может помочь мне выработать верные рекомендации по защите МакКраги. Я даже не знаю, где расположен маяк и какого рода технология позволяет ему работать. «Это секретная информация», ответил один из помощников магистра. «Но я уверен, что примарх разрешит вам обсудить основные принципы с кузнецом войны». «Ты сказал кузнец войны?» спросил Полукс. Помощник кивнул. «Кузнец войны Дантиох возглавляет операцию по активации Фарреса», пояснила Августон. «Железный воин», тихо поинтересовался Полукс. «Это проблема, капитан». Желеман шел слегка прихрамовая, но хромота начинала проходить. Горло и часть лица выглядели так, словно примарха протащили паракриту на гравицикле с кеметар. На примархе была широкая туника и мантия, скрывающая сильно перевязанный торс. Он отказался от защитного ради подвижности и удобства, заверив советников, что больше не допустит подобной ошибки. Тем не менее, пока он не исцелился настолько, чтобы носить боевой доспех, Желеман смирился с тяжелым поясом, закрепленным на нем генератором преломляющего поля, который он носил под одеждой. Кроме того, он носил кобуру с миферийским лучевым пистолетом, грозным образцом археотеха из личной коллекции. Кит Прейта и куда бы он не пошел. Библиарии упрямец в тяжелой броне, готовые почуять опасность и применить силу. С таким эскортом Примар впервые после нападения вернулся в резиденцию. Он приказал, чтобы ничего не трогали и не восстанавливали, пока он не осмотрит место покушения. Кит Прейта очень точно ощутил психологическое значение этого распоряжения. Желеман хотел встретиться лицом к лицу со своими демонами. Он желал открыто взглянуть на обстоятельства, при которых едва не погиб. Прейта чувствовал скрытое напряжение в Примар те, похожее на колебания воздуха. Оно встревожило библиария. Когда величайшие существа Вселенной испытывали стресс или напряжение, всем остальным нужно было прятаться. Они дошли до вестибюля. Ковер был запачкан темными пятнами, кровавый след отмечал путь, которым город и его люди несли Желемана. Показалось выбитая инвиктами дверь. Возле нее Примарха и его эскорт ждали люди, стая. Как только появились ультрадесантники, они подняли головы, настороженно глядя желтыми глазами. Волки расположились у дверей, отдыхая или натачивая клинки. Ни один не осмелился переступить порог личных покоев Примарха. Желеман приблизился. Волчья стая Фафнера Бладбродера двинулась навстречу, не в качестве вызова, но как почетная стража. Это не мой очаг, заметил Желеман, глядя на вожака стаи. Нет, Ярл, это ваши двери, согласился Фафнер. На данный момент подойдут и они. Желеман кивнул. Нам сказали не входить, сказали, что это ваш приказ, добавил Фафнер. Так и есть, согласился Желеман. Псы всегда должны ждать у дверей, пророкотал из глубин терминаторского доспеха город, пока господин не позволит им войти. Так поступают хорошие псы. Еще они остаются на границе света от костра в ожидании объедков, пока им не разрешат подойти к очагу. Фафнер медленно повернул голову и пристально посмотрел в уродливый визор катафракта. Глаза волка не мигали. Один из его людей подался вперед и что-то полуулыбка, обнажив один клык. Нет, боссорен, сказал он, я не могу позволить тебе сделать это, хотя было бы забавно посмотреть. Фафнер привел взгляд на Желемана. Вы позволите своему воину говорить со мной подобным образом, ярл? спросил он. Все именно так, как ты и думаешь, отозвался Тит Прейта. Фафнер взглянул на Прейта, втянул воздух носом, а затем тихо засмеялся и кивнул. Это был Малефик, верно. Полагаю, мы плохого мнения друг о друге, но высоко ценим верность и повиновение. А как насчет вашего повиновения, ярл Желеман? спросил Фафнер у мстящего сына, не отрывая глаз от лица библиария. Оно вызывает сомнение, волк, ответил вопросом Желеман, потому что я использую библиариум в нарушении эдикта. Он был принят до начала этой войны, и он устарел. Если мы собираемся выжить, нам нужен библиариум. Это делает меня непокорным. Фафнер издал низкий гортанный звук, подобно зверю джунглей. Он продолжал смотреть на Прейта. Он думает, что этот поступок может добавить решимости в вашей верности трону, сказал Прейта Желеману, выдерживая взгляд волка, при твердых, односторонних и, возможно, непопулярных решениях. Он думает, что именно поэтому вы великий лидер. Желеман кивнул. Скажи ему, что остальное, пока ты здесь, малефик, сказал Фафнер. Тем не менее, он думает, что не будет с вас глаз спускать повелитель, сказал Прейта. Не можешь и дня прожить без примитивных угроз, Фафнер, спросил Желеман. В самом деле, опять? Я один против десяти космодесантников. Если ты пропустил недавние события, должен сказать, что я уже справился с этим. Фафнер Бладбродер пожал плечами. Они были из Альфа-Легиона, не волками. Я сделал это без оружия. Фафнер оторвал взгляд от Прейта и посмотрел на Желемана. Я никогда не говорил, что это было плохо сделано. Прейта улыбнулся. Вы позволите моей стае охранять свой зал, ярл, спросил Фафнер. Мы проделали долгий путь ради сохранения покоя императора. Думаю, эта обязанность отлично выполняется, пророкотал Город, выдавливая слова одно за другим через вок шлема, словно крупнокалиберные снаряды из оружия с ленточным питанием. Похоже, что недостаточно хорошо, ответил Фафнер. Совершенно недостаточно, добавил босс Сорин. Вы можете пройти за порог волки, сказал Желеман. Можете сесть у очага, я разрешаю. Но не помешайте Городу и его людям, вы согласны на это? Фафнер кивнул, его люди раступились. Желеман вошел в комнату, в которой едва не погиб. Мебель превратилась в щепки. Из Кромсона большой стол походил на метеорит, стены, пол и потолок испещляли следы от болтов. Разорванные картины попадали с подвеса. Один портрет Конора все еще висел, но участок с лицом и плечами исчез. В слабо циркулирующем воздухе висели обрывки полотен и древесных щепок. Все трупы унесли, но кровью легиона Састартес по-прежнему были пропитаны ковры и запятнаны стены, напоминая высохшую черную краску или капли смолы. Стены и часть тяжелой мебели были пронизаны осколками керамита, разлетавшихся подобно шрапнели при попадании болтов в доспехи. Главные окна покрылись паутиной трещин. В одном месте они выглядели как свернувшаяся змея, многоголовая свернувшаяся змея. Желеман глубоко вздохнул, он знал, что слегка возбужден и видит символы и значения в незначительных вещах. Повелитель Ультрамара закрыл глаза. На миллисекунду в памяти воскресли грохот яростного покушения, каждый миг вернулся в ярком, живом. Он снова открыл глаза. Милорд обратился прийтов. Я в порядке, ответил Желеман. Он огляделся и пошел дальше, каждым шагом с хрустом вдавливая в ковер осколки стекла. На полу лежали разбитые обломки кагитатора Конора и место, на котором он стоял, раздавленные упавшим телом альфа-легионера. Желеман минуту смотрел на обломки. Живая история МакКраги, расцвет Ультрамара, успехи 500 миров. Все эти события записывались и отслеживались древним устройством. Странно. Казалось, его потеря вызвала больше эмоциональный всплеск, чем вид испорченного портрета отчима. Желеман неожиданно ощутил приступ сентиментальности. «Мне понадобится», начал он слегка хриплым голосом. Замена для него быстро закончил мысль Прейта. «Я сейчас же поговорю с адептами Механикум о доставке для вас новой кагитаторной системы и дополнительного устройства Когнис Сигнум, которое ускорит обработку информации». Желеман кивнул. «Я чувствую», начал он и остановился. У дверей их ждал Город, за ним стояли волки. Желеман отошел к окнам в дальнем конце комнаты и повернулся спиной к дверям, глядя наружу. Прейта последовал за ним. «Вы чувствуете боль и печаль», сказал Прейта, «и не хотите, чтобы другие нечаянно услышали это». Желеман снова кивнул. «Это запоздалая реакция», повелитель, «прейта», «я пережил войны», Прейта, «сражался с демонами и собственными братьями», «получал более тяжелые раны, чем это». «Я не это имел в виду, повелитель». «Тогда что? Потерю старого кагитатора?» «Думаю, он был только триггером, милорд». «Это была семейная реликвия, и она имела личное значение для вас». «Тогда что?» «Запоздалая реакция на что?» «На гора», ответил Прейта. Желеман глубоко вздохнул. «Убедись, чтобы они не приближались», сказал он Прейта. Прейта кивнул, позволив невысказанной мысли сформироваться в своем разуме. «Потому что я не хочу, чтобы эти волки видели слезы на моих чертовых глазах». Ойтен нашла его в одиночестве. Прейта ушел навстречу с механикой. Огороды и волков Желеман отослал, чтобы предаться размышлениям. Он услышал, как она, минуя внешние двери, здоровается сгородом и ворчит на дикую волчью стаю. Он поднял один из больших стульев, лежавший под ногами. Спинка была отстрелена, и искром саная набивка напоминала лопнувший пузырь. Примарх поставил стул перед треснувшими окнами и сел, наклонившись вперед и опустив локти на колени. «Ты принесла мне повестку сегодняшнего дня, Тараша?» спросил он, не глядя на нее. «Нет», ответила она, «я разобралась подумать». «Я никогда не перестаю думать, Тараша». «Тогда вам нужно время сосредоточиться, Милор. Пришло время взять на себя обязательства». Он бросил на нее взгляд, не поворачиваясь. «Я уже это сделал. Ты знаешь, Макраги и пятьсот миров. Они и есть Империум. Империум Секундус. Тот вариант развития событий, который нам никогда и в голову не приходил, теперь стал действительностью». Она кивнула. «Вы продолжаете избегать моего вопроса», сказала она. «Я имею в виду, настал момент признать, что это больше, чем просто наши близкие тайны. Вы придумали это, а я теперь должна провозгласить Империум Секундус официально и публично. Вы должны быть тверды в своих убеждениях и не отступать перед их более недостойными сторонами. Если у вас не будет вера в вашу идею, тогда ее не будет ни у одной души в пятистах мирах». Он открыл было рот, чтобы ответить, но промолчал. «В чем дело? Из-за чего вы колеблетесь?» спросила Ойкин. «Из-за страха, что вы посигнете на власть точно так же, как и горд? Или из-за...» «Печали», тихо ответил он. «Печали, что мой отец, Терра и Великая Мечта об Империуме погибли. Единственный способ для нашей цивилизации выжить – это объединиться здесь. Я никогда не желал смотрел через потрескавшееся стекло на башне и трубы Макраги Цивитас, выглядевшие золотыми на фоне отвратительного варп-света. «Ты думаешь, я должен сделать официальное заявление, потому что выгляжу слабым, ведь так?» спросил он. «Да», ответила она кивнув. Она сдвинула руку на посохе, чтобы сменить позу и расслабить спину. Моральное состояние Ультрамара никогда не было настолько низким. Каут, гибельный шторм, война против сыновей Ларгара и Ангрона. «Эти события потрясли нас, но покушение на вас...» «Милорд, оно показало нам, что даже самое ценное, что есть у нас, не в безопасности». Ойтина смотрела застывшие опустошения в комнате. Ее глаза задержались на разбитом кагитаторе и расколотом бюсте Конора. «Всего за час до...» «Того, как это случилось», сказала она, обведя левой рукой комнату. «Я убеждала вас, насколько вы уязвимы. Мне жаль, что если мой тон был непочтительным. Но мне не жаль, что мои слова оказались верными. Ультрамар – все, что у нас осталось от Империума. А вы – последний драгоценный принц. Вы не можете быть всем тем, кем когда-то были. Вы слишком ценные, чтобы рисковать. Слишком важны, чтобы распыляться на множество ролей». «Разве этот разговор о провозглашении Секундуса спросил он?» «Нет смысла провозглашать Секундус, если у Империи будет пустой трон. Вы должны провозгласить себя». «Что?» спросил он насмешливо рассмеявшись. «Император Желиман?» «По крайней мере, регент, милор. Не смотрите на меня так. Я знаю, как вы ненавидите это слово». Он поднялся. «Ойтен, я не могу. Я не могу командовать и править. Я не могу управлять этой Империей и быть ее номинальной главой». «Я говорила, что вы должны передать полномочия», сказала она. «Возможно, больше никто не может быть главой государства. Возможно, больше никто не может быть регентом. Вы – последний примарх, милор. Последний верный сын. Единственный верный сын. Станьте тем, кем должны стать. Объединяющий идеи Империума Секундус. Будьте государем и продемонстрируйте обновленные силы, решимость, отвагу и величие, подобно Фениксу, поднимающемуся из пепла. Оставьте ежедневную работу Имперского механизма другим». «В этом все и дело», ответил он. «Я никому не доверю управления этой работой. Я так долго занимался ею. Я никому не доверяю. Даже тебе, дорогая леди». «Потому что я не способна», фыркнула она, хотя и насмешлива. Его ответ был по обыкновению честным. «Потому что ты не молода, леди ойтен? Ты пожилой человек. Я не знаю, сколько еще времени ты будешь оставаться подле меня. Я не могу полагаться на твое присутствие здесь, а больше никому не доверяю». «Хороший ответ», заметила она. «Но вот что, я знаю вас с детства, рабаут. Я знаю, когда вы осторожно обращаетесь с правдой. Сейчас тот самый случай. При всей вашей логике, ни один из сказанных вами аргументов не является истинной причиной, по которой вы не объявите себя имперским регентом. Неужели вы знаете об этом?» Примар вздохнул. «Тогда позволь мне сказать это один раз. Я не могу построить империю и занять трон, даже если я единственный кандидат. Это попахивает спесью, высокомерием, чрезмерной гордыней и глупыми амбициями. Это попахивает гором луперкалем», подытожила она. «В самом деле, это принизит меня в глазах тех, кто все еще уважает меня и просто подтвердит сомнения тех, кто не уважает. Посмотрите на Желемана», скажут они. Воспользовался кризисом и объявил себя королем. Посмотрите на его недостойное желание. Посмотрите, как быстро воспользовался тяжелой ситуацией. «Я рада слышать, что вы, наконец, признаете свои опасения», сказала Ойтен. «Но это единственное практическое действие в данной ситуации. Вы учили меня, что практика всегда выше теории». «Но в этом случае теория отвратительна», сказал он. «Я держусь за надежду, что ко мне все еще может прибыть другой брат. Рогал, о звезды! Но я бескорыстно передам ему трон. Сангвини, в тот же миг. Они достойные наследники, благородные братья. И если они согласятся, это придаст законную силу секунду», скивнула она. «Их поддержка подкрепит ваш выбор». «Любой верный сын», пробормотал Желеман. «Я бы немедленно принял любого верного сына». «Даже Руссо?» спросила она. Желеман засмеялся. «Он варвар», сказал примар, «Но при этом король. И он во время этого нового раздора. А вы в качестве его совести будете хранить его корону чистой», сказала она. «Конечно», ответил Желеман. Он снова глубоко вздохнул и огляделся. «Прикажи персоналу резиденции убрать комнату. Вычистите ее. Заново обустройте. Я проголодался. Думаю, этой ночью я оттуженую с волками». Примарх посмотрел на управляющую. «Расслабься, Тараша», сказал он. «К утру я приму решение. Если я соберусь объявить себя регентом, ты скоро об этом узнаешь, и мы сможем приготовиться к заявлению». «Никто другой не подходит для этого, милорд», сказала Ойтюн. «Никого другого просто нет», ответил он. «Поэтому полагаю, что мне придется стать им». Сгоревший труп, который упал на южный округ Магна-Макраги-Цивитос, был отправлен в закрытый, недоступный блок на нижних уровнях медицинского корпуса резиденции. Доступ на эту территорию был ограничен, и только уполномоченному персоналу разрешалось входить и выходить, и даже знать о природе того, что содержалось в лаборатории. Тетрарх Аклуды Вален-Долор прибыл без эскорта и прошел по длинному гулкому коридору к нескольким арочным дверям. Стоящие на страже ультрадесантники поклонились и пропустили его. Одна за другой двери заскрипели, расходясь в стороны. В простом помещении лаборатории, покрытым цинком и гальванизированной сталью, тетрарха ждал капитан Космир. Пахнущую техникой комнату освещали зеленоватые лампы. Посередине лаборатории на возвышенном основании лежала тяжелая железная капсула. В ее крыше и по сторонам располагались смотровые окна из бронестекла, чтобы тело, плавающее в бальзамирующих растворах можно было изучать. Шлюзы в стенках капсулы тоже позволяли вводить хирургические инструменты для взятия образцов ткани. Все это было видно через окна, редкую пенистую пелену. Вокруг капсулы работали несколько медицинских техников. «Мы установили личность», спросил Долор советника. «Нет, повелитель», ответил Космир. Но мы ответили на один вопрос. Он протянул Долору инфопланшет. Тетрарх тщательный анализ записей орбитального наблюдения в конце концов дал понять, каким образом прибыл наш мертвый незнакомец, сказал Космир. «Видите небольшой всплеск вот здесь? Вспышка телепорта в верхней атмосфере. Нестандартная телепортационная сигнатура. Значит, он материализовался в верхней атмосфере из ниоткуда, а потом падал», подтвердил капитан Космир. «До самой поверхности, пылая, как метеор при прохождении атмосферы. Нам что-нибудь известно о начальной точке телепортации? Характер вспышки изучается, но я сомневаюсь в результате, Милор». Долор вернул планшет и подошел к капсуле. «Чем больше мы узнаем, тем более загадочным он становится. Я?» Он резко остановился. Загудели некоторые из датчиков тревоги. В нижней части пульта управления возле основания вспыхнули несколько янтарных сигнальных ламп. Медицинские техники на миг «Что это?» спросил Долор. «Что происходит?» «Не знаю, лорд Тетрарк», ответил один из техников. «Это не имеет смысла», отозвался другой. «Должно быть системный сбой», предположил третий. Зазвучал новый сигнал тревоги. Долор приблизился к капсуле, держа руку на рукояти меча. Он заглянул в одно из затемненных окон. «Кто-нибудь, объясните мне, что происходит?» прорычал он. Вдруг раздался очень сильный стук. Даже Долор отпрянул. Звук был вызван ударом изнутри капсулы. Кто-то очень сильно врезал по одному из стеклянных окон. Долор посмотрел, моргнул. К внутренней стороне бронестекла прижалась ладонь и пальцы огромной человеческой руки, окровавленной и с отслаивающимися кусками почерневшей и обгоревшей плоти. «Откройте чертову капсулу», приказал Долор, извлекая меч. «Во имя 500 миров, что бы там ни было, оно вовсе не мертво». Корабль вышел из тьмы и бесконечная охота в его тьме впервые за 16 недель прервалась. В глубинах почти безжизненного пространства огромного теплоприемника реактора остановилась добыча. Ночной призрак, приговоренный на абсолютное одиночество на всю оставшуюся жизнь. Он присел на ржавой опоре над дымящимися котлами двигателей корабля и обвил руками свое тело. Черный плащ был в лохмоте. Тот немногий свет, что источали двигательные камеры, отразился от острых граней когтей призрака. Он почувствовал тяжелый удар, пульсацию, смещение перехода. Услышал аритмичную вибрацию двигателей, проводящих пространственную корректировку. Почувствовал, как скрутило внутренности и защипало в носу. Из-за этого он застонал. Корабль вышел в реальное пространство. Добыча откинула голову назад и начала смеяться. Потрескавшиеся губы разомкнулись, и будь в этом месте хоть немного света, то стали бы видны почерневшие и гнилые зубы. Резкий и надломленный, как раскалывающийся ледник, смех эхом разнесся по теплоприемнику. Правила только что были переписаны. В реальном пространстве корабль больше не был тесной темницей, а он больше не был добычей. Правила только что изменились, и люди начнут умирать. Многие. Все. Наконец-то. Корабль вышел из тьмы. Переход завершен, доложил капитан с теней с высокой огражденной платформой мостика. Установлено местонахождение в реальном пространстве. Под ним на главной палубе персонал мостика, подключенный к различным пультом управления, без остановки переговаривался, обмениваясь и обновляя потоки данных реального пространства настолько быстро, насколько позволяли приборы. С теней повернулся к хозяину корабля. Тусклый свет на мостике скрывал дымчато-серебристые аугметические глаза с теней. Лицо капитана десятилетия не выражало никаких эмоций, обездвиженное из-за повреждений нервов. Тем не менее, хозяин корабля, охотник, знал, что за неподвижной плотью скрывается улыбка облегчения. Повелитель сидел на огромном гравированном троне, который тенью выделялся в задней части огромного мостика флагмана. Король без королевства. Охотник поднял голову, выразив признательность тени, и взглянул на главный дисплей. Свет был поразительным. Подобный маяк мог осветить целый мир. Чудесным образом корабль охотника вместе со всем флотом в телеваторе входил в звездную систему, освещенную величайшим межгалактическим маяком, который он видел за свою жизнь. Система вооружена и защищена. По всем каналам уже поступали запросы. На дисплее стратегиума он видел межпланетные оборонительные рубежи, минные поля, следил за тем, как звездные форты активируют оружейные системы, а орудийные станции батареи, как флоты перехвата резко разворачиваются в ответ на сигнал об их неожиданном прибытии. Конечно, они должны были так спешно отреагировать, иначе и не могло быть, ведь охотник привел с собой один из величайших боевых флотов Империума, возможно, самый величайший. Это не солнечная система Терры, сказал он. Абсолютно верно, милорд, ответил с теней. Это даже не соляр сегментум. Тогда ответь мне, где мы? Спросил охотник едва слышимым голосом. Леди Терролин Фиана, дом Анеяцен, навигатор флагмана, сошла по возвышенной платформе из навигационного поста и подошла к трону охотника. Нефила тяжело ранила ее. Братья Ордел Анеис и Хафан поддерживали с обоих сторон ее израненное тело. Вы правы, повелитель, прошептала она, будучи не в состоянии говорить громче. Это не Терра, а Свет не астрономикон. Я пока не могу объяснить присутствие и природу маяка, но он вытянул нас из шторма и проделал это способом, который... Что вы говорите, госпожа? спросил охотник. Фиана покачала головой. Я не могу объяснить, милорд, шепотом ответила она. Там что-то работает, какая-то технология, которую я не могу объяснить. Не психическая, эмпатическая, словно сам Свет показывал себя нам, зная именно то, чего мы хотим. Он знал, куда мы направлялись. Объясните подробнее, приказал охотник. Несмотря на шторм, милорд, прошептала навигатор, несмотря на волнение варпа, мы прибыли именно туда, куда он и желал. Это маккраги, главная система ультрамара. Охотник поднялся и пристально посмотрел на планету перед собой. Мертвые боги отца, прошептал он. Какие приказы, милорд, спросил капитан стеней. Нас засыпают вызовами. Вокс пик психическими и субвоксами. 16 звездных фортов и оружейных систем взяли нас на прицел. И две из трех ближайших флотилий перехвата приближаются, проводя расчеты данных для открытия огня. Они начнут стрелять очень скоро. Он пожал плечами. Конечно же, милорд, добавил киши стений. Наши щиты подняты. Мы можем прорваться сквозь их ряды. Можем сжечь и разрушить макраги, если вы пожелаете. Все, что мне нужно, это приказ. Охотник вытянул левую руку. Вокс, приказал он. Позолоченные сервитеры херувимы вложили трубку главного вокса в его руку и пристегнули ее. Моему брату, лорду Желеману, обратился охотник, по всем каналам. Я приветствую тебя издалека и хочу высадиться на макраги и переговорить с тобой. Это я, Робаут. Лев, ответь. Девять. Предавшие человечество. Те, кто прикрывается масками, держатся в тени и берут чужие имена опаснее самых кровавых воинов. Галлан на Эпселе. Лев, тихо спросил Дантиох, сам Лев, это правда? Методом проб и ошибок им удалось наладить непрерывную связь между главной локацией Альфа и поклонной часовней, которая располагалась в крепости по соседству с вновь открытой библиотекой Птолемея. Необычно светившаяся часовня стала неизменным местом общения с далекой сотой. Сам Лев, сэр, ответил Прейта. Его флот вошел в систему всего несколько часов назад. Значит, Лев прилетел, прошептал железный воин. Полагаю, он прибыл, флота хватит, чтобы расколоть планету пополам. Было необычно находиться в освещенном свечами помещении и смотреть на блестящий пол абиссальной пещеры на строечного уровня. Значит, он наше спасение. Он наша надежда, поправил Тит. По-видимому, с ним 20 тысяч темных ангелов. Достаточная сила, чтобы переломить любую ситуацию. Библиарий замолчал. Я чувствую, что ты чем-то обеспокоен, новостями о Льве. Но есть еще одна причина нашего разговора. Ты чувствуешь? Добродушно усмехнулся Прейта. Полегче, полегче, сэр. Я не псайкер, ответил кузнец войны. В пещере установили массивное кресло с высокой спинкой, чтобы ему не нужно было все время стоять при встречах. Некоторые из его тактических бесед с Желеманом длились по несколько часов. Барабас слегка наклонился и уступил резкому кашлю. Квантовая регулировка Фароса эмпатична, и чем дольше я работаю с ним, тем легче просчитываю поведение. Ты не решаешься о чем-то заговорить? Алексис Полукс из имперских кулаков просил о встрече с тобой, сэр. Дантиох слегка напрягся, когда увидел, как огромный имперский кулак вступил в коммуникационную область. Полукс снял шлем и пристально уставился прямо в лицо маску Железного Воина. Капитан, кузнец войны, мне сообщили о твоих действиях в системе Фолк. Я привык, что сыны лояльных легионов относятся ко мне с подозрением, но полагаю, что у тебя больше причин не доверять мне, чем у остальных. Я подумаю, прежде чем вынести решение. Как я уже заметил библиарию, это устройство связи усиливает эмпатические эманации. Ты ненавидишь меня, я чувствую это. Еще совсем недавно я убивал Железных Воинов, сэр. Не сомневаюсь, что и Железные Воины убивали имперских кулаков, но я не имею к их действиям никакого отношения, не стоит судить меня по... Сэр, примарх Желеман попросил меня помочь улучшить безопасность и укрепить Мак-Караги и всю систему. Я решил лично проверить все потенциальные упущения и слабые места. Ты считаешь, что я слабое место? Твой легион предал, и все же ты здесь, и занимаешься ни много ни мало управлением устройством, которое невероятно важно для выживания Ультрамара, и технологии которого по-прежнему остаются загадкой. Очень опасная комбинация. Вся навигация 500 миров возложена на потенциального врага. Как можно лучше подорвать крепость Ультрамара, чем проникнуть внутрь и получить важный и ответственный пост? Я ничуть не удивлюсь, если ты используешь свое осадное мастерство, чтобы обрушить владение Желемана. По крайней мере, ты говоришь прямо, но если ты научишься считывать колебания настроечного поля, то сможешь достаточно хорошо понять мои намерения. Кроме того, капитан, если бы я хотел разрушить Ультрамар, то он бы уже пал. Ты стремишься дистанцироваться от братьев-предателей, ответил Полус и указал на железного воина темно-красной пересаженной рукой. Эта маска не поможет. Стилистика железной маски Дантиоха напоминала эмблему четвертого легиона. Она ничего не скрывает и ее невозможно снять. Она служит напоминанием о моих связях и происхождении и также указывает на то, как насколько далеко зайдут некоторые, чтобы остаться лояльными. Они говорят о характере, сэр, о том, что некоторые люди будут вечно носить символ позора, дабы никто и никогда не забыл о связи, которые они разорвали, чтобы остаться верными. Барабас медленно встал. Железные воины и имперские кулаки Полукс печально произнес он. Давай не будем спорить, а просто согласимся, что из всех легионов Астартов они величайшие в военном искусстве, лучшие фортификации, строительстве или уничтожении укреплений. Объединив наши таланты и огромный опыт, мы сможем сделать Макраги неприступным. Он снова закашлялся, повернулся и взял инфопланшет с тяжелого подлокотника трона. Рука в перчатке слегка дрожала от усилия. После того, как маяк заработал, я потратил время на изучение защиты Макрагской системы. Предположения, конечно. Советы, несколько комплексных планов, которые могут хорошо себя показать. Он посмотрел на имперского кулака. Так я смогу доказать тебе свою лояльность, капитан. Каким образом? Будем разговаривать каждый день, если потребуется. Я поделюсь с тобой всеми планами и идеями. Поведаю тебе все тайны моего военного искусства, включая принципы железных воинов, которые считаются личными знаниями легиона со времени основания. Я предам своих братьев-предателей, капитан. Я расскажу тебе все секреты, пока ты не сможешь видеть дальше маски и поймешь, что только истинно верный воин мог поступить так. Жильлеман прочитал отчет и посмотрел на Ойтин. Почему ты не разбудила меня? Спросил примарк. Вам следовало отдохнуть. Помимо ран, вы ночи выпили слишком много отравленной браги с варварами. Мьет! Интересная варева! согласился Робаут. Что касается волков, мне понравилась их честность. Мне гораздо меньше нравятся боевые братья, которые скрывают свои намерения и превращают хитрость в оружие. Боевые братья вообще или один в особенности? Один в особенности, ответил Жильлеман и встал с кушетки. Это и в самом деле лев, спросила она. С ним такие силы, которые могут стать угрозой, если у них немирные намерения. Из всех них, почему именно он нашел путь сквозь шторм, прошептал примар. Ойтен сделал и вид, что не расслышала и терпеливо ждала. Я восхищаюсь им, продолжал Робаут уже более внятно, посмотрев на воплощавшую стоическое спокойствие управляющую. Трон, а кто не восхищается? По-другому просто невозможно. Но рядом с ним тень, он живет в тайнах, он держит карты слишком близко и действует так, как ему заблагорассудится. В нем слишком много от дикого леса. Он должен быть столь же благороден, как любой из моих любимых братьев. Но мы никогда не были особенно дружны, и в нем уж слишком много хитрости. Нам предстоит интересная встреча. И любопытно, что же привело его на ультрамар? Вполне может оказаться, что здесь нет никакого злого умысла, просто желание укрыться от варпа, ответила Ойтен. Вы узнаете, лев прибыл. Предположу, что вы облачитесь в полные доспехи и приветствуете брата с церемониями, подобающие его высокому положению. Вы сказали, любой лояльный сын. Ну вот, один и явился к вам из шторма. На взгляд большинства рациональных наблюдателей, примарх первого легиона темных ангелов был самой сильной и потенциально опасной личностью, которая прилетела на Маккраге после активации Фароса. Но был еще и один сильный кандидат на это звание, хотя он и старался не афишировать свое появление. Иногда он называл себя Джон. Просторные иммиграционные залы орбитальной платформы Гиллион были переполнены беженцами и начинали плохо пахнуть. Гиллион был самой дальней станцией на гравитационном якоре, которая вращалась вокруг Маккраги, и самой большой и старой орбитальной платформой столичного мира. Пристыкованные к нему линкоры, грузовые транспорты, баржи и вспомогательные суда напоминали прильнувших к свиноматке поросят. Ниже плавучего острова медленно проплывал подернутый облаками слабо мерцающий серо-мраморный Маккраги. Джон прилетел на Гиллион шесть дней назад и с тех пор пытался выбраться отсюда. «Это жестоко, жестоко говорю я вам», прошептала Мейдерин, прижав к шее голодного ребенка. По Таранскому исчислению ей был 21 год. Ее малыш Джон забыл имя бедняжки, но знал, что сумеет вспомнить, когда потребуется. Появился на свет на борту грязного корабля беженцев с Калта. Отец новорожденного, рядовой одного из нуминских полков погиб на Калте, так никогда и не увидев сына. Он даже не знал, что у него будет сын. Мейдерин была отмечена солнечным ожогом на правой половине симпатичного лица. Джон видел отметку и у ребенка. Второй ноготь на втором пальце левой ноги. Печать Калта, наследие биоциноза, испорченного токсинами, пылью боеприпасов, тяжелыми металлами и солнечной радиацией. Жестоко, прошептала она умолкая. Я знаю, успокаивал ее Джон. Он чувствовал запах своего немытого тела и сильную вонь в зале вокруг. Благодаря неумолимой акустике орбитальной платформы крики и плащ доносились отовсюду. О чем думает Джелеман? Спросил старый Хаббард, кашляя и качая головой. Я думал, что он добрый король и благородный человек, но он держит нас в загоне словно животных. Я считал его воином, проворчал угрюмый юноша по имени Тулик. Тоже мне воин, позволил Калту превратиться в пепел. Тише все вы, сказал Джон. Нам всем пришлось нелегко, наш любимый примарх и давай поуважительнее, старик. Джон посмотрел на Хаббарда, который примирительно кивнул и пожал плечами. Наш благородный примарх, продолжил Джон, успокаивающе положив руку на плечо старика. Тоже пережил трудные времена. Ему не дают покоя даже здесь. Враг у дверей. Не сомневаюсь, что он прилагает все усилия, чтобы позаботиться о нас. Это все усилия, спросила Мей Деррен. Я разговаривал со стражниками из последней смены. Теперь и стража. Стража, так? Почему они охраняют нас? Несчастных проклятых жертв всего этого, произнес Хаббард. Шшш, помолчи пока, старина. Он стал говорить тише, заговорщическим шепотом и усилил убеждение психическими способностями. Враг у дверей. Обратился он к окружающим его в углу мрачного зала наивным беженцам. Стража тут в первую очередь для нашей же безопасности. Настали трудные времена, мы все знаем это. Тяжелые трудные времена, видит Бог, наступила эпоха тьмы. Предприняты повышенные меры безопасности, так и должно быть. Они хотят переправить нас в лагеря-приюты для беженцев в городе, но продержат здесь до окончания проверки, проверят удостоверение, подтвердят статус Мэтиков. Мэтиков спросил Тулик. Иностранцев резидентов это наша временная классификация до тех пор, пока мы не станем полноправными гражданами. В любом случае, они используют орбитальные платформы, как перевалочные станции, работая с прибывающими. Вот о чем мне рассказали стражники из последней смены. Окей? Некоторые беженцы улыбнулись, поверив его словам. Некоторые улыбнулись, подбодренные старомодным словом окей. Некоторые улыбнулись, потому что он тонко манипулировал их эмоциональными центрами головного мозга. Пожалуйста, попросила Мей Дерин. Не могли бы вы поговорить с ними еще раз, Ол? Хорошо. Он брел по рифленой лестнице главной посадочной палубе и услышал стоны и жалобы снизу. Это включили стерилизующие лампы, залившие все призрачно синим ультрафиолетовым светом. Через каждые несколько часов лампы омывали залы ожидания сиянием, которое вызывало тошноту. Ультрафиолетовая очистка не позволяла завестись в шам и бактериям. Палубы стали похожи на загоны после того, как на них разместили 30 тысяч беженцев. Ему пришлось постараться, чтобы оградить себя от их страданий, столь мощных, что они легко могли вывести из равновесия его чувствительный ум. Но когда он поднялся, все оказалось еще сложнее. На главной палубе пришлось бороться с болью талакской стражи. Высокие митборги адептус механикум жестко и строго контролировали весь зал, шагая на поршневых ногах, словно хищные птицы. Джон не знал, с чем было сложнее справляться, эмпатией или знаниями. Он ненавидел промытые псайканы мозги талакси. Он чувствовал запах их боли. Он видел за каждый блестящий обезличенной лицевой панелью череп с позвоночником и чувствовал, как он мучительно вопит из-за нервальных соединений с неумолимым стальным корпусом. Знал он и почему орбитальную платформу охраняли тяжелые талакси, но и с этим фактом было непросто смириться. Он легко читал последовательные приказы в их вопящих угасающих мозгах. На станции располагалось только минимально необходимое количество управляющего персонала из ультрадесантников, а остальных заменили автоматами Адептус Механикум на тот случай, если платформой придется быстро пожертвовать. Разрушение Гелиона приведет к небольшим потерям среди космических десантников. Вернитесь вниз, приказал ближайший талакси, неуклюже повернувшись к нему, пыхтя пневматикой и раскручивая стволы оружия. Я хочу поговорить со старшим офицером. Назовите свое имя. Ты знаешь меня? Хи-8 Верта. Мы разговаривали совсем недавно. Обращаюсь к записи, помедлив ответила машина. В чем проблема? Спросил приближающийся оператор отсека. Это оказался сержант ультрадесанта. Джон мгновенно прочитал его чувства. Чистолюбивый. Сэр, я просто спрашивал о времени и условиях ожидания. Астартес посмотрел на него сверху вниз. Без шлема он выглядел странно непропорциональным. Такая маленькая голова на таком большом теле. Ваше имя? Спросил ультрадесантник. Ол Персон ответил Джон. Он скрывался под личиной старого друга с тех пор, как сел на корабль с беженцами, когда тот остановился на оклуде. Играть роль Ола было легко. Он работал фермером на Калке, и конечно же, его имя будет в списке населения. Играть старого друга совсем не сложно. Приходилось помнить гораздо меньше мелких деталей. Вы прилетели с Калта, спросил сержант. Зирол, прочитал Джон. Его зовут Зирол. Да, сэр, солгал он. Кем вы были там? Фермером, сэр. Ультрадесантник сочувственно кивнул. Настали трудные времена Ол. Так и есть, согласился Джон. Он почувствовал неожиданный болезненный приступ вины. Он подумал о настоящем Оле Персоне, его настоящем близком друге. Подумал о задаче, которую поставил перед ним и связанных с ней опасностях. Подумал обо всем, что поставлено на карту. Прямо сейчас Ол прорезает свой путь через... Нет. К Джону вернули самоконтроль и ясность ума. Он не может позволить подобные мысли. Беспокойство и страх делают его уязвимым. Внизу много женщин и детей, сказал он, показывая на палубы ожидания. Бог знает, что им не помешала бы надлежащая помощь, а не карантин. Бог? Извините, сэр, оговорился. Привычка вторая натура. Вы что, Катерик? Да, сэр. Играй роль, играй роль. Уже нет, конечно. Итак, вы выступаете от их имени. Можно и так сказать. Мы уже провели здесь с развалин Калта. Мы думали. Я знаю, что это тяжело, Ол, ответил сержант. Джон внимательнее присмотрелся к амбициям космического десантника и увидел, что это было своего рода благородство. Сержант Зирол хотел уважения, он хотел повышения, он хотел поперечный щетинистый гребень Центуриона. Он знал, чтобы заслужить это, он должен быть таким же, как его примар. Открытым и честным, сострадательным, заботливым, серьезным, верным, непоколебимым и эффективным. Это не было притворством, это была его модель поведения, это было в его генокоде. Там женщины и дети, ожидания, им тяжело пережить его, понимаете, добраться до порога убежища, в которое тебя не пускают. Новые протоколы, Ол, ответил сержант, покачав головой. Приказ первого магистра Августона, нам это совсем не по душе. Твои люди заслужили всю помощь, что Макраги может им предоставить. Августон, это имя вспыхнуло в уме сержанта. На взгляд Джона, такие меры безопасности не соответствовали протоколам ультрадесанта. Для 13-го легиона безопасность сводилась к орудиям на стенах. Такие меры противодействия больше подходят железным воинам. Долгосрочное планирование, держаться на почтительном расстоянии. Скорее, тактика седьмого. Имперские кулаки. Джон нажал сильнее и уловил краткое воспоминание Зерола. Его командир Августон использовал схему безопасности, разработанную кем-то по имени Полукс. Августон, задница. Стоит запомнить, смени стратегию. Зерол не хотел ни прогибаться, ни критиковать своего засранца начальника. Он был благороден. Он хотел быть похожим на Желемана. Он хотел честно исполнять свой долг. Сэр, а что это такое? Спросил Джон, указывая через обширное пространство орбитальной палубы. Ультрадесантник вздохнул. Мертвые, ответил он. Примерно в полукилометре от них саркритового и адамантиевого пола западного грузового дока по соспензорной сети в открытый трюм транспорта загружали похожие на саркофаги капсулы. Мертвые, эхом отозвался Джон. Он осторожно направил ментальный палец в дофаминную систему лобной доли сержанта. Мы вывозим павших тринадцатого на погребение в памятные сады. Вы, Джон замолчал для эффектности. Он настроил свои эмоции так, чтобы в голосе чувствовались слезы. Вы ставите мертвых выше живых? Это не так, Олл, возразил сержант, внезапно почувствовавший вину. Джон покачал головой и ушел. Все в порядке. Он уже узнал из поверхностных мыслей Зерола имя офицера ответственного за графики посадки. Джон сменил личину Ола Персона с той же легкостью, что снял пальто. Он приспособил свои стал Теолу Сулкам, офицером разведки флота, которого перевели на Гелеон. Он получил доступ к подготовительной комнате и взял чистый летный комбинезон и сумку, в которую убрал свои вещи. С одной из них он обращался особенно осторожно. Это был тяжелый, но небольшой короткий меч. Джон обернул его шелковой тканью и положил к грязной одежде. После того, как он переоделся и умылся, то заставил исчезнуть психосоматически перенесенную на левую щеку и лоб отметку Калта. Затем направился к кольцевым уровням управления западной наблюдательной башни. Большие арочные окна были, как обычно, без щитов, открывая вид на серый пейзаж колоссальной платформы. Вереницы судов мерцали в резком свете и острых тенях. Яркий и интенсивный поток солнечных лучей заливал макраги, болезненно светя в пульсирующей тьме космоса. Оперативный код пурпурный, решил он. Если бы статус дня был выше алого, то окна бы автоматически закрыли противовзрывными ставнями. Двигаясь так, чтобы всем видом выражать уверенность, как языком тела, так и мыслями, Джон просто прошел мимо суетящихся хлотских сотрудников и сервиторов. Именовал талакских стражей и космических десантников, даже не взглянув в их сторону. Его остановили всего один раз перед входом в стратегиум. Документ и идентификатор произнес ультрадесантник. Его голос гортанно растягивался, проходя сквозь решетку Вокса. Конечно, извините, ответил Джон и сделал вид, что ищет их в кармане комбинезона, одновременно внушив зерно мысли в голову ультрадесантника. Извини, Лусул, махнул тот рукой, не узнал тебя, друг. Стратегиум гудел от поступавших данных. Тактические офицеры, информаторы и адепты механикум работали вокруг мерцающих галлолитических демонстрационных столов. Джон взял инфопланшет и направился дальше, делая вид, что изучает информацию. Он просматривал диспозицию сил. Орбита и высокий якорь были забиты под завязку. Так много кораблей. Пожалуй, почти треть военного флота Ультрамара и еще один большой флот, совсем недавно занявший позиции ровно напротив. Это темные ангелы, первый легион, святой ад, святой чертов ад. Джон присмотрелся, подмечая мелкие детали. Корабли держались на расстоянии. Это не бросалось в глаза, но темные ангелы не зашли в радиус действия орудий флота Ультрадесанта или главных орудий орбитальных станций. Дерьмо, что же Желеман ожидал от легиона брата? Конечно, конечно же, ответ, все что угодно. Галактика перевернулась вверх дном, никто никому не доверял. А это еще что? Какой к черту навигационный маяк? С каких пор на Макраге появился астрономикон? Тем более, это никакой не астрономикон. Джон чувствовал это. Он чувствовал, как свет пульсировал в его мозгу, сердце, позвоночнике и яйцах. Ксенотехнология. Желеман использовал какую-то ксенотехнологию, чтобы пронзить варп-шторм и сделать 500 миров пригодными для полетов. Святой, святой ад. Галактика действительно перевернулась вверх дном. Даже здравомыслящие люди идут на крайние меры. Мерзкая ксенотехнология, мерзкий свет, как у лампы, которая горит уже вечность. Джону он не нравился. Он напоминал о чем-то, что скрывалось глубоко в остроте, которую он делил со своими чужаками-кукловодами из кабала. Память другой расы, память о древних временах до человечества. Благодаря этой технологии иные путешествовали по звездным заливам задолго до людей, да, пожалуй, и Эльдар. Это чувство вызвало дрожь. Оно заставило его испугаться за собственный вид, за человечество, хотя он предавал его дольше, чем хотел бы помнить. Он агент кабала, и он задумался о том, как долго еще им будет. У Джона грамматика была совесть, хотя все говорило об обратном. Сколько еще пройдет времени, прежде чем он наконец признает, что совесть взывает к нему и обратит на нее внимание? Сколько еще пройдет времени, прежде чем он станет руководствоваться ею в своих действиях? Галактика перевернулась вверх дном. Что еще должно произойти, прежде чем он наконец пошлет своих инопланетных хозяев на три буквы? Конечно же, они сразу прикончат его, и на этот раз навсегда. Джон подходил к очередному столу с гололитическим дисплеем, засмотревшись на Макраги, и врезался в симпатичную женщину-офицера, которая отходила от стола. «Извините», произнес он, поднимая ее упавший инфопланшет. Она улыбнулась. Возвращая его, Джон сумел коснуться ее разума и быстро считать мысли. Ее звали Леонина. Красивое имя, хотя это и не важно. Гораздо важнее, что он получил коды доступа к консоли. Чем-то все это напоминало вытаскивание косточек из хорошо приготовленного куска рыбы. Джон подошел к столу и набрал пароль на приборной панели. Получил доступ и приступил к скурпулезной и методичной работе, стараясь не показывать, как жадно поглощает информацию. Он загрузил метеорологические сводки, прогнозы и пикты с данными. Он скопировал столько, сколько смог вместить украденный инфопланшет. Рука металась в реагирующем на прикосновение облаке света. Некоторые файлы оказались защищены от копирования при его уровне доступа. Он взял все, что смог, а остальное запомнил. Было необычно сложно псайкерски маскировать движение рук среди такого количества настороженных людей. Джон полагал, что в лучшем случае его хватит на полчаса, прежде чем концентрация начнет слабеть. У него был всего один шанс узнать о приземлении. Он посмотрел на Маккраги. Согласно данным Кабала, его цель в любом случае находилась где-то там. Джон много кем становился ради них. Контрабандистом, подстрекателем, шпионом, сводником, вербовщиком, дипломатом, провокатором, бунтовщиком, вором. Но он еще никогда не был убийцей. Он изменил ракурс и вращал глобус Маккраги вокруг его оси. Щелкал по атмосферным слоям и схемам воздушного движения. Он искал информацию о системе безопасности и нашел ее. Он рассчитывал просто телепортироваться, но об этом не могло быть и речи. Какой-то в высшей степени умный ублюдок перенастроил несколько орбитальных ауспиков для наблюдения за поверхностью. Умно, очень умно. Любой сигнал телепорта заметят и зарегистрируют. То же касается несанкционированных десантных капсул и транспортов. Без сомнений, до этого додумались имперские кулаки. Не получится перекрыть все пути. Зато можно узнать, куда приземлились. Так, что еще? Разрешенные посадки на планету можно совершать только в главном космопорте. И чертов главный космопорт выглядит вполне безобидно. Только вот мощные пустотные щиты кораблей были настроены таким образом, чтобы перекрыть низкие орбитальные траектории и территорию порта после второго предупреждения. Нулевыми были и шансы угнать спускаемый аппарат, а затем перед посадкой сослаться на незнание кодов. Его просто собьют в воздухе. Джон, грамматик, вздохнул. На лбу выступил пот. Похоже, ему придется пойти на безумную импровизацию, которая пришла в голову раньше. Теулу Сулк превратился в армейского офицера Эдариса Клюта, занимавшегося вопросами репатриации. Когда Гелеон оказался в тени планеты и наступила ночь, Клют поднялся на борт большого транспорта и мрачно и степенно встал в своей траурной форме рядом с другими, такими же, офицерами вдоль рядов саркофагов. Зазвучали фанфары. Поднимаясь на раскаленном синем пламени из форсунок, корабль оторвался от палубы и вылетел в космос. Десять Прайд приходит в Ультрамар. Вступайте в каждый город так, словно вы его перворожденный повелитель. Фулгрим, примарх третьего легиона. Дружный протяжный рев шести огромных военных рогов древних боевых королей разнесся по взволнованному цивитосу. Их изготовили из бивней вымерших зверей, которые когда-то тянули в битву гигантские колесницы авангардов армии Коннора и его предшественников. Теперь они размещались на минаретах укрепленных башен вокруг Марсовой площади и гигантской стены крепости. Как только хриплый рев смолк, увидая словно мычание чудовищного быка или обледеневшего древнего слона из мифов, резко ударили фанфары тринадцатого. Восемьсот серебряных труп и столько же карниксов, вознося звуки яркой триумфальной радости. В полном властном боевом облачении, похожей на золотого и лазурного полубога, Желеман стоял на платформе колоссальной арки Титаникус, вратах Титана, которые служили северным входом на Марсову площадь. Это были врата столицы столь огромные, что под ними могли пройти, не нагибаясь, даже самые большие военные машины коллегии Титаника, что произошло дважды этим утром. В честь сегодняшнего события врата Титана были украшены цветами 13-го легиона, обрамлены с обеих сторон свисавшими знаменами легионов Титанов и различных армейских полков, вместе со штандартами 5-го, 6-го, 7-го, 10-го, 18-го и 19-го легиона Састартес. Желеман глубоко вздохнул, проигнорировав ноющую боль от раны в спине и спазмы зарубцевавшихся легких. Отсюда открывался вид на площадь в 900 гектаров, вымощенную полированным лазуритом и мрамором из колудских карьеров. Он видел авеню героев, центральную магистраль Цивитас. Только одну тысячную часть ее тротуаров покрывала гравировкой из имен павших. Авеню тянулась на север к мощной наклонной стене эгиды, окружавшей Каструм. Над величественным, похожим на утес валом, сурово возвышались башни и залы крепости Геры, на фоне которой огромные резиденции, а гизельские казармы и Верховный Сенат выглядели всего лишь игрушками у подножия цитадели легиона. Крепости, окружавшие ее здание Верховного Каструма, называли Палеополисом или Старым городом. За ним вдали прозвали небеса пики гор короны Геры, обычно призрачные синие в это время года, но теперь темно-зеленые из-за шторма. К востоку от площади виднелись внушительные купола нового дома Сената и дерибитория, отбрасывающие тень на округ Церцеи, кварталы Хабитос и промышленные районы, которые простирались по долине на восток порту Медис и прекрасным сельскохозяйственным угодием, где располагались поместья многих консулов. Церцею и прилегающие к ней округа называли Неополисом или Новым Городом. На западе величественно тянулась река Лапонис, мерцавшая в дневном свете, словно дымчатое стекло, пронося свои воды между черных замков Зиккуратов Адептус Механикум и головокружительной красной базиликой Астротелепатика. Ни одна птица никогда не пролетала над ней. Желеман обратил на это внимание еще когда базилику только возвели и заселили. На юго-западе от Марсовой площади находился географический центр Точка, где пролегавшая с севера на юг Карда Виа Лапонис пересекалась с пролегавшей запада на восток Виа Дикуманус Максимус. Это место было примечательно кольцевым перекрестком, который окружали гермы и кованые статуи, и милианом, мильным камнем, отмечавшим начало всех перемен в Цивитосе, а формально и во всем королевстве Ультрамар. На этом камне во время восстания Галлана стоял Желеман с красными от крови предателя руками Восстание, которое стоило его любимому отчиму жизни. На юге Великая Колоннада вела прямо от южного края площади к посадочным полям космопорта и побережью. В небе было пусто, Желеман чувствовал запах моря и даже видел далекие волны. Почти пора. Воздух дрожал от трубных фанфар, но примарх знал, что скоро их заглушит рев тормозящих кораблей и посадочных двигателей. Он испытывал что-то похожее на радость. Прибытие брата военачальника принесло множество вопросов и проблем, но оно как минимум означало изменения в Ультрамаре. Что бы их не ждало, наступил переломный момент. К тому же это был повод гордиться славой Макраги и XIII. Давно его легион не собирался при полном параде просто ради абсолютного великолепия. Ничто не праздновали после Калта, даже тяжело добытые победы и кровавые подвиги возмездия. Перелет льва требовал никак не меньшей пышности. В галактике всего 18 примархов, в то время как равновесие в космосе временно и сильно изменилось. Встреча даже двух из них была исключительным событием, особенно когда эти двое были, возможно, самыми чествуемыми и уважаемыми военными лидерами из всех. Этот день будет знаменательным, и все на Макраге, во всем Ультрамаре, понимали это. Это настоящее событие. Повелитель темных ангелов заслуживал уважение и высокие башни Терры. Желеман знал, что его воины также имеют полное право гордиться. Рабаута на платформе сопровождали Город и Инвикты, Августон и 15 старших офицеров XIII, 94 высших армейских и флотских командующих, верховные представители Сената и Адептус Механикум, и 20 воинов Легионес Астартес в звании Центурионов, которые представляли офицерский корпус прибывших на Макраге Легионов. Из всех старших офицеров, которые находились на планете, отсутствовал только Вален Долор. Первые трубные фанфары смолкли, и грянул второй залп. Чистые серебряные ноты рожков вознеслись в летнее небо яркой стае орлов, и в гармонии с ними затрубили военные рога коллегии Титаника. 40 военных машин, представлявшие все 8 легионов Титанов, которые заключили договор с Желеманом, машины миров Кузнец, Тигр и Акатран, стояли на позициях вокруг Марсовой площади или вдоль Великой Колоннады до Космопорта. Среди них были 9 владык войны и 2 императора Иякс-Иякс, и смерть отбрасывает длинную тень, занявшие позиции по обе стороны от платформы и похожие на высокие ощетинившиеся орудиями города. Воздух не просто дрожал, он грозил расколоться. Примарх улыбнулся, он посмотрел на приближенных и увидел Ойтен, которая гримасничала и прикрывала уши. Он снова вернулся к происходящему, это была его империя. Это было великолепно. Конечно же, он никогда не произнес бы фразу «Его империя вслух», но ведь так и было. Он основал ее, он сражался за нее, и он знал, что когда-нибудь умрет за нее. Внизу, в штормовом свете и жутком ярком сиянии Фароса, единственной звезды на небе, мерцали мраморные плиты Марсовой площади. Вокруг огромного плаца раскинулся Магна Маккараги Цивитас, один из величайших городов Империума. И дело было не в самом факте существования города, а в том, что он порождал, в том, что он создавал. Желеман собрал почетный караул из 9000 ультрадесантников по периметру площади. Они стояли великолепными отдельными отрядами за ротными знаменами. Их отполированные оружие и броня блестели в дневном свете. Между ротами стояли механизированные бронетанковые подразделения или армейские батальоны. Солдаты почтительно опустились на колени, потрепетавшими в руках знаменосцев вексилумами. Желеман предоставил брату почетный караул из почти 47 тысяч воинов, не говоря уже о миллионе или больше гражданских, которые толпились на прилегавших улицах и проездах, чтобы на миг увидеть лорда Льва и его прославленных космических десантников. Ойтен рассказал Арабауту, что уличные лавочники и продавцы устроили бойкую торговлю дешевыми открытками и значками с иконографией Первого Легиона. «Итак, мои люди думают, что он спасет их, когда я окажусь не в силах помочь?» спросил Желеман, закрепляя церемониальный доспех в примерочном зале резиденции. Ойтен фыркнула. «Они празднуют, глупый вы мальчишка!» ответила она. «Они приветствуют прибытие Льва. Он благороден и верен». Желеман кивнул. «Вы ревнуете к нему?» «Нет». «Да-да, ревнуете, потому что он лорд Первого, перворожденный. Никто бы не подумал, что увижу у вас такую ревность, мой дорогой повелитель. Она вам не к лицу, но все же она вам идет». Примарх проворчал что-то неразборчивое, а затем потребовал у оружейников, чтобы они подрегулировали сервоприводы наплечников. «Конечно», задумчиво продолжал Ойтен. «Он лорд Первого и, следовательно, первый среди равных. Но не его нашли первым. О чем ты, женщина? Первым потерянным сыном, которого нашли, был Гор. Подумайте хорошенько, чем это закончилось, повелитель». Желеман посмотрел на нее и рассмеялся. Он не мог остановиться, он почувствовал себя удивительно хорошо. «Первый не всегда значит лучший», так же смеясь, сказала Ойтен. «Найденный восьмым, повелитель тринадцатого легиона. Посмотрите, у кого есть империя». Все еще улыбаясь, Примарх взглянул на нее. «Осторожнее, подбирай слова», сказал он управляющий. «Неважно, что есть у меня, мой любимый брат Гор уже почти создал империю». «Дело в том», ответила она, «что люди Маккраги логично считают, что два Примарха лучше одного». Из воспоминаний стящего сына вернул трубный рев. К нему подошел помощник и почтительно протянул инфопланшет с генетическим считывателем. «Вы разрешите открыть воздушное пространство», повелитель, с поклоном спросил он. «Открывай», распорядился Желеман. Он взял планшет и поцеловал экран. Столь важные распоряжения требовали прямой генетический материал для проверки. И часто для облаченного в броню воина было неудобно снимать силовой кулак или наруч, чтобы дотронуться пальцем. Поцелуи сочли целесообразно, и он вошел в привычку. Примарх знал, что некоторые, как, например, первый магистр Фрат Афгустон, предпочитали плевать на экран, а не целовать его. Результат был таким же, но смирения точно не хватало. Системы в глубинах Цивитас получили и расшифровали генетический приказ. Воздушное пространство над космопортом открыли, пустотные щиты скользнули в стороны. Флот темных ангелов располагался над неосвещенной половиной планеты. Из ее тени вылетали корабли. Показались первые покрашенные в черный да синевый цвет грозовые птицы. Передние кромки их крыльев были темно-темно-зелеными, как древний лес. За ними в боевом порядке следовали десантные корабли, громовые ястребы увеличенной вместимости и пехотные транспорты. Это был не просто боевой порядок. Они спускались в великолепной, великолепной воздушной синхронности, как трупа воздушных танцоров в точно отлаженном и организованном балете. Хвастун, подумал Желеман, улыбнувшись. В подобной ситуации я действовал бы точно так же. В прекрасной последовательности четверка за четверкой корабли начали заходить на посадку в дальние части великой колоннады, где она обливалась в Марсовую площадь. Интервалы между приземлениями были поразительно точными. Четыре, еще четыре, еще четыре, и так группа за группой. Войт двигателей заглушил фанфары и даже неумолкавший рев титанов. Столь же удивительно синхронно открылись и опустились откидные люки и рампы. Подразделения темных ангелов вступили на колоннаду и направились к площади. Они двигались в едином порядке, каждое движение великолепно, доспехи блестят и все воины похожи друг на друга. Как только марширующие отряды достигли плаца, они начали перестраиваться в широкий двойной ряд из групп десять по десять воинов. Развертывание было безупречным. Отделения размыкались и проходили друг сквозь друга, формируя великолепную двойную стену, и при этом продолжали маршировать, ни разу не сбившись шага. Это была самая впечатляющая демонстрация строевой подготовки, какую когда-либо видел Желеман. Хвостун, снова подумал примарь. Без малейшие суеты фланги темных ангелов двинулись вперед, приняв построение в форме подковы, направленной открытой стороной к платформе на вратах Титана. Две тысячи воинов повернулись к возвышению, сохраняя организованный походный порядок, и маршируя на месте приступили к показательным упражнениям с оружием. Подбрасывали, крутили и вращали болтеры, или ловко вскидывали мечи и знамена вверх и вниз. Раз, 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 раз. Желеман обратил внимание на необычное снаряжение темных ангелов, разнообразное лучевое и кинетическое оружие, которое он не смог сразу узнать. В арсеналах первого легиона находилось вооружение, неизвестное в остальных легионах. Темных ангелов основали первыми, и их история началась раньше остальных институтов легиона Састартов. Во многом они стали прототипами. Говорили, что в последние годы объединительных войн и первые годы Великого Крестового Похода, еще до появления остальных легионов, темные ангелы владели и использовали снаряжение, о котором не знал больше никто в легионах Састартов. В ту эпоху в изоляции они создали свою силу и идентичность. Эта идентичность требовала полноты. Если есть всего один легион, то он обязан охватывать все специализации. Желеман знал, что шесть воинов или крыльев были специалистами в своих школах, вступая в тонкое противоречие с установленными принципи обеликоза порядком. Мстящий сын слышал и о тайных орденах, и секретной иерархии в рядах темных ангелов, иерархии знаний, доверия и власти, невидимые для посторонних, что объясняло некоторые из любопытных знаков отличия, порой не имевших никакого отношения к званию или структуре роты. Как и их повелитель, воины первого легиона были замкнутыми, скрытными и необщительными. Они хорошо хранили секреты, пожалуй, даже слишком хорошо. Желеман считал, что это было наследием тех дней, когда им приходилось рассчитывать только на себя. «Великолепно! Великолепно!» «Он и в самом деле хвостун!» подумал Рабаут. В шлеме раздался воксигнал. Примарх посмотрел на мерцавший дисплей. Идентификатор мигал. Долор. «Я занят!» «Конечно, вы заняты, повелитель!» ответил Тетрарх. «Я не стал бы вас беспокоить по пустякам. Мне нужно вам кое-что сказать. Дорогой друг, еще раз, ты не вовремя!» «Согласен! Приходите, отменить!» «Пока не увидите то, что я собираюсь вам показать!» «Ты сбиваешь меня с толку, Вален!» «Приветствуйте, брата!» «Ничего не обещайте! У меня есть кое-что полезное, что вы оцените!» Связь оборвалась. «Все в порядке?» спросил Оитин. Желеман кивнул. «Их строевая подготовка в высшей степени хороша, не так ли?» спросила управляющая, указывая на площадь внизу. Ряды темных ангелов снова пришли в движение. Они разделились на равные марширующие когорты, которые пересекались по диагонали с другими когортами, образуя великолепные новые построения. Ромбы, квадраты, треугольники, кривые линии и шестиконечные звезды, шедшие на острие ее лучей, разворачивались и маршировали назад в своей группе, изменяя направление движения. Это впечатляло до раздражения. «Похоже, они потратили немало времени на тренировки», ответил примар. Оитин посмотрела на него и прикрыла рот рукой. «Это самое язвительное замечание, которое я когда-либо от вас слышала, Робаут», заявила она. Мстящий сын усмехнулся. «Приготовься, Тараша. Мой старший брат приехал, чтобы остаться. Язвительность еще впереди». Внизу на отполированном мраморе Марсовой площади темные ангелы наконец-то закончили свое представление. Прижав блестящие болтеры к нагрудникам, отделения выстроились веером в форме буквы «В», направленной к рампе грозовой птицы. «Появился лев». Желеман почувствовал, как невольно чаще забилось сердце и участилось дыхание. «Лев! Лев!» Были братья, к которым он относился безразлично. Были братья, к которым он симпатизировал. И были братья, которыми он восхищался. Рогал, Магнус и Сангвини, и Штоп его, даже Рус. Он восхищался ими за то, какими они были. Но были всего два брата, каких он в последнее время уважал. Только два, которыми он по-настоящему восхищался. Только два брата, рядом с которыми он чувствовал себя на вторых ролях. Лев Эль Джонсон и Гор Луперкаль. Сохраняя непроницаемое выражение лица, лев покинул грозовую птицу. Он был без шлема, и его длинные золотистые волосы развивались на ветру. Такой прекрасный, такой смертоносный, такой легкомысленный, такой непроницаемый. Он нес боевой шлем под левой рукой и шагал не менее великолепно, чем его воины. Слева и справа за ним в том же темпе следовали избранные лейтенанты. Любимчик Корсвейн командовал подразделениями легиона по другую сторону гибельного шторма. Поэтому рядом со львом шли Ольгин и Фарид Редлас. Ольгин обеими руками держал перед собой палаческий длинный меч, направленное в небо острие шестифутового клинка было закругленным, как у ножа для масла. На наплечнике лейтенанта были изображены перекрещенные мечи крыла смерти. Редлас нес тяжелую секиру, прижав рукоять к груди. На его наплечнике был изображен череп в песочных часах крыла ужаса. На всех троих была великолепная черная броня, отделанная красным марсианским золотом. Они шли вдоль рядов воинов, приближаясь к площади. Желеман вздохнул. Ублюдок точно хвастается, прошептал он. Затем взглянул на своих помощников, кивнул и начал опускаться навстречу брату. Волки последовали за ним. Рабаут остановился и оглянулся вверх по лестнице. «Ты серьезно? Все время и даже сейчас?» спросил примарх у Фафнера. «Моя наблюдательная стая идет туда же, куда и вы, Ярл. Даже катафракты не сопровождают меня в этот момент, волк. А могли бы, повелитель, прорычал с платформы город. А еще могли бы оказаться рядом. Они черти где во время шторма выстрелов, если бы вы пожелали». «Хватит», сказал Желеман и посмотрел на Фафнера и волков. «Видите, как сильно я ценю ваши жизни?» «Никто не ценит наши жизни, Ярл», ответил Бладбродер. «Они не для этого предназначены и никогда не были». «С уважением», прошептал Биттер вожеку стаи. Тот кивнул. «Конечно, конечно, как Херик и сказал. Само собой разумеется, с уважением». Желеман колебался, прекрасно понимая, что он остановился на лестнице, на полпути к полутора миллионам человек, чтобы переговорить с группой варваров, в то время, как внизу его ожидал благородный брат. «Я взываю к твоей честности, Фафнер Бладбродер», начал он. «Дело сейчас не во мне, ведь так? Дело в тебе и в ангелах, и в вашей вражде». Волк некоторое время молчал. «Так и есть», признал он, кивнув. Его сутулившиеся и неказистые воины также кивнули. Примарх вздохнул. «Так и поступим, но не мешайте мне, а то я лично вас выпотрошу». Рабаут повернулся и продолжил спускаться по ступенькам, и в этот момент понял, что идущие сзади волки выглядят как неуместные оборванные телохранители. «Во имя пустоты», зашипел он на них. «Вы же понимаете, что из-за вас я похож на идиота, на языческого короля Иллириума?» «Простите за все, Ярл, это дело чести», ответил Фафонар, горячо прошептав над плечом примарха. «Ты, заноза в заднице, ты знаешь это?» спросил Жалиман. «Без сомнения», ответил Волк, отстраняясь. Рабаут спускался навстречу льву, лев шел навстречу ему. Ожидание оказалось долгим. Расстояние между посадочной площадкой и воротами превышало километр. Примархи медленно двигались навстречу друг другу. И когда они наконец встретились лицом к лицу, на несколько секунд воцарилась тишина. Смолкли все грандиозные фанфары и даже шум толпы ослабел. Лев смотрел на Жалимана, Местящий Сын смотрел на льва. Инкрустированный красным золотом черный доспех льва покрывала искусная гравировка. На наплечниках и нагруднике были изображены все взаимосвязанные знаки и символы его легиона. Запутанная Геральдика, как видимой, так и невидимой и иерархии темных ангелов. Все секреты воинства, троны и силы тайной структуры первого легиона, объединенные центральным символом, шестиконечным гексаграмматоном. Через правое плечо примарха была переброшена шкура лесного льва, а золотая застежка в виде завернутой в саван погребальной урны покоилась у горла. «Брат!» произнес Лев. «Брат!» ответил Жалиман. «Рад встрече!» «Ты как нельзя вовремя!» «Ты оказываешь мне большую честь столь внушительной демонстрации силы», сказал Лев, медленно обведя рукой площадь. «А ты оказываешь мне честь великодушной демонстрации строевой подготовки». Примарх первого легиона улыбнулся и благодарно кивнул. Затем передал военный шлем Ольгину. «Неужели прошло столько времени, Рабаут?» спросил Лев и неожиданно обнял брата. Лязгнули доспехи. «Нет, нет», ответил Жалиман, сглотнув подступивший горло комок. Порывистые объятия братьев выбили шлем у него из руки и он покатился по мраборным плитам. «Рад видеть тебя», произнес он, вернув контроль над голосом. Лев разомкнул объятие и кивнул, наклонился, поднял выпавший шлем и выпрямился, протянув его брату. «И я рад видеть тебя, брат, и рад видеть твой необычный свет. Ты должен рассказать мне о нем». «Расскажу, но есть другой вопрос, требующий немедленного внимания», сказал Жалиман, надеясь, что сумел сохранить невозмутимость. «Касающийся протокола», добавил он. «Волки?» «Вот именно». Лев кивнул, отвернулся от брата и посмотрел сверху вниз на Фафнера Бладбродера. «Назови себя волк, давай побыстрее покончим с этим. Я Фафнер, достопочтимый лод. Ты Исеска? Я узнаю символы. Исеска, повелитель. Давай перейдем прямо к делу. Ты первый?» Фафнер Бладбродер выпрямился во весь рост. Вражда между ангелами и волками началась на дулане и превратилась в ритуал для действующих чемпионов при каждой встрече. «Да, повелитель», произнес волк, «я требую, чтобы вы выставили своего чемпиона». Ольгин и Редлас шагнули вперед. «Моим чемпионом буду я сам», прошептал Лев. На губах мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Нет», не согласился вожак стаи. «Я правильно понял, что волки и стаи трусы». «Нет», прорычал Фафнер. «Тогда нападай, волк, и уж постарайся». Фафнер вздохнул и взмахнул секирой, целясь во льва. Желеман вздрогнул, когда рядом рассекли воздух. Поразительно хороший удар. Волк не выдал себя ни репликой, ни малейшим намеком на напряжение мышц, ни изменением работы силового доспеха, только удар. Примарк задумался, застал ли он его врасплох, и был вынужден признать, что да, возможно. Лев блокировал удар Бладбродера одной рукой, перехватил рукоять секиры и остановил лезвие в нескольких миллиметрах от своего лица. Астартес невольно заворчал, когда встретился с мощью существенно превосходящей его силы. Лев нанес ответный удар слева, не желая ни покалечить, ни убить, просто вытянул руку, но быстро, гораздо быстрее превосходного удара волка. Вожак стаи упал на колени, не сумев вырвать секиру у Примарка. Затем поднялся. Удовлетворен? спросил Примарк, кинув ему захваченное оружие. Честь удовлетворена, повелитель, согласился Волк, поймав секиру за рукоять. Кивнул и отступил, махнув стаи последовать его примеру. Ольгин и Редлас усмехнулись с раздражающей беззаботностью. И скажи Бо Сорину, чтобы следил за своими манерами, Фафнер, не оглядываясь, бросил через плечо желеман. Скажу, Ярл, ответил Бладбродер. Робаут услышал звук затрещины и приглушенное ругательство. Он посмотрел на льва. До этого момента он ни разу не замечал, что лорд первого легиона слегка выше его. Идем, брат. Знаменитая крепость Геры, я буду разочарован, если не осмотрю ее. Стоял поздний день. У западных ворот могучей сервеевой стены на самом западном краю Магна Маккараги Цивитас привратники проверяли въезжающих. На вечерней ярмарке округа Лапонец и струщоб Иллирийского анклава, расположенного за высокой стеной, изливался неослабевающий поток аферистов и контрабанды. А в городские хранилища на вместительных управляемых сервиторами фурах направлялись фермеры и хор с грузами преющего зерна. Имя, спросил старший офицер предценталианской дивизии. Он производил внушительное впечатление и прекрасно это понимал. Дэймон, ответил Дэймон, пританец, съежившийся у задней двери грузовика в вонючем черном меховом полушубке. Что происходит? Что значит, что происходит? В городе все эти полеты и чертовы горны. К нам прибыл первый легион, гордо ответил офицер. Первый легион, а? Банда льва? Большое событие. Так и есть. Большое событие, повторил Дэймон, кивнув. Сердце сжалось. Слишком много серьезных игроков, чтобы чувствовать себя комфортно. Паспорт, напомнил ему офицер. Дэймон пожал плечами, кивнул и протянул пустую руку ладонью вверх. Обычно это срабатывало. Жест был настолько отработанным, что охрана почти всегда видела то, что хотела увидеть. Хорошо, все в порядке, произнес офицер, махнув рукой. Пританец миновал глубокую холодную тень западных ворот в трясущемся грузовике и въехал в западные окраины города. Этот город был его целью и, пожалуй, кровавой судьбой. И это не слишком обнадеживало. В запущенном районе, предназначенном для низкоквалифицированной рабочей силы, было полно простых быстровозводимых и дешевых хоббитов, барахолок и кварталов трущоб, которые будут тянуться еще не один километр, прежде чем путешественник достигнет красивых домов и просторных особняков округа Ксантии на низких калмах к западу от реки. Дэймон выбрался через заднюю дверь грузовика и направился вдоль оживленного шоссе, огибая иллирийские фуры и зерновозы. У него внезапно возникло дурное предчувствие. Ему нравилось называть это первым чувством, потому что, по словам его благословенной матери, других у него не было. «Эй!» раздался сзади голос. «Эй, ты!» «Человек в меховом полушубке!» Пританис выругался. Офицеру удалось убедить только на время. Он оглянулся и увидел в воротах отделение преценталианцев, которые двигались в его сторону. Они шли все быстрее и расталкивали попадавшихся на пути людей. Большинство местных жителей подались в разные стороны. Преценталианцы выглядели как чрезмерно холеные парадные гвардейцы, но они были жесткими, хорошо обученными и обладали большими полномочиями. И еще они были хорошо вооружены. Дэймон разглядел плазменное оружие и угрожающие выглядывавшие клинки. «Стоять!» крикнул один из преследователей. Когда пританец не подчинился, офицер закричал на пешеходов. «Прочь с дороги! Дайте нам прицелиться!» Прицелиться звучит ободряюще, приветливо, воодушевляюще. Дело усложнялось, а напряжение росло быстрее, чем он надеялся и даже ожидал. Это был момент, чтобы разрядиться, вернуться к охотничьим навыкам и начать так давно неначинаемую охоту. Соблазн в задней части мозга был огромен. В галактике всего несколько людей обладают равными или большими практическими умениями, чем Дэймон Пританец. Он встречал всего двух из них. Первый был текучей целью, второй неприветливым и необщительным бродягой. Еще один из них был императором человечества. Дэймон никогда с ним не встречался, да и не очень-то и хотелось. Он казался полной задницей. Улыбаясь, Пританец обернулся. Затем стремительно бросился влево и помчался переулками по муравейнику стенопои и лабиринту узких улочек самого тесного квартала Лапониса. Он ни в кого не врезался и никого не сбил с ног. Люди просто убирались с его пути или замирали на месте, а он огибал их. Дэймон еще дважды свернул, сначала налево, а потом резко направо и очутился на мокрой узкой улочке под сводами главного акведука. На веревках под аркой и между высокими стенами висело и сушилось белье. Он чувствовал запах табачного дыма и приготовленной еды. Гвардейцы оказались в хорошей физической форме и, несмотря на доспехи и оружие, не отставали, двигаясь быстро и целеустремленно. Он увидел размытые серые очертания гигантских зернохранилищ и подумал, что стоит попробовать добраться до них и спрятаться внутри. Но преценталианцы оказались проворнее. Впереди нависевшим над каналом на цепях мосту появилось второе отделение, двигаясь к стенопое и прижимая беглеца к преследователям. Дэймон понял, что убийства не избежать. Ему пришлось не по душе, что кровавое дело начнется столь рано, но с другой стороны он был рад. Он пробыл в горах немало времени, проголодался и замерз, и был не прочь причинить кому-нибудь боль. Его направили на Макраге выполнять задания, которые он не хотел выполнять, и бросить вызов человеку, с которым не стоило связываться. Пританец пребывал в прескверном настроении, и загнав его в угол, преценталианцы предоставили ему шанс выплеснуть раздражение. У него с собой было четыре оружия. Для безопасности он носил их в мешке из живой плоти, потому что металлические предметы мешали быстрой джековой телепортации. Мешок вырастили в репликаторных чанах Кхунива. После болезненного путешествия на Макраге Дэймон разрезал мешок, открыл и убил, чтобы добраться до оружия и снаряжения, а потом еще шесть дней питался его мясом. Четыре оружия, парные Схул-Хунд-Мурехк, изящные, длинноствольные, великолепные слинг-пистолеты, хорошо лежавшие в руке. Сюрикеновое оружие, Эльдар, было его любимым, потому что недостатки в дальности и точности с лихвой компенсировались скорострельностью и пробивной силой. Эта пара была из личной боевой шкатулки с Лаут-Ха, редкое проявление великодушия, которое на взгляд Дэймона было предназначено, чтобы подчеркнуть всю важность его задания. Первый назывался на высоком идхараенском гухру, что переводилось как истекающий кровью, а второй на простом испорченном сленге старых миров мехминитай, что означало «Смерть смотрит тебе в глаза и находит твои главные недостатки». Он держал их в кобуре под полушубком в самодельном двойном наплечном приспособлении, которое соорудил из плохо перевариваемой кожи мешка. Третье оружие было коротким цепным мечом, немного длиннее глади, происхождение которого вело к бесконечным воинам еще до эпохи объединения Терры. Клинок создали как вспомогательное защитное оружие ближнего боя для одного из приближенных дворянина пан-пацифика по имени Кендра Хул. Меч находился в личной коллекции Дэймона, и он отлично знал о его происхождении, потому что сам был тем приближенным, сам владел им и сам дал название Рок Хула. Он носил его на спине вдоль позвоночника, опять же под толстым полушубком. Четвертым оружием была маленькая бутылочка из красного стекла, которая лежала в правом кармане в перемешку с остальным хламом, необходимым в его работе. Пританец шагнул в тень, бросился под карниз в старую каменную нишу и прижавшись спиной стал ждать. Шесть человек приближались сзади и столько же спереди. Все преценталианцы. У всех плазменное оружие и отличные клинки для ближнего боя. Клинки, с которыми они умели обращаться. Голову, туловище, плечи, пах и ноги защищала броня. Желеман не жалел денег на своих людей, так что доспехи были как минимум пласталевыми и скорее всего с керамитовой подкладкой. Ничего из того, что не смог бы пробить Мурекх. Но придется подпустить преследователей почти в упор, чтобы замочить наверняка. Он полез под полушубок и достал пистолеты. Он держал гухру в правой руке и мех-мини-тай в левой, направив стволы в запятнанное штормом небо. Провел большими пальцами по кнопкам активации, включив почти бесшумные гравитационные ускорители и запустив их на полную мощность. Рукоятки из кости духа начали нагреваться. Звук бегущих ног пропал. Дэймон прислушался и услышал среди плеска воды в ближайшем канале и далекого уличного шума краткий обмен репликами, писк Вокса и сигнал о расширении зоны поиска. «Что ж, идите ко мне», пожелал он им. Совершенно неожиданно двое гвардейцев с взятым на изготовку плазменным оружием появились слева, повернув за опорную глыбу. Щелчок, он уже двигался. Они пытались уклониться, но пританец атаковал первым. Он сходу открыл огонь и плазмоганы одновременно упали на землю. Он нажал на спусковые крючки наилегчайшим прикосновением из импульсной техники, которую Эльдар называли «Ильяттхан» или «палец-пёрышко». Сюрикеновая технология была изумительной. Гравитационные ускорители вышвырнули заряды на аномальной скорости, а боеприпасами служил твердый цельный блок пласти-кристалла, от которого пистолет отрезал и вышвыривал по одному мономолекулярному диску за раз. Это была столь эффективная система, что за одно плотное прикосновение к спусковому механизму пистолет выстреливал в сотни острых, как бритва дисков, за секунду или две. Техника «Ильяттхан» позволяла стрелку выпускать по 5-6 дисков за раз, сохраняя плотное ядро боеприпаса и избегая излишнего кровопролития. Дэймон был хорошо обучен. Гухру выплюнул четыре мономолекулярных диска в грудь первого гвардейца, а мех-мини-тай проделал то же самое со вторым. При цинтелианцев отшвырнуло назад, в нагрудниках появились темные разрезы, из которых хлынуло удивительно много крови. Один упал на дорогу, другой перелетел через перила в грязный канал. Сзади у противоположного угла блока появился третий гвардеец. Дэймон повернулся и выстрелил из гухру, всадив человеку два диска в лицо и превратив голову в шлеме в месиво. Несчастный упал на колени, а затем растянулся в полный рост. Голова ударилась о землю и разлетелись кровавые брызги. Медлить нельзя. Голоса стали громче. Прицинтелианцы услышали отчетливый визг слингового оружия, который не мог забыть никто из тех, кто когда-либо сталкивался с Эльдар. Дэймон бросился к первым жертвам. Труп в воде плыл лицом вниз и медленно, из-за воздуха в плаще, погружался в зеленый, заросший водорослями мрак. Человек на дорожке лежал на спине. Широко открытые глаза были похожи на полные луны. Из него вытекло удивительно много крови, превратив земляную тропинку в таракотовую мастику. Дэймон опустился на колени, подрегулировал оружие при Центолианце и бросился назад, откуда пришел. «Он здесь! На помощь!» Убегая, крикнул он через плечо. Затем рванулся в сторону к дальнему концу каменной глыбы, чтобы между ним и каналом находилась тяжелая стена. Он расслышал, как прибежали остальные гвардейцы и гневные проклятия, когда они увидели убитых. «Стойте, стойте! Что это за звук?» спросил один из них. «Перегружается источник питания плазмогана, идиот!» подумал пританец. Оружие сработало, как бомба, разнеся дальний угол нависшего над каналом блока. Дэймон возник из дыма, добил выжившего быстрым выстрелом в голову и пересчитал тела. Это оказалось своего рода головоломкой. Надо было разобраться в полуобжаренных кусках. Четверо и двое приближаются, а за ними еще несколько отделений. Сколько еще ему надо рисковать? Сколько еще ему надо рисковать, чтобы настроение улучшилось? Он посмотрел на канал. Вода неожиданно застыла. «О, да ладно!» начал он. Из невозможного зеркала на него смотрел гахер. Телепатический совет горячим импульсом вонзился в мозг. «Ты зря тратишь время и афишируешь свое присутствие, Дэймон!» «Я выпускаю пар», мучительно огрызнулся пританец. «Делай то, что мы поручили тебе сделать». «Хорошо!» «Просто остановись!» «Найди его и охраняй приз!» «Заставь его выполнить задание, а если он не справится, сделай все за него». «Хорошо, чтоб тебя!» сморщился от боли Дэймон. Он отвернулся от канала и увидел двух бежавших по торпинке в его сторону при Центалиансах. Один выстрелил и почти попал, опалив воздух рядом с убийцей, раскаленной плазмой. Пританец выхватил пистолеты и открыл огонь с обеих рук. «Что ты делаешь?» «Заканчиваю дела». Он слышал, как приближаются другие отделения. «Баня!» «Все свелось кровавой бане!» «Я выполню задание, Гахер!» «Без малейшего пиетета», продолжил Дэймон. «Как только закончу здесь». Одиннадцать. Контакт. «Давайте начнем с истины и перейдем к более интересным делам». Приписывается Малькадору Сигелиту. Два легиона, подобно черно-синей реке, медленно маршировали бок о бок по авеню героев Каструму и Крепости. Правую часть колонны составляли ультрадесантники, левую – темные ангелы. Позади основного строя двигались остатки других легионов, а за ними подразделения армии и титаны. По обе стороны огромной дороги размахивала руками и приветственно кричала толпа. «Наверное, в последний раз столько знамен было на Уланоре», заметил лев. «Пожалуй, ты прав», согласился Желеман. Они возглавляли процессию под сенью штандартов легиона. Льва сопровождали Ольгин и Редлос, мстящего сына Город и его лейтенант Маглиос. «Замечательное чувство», произнес лев, «и заслуженное. Твои воины после испытаний Нуцерей и многих сражений с теневым крестовым походом Ларгара мои после Трамаса и Ярости Варпа. «Надеюсь, ты подробно расскажешь мне о Трамасском походе», попросил Желеман. «Непременно. Ты сражался с Конрадом против Восьмого легиона? Проклятые предатели! На борту флагмана есть пленные, включая первого капитана Сиватара». Желеман искосо взглянул на бесстрастного брата. «Ты допросил его? Вырвал из него причину предательства? А ты...» задал встречный вопрос лев. «Когда сражался против Ангрона и Ларгара, узнал их мотивы?» «Дело в Варпе», ответил Желеман. «Это зараза, отравляющая душу. На Нуцерии я видел, как тот, кого Ангрон считал товарищем, сотворил с ним ужасное. Это не наши братья, включая Луперкаля, обратились против нас. Их обратили». «Я тоже так думаю», согласился лев. «С этой мыслью тяжело смириться. Я не могу представить причину, которая подвигла восстать против нашего отца и терры. Но по крайней мере, могу понять существование весомых аргументов для разногласий. Это предательство. Оно распространяется подобной чуме. Оно заразно». «Верно. Думаю, именно по этой причине ты прибыл ко мне». Лев бросил взгляд на Желемана. «Серьезное обвинение, Робаут. Твои корабли не сбились с пути, брат. Они направлялись на Макраги, когда ударил шторм. Я прочел бортовые журналы. Ты боялся, что я принял сторону гора и стал угрозой для отца? Прибыл покарать меня, как волчья стая русса?» Лев засмеялся. «Мой дорогой Робаут, я ни секунды не думал, что ты предатель. Я полагал, что ты поступил гораздо хуже». Он посмотрел на Желемана. «Думаю, мы оба знаем, что так и есть». Примарх Первого Легиона перевел взгляд на Кастрон, на возвышавшуюся громаду крепости Геры. «Потрясающе», сказал он. «Я впечатлен. Жду подробной экскурсии». Памятные сады лежали к востоку от овеню героев. Джон Грамматик наблюдал за движением сверкающей колонны с воздетыми знаменами, направлявшейся по огромной улице к порту Гера к циклопическим вратам в стене Кастрома, которую он видел с расстояния в 6 километров. Эта демонстрация силы произвела впечатление на Джона. Легионам это всегда хорошо удавалось. Они также были превосходными убийцами, а вместе с армией и титанами, силой, способной сокрушать богов. Джон особенно был поражен эскортом из так называемых разбитых легионов. Это говорило о решимости людей, в которой Кабал сомневался. Несмотря на потери, они держались вместе и продолжали сражаться. «У нас всегда была решимость», подумал он. «Понаблюдайте за нами всего лишь миг, хотя миг для вас может быть десятью тысячами лет для нас, и вы увидите, мы не дети. У нас есть моральные принципы и души». Памятные сады были слишком ухоженными. Стены из покрытого надписями камня ограждали вытянутые пруды со светлыми водяными лилиями и лужайки с камышом и цветами. Ультрадесантники воздавали почести своим погибшим братьям. Они запечатлели их имена на плитах «Авеню Героев». Повторили их в садах, а также на стенах из черного мрамора поклонной часовни в большой крепости. Фактически в этих садах, а точнее в сооруженных под клумбами и прудами катакомбах, были погребены мертвые. Джон представил день, когда после бесконечных столетий войны не останется места для новых имен на плитах «Авеню». Катакомбы будут заполнены, а стены часовни полностью исписаны. Где тогда они будут чтить память своих мертвецов? Он выбросил эту мысль из головы. Похоронным шаттлам разрешили сесть на возвышавшихся каменных платформах сада. Восемь кораблей с шарнирными, как у бабочек крыльями, приземлились бок о бок на посадочной террасе. Их груз саркофагов будет выгружен позже. Из-за парада не хватало персонала из числа легионеров для проведения обрядов и доставки покойников в почтительной тишине к местам погребения. Тем не менее, Джон был вполне доволен. В облике Эдираса Клюта и при помощи похоронных рейсов он добрался до поверхности Маккраги и в самое сердце великого Цивитоса. Священное уважение ультрадесантников к своим павшим позволило ему обойти почти все сложные уровни планетарной безопасности Маккраги. Большинство людей из персонала кораблей, работающих на рейсах репатриантов, направлялись к окраине посадочной террасы, чтобы посмотреть на движущуюся по авеню процессию. Несколько человек запустили проверку систем грузовых кораблей, которые стояли на платформе с поднятыми фонарями кабин и опущенными погрузочными рампами. Настал момент скрыться. Момент, чтобы избавиться от личности Эдариса Клюта и найти новую. Джон взял сумку, повесил ее на плечо и бесшумно направился через лужайки и беседки. Черная, как смоль, траурная униформа была скромной и аккуратной. И из-за своей строгости и отсутствия знаков отличия, за исключением золотой эмблемы окончательной омеги погребальной стражи, создавало впечатление, что он обладает более высоким званием, чем на самом деле. В городе униформ он мог пройти мимо почти любого, и его бы не окликнули, если не считать тех, кто обладал обширными познаниями о цветах легиона. Все внимание было обращено на иные, более значимые события. Незамеченный и не вызывающий подозрений, он двигался по северной тропе садов, пройдя под прямоугольными арками из живой изгороди, вырезанных под размеры сверхлюдей, и по выложенными плитками-дорожкам в тени тисов и сарон. Архитекторы постарались, чтобы сады были надлежащие величественными и скорбными. Серые кроны деревьев, даже яркий дневной свет превращал в сумерки. Плиты, поминальные стены и входы в усыпальницы Вода в длинных, вытянутых, поросших черным камышом прудах была темной, как вуаль. Под ее неподвижной зеркальной поверхностью двигались серебряные тени призрачных карпов. Плавающие в водоемах лилии своей серостью напоминали заплаканные носовые платки. Зеркала. В листве деревьев засвистел ветер. Джон напрягся. По поверхности прудов разошлась рябь. Он слышал вдалеке помпезный шум труб, горнов и приветственные крики, но их звуки словно неожиданно стали тише. В глазах закололо, во рту пересохло, в висках застучала кровь. Пожалуйста, не сейчас, сказал он, тихо, но твердо. Кабал пытался вызвать его. Они пытались установить психическую связь, скорее всего, используя один из ближайших прудов в качестве отражающей поверхности. Они пытались следить за ним. Видимо, хотели удостовериться, что он выполняет задание, которое они ему поручили. Он тяжело сглотнул, снова засвистел ветер, шелестя серыми листьями. Тяжелый предмет сумки слегка задрожал, словно ощущая нематериальную активность вокруг человека. Пожалуйста, в этот раз он говорил мысленно, а не вслух. Пожалуйста, я устал, я только прибыл сюда и совершенно растерян. Позвольте мне найти безопасное место и передохнуть. Приходите позже, когда я смогу принять бремя переговоров. Пожалуйста, подул ветер, кто на этот раз, скорее всего, гахет из старейших. Но Джон подозревал неприятное упорство автарха Эльдар Слаутха. Пожалуйста. Он повернулся и снова пошел, но кожу все еще покалывало. Далекие звуки парада стали настолько приглушенными, что у Джона возникло ощущение, будто он находится под водой. Грамматик невольно взглянул на ближайший пруд. Поверхность застыла, напоминая темное стекло для гадания. Под поверхностью замерла серебристая рыба. Хвостовые плавники остановились в движении. На воду упала тень, и она была не его. Джон вздрогнул, когда увидел темный, высокий гребень боевого шлема Эльдар, невероятно высокую и тонкую фигуру бога шута, чьи худые и вытянутые очертания протянулись по всей поверхности пруда. Я сказал не сейчас, выпалил Джон. Он повернулся, оторвав глаза от тени и зашагал прочь от пруда. В голове стоял гул, шелестели листья. Оставьте меня в покое, прорычал он через плечо. Оставьте меня в покое. Он вышел из садов и ступил на необычайно тихие улицы. Все жители района сбежались к авеню героев. Голова Джона болела от попытки установить контакт, а руки тряслись. Они должны быть осторожными, кабал должен быть осторожнее. Когда он был в облике Теолусулка и службы безопасности Цивитоса, Джон узнал, что 13-й легион восстановил библиариум по всему миру. На планете также находился огромный контингент астротелепатика. В систему обороны были внедрены психические средства. Грубый канал связи, который Слаут Ха пытался установить в садах, мог быть легко обнаружен. Обнаружение библиариумом серьезно осложнит его работу и, возможно, покончит с его жизнью. Во всяком случае, с этой жизнью. Он устал умирать. Встряхнув себя, Джон увидел на углу следующей опустевшей улицы весьма приличную таверну. Внутри горел свет. Это было эксклюзивное место для чиновников Сената и политиков Цивитос. Все постройки, граничащие с памятными садами, были роскошными и в отличном состоянии. Грамматик вошел. Это был роскошный салон с позолоченной мебелью и люстрами, с рядами столов под высоким расписным потолком и кабинами вдоль стен. В заведении было пусто, за исключением нескольких официантов и сервиторов, и они тут же поспешили к Джону. Он сел за стол в ближайшей кабине, устроившись в относительном уединении. Сидения были с высокими спинками и обитой кожей, а кабина состояла из панелей цветного стекла, которые поднимались из спинок, образуя перегородки. В задней части кабины стена над стульями представляла собой большое кристалл-зеркало, благодаря которому Джон мог следить за снующими мимо таверны прохожими, не привлекая к себе внимания. Руки все еще дрожали. Один из официантов фартуки принес ему кувшин с водой и стакан, а также заказанную им большую порцию амасика. «От обедаете, сэр?» спросил слуга. Перекусить было отличной идеей. Джон последние несколько недель плохо питался, и изрядная порция углеводов и белков поможет сгладить боль от попытки вступить в контакт с лаутха. «Хлеб», попросил он, «соленое масло, какую-нибудь дичь или отбивные. У нас есть нога винторогового оленя. Сойдет, и корнеплоды», слуга кивнул. «Вам не интересен парад, сэр?» спросил он. «А тебе?» резко ответил Джон. Человек пожал плечами. «Я на работе», сказал он. Джон кивнул и постарался мягко улыбнуться. «Я тоже», сказал он. «Если ты видел одного марширующего космодесантника, значит, ты видел их всех, разве нет?» Слуга засмеялся, словно это было довольно забавное замечание, и отправился передать заказ на кухню. Джон налил стакан воды. Его проклятые руки все еще тряслись, но еда поможет расслабиться. Таким было его душевное состояние. Он поднял омасик. Ему пришлось использовать обе руки, чтобы не расплескать напиток. Глоток, тепло, лучше, лучше. Он опустил тяжелый стакан, чувствуя, как из кистей уходит напряжение. Между лежащими на белой скатерти руками что-то было. Пятнышко. Появилось второе. Пятна крови. Из проклятого носа текла кровь. Джон развернул салфетку и вытер лицо. Надеясь, что никто не заметил кровь, он поставил кувшин с водой на пятна крови. Это все из-за чертового Слаутха. Джон сделал еще один глоток амасика, наслаждаясь тем, как обжигающий напиток снимает напряжение. Затем снова взглянул в зеркало, почти ожидая увидеть, как в таверну врываются центурионы библиариума. Зеркало. Ах, тупица! Какой же тупица! Из-за своего беспокойства он стал рассеянным. Зеркала, стакан и полированное позолото. Сильная боль пронзила голову у основания черепа. Нет, нет, прошептал он. Из правой ноздри побежала маленькая капля крови, стекла по рту и подбородку и упала на белую ткань. Ее нельзя было скрыть. Пожалуйста! Зеркало над задней стеной кабины покрылось инеем, словно комнатная температура упала на 40 градусов. Джон не стал смотреть на него, даже когда сила физического притяжения попыталась задрать его подбородок. Нет, не сейчас! Оставьте меня в покое! Он заставил себя смотреть вниз. Вместо зеркала он уставился на масляную поверхность амасика, которая колыхалась из-за того, что сжимающая тяжелый стакан рука очень сильно дрожала. Он взглянул на росыпь темных кровавых пятнышек на скатерте. Аккуратно расставленные стаканы и кувшин не смогли скрыть эти следы. В самой свежей блестящей капле, которая еще не впиталась в ткань, он увидел формирующееся отражение шлем с гребнем. Джон застонал. Амасик в бокале перестал колыхаться и застыл. Сам сосуд покрылся инием. Отражение шлема с гребнем появилось и в амасике. Джон застонал слух и закрыл глаза. Слаутха, вы, задыхаясь, произнес он, не Слаутха. Было тихо, не звука, за исключением судорожного дыхания Джона. Это явно был не стальной и холодный голос жесткого автарха. Голос был таким же густым и тягучим как смола. Джон открыл глаза. Вся таверна застыла. Замерзшее пламя свечей испускало холодный синий свет, который отражался от люстр, канделябров, позолоты, зеркал, многоярусных стеклянных полок для вина и амасика. Проникающий в салон через красивые окна дневной свет также окрасился в синеву, словно под воздействием сильно разбавленных чернил. Джон видел официантов, в воздухе зависли серебряные стаи призрачных карпов. Эльдар стоял у стола Джона. Сухощавое тело ксеноса, плотно облегающей броней вместе со шлемом и не спадающими одеждами, придавало ему непомерно высокий и худой облик, напоминавший костлявый призрак смерти или скелетообразного гиганта. «Несла отха», пробормотал Джон, удивленный звуком своего голоса. «Снова вы», снова повторил Эльдар из-под невероятно пугающего облика шлема. Последняя миссия Джона по поручению Кабала началась на мире Траорис. Его послали добыть оружие, а затем использовать его, чтобы придать свой рот сильнее, чем когда-либо прежде. Джон долгое время боролся со своей совестью, но этот приказ стал последней каплей. Само по себе обретение оружия, которое лежало завернутым в сумки, было отвратительным, а цель, с которой он должен был использовать его, была еще более отвратительна. Единственный луч надежды давала вмешательство, которое произошло во время миссии на Траорисе. Психический контакт с тем самым Эльдар, который появился перед грамматиком. Собеседник не назывался Джону, хотя у того были подозрения на этот счет, но чужой принес утешение, альтернативу Вал хотел принести в жертву человечества, чтобы покончить с могуществом хаоса. Этот безымянный лорд Эльдар выступал против такого суждения. Он видел в людях не волнолом, но настоящих союзников против возвышения вечного врага. Казалось, и эта мысль беспокоила Джона больше, чем он хотел признать, что Эльдар не были единственными в отношении гражданской войне людей. «Вы обещали мне надежду», «Выбор». «Обещал», повторила высокая фигура. «Но ничего не случилось», пожаловался Джон. «Вы предложили поместить в мою голову информацию, которая помогла бы мне понимать мир иначе. Предложили мне канал для передачи новых мыслей. Я это сделал». Джон усмехнулся. «В ваших словах было верно только одно. Вы сказали, что канал причинит боль. Так и случилось. Ничего другого я не узнал. Ни новых перспектив, ни альтернативных идей. Я не знаю, что вы сделали со мной или зачем, но меня в очередной раз просто использовали, не так ли? Ты многое узнал, Джон Граматик, просто еще не знаешь об этом». Джон покачал головой и засмеялся. Его смех был злым и насмешливым. Он посмотрел на невероятно серебряную рыбу, умертельно надоели ваши ксенородичи и загадочные маленькие бессмысленности. Говорите прямо и откровенно или убирайтесь из моей головы. Джон схватил омасик, чтобы сделать глоток, но на поверхности напитка по-прежнему сохранялось устойчивое отражение Эльдар. Поэтому Граматик поставил в сторону бокал. «Подумай, Джон Граматик», тихо произнес Эльдар. «Подумай, и ты поймешь, что знаешь намного больше, чем считал. При помощи канала я поместил информацию и идеи в твою голову, но они были слишком опасными, чтобы оставлять в твоих поверхностных мыслях. Все то время, что ты провел на Траорисе и по пути сюда, было немало возможностей раскрыть тебя твоими врагами, темными апостолами, твоими хозяевами из Кабала. Все они убили бы тебя за такие мысли, поэтому я устроил, чтобы они были спрятаны до нужного момента. И когда это случится? Когда ты прибудешь на Макраге в царство Ультрамар? Я здесь и не чувствую никаких изменений. Разве? Подумай. Перестаньте. Эльдар расстегнул замки боевого шлема и положил его на льняную ткань рядом с пятнами крови Джона. Бледное лицо Ксеноса с синеватым оттенком психического света было таким же скульптурным, вытянутым и с высокими скулами, как и шлем. Чтобы поместиться внутри шлема. А на лбу Ксеноса была запечатлена руна. Светящимся в темных глазах разуме не было ничего человеческого. Медленно и с достоинством, которое казалось почти комичным, он сел на скамью напротив Джона. Он был слишком высок и строен, чтобы подходить к помещению, предназначенному для людей. Просто кости его рук и ног были слишком длинными. Устроившийся на сиденье Ксенос выглядел неуклюжим, как подросток. Усевшись, он положил руки ладонями вниз на скатер. Пальцы были такими же пугающе длинными и узкими, как руки с ногами. Даже сидя, Ксенос был выше Джона. «Думай о том, что знаешь», произнес густым голосом Эльдар. «Копье у тебя?» «Да», ответил Джон, осознав, что бросил уличающий взгляд на сумку на соседнем стуле. Не то, чтобы Эльдар питал иллюзии, будто оружие где-то в другом месте. «И ты знаешь, что делать с ним?» «Я знаю, кого должен им убить, если вы это имеете в виду». «Что еще ты мог бы сделать?» спросил Эльдар. «Не знаю», ответил Джон. «Вечно сидеть здесь и говорить загадками?» «Кто я?» «Не знаю. Вы никогда не говорили», ответил Джон. «Я понятия не имею. Вы...» Он запнулся и с трудом сглотнул, желая, чтобы в напитке не было проклятого отражения, и он мог выпить весь бокал. «Эльдрат Ультран, провидец искусственного мира Ультве», произнес он очень тихо. «Именно. Теперь тебе понятно, что ты знаешь. Откуда мне это известно?» «Помещенный в твою голову на Траорисе канал устроен так, чтобы ты узнал об этом только сейчас. Это знание одно из многих, что вложил канал в твою голову». «Это правда?» «А чем же еще это может быть?» ответил Эльдрат. «Его тонкие, как паучьи ножки, пальцы указали на рунические знаки на доспехе, шлеме и брови. Ты знаешь знаки путей и символы искусственных миров Эльдарского лексикона? Узнаешь метки Ультве?» «Нет», ответил Джон. «Но сейчас ты знаешь их достаточно хорошо». «Что еще я знаю?» спросил человек. Он задумался на секунду, а затем поднял руку, чтобы предотвратить ответ. «Подождите, если мы говорим на чистоту, провидец, скажите мне вот что. Зачем вы прибыли сюда? Зачем предприняли такие бессмысленные усилия, чтобы связаться со мной? Если вы вложили идеи в мой разум несколько месяцев назад на Траорисе, они были бы в безопасности, пока прибытие на Ультрамар не раскрыло их. И тогда бы я знал, что за чертовщина, какую еще необходимую мне информацию вы получили. Эта встреча подвергает нас огромному риску разоблачения. В сравнении с другими этот риск приемлем, хотя я согласен, что из-за этой беседы твое положение ухудшается с каждой секундой. Библиариум ультрадесанта уже знает о психическом контакте. К счастью, через 8 минут его затмит другой, более мощный, в самом городе, за которым последует серьезный кризис. Оба события отвлекут от тебя внимание. Если у нас мало времени, говорите быстрее, что мне нужно знать. Ты уже почти все знаешь, так как ты на Макраге, эти идеи откроются тебе. Процесс раскрытия, как ты назвал его, может занять день или больше, а мысли могут приходить в странной последовательности, но не переживай. Ты получишь все, что нужно. Эльдар наклонился вперед. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Это мой долг. После нашего общения на Траорисе, я предвидел новые события, новые опасности. Усилия по созданию этого канала связи стоили того, чтобы просто сообщить тебе о них. Что за опасности, спросил Джон. Два момента, ответил провидец. Возможно, Кабал начинает подозревать, что твоя решимость не на должном уровне. Они могут попытаться подкрепить твое усердие. Я ожидал этого. Тем не менее, благодарю за подсказку. Что еще? Второе может быть связано с первым. Кто-то охотится на тебя, Джон Грамматик. Понимаю, они здесь или скоро будут. Приятно слышать. Эльдар кивнул. Я задержался, сказал он. Ты тоже, Джон Грамматик. Воспользуйся увяданием этого контакта, чтобы сбежать. Не стой на месте. Найди убежище и раскрой свой разум. Реши, что делать. Мы связаны друг с другом, человек. Из-за цели твоей миссии и самой Земли. Вы говорили так прежде. Вы ведь не используете слово «Земля» в значении грунта, так ведь? Вы подразумеваете его буквально, но не только буквально. Вы ведь также используете старое значение слова, старое имя Терры. Ответа не было, как и самого Эльдара Ультрана. Джон огляделся. Время по-прежнему было застывшим. Серебряная рыбка все еще плавала в воздухе, а разговор с лук был прерван на полусловие. Свет по-прежнему был синим. Но это не будет продолжаться долго. Джон чувствовал покалывание в ушах и тепло в позвоночнике. Слышал возвращающиеся, словно издалека звуки. Десять, пятнадцать секунд, и аура исчезнет. Он посмотрел на стол, на пятна своей крови на скатерти. По крайней мере, исчезли отражения. Джон поднял бокал с амасиком, выпил еще один глоток, затем подхватил сумку и вышел из таверны за миг до того, как исчез синий свет и вернулась шумная действительность. Примерно восемь минут спустя в девяти улицах от таверны в округе Церера на миг раскололась физическая реальность и открылся проход в арт. Следящие за психическим пространством Цивитоса в тесном взаимодействии с адептами Астротелепатика члены Библиариума 13-го легиона уже засекли контакт ясновидца с Джоном, хотя не опознали его. К таверне был направлен отряд быстрого реагирования офицеров Библиариума и терминаторов-катафрактов на бронированных лэндспидерах и тяжелых скиммерах. Варп-разрыв произошел в Скриптории на Виа и Дерне к югу от памятных садов и к востоку от авеню Героев. Тут же зазвучали сигналы психических оберегов в Красной Базилике и Ризнице Библиариума. Два дежурных адепта в Базилике получили тяжелые увещи. Силы быстрого реагирования были немедленно и срочно переправлены на Виа и Дирне. Скрипторий был закрыт после обеда, чтобы работающие там по восстановлению и переписыванию старых книг писцы и рубрикаторы смогли посетить парад. В темных, неосвещенных комнатах, заставленных стеллажами с манускриптами и лекториями и пахнущих кашинелью и различными маслами, зашелестели бумаги. Книги и приплетенные манускрипты на стеллажах начали трястись и стучать, падать на пол, раскрываться, словно из-за порывов сильного ветра, или же их страницы быстро перелистывал невидимый ученый. Закрытые шкафы с ценными книгами начали дрожать, цепи и висячие замки грохотать, как будто взбунтовавшиеся фолианты хотели освободиться и улететь, хлопая страницами, словно крыльями. Более того, казалось, что именно концентрация слов в этом месте привлекла аномальное внимание варпа и позволила ему проникнуть сюда. Реальность раскололась. Она лопнула, как фрукт, разорванный двумя жадными руками с растянутыми поперек бреши отметками мякоти и кожуры. Реальность разрезали, как шелковый занавес. Она раскрылась, как рот или же рана. Хлынул свет, похожий на поток крови. Оболочка реальности разошлась по неровному диагональному разрезу, нанесенному с обратной стороны острием ритуального отама. По обе стороны разреза отторгнулась материя, напоминая рассеченную плоть. В скрипторе ворвался нечестивый ветер, наполнив помещение бурей исподнятых в воздух страниц. Через разрез прошла фигура. Она была огромной и облаченной в полный боевой доспех и сжимала в руке раскаленной и истекающей нематериальной эфирной плазмой ритуальный атам. Вслед за первой шагнула вторая фигура с поднятым мечом. Она тоже носила темно-красный и исписанный ритуальными текстами доспех 17-го легиона несущих слова. Как и первая была без шлема, ведь ни один шлем не мог вместить витые рога и шипы, украшавшие черепа. Вместо глаз были щели цвета жаркой ночи. Некогда они были гордыми воинами легиона Састартес, которые по собственной воле позволили демонам поселиться и вырасти внутри их тел. Они были освободившимися. Теперь их звали Улкас Кул и Барбас Кха. Это было слабое Они принадлежали к свите темного апостола Эриба и именно у него научились своему темному искусству. Они были ужасными существами. Их доспехи покрывали обрывки пергамента, исписанные безумными цитатами некогда самого верного и сыновей императора, а ныне сошедшего с ума Ларгара. За ними сквозь брешь шагнул третий воин. Он тоже был несущим слова, но носил шлем, а доспех был серым, ободранный до самого металла и без надписей, за исключением символа Легиона. Цвет брони напоминал тот, что носили до войны, до падения. У третьего легионера отсутствовали признаки, которыми были наделены его товарищи. За спиной в футляре висела огромная снайперская винтовка Легиона. В руке несущей слова держал заряженный болт-пистолет. Однако с воином было что-то не то. Он вздрогнул, пройдя через разрез в реальности, а затем с грохотом рухнул на колени, отчего задрожал деревянный пол скриптория. Вокруг легионера кружились исписанные страницы, некоторые начали гореть. Свободной рукой Бафнура Нарик сорвал шлем, глаза были скрыты повязкой. Он настоял на этом. Во время перехода он ничего не увидел, зато достаточно почувствовал. Легионер никогда не захотел бы повторения подобных ощущений. Он понятия не имел, как его братья умудрялись радоваться им, разве что из-за своего безумства. Нарик начал стягивать повязку, но перенесенный шок все-таки сказался на нем. Он оперся на руки и его вырвало. Изо рта полилась зловонная черная желчь, пачкая пол. Вокруг словно снег падали сгоревшие бумаги, пока он тяжело дышал, обессиленный и опозоренный. Согнувшись, разрез в материи вращиеся клочки бумаги посыпались на пол. «Это то самое место, Нарик», сказал Барбас Кха, благословенный отамом нерожденный. Кха дочисто вытер о язык клинок и поцеловал его. «Настолько близко, насколько могли». «Мак Раги?» спросил Нарик, по-прежнему стоя на коленях, упираясь руками в пол и выплевывая токсичную желчь, чтобы прочистить глотку. Несущий слово снова содрогнулся и его опять вырвало. Из страдальчески открытого рта опять полилась желчь. «Мак Раги?» подтвердила рогатая тварь с ножом. «Город святыня нашего заклятого врага. Согласно прорицанию это то самое место. Я благодарен вам за труды, братья», сказал Нарик, пытаясь выпрямиться и встать. «Я не смог бы добраться сюда другим способом». «Тогда делай то, что должен», Нарик, прошипел Улка стул, второе рогатое существо. «Какой бы ни была твоя великая миссия, твоя охота, она будет последней». «Я знаю», произнес Нарик. Медленно и дрожа он поднялся на ноги. В животе было пусто, во рту стоял отвратительный вкус. Легионер держал в дрожащих руках забрызганный пятнами рвоты болт-пистолет. «Ты жалок», заявил Барбас Кха, отвернувшись. Язык Кха выскользнул наружу, пробуя на вкус воздух, словно какое-то насекомое. Было нечто исключительно отталкивающее в волосках и опухоленно мощной узловатой шее, там, где она поднималась над горджетом доспеха. «Мы могли бы поохотиться здесь», проурчал он Улка Сутулу. Тот улыбнулся. Ни один человек не захотел бы смотреть на эту улыбку. «Нет», возразил Нарик, продолжая сплевывать. «Нет, вы должны уйти. Вы доставили меня сюда, и я благодарен за это, но приход сюда это самоубийство. Войти в укрепленный город наших врагов мы знаем об опасности», сказал Барбас Кха. Он начал играть сатамом. «Но мы можем вырезать себе путь отсюда в любой момент, в отличие от тебя, Нарик. Так как мы здесь, то можем развлечься». «Да хранит тебя, Ларгар», сказал Улка стул Нарику. «Барбас Кха прав, здесь можно развлечься. Мы в пасти зверя. Кха и я сделаем то, что пожелаем. Перед уходом мы заберем много жизней, возможно и жили мана». «Мои братья», сказал Нарик, «Если вы отправитесь развлекаться, то играться с Атамом, который разрезал для них варп. «Посмотри на себя, Нарик», сказал он, «Как ты жалок, только один наш переход вызвал у тебя проблемы с дыханием и тошноту». «Ты смеялся над нами, скованный», сказал Улка стул. «Ты пренебрег нашей связью с варпом, отказавшись принять его в себя. И все же ты был вполне рад воспользоваться нашей магией, сказал Кха. В том, как независимо друг от друга двигались части его рта, было что-то отвратительное и напоминающее насекомое. «Ты использовал нас, чтобы попасть сюда, воспользовался моим ножом». «Ты использовал мое предсказание, чтобы найти свою цель», добавил Улка «Мы доставили тебя только из-за места, куда ты хотел попасть», проурчал Кха. Из его пасти полилась слюна, стекая на пол. «Магна, макраги цивитас, дом наших врагов, теперь мы можем убивать, а потом уйдем. Это та цена, которую мы требуем за то, что доставили тебя». «Да, я оскорбил вас», сказал Нарик, «и не достоин магии, которой вы владеете, но вы должны уйти, немедленно». «Он что, угрожает нам?» спросил Улка Сукха. «Нет, нет, что вы», заверил Нарик демоническую пару. Их смрад был абсолютно отвратителен. Вокруг них жужжали мухи, появившиеся из ниоткуда. Нарик наклонил голову и выплюнул еще один сгусток черной слизи, а затем взглянул на своих товарищей. Он попытался одобряюще улыбнуться тому, что осталось от некогда названных братьев. Ему потребовалась вся его хитрость, чтобы убедить эту пару в космическом порту Траориса помочь ему, и вся его выдержка с тех пор, чтобы выносить их присутствие. Слабость легионера была настоящей, так как вар-переход измучил его, но он переигрывал, чтобы они оставались говорчивыми. «Значит, ты полагаешь, что можешь приказывать нам?» спросил Улкас. «Я полагаюсь только на слово», сказал Нарик. Он замолчал и вытер рот ладонью левой руки. «Я верю в слово нашего примарха», прямо продолжил Нарик, «И верю, что благодаря слову мы верны императору». «Мы от слова, а значит от самого императора». «Так было всегда. Я презираю действия наших родичей, приведших их в объятия вечной тьмы». Слишком много поступков было совершено, которые завели слишком далеко. Ты, Кха, и ты, Улкас, вы осквернили себя и наш легион, но я благодарен вам за то, что вы доставили меня сюда. Вы оказали огромную услугу верному семнадцатому. Оба несущих слова в замешательстве уставились на него. «О чем ты говоришь, Нарик?» спросил Кха. «Я говорю, примите мою благодарность», ответил Нарик и всадил четыре болта в череп Барбаса Кха. За жуткой вспышкой варп света последовал взрыв, разбросавший во все стороны кусочки рогов, окровавленной плоти и мозгов. Барбас Кха рухнул на спину. Нарик был быстр, но не как в свои лучшие дни. Все из-за угметированной бионики, которая заменила его ногу. Улкас стул с воем набросился на него, взмахнув клинком. В лишенных век глазах пылал свет мертвых звезд, а вопящая пасть была полна зазубренных черных клыков. Нарик попытался выстрелить, но клинок выбил пистолет из руки. Слишком медленно последовал перекрестный удар и меч оставил глубокую зарубку на керамитовом нагруднике легионера, почти расколол броню, с той же легкостью, с которой Атам Кха рассекал время и пространство. Нарик отбил клинок к предплечиям и отступил. Улкас последовал за ним. Освободившийся нанес следующий потенциально смертельный удар. Нарик отскочил, уклоняясь от новых стремительных атак, которые могли с легкостью разрубить его, облаченное в доспех тела, а затем обошел защиту Улкаса и нанес яростный удар в морду твари. Сломались зубы, разлетевшись осколками по сторонам. Освободившийся врезался в два письменных стола, разнеся их в щепки. Продолжая катиться, он схватился за тяжелый стеллаж, чтобы остановиться. Но Нарик не собирался давать ему передышку. Воспользовавшись замешательством Улкаса, он набросился на врага и нанес еще два удара в голову одержимому, сломав ухо и разбив череп. Разъяренный Улкас контратаковал, скользящим ударом срезав Нарику пару пальцев на левой руке. Легионер отпрянул от боли и хлынувшей крови через все помещение скриптория. Одержимый врезался в дальнюю стену, кроша полки и опрокидывая книги. Помещение снова наполнилось разлетающимися страницами. Улкас упал на руки и колени, нашел свой окровабленный меч и снова поднялся. Он увидел Нарика в противоположном конце комнаты и бросился на него, сжав рукоять меча обеими руками. Снайпер уже снял чехол с винтовки и поднял ее, прицеливаясь. Несущий слово почувствовал прикосновение к коже зарубок, отмечавших убитых врагов. У него было время на один выстрел. Винтовка была уже заряжена дальнобойным бронебойным болтом, сердечник и металлический заряд которого были изготовлены на заказ ротным оружейником. На такой дистанции этого снаряда было более чем достаточно. Нарик об этом не думал. Он с удовольствием представил, как голова Улкаса превращается в красный туман. Улкас приближался. Нарик сохранял спокойствие. Для него время почти остановилось. Самым важным качеством снайпера было самообладание и терпение, даже когда ситуация вокруг него менялась с большой скоростью. Снайперские винтовки легионов были массивным оружием, а модель Бронта, которая сейчас была в руках Нарика, особенно крупногабаритная и мощная. Длинная, тяжелая и громоздкая винтовка была откалибрована под болты и обладала почти невероятным соотношением между начальной скоростью и ударной мощью. Болтерные снаряды необходимо было делать под заказ для увеличения дальности при помощи дополнительного топлива. У Бронта был автоматический возвратный механизм и цикличная энергетическая батарея, которая досылала каждый снаряд из снаряженного магазина. У винтовки также был ручной затвор для более быстрой перезарядки. Нарик спокойно передернул его и снова выстрелил в несущееся на него безликое существо. Первого выстрела было более чем достаточно, но второй торс Улкаса расплылся в багровой туманной сплоте, разорванный пучком электроволокон и осколков брони. Изувеченное тело рухнуло у ног Нарика. Нарик поднялся с огневой позиции и убрал винтовку с дымящим со стволом. Его сверхчеловеческая физиология уже остановила кровотечение из-за брубков пальцев. Поблизости что-то дернулось. Это было тело Кха. Нарик дослал болт винтовку и сделал контрольный выстрел, пробив насквозь грудь одержимого. Труп вспыхнул, словно от разряда дефибриллятора. Тишина. Падала и потрескивала сгоревшая бумага. В помещении стояла вонь ядовитой крови. Нарик встряхнулся. Очнись, пробормоталон. С этим покончено, но еще много предстоит сделать. Несомненно, враг скоро будет здесь. Нарик должен исчезнуть. Ультрадесантники не схватят его. Он не позволит этому случиться. Не так быстро и не таким образом. Ему предстоит работа. Самая праведная работа, за которую когда-либо брался легионер. Он должен избавить свой легион от зла. Нарик сложил винтовку и вышел из скриптория. Снаружи в тени домов он сжался, услышав приближение лэндспидеров и развертывание стрелковых команд. Несущий слово вытащил кусок пергамента, который Улка сдал ему перед началом их путешествия и посмотрел на написанные на нем слова. Грамматик предсказанное местонахождение грамматика. Нарик закрыл глаза и сосредоточился на цели. Джон грамматик человек вечный и пешка ксеносов. Он и Джон играли друг с другом в ригицит на Траорисе. В этой новой партии, в этом магном макраги цивитас игра закончится. Нарик из слова побежал по темнеющим улицам. 12. Братья Саламандра служит убедительным примером того, как не все то, что горит, погибает, равно как и души в аду. Святой Августин Тетрарх Долор вытянулся, когда Желеман вошел в медицинский комплекс резиденции. Примарх по-прежнему был в церемониальном боевом доспехе и казался слишком крупным и величественным для подэтажных помещений. Милорд обратился Долор. Как я понимаю, прибыл ваш брат. Он ждет наверху, ответил Желеман. Нам надо поговорить. Каким он вам показался? На такой деликатный вопрос серьезный Желеман позволил себе легкую улыбку. Собой вален. Он выглядит как лев, подозрителен и, боюсь, уже решил для себя противостоять тому будущему, которое мы пытаемся сохранить. Я уже разъяснил ему свои действия, а он уже дал понять, что принимает или даже понимает мои намерения. Долор кивнул. Он ждет, холодно добавил Желеман. И я извинился и пришел сюда, потому что ты меня попросил. Я знаю, что ты не стал бы тратить мое время или отвлекать. Не будь дело срочным. Долор снова кивнул. В этот раз знак признательности. Так и есть, милор, ответил он. Вам нужно это увидеть. Думаю, вы будете шокированы. По правде говоря, я не знаю, радоваться или скорбеть по поводу случившегося. К тому же я не стал бы отвлекать вас от беседы с благородным братом. Но вы должны знать об этом. Вам необходимо ознакомиться с этой информацией до того, как вы предпримите следующие шаги. Желеман всматривался в лицо друга, но по лицу сверхчеловека было сложно понять, что у него на уме. Тогда просто покажи мне, сказал примар. Долор провел повелителя на охраняемую территорию. Информационные строки на настенных панелях указывали на то, что безопасность объекта поднята до уровня вермиллион. Воины миновали длинную вереницу охраняемых сводчатых дверей. Речь идет о предмете упавшем с неба, не так ли? спросил Желеман на ходу. Да, повелитель. Труп сверхчеловека? Долор уклонился от ответа. Ты установил его происхождение? Да, повелитель. Личность? Да, повелитель. Желеман резко взглянул на него. Что-нибудь еще? спросил он. В самом деле есть еще кое-что, милорд ответил Долор. Они дошли до темной внутренней палаты, где находилась железная капсула. Их ждали капитан Космир и Кит Прейта. Они поклонились примарху и последовали за ним. Долор провел их через помещение лаборатории в находившийся за ними изолированный блок. Он предназначался для взрывоопасных, огнеопасных или радиоактивных материалов и карантинной работы с вирусами и представлял собой длинный ряд ярко освещенных и пустых комнат с герметичными и выходящими в общий коридор стенами из бронестекла. Вдоль коридора стояли стражи-ультрадесантники, а высокопоставленные медицинские сотрудники работали за кагитаторами и изучающими клетки-системами, установленными у одной из палат. На решетчатом настиле извивались силовые кабели пультов управления. Уверен, для вскрытия больше бы подошла обычная лаборатория, начал Желеман. Я разрешил перевести пациента, просто ответил Долор. Желеман остановился так неожиданно, что капитан Космир чуть не врезался в него. Ты сказал пациент, тихо ответил Желеман. Так и есть, Милор, подтвердил Долор. Клянусь звездами ультрамара, Милор, он жив. Как? спросил Желеман, в первую очередь Тетрарха. Лицо примарха исказили гнев и непонимание. Как? Как? повторил он, повернувшись к Космиру, Прейта и моментально напрягшимся медикам. Он исцелился, Милор, пояснил Прейта. Исцелился? резко спросил Желеман. Он свалился с чертового неба, с орбиты. Он полностью обгорел и рухнул на Цивитос подобно метеору. После такого нельзя исцелиться. И все же начал Долор. Да придут и поразят вас старые боги, так как вы либо лживы, либо некомпетентны, закричал Желеман. Ты ведь сказал мне, что он мертв, Долор. Органические останки, труп, сгоревший труп. Я не лгал, невозмутимо ответил Долор. Он был абсолютно мертв, абсолютно. Все жизненные показатели и мозговая деятельность отсутствовали, как и всякая органическая ткань на обуглившихся костях. Ваши лучшие врачи и химика подтвердили это, как и вся аппаратура медицинского корпуса. Он сделал паузу. Он был мертв, в повелитель, а потом перестал им быть. Жизнь вернулась туда, где ее не было и не могло быть. Он исцелился. Нельзя излечиться от смерти, проревел Желеман. Кажется, можно, милорд, тихо произнес Прейта. Если вы один из сыновей императора человечества. Тишина. Желеман обернулся к Прейта. Библиарий выдержал взгляд повелителя и утвердительно кивнул. Желеман повернулся и шагнул к палате. Стражники и персонал убрались с его пути. Он остановился в нескольких сантиметрах от толстой стены из бронестекла и посмотрел внутрь. Палата была пустой и белой. В дальнем левом углу находилась одинокая мужская фигура. Человек сидел на полу, прислонившись к стене и положив руки на поднятые колени. Он был обнажен и смотрел вперед, в далекую, находящуюся не в этой комнате точку. Человек был огромным и очень мускулистым. Во время долгого падения с орбиты пламя иссушило труп, но состояние тела, намного превосходящего размерами обычного человека, явно указывало на то, что он вернулся к жизни. Незнакомец обладал телосложением примарха, к которому подходили только самые большие кресла в резиденции Желемана. На его теле не было ни рубцов, ни волос. Какими бы способами человек не исцелялся, восстановление все еще продолжалось. Каждый участок кожи кровоточил, словно некий чудодейственный процесс создавал живую ткань из обгоревших останков. Яне начал Желеман, от его дыхания запотела стеклянная стена. Кто он? Это вулкан, сказал Долор. У Желемана перехватило дыхание от боли и узнавания. Ты уверен? Уверен, ответил Тит Прейта. Примарх поднял руки и приложил ладони к бронестеклу, пристально глядя внутрь. Он не обратил внимания, что они закованы в броню и громадные, богато украшенные молниевые когти. Впусти меня, приказал Желеман, пристально всматриваясь в брата. Нет, милорд, ответил Долор. Впусти меня туда, черт бы тебя побрал. Ко мне вернулся, дорогой брат, дважды, один раз из смерти, которая, как я думал, его настигла на поле предателей. И еще раз из смерти, случившейся с ним здесь. Впусти меня. Желеман разочарованно врезал когтистыми кулаками по небьющейся стене. Звук сотряс палату. Вулкан поднял голову, выйдя из своей задумчивости. Глаза, такие же кроваво-красные, как исцеляющаяся кожа тела, уставились на Желемана. Они сосредоточились на огромной фигуре с когтями, которая стояла у стекла. «Он видит меня!» крикнул Желеман. «Впусти!» «Милорд!» начал Долор. Вулкан прыгнул. С мучительным воплем гнева и ужаса он вскочил и бросился на Желемана. Атака была настолько неожиданной и яростной, что Робаут удивленно отпрянул от брони стекла. Выкрикивая бессмысленные слова и звуки, вмещавшие в себя всю боль галактики, вулкан обрушил кулаки на стекло, пока оно не стало скользким от крови и тканевой жидкости из плоти, которая все еще исцелялась и восстанавливалась. В вопящем рту ярко блестели эмалевые пластины зубов. Глаза сверкали кровавыми кругами. «Не надо! Брат, остановись!» тревожно выкрикнул Желеман. «Брат, это я! Робаут, успокойся!» «Он не слышит вас, милорд!» печально произнес «Он никого не слышит!» «Прибывшие к нам саламандры были правы, милорд!» обратился Тит. «Вулкан жив, но то, что он перенес, свело его с ума!» «Ваш брат, милорд, полностью невменяем!» То, что трое сыновей императора находились одновременно на одной планете, было воистину благоприятным совпадением, вне зависимости от обстоятельств. По разным причинам, ни один из них не знал, что подлинное количество примархов, собравшихся в этот день на Мак-Раге, равнялось четырем. Глубоко в кромешной тьме неконтролируемых отсеков флагмана первого легиона непобедимого разума медленно выдохнула добыча. Время пришло! Время! В голове пронеслись видения, подобно прерывистым, неправильно переданным пик данным. Его голову постоянно наполняли видения с самого ненего детства, образы будущего, возможно, вероятного, грядущего близкого и далекого. Эти видения сводили его с ума. Тем не менее, сейчас видения приходили к нему более отчетливо. Они были терпимыми, приемлемыми, не были пророческими кошмарами галактики в огне и обреченного будущего, не были адскими образами мертвой вселенной, которые слишком часто приходили к нему и заставляли его переступать черту, другая теряла всякую ценность. Добыча осторожно выдохнула. Видения пылающие позади покрасневших глаз были утешающими и заслуживающими доверия. Корабль вышел в реальное пространство после долгих недель тяга среди штормов варпа и неожиданно призрак все это ясно понял. Он знал, кем был. Властелином тьмы, повелителем мрака, ночным призраком. Нет, самим ночным призраком, Конрадом Керзом, Конрадом Керзом. Конрад Керз, прошептал он, выговаривая имя как благословение или же смертный приговор. Он знал, кем был и знал свое предназначение. В эти жестокие и кровавые годы мятежа гора из всех восемнадцати сыновей императора Конрад Керз осознал свое предназначение лучше и отчетливее остальных. Это ему показали безжалостная пустота и бесконечная ночь, его друзья и мучители. Во снах он увидел свое предназначение. Ужас, боль, иконоборничество все заплатят, каждая до единой душа. Все будут кричать вместе с ним. Могучий непобедимый разум скрипел и трещал, когда его огромная конструкция, миллиард тонн прочных сплавов приходила в себя от тягот вар перехода. Керз знал, где они находились. Он предвидел это, поэтому знал с почти несомненной уверенности. Они стояли на высокой орбите сияющего серого великолепия Маккраги. Маккраги, ультрамар, одна мысль о самодовольном Желемане привела Керз в ярость. Его кровный брат Лев был кровным врагом, так доказала трамасская компания, но Желеман, гад, подхалим, глупец, такой же никчемный, как Дорн и Вулкан, столь слепо верующий в то, что в будущем наступит благородная золотая эпоха, столь невыносимо благородный, столь жаждущий угодить отцу, выкрикнуть, посмотри на меня, я построил империю только для тебя, копию твоей, скачи сколь угодно, маленький мальчик, похваляйся сколько захочешь, они все заплатят, все поймут истину, которую увидел только Керз, он снова сокрушит их в пламени и страхе, пока они не станут такими же сломленными, как он, возможно, если он достаточно сильно их разъярит, один из них даже убьет его, Керз ждал смерти и приветствовал ее, если он сможет заставить одного из столь благородных братьев убить себя и таким образом опуститься до его уровня, это послужит сладкой и преступной цели, Желеман, близость и удача подняли его на самый верх приоритетов, Желеман был символом, который следовало опрокинуть и разрушить, Желеман и вместе с ним его мир, Керз закрыл глаза, потекли видения, он увидел улицы Макраги Цивитас, устланные телами, увидел пылающие башни и шпили, увидел кровь, он увидел, красные образы ударили в него силой артиллерийской струи, он успокоился, было слишком рано для смерти, ему предстояла работа, он должен сохранять концентрацию, гнев полезен, только если его использовать в качестве оружия, то же было верно для ужаса, примарх прекрасно разбирался как в первом, так и во втором, настал момент покинуть корабль, теперь они снова оказались в реальном космосе, а непобедимый разум был открыт и доступен, сначала он должен выбраться с корабля, затем добраться до Макраги, Желеман был раболепным трусом, но не любителем, его оборона будет надежной, ночной призрак не отвлекался ни на секунду, видения текли в его голове подобной реке, поверхность которой переливалась отражениями, Керс обычно доверял им, потому что они почти всегда были верными, только изредка, когда судьба поворачивалась спиной, видения оказывались ложными, обычно он знал, когда они лгали, и точно знал, когда они были сомнительными, ночной призрак прекрасно понимал, что полагается на случай, с каждым видением ему приходилось решать, правдиво оно или ложно, надежно или нет, он решал, действует ли согласно видению или нет, и невозмутимо мирился, если решения оказывались ошибочными, данный поток образов казался особенно достоверным, Керс решил следовать их советам, одно из видений особенно часто приходило к нему, образ ржавчины, противовакуумного замка, символа, грузовой люк 99-2, он улыбнулся, 16 минут спустя Керс покинул флагман, разрезав второй грузовой люк 99-й палубы, она относилась к территории, на которой его запер и охотился брат, раскромсанный люк вылетел в сияющую пустоту, волоча за собой яркие фрагменты, Керс увидел мир, освещенный восходящей звездой, увидел резкие грани, которыми, в отличие от пустоты, обладали все тени, такая суровая геотермальная ночь подходила для охоты, он увидел орбитальные станции, кружащиеся ниже неподвижного флота, подобно искусственным континентам, ночной призрак давно потерял шлем, поэтому просто задержал дыхание, когда выбрался из корабля и прыжками двинулся в невесомости вдоль корпуса, абсолютный холод вакуума бодрил, Керс присел возле люка 22-3, ожидая, когда он откроется, об этом он тоже узнал из предвидения, в случае разгерметизации грузового люка на 99-й палубе ремонтные бригады выйдут через люк 22-3, на это им понадобилось 18 секунд, люк открылся и изнутри ударил свет, ночной призрак отклонился, чтобы его заметили, вот только это была не ремонтная бригада, а штурмовое отделение темных ангелов, носящие символы крыла бури и абордажные щиты, Керс пожал плечами, иногда образы были ненадежными, видимо, Лев предугадал, что Керс попытается вырваться и дал команду своим людям быть начеку, отличная работа, брат, просто отличная, в любом случае он их убьет, Керс выждал секунду, чтобы сопоставить люк 22-3 с периодическими видениями своей смерти, настигнет ли она его здесь, приближался ли его последний миг, нет, его разум кипел уверенностью, смерть ждала его в другом месте и в другое время, первый темный ангел выплыл в невесомость, держась одной рукой за ремни щита, другой за ограждение люка, Керс стремительно нарванулся к нему, подобно акуле, набросившейся на пловца, хруст, единственная рана, смертельная для любого существа, когти ночного призрака вырвали горжит и глотку темного ангела, когда тот вышел из люка, в вакуум потекли огромные капли крови, человек-одмяк, его голова держалась на перекрученном металле и обрывках хрящей, когда первая жертва проплыла мимо, Керс вырвал у нее щит и ударил им в лицо воина, появившегося из люка вслед за предыдущим, удар был сильным, сокрушив все на своем пути, главным образом череп. Кровь потекла из смятой личины маслянистыми невесомыми пузырьками. Легионера отбросила назад. Керс потянулся и выдернул его из проема, чтобы добраться до следующей жертвы. Умирающий темный ангел так сильно отлетел от корпуса корабля, что его дергающееся тело быстро догнало медленно вращающийся труп первой жертвы и устремилось к яркой серой планете. Тело начало светиться синим цветом и пылать, подобно метеору. Керс проник на корабль сквозь открытый люк вперед ногами. Он двигался так быстро, что тени едва цеплялись к нему. Его пятки наткнулись на щит темного ангела, шедшего за первыми двумя воинами, и отбросили его от горловины шлюза люка. Легионер тяжело упал. Приземлившись на одно колено рядом с темным ангелом, Керс убил его прежде, чем тот смог подняться, перебив горло краем отнятого абордажного щита. Наступило замешательство. Последовала реакция. Стремительно хлынул поток вероятностей. Керс слушался видений. Он ответил, реагируя на то, что еще не произошло. К нему приближались поля из болтеров два темных ангела. Болты бесшумно пылали в узком пространстве шлюза. Керс слышал, повок с переговором, или же в своих видениях ругательство и богохульство легионерам, разъяренных его нападением и убийством братьев. Они хотели убить его. Их желание не сбудется. Керс наклонился и остановил ливень болтов захваченным щитом. Один, два, три и четыре, пять и шесть. Он отразил их все, чувствуя, как отдаются в руке детонации. Мелькающие образы говорили ему, куда попадет огненный снаряд, прежде чем тот даже выстреливался. Керс бросился к бедолагам. Снес голову длинными когтями правой руки, выпотрошил тело длинными когтями левой. Сталкивающиеся кровавые гейзеры залили потолок и стену. На Керса бросился очередной ангел, ветеран крыла смерти. Примарх проткнул его когтями левой руки. Кровь забила струей, пока глупец истекал ею на адамантиевых лезвиях, пробивших его торст. Бойня только начиналась. Видения сказали ему, что к нему приближалось большое количество темных ангелов. Это означало, что еще больше жизни закончат свое существование. «Я не часто прихожу в эту комнату», сказал Желеман, «но в такие моменты она придает мне спокойствие. Телохранители катафракты, повелителя ультрамара, распахнули широкие двери перед львом, и тот вошел в комнату вслед за братом. Ты устроил мне экскурсию по самой величественной крепости, если не считать самой Терры», сказал Лев, «и поверь, Робаут, я впечатлен. Но ты решил, что эта экскурсия должна включать комнату, которую ты редко посещаешь?» Он остановился и огляделся. «Понимаю», произнес примарх первого легиона. Его лейтенанты стояли за спиной у дверей. Он кивком головы отпустил их. «Оставьте нас», приказал Желеман Городу. Килохранители развернулись и закрыли двери. Двое примархов впервые остались вдвоем. «Крепость Геры, подлинное достижение, брат», тихо произнес Лев. «Она превзошла мои ожидания». Он улыбнулся и взглянул на Желемана. «Это не было проявлением неуважения, Робаут. Я никогда не сомневался в твоих способностях. Но я трепещу перед твоими достижениями. Крепость, Макраги, пятьсот миров Ультрамара, все это». Желеман скривил губы. «Я делаю то, для чего был создан брат», сказал он. «Для чего мы были созданы». «Ах, вот ты о чем», пробормотал Лев, словно обдумывая то, что Желеман, возможно, и не знал. «Крепость надежна», продолжил Желеман немного сухо. «Она служит мне и моему легиону, соответствует своему предназначению». «Она целиком и полностью практична», ответил Лев. «Настоящее чудо». «Не сомневаюсь, что твердыня простоит тысячу лет или дольше». «Но ты всегда был прагматиком, Робаут». «Ты, а также Рогал, люди разума, которые руководствуются умом и проверенной информацией, но не эмоциями». «Вот почему вы двое командуете лучшими и наиболее эффективными легионами в человеческом космосе». Лев постучал указательным пальцем по брови. «Ты пользуешься холодным рассудком, не позволяя эмоциям влиять на свои суждения. Не как вулкан или дорогой Феррус или Джагатай. Или Рус, добавил Желеман. «О небеса!» «Нет!» засмеялся Лев. «Помоги мне, Терра, Руст!» «Поэтому это, сказал Лев, указав на длинный стол. Это удивляет меня. Работа эмоций, а не логики». Через высокие окна в комнату лился приглушенный послеполуденный свет, обесцвеченный штормом. В центре помещения стоял длинный каменный стол в окружении двадцати одного кресла. Каждая соответствовала размерам примарха и было вырезано из того же горного гранита, что и стол. На спинках кресел висели знамена. Большое кресло во главе длинного стола было отмечено флагом Терры. На двух креслах знамена были сотканы из белой, неокрашенной ткани и не имели узоров. Оставшиеся восемнадцать принадлежали штандартам Легиона Са Стартос. «Это твоя работа?» спросил Лев. «Тебе смешно?» ответил вопросом на вопрос Желеман. Лев покачал головой. «Она тронула меня. Ты все еще веришь, что однажды мы все до единого сможем сесть за стол с нашим отцом, как равный, и поговорить о делах империи?» «Мы все», кивнул Желеман. «Ты создал эту комнату в предвкушении такого дня?» «Да, многие годы назад. Из-за этого меня можно считать сентиментальным?» спросил Желеман. «Нет, брат», сказал Лев. «Это показывает, что у тебя есть душа». Он положил руки на спинку одного из кресел с неокрашенным знаменем и оперся на нее. «Двое никогда не придут», сказал он. «И все же их отсутствие должно быть отмечено», ответил Желеман. «Для них необходимо оставить место. Это просто уважение». Лев выпрямился и медленно указал по очереди на знамена Гора, Магнуса, Пертураба, Мартариона, Керза, Ангрона, Альфария, Ларгара и Фулгрима. Другие никогда не займут эти места, разве что в качестве завоевателей, сказал он. «Знаю», ответил Желеман, «но их места должны быть сохранены. Я верю в Империум, в постоянство Империума, в то, что он выстоит, в то, что он должен выстоять, что мы должны добиться этого». «Несомненно», ответил Лев, «но это вселенная неопределенности. Мы знаем именно многих наших врагов, но не всех. Не всех? Уверен, что откроется новое предательство». Лев посмотрел на неспадающее знамя Пятого Легиона. «Белые шрамы?» спросил Желеман. «Ты их подозреваешь. Хан непостоянный человек. Кто из нас может сказать, что знает его или доверяет ему? У него мятежная натура, и он сторонится нас. Только один брат был близок к нему, и это Луперкаль. У хана всегда было много общего с Гором. И на этом основании. Еще скажи, что в твоих теоретических симуляциях ты не учел этого». Желеман промолчал. «И не делай вид, что ты не проводишь многочисленные симуляции по каждому из нас, Робаут», усмехнулся Лев. «Не стану», ответил Желеман. «Ты абсолютно прав». Прогнозы относительно Хана были тревожными, но никто из нас не слышал ни единого намека на то, что он тоже предал. «Не слышали», согласился Лев. «Но до прибытия сюда из Варпшторма я также не получал подтверждений предательства Магнуса. Об этом сообщил мне ты, получив их совсем недавно. Мы узнали, что они пренебрегли Эдиктом, а гончий Русса были спущены, чтобы покарать Магнуса. Но никто из нас не знал о страшных последствиях. Судьбе Проспера и окончательной опали пятнадцатого легиона. Это вселенная неопределенностей. Что еще мы не знаем?» Желеман задумался, затем он повернулся и посмотрел в глаза Льву. «Ты ясно дал понять, что я одна из твоих неопределенностей», сказал Примарх тринадцатого. «Брат, ты не доверяешь мне и моим мотивам», продолжил Желеман. «Ты прямо сказал мне об этом. Ты подозреваешь меня в предательстве, едва ли не более глубоком, чем измена гора». Лев сел на кресло, отмеченное знаменем его легиона, и положил руки на стол. «Империум секундос», произнес он, глядя на закованные в броню руки. «Ты не отрицаешь того, что строишь второй империум на трупе первого». «Это не так», ответил Желеман. «Нет». «Нет, я пытаюсь сохранить огонь. Речь идет не о строительстве империи или борьбе за главный приз. У меня уже есть империя, ультрамар, 500 миров. Брат, я делаю это только ради нашего выживания. Терра, возможно, пала, а наш отец уже может быть мертв. Как бы то ни было, гибельный шторм не позволяет нам узнать правду. Я не собираюсь воспользоваться моментом, чтобы получить выгоду, и не использую этот кризис в качестве возможности узурпировать власть. «Я не Луперкаль». Лев поднял глаза и встретил пристальный взгляд Желемана. «Я просто сохраняю огонь», сказал Желеман. «Если нам нужен другой столичный мир, другой номинальный глава, тогда пусть он будет, если это сохранит мечту отца об Империуме. Если Терра сгорела, тогда Маккраги выживет, Империум выстоит. Ты знаешь, в чем заключается разница между мной и Гором Луперкалем, брат? «Скажи мне, я не хочу быть императором», сказал Желеман. Лев не ответил. «Помоги мне сделать это, брат», обратился повелитель Ультрамара. «Помоги сохранить то, что осталось, сберечь предназначение человечества. Не ссорься со мной и не перевирай мои мотивы». «Я хочу доверять тебе, Робаут», ответил Лев, «но я всегда опасался твоих амбиций». Желеман вздохнул и покачал головой. «Я не могу быть более откровенным с тобой. Какая ирония? Со всем уважением, мой дорогой брат, ты прибыл, одолеваемый сомнениями на мой счет. Однако именно ты всегда был одним из самых скрытных из нас. Ты, человек-загадка, лев, или, по крайней мере, замкнутый молчун. Никто не знает твоих целей и не понимает твоих замыслов, даже наш отец. И, несмотря на это, ты сомневаешься во мне». По благородному лицу льва пробежала легкая тень раздражения. «Резкие слова», заметил он. «Но верные», ответил Желеман. «И, наверное, мне следовало сказать их раньше, намного раньше. Я не сомневаюсь в твоей верности и мастерстве, но ты и твои темные ангелы скрытые создания мой брат, а Калибан мир тайн. Мне неприятно, что ты прибыл ко мне с недоверием, в то время, как никто не знает, что у тебя на душе». «Ты никогда прежде не говорил об этом», заметил лев. «Никогда не выпадал подходящий момент», ответил Желеман. «Вселенная ни разу не давала нам возможности сказать об этом. Я буду откровенен. Раньше мне не хватало смелости. Я всегда слишком благоговел перед благородным повелителем первого». «Повелитель пятисот миров благоговеет передо мной», засмеялся лев. «Ты знаешь об этом. Это касается всех. Когда Гора провозгласили магистром войны, его не сильно волновало, что он превзошел меня, Роголой или Ферруса. Он искренне наслаждался тем, что его предпочли тебе». Желеман почувствовал необычное облегчение от такой откровенности. Он видел, что Льву было не по себе от такой прямоты. Хотя Примарх XIII не исключал варианта, что ему это только казалось. «Значит, этот империум секундус», произнес лев. «Этот великолепный проект выживания, это твой империум. Что ты собираешься делать дальше? Объявить себя регентом?» «Нет», ответил Желеман, «Я не стану создавать империю, а потом короновать себя». «Такое высокомерие подтвердит каждое сомнение и подозрение, таящееся в умах подобных тебе людей. Мне нужен номинальный глава, чтобы сплотить народ, пока я борюсь над обновлением и защитой системы империума». «Но...» начал лев. Он многозначительно посмотрел на большое кресло в центре, украшенное штандартом Терры. «Тогда кто? Несомненно, это должен быть наш родич». «Согласен», сказал Желеман. «Это должен быть Примарх». «Мой дорогой Робаут», ответил Лев. «Здесь только двое из нас. Что именно ты предлагаешь?» «Тринадцать. Падающие ангелы». «Сила вашего врага, его же слабость». «Военные стратегемы, 123-я максима». «Признаю, что смущен вашим предложением», сказал Кит Прейта. «Понимаю», кивнул Желеман. «Значит, ты отказываешься?» «Я не отказываюсь исполнять приказы, повелитель», поспешно ответил Библиарий. «Это не приказ, это просьба, от которой ты можешь отказаться». Прейта посмотрел на Примарха. «Они были одни в резиденции, их не слышал никто, включая огорода и терминаторов телохранителей, и они были защищены от сканирования любого псайкера. Также я не отказываюсь исполнять просьбы, повелитель, но она поставила тебя в трудное положение». Тит кивнул. «Сомневаюсь, что хотел бы копаться в разуме Примарха». «Не сомневаюсь, что ты постоянно копаешься в моем разуме», улыбнулся Желеман. «Нет, повелитель, только поверхностные мысли и только в тех случаях, когда они слишком яркие, и я не могу их не заметить. Я никогда не действую без приглашения». «Тогда, пожалуй, мне не следовало делать это предложение и высказывать мои мысли». Робаут присел и посмотрел в одно из замененных окон на далекую мерцающую новую звезду. «Мы стоим перед выбором. Для объединения Империума Секундус нужен номинальный руководитель». «Я откладывал этот выбор, потому что был нужен Примарх, а единственный Примарх здесь я. Это было бы неуместно». «Никто бы не стал возражать, повелитель». «Это было бы неуместно», упорствовал Желеман. «Я молил о том, чтобы из шторма явился верный брат. Когда казалось, что все надежды напрасны, я со всем возможным смирением согласился с тем, что придется принять регенство. И тут появился Лев. «Вы хотите провозгласить его регентом?» «Конечно, но…» «Вы не доверяете ему?» «Да, не доверяю. Дело не в том, что он близко держит карты. Проблема в том, что я не верю, что он доверяет мне. Если я собираюсь принять его, Тип, если я собираюсь дать ему власть, которую не смогу отобрать, то я должен быть уверен в его льва утвердят регентом, то мы не сможем сместить его, если разочаруемся в том, что нам откроется. Не сможем сместить без восстания», заметил Прейта. «На которое мы не пойдем, из-за соображений едкой иронии, даже если не останется иных сдерживающих факторов. Я должен знать его мысли, Тип. Понимаю, фактически мы проверяем нового повелителя человечества». Библиарий задумчиво потер переносицу. «Это трудно», продолжил он. «Это как с волками, только сложнее. Как и волки, благородный лев, без сомнений, понимает власть нитейского эдикта. Библиариум ультрадесанта и так уже показывает, что вы готовы отменить слово императора. Если меня поймают во время изучения его разума, если тебя поймают, я постараюсь избежать такого развития событий. Сегодня на праздничном пире я использую фоновый поток мыслей собравшихся, чтобы подобраться поближе. Поймите, я не знаю его возможностей, и он великолепно закрыт. Так же? Да. Во второй половине дня во время парада астротелепатика зафиксировала два странных происшествия. Мы продолжаем изучать полученные данные, но, возможно, в городе свободно действуют один или два сильных псайкера. Желеман кивнул. Держи меня в курсе, Тит. Если ты сможешь сказать, что лев в достаточной мере мне доверяет, то я объявлю его. Он единственный возможный выбор, если, конечно, ты не скажешь мне, что бедный вулкан больше не безумен. Не скажу, повелитель. Не важно, кто из них тип, произнес Робаут. Исследуй разум одного примарха или излечи разум другого. Не важно, что окажется легче. Не важно, кто послужит нам лучше. Поверхность. Вот его следующая цель. Кер спрыгнул. Тени взметнулись, словно крылья ворона, и приземлился на ноги рядом с глубокой вентиляционной трубой, которая возвышалась над одной из восьми огромных стартовых палуб непобедимого разума. Под ним, подобно приготовленным к посеву семенам, располагались сотни десантных капсул, установленных вложимент из спусковых каналов у пустотных люков. Он мог захватить одну из них и приземлиться. Нет, возникло видение, и оно было правдивым. Великолепное изображение. Город Джелемана защищен от воздушного и орбитального штурма, полями щитов и многочисленными автоматическими батареями. Своим мысленным взором Кер свиел, как летит одинокая десантная капсула. Быстро, но недостаточно быстро. Системы обнаружения пробудились, ауспик задрожал. Системы управления огнем вычислили точку перехвата. Разряд зеленой энергии с поверхности врезался в капсулу и превратил ее в растущее облако огня и кружащихся обломков. Плавно возникло новое видение, перекрывая первое и показывая, что такая же судьба ждет любой корабль или транспорт, решивший приземлиться без правильного кодового сигнала. А вот кодов в видении не было. Керс решил, что их случайным образом генерируют каждую минуту. Третье видение показало ему, что бессмысленно пытаться телепортироваться. Лев позаботился о том, чтобы отключить телепорты и не допустить подобного развития событий. Повелитель ночи обнажил зубы и завыл. Как может один человек добраться до поверхности? Как может один человек? Еще одно видение. Керс улыбнулся. Один человек не может. Они все еще охотились за ним на верхних палубах флагмана. Керсу надоело убивать их, и он ускользнул, оставляя ложные следы и жестокие ловушки, чтобы задержать и замедлить потенциальных пленителей. Никому и в голову не пришло, что он сможет так быстро добраться до стартовых палуб в недрах корабля. Керс выскользнул из-под основания воздуховода и начал красться вдоль стены огромной палубы, прячась в тенях больших подпорок и передвижных балочных кранах. Он двигался параллельно рядам десантных капсул в подвесных клетях. Он внимательно осматривал их, проверяя статус, и убедился в истинности видений. Он был здесь не один. Система управления запуском размещалась в большой оперативной рубке, которая возвышалась над стартовой палубой. Кроме сервиторов на постах, там находились 12 ответственных за десантирование офицеров. После появления Керса ни один из них не прожил больше 30 секунд. Умерев, они забрали с собой коды запуска, но это не имело значения. Коды для приспешников и слуг. Повелитель первого мог запустить бурю десантных капсул простым предъявлением генного образца. Керс поднял инфопланшет, который лежал рядом с обезглавленным телом, командующего рубкой. Вытер кровь изорванным краем плаща. Команда, полномасштабный десантный штурм, уже была набрана и ожидала подтверждений. Керс высунул темный язык и медленно, почти похотливо, лизнул холодный экран. Созданный из общего источника генетический образец одного брата был, в сущности таким же, как и у другого. Планшет загудел. Генекод принят. Запуск разрешен. Штурмовой массовый запуск десантных капсул начнется через 30 секунд. 29-28. Лев поднял кубок. За повелителя Мак-Краги и его гостеприимство, произнес он. За лорда первого и его верность, ответил Желеман, и за империум и его стойкость. Они выпили, а в огромном обеденном зале люди эхом повторили тосты и последовали к примеру примархов. За длинными накрытыми скатертями столами расположилось тысячи гостей. Высокопоставленные ультрадесантники сидели рядом с высокопоставленными темными ангелами. Вместе со старшими консулами, делегатами армии, астротелепатика, различных флотов, адептус механикум, коллегией Титаника и представителями всех легионов, которые находились на Мак-Краге. Как только объявили тосты, заиграла музыка, и потоки сервиторов хлынули из дверей кухни, спеша подать первое из множества блюд. Желеман и лев сидели напротив друг друга за главным столом. Под высоким сводом зала парили светосферы, объединяя свое свечение со стоящими на столах мерцавшими канделябрами, заполняя зал золотым сиянием, многим из присутствующих напоминавшим яркостью сверхъестественную ауру императора. Сидевший в трех местах от Робаута, Кит Прейта наблюдал за львом и ждал подходящего случая. На секунду он закрыл глаза, отсеивая посторонние звуки. Он чувствовал себя паршиво, такое ужасное напряжение. Библиарий вздрогнул и вскочил, широко раскрыв глаза. «Великая терра!» вскрикнул он. Несмотря на размеры зала и количество гостей, все разговоры стихли, и все взгляды обратились на него. «Кит?» смущенно спросил Желеман. Прейта уставился на льва. «Я почувствовал это!» ответил он. «Я почувствовал это там!» Сплеск разумов. Сотни разумов неожиданно пришли в состояние боевой готовности раньше срока. «Что вы сделали, повелитель? Что вы только что сделали?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», начал Лев, но его оборвал внезапный звон многочисленных систем тревоги, следом за которыми сразу же взревели колоксоны дворца. Желеман отбросил стул и встал. «Доклад!» потребовал он. «Массовый орбитальный запуск», доложил Августон, вставая и читая инфопланшет. Магистр недоверчиво посмотрел на своего примарха. «Флагман темных ангелов только что начал масштабный орбитальный штурм в Макраге Цивитас». «Что?» воскликнул Желеман. «Четыреста десантных капсул, основное штурмовое построение, цель столица, приземление через четыре минуты. Штурмовой рой подтвержден всеми станциями», сообщил Город. Рабаут выхватил парадный меч и направил через стол на льва. «Ты предал?» прорычал он. «Нет», ответил Лев, даже не вздрогнув от острия клинка у горла. Некоторые из его офицеров выхватили мечи, защищая примарха, и он махнул им убрать клинки. В этом зале и так уже хватало оружия в руках. «Я ничего не делал», прошипел Лев, «Я ничего не разрешал». «Сеть не лжет», рявкнул Лавгустон. «Рои десантных капсул с вашего корабля приближаются». «Ты напал на меня?» спросил Желеман. «Клянусь, нет», ответил Лев и посмотрел на ближайших темных ангелов. «Отмените боевую готовность. Кто-нибудь объясните, что происходит». Ольгин протянул свой инфопланшет. Сигнал подтвержден. Непобедимый разум начал штурм десантными капсулами. «Они достигнут земли через три минуты. Отсчет в обратном порядке». «Уличен из собственных уст», воскликнул Фракт. «Это недоразумение», закричал на первого магистра Фарид Редлас. «Сбой, ложный запуск». «Как ты мог случайно начать штурм десантными капсулами, брат?» спросил Желеман. «Это сбой», настаивал Лев. «Я клянусь». «Случайность это или нет, но они не достигнут города. Щиты подняты, батареи захватили цели. Мы собьем их в небе». Лев тяжело сглотнул и уставился на брата. «Это ошибка, брат. Ужасное недоразумение. Я клянусь и прошу тебя пощадить моих воинов». «Твоих воинов?» «400 десантных капсул, множество боевых братьев. Пожалуйста, Робаут, это недоразумение, ошибка. И во время нашего разговора о будущем твои десантные капсулы с войсками на борту были приготовлены к запуску?» покачал головой Желеман. «Что ты хочешь от меня, брат, чтобы я опустил городские щиты?» «Да, опусти щиты и позволь капсулам совершить управляемую посадку». «Две минуты», крикнул Город. «Вы не можете впустить их в столицу, повелитель», завопил Августон. «Риск слишком велик, вы должны открыть огонь и сбить их». «Пожалуйста», произнес Лев, продолжая пристально смотреть на брата. «Я не разрешал этого». «Но ты приготовил штурмовой отряд и держал его в боевой готовности». «Предосторожность, ты поступил бы так же». «Мы должны немедленно открыть огонь», проревел Город. «Пока они находятся в оптимальной зоне поражения, вы должны ваш брат закрыт для меня, но я вижу достаточно, чтобы сказать, что он говорит правду». «Возможно не всю правду, но тем не менее, он не санкционировал атаку, она стала для него шоком». Рабаут снова посмотрел на Льва, последовала длинная пауза. «Ваши приказы, повелитель», упорствовал первый магистр. «Не стрелять, отключить энергию, опустить щиты и разрешить посадку». «Повелитель», изумился Августон. «Выполняй», приказал Желеман и снова пристально посмотрел на Льва, пока Фрат отдавал быстрые приказы по Воксу. «Не заставляй меня пожалеть об этом, брат». В северо-западном округе огромного Цивитоса Дэймон Пританис остановился на полпути, чтобы съесть только что купленный ужин. Он находился на рынке Ксанти, к северу в тенях зернохранилищ, где дневная торговля одеждой и домашним скотом ближе к вечеру сменялась продажей сельскохозяйственной продукции и горячей еды. Он купил приготовленный в глиняной духовке пирог с рыбой и овощами. Присел, прислонился спиной к стене и приступил к сытной трапезе. И услышал, как изменились приглушенные голоса вокруг. Что-то случилось. Он опустил наполовину съеденный пирог и встал, продолжая жевать и стирая жир с губ. Где-то в центре огромного цивитоса зазвучали сирены тревоги. Люди указывали в небо. Дэймон тоже посмотрел вверх и сразу же увидел множество тепловых следов в темнеющих небесах. Полномасштабное десантирование десантных капсул. Никаких сомнений. Святой живущий император. Слух произнес он. Листья деревьев над ним неожиданно задрожали от порывов неизвестно откуда налетевшего вечернего ветра. Джон Грамматик перекинул хозяйственную сумку через плечо и быстро зашагал по поляне, стремясь найти открытый участок, чтобы лучше разглядеть небо. Он нашел укрытие в декоративном парковом лесу у подножия могучей стены эгиды каструма и попытался немного поспать, свернувшись калачиком на траве позади высоких синих деревьев, он не только услышал ее, но и почувствовал. Между глазами вспыхнула острая боль из-за беспокойства, неожиданно охватившего сотни умов. Это произошло еще до воя сирен. Он видел, как небеса на востоке, подобно метеоритному дождю, заполнили десантные капсулы. За ними ярко-оранжевыми языками тянулись огненные следы. Джон задумался о том, что увидел. Бесспорно, новый враг, новая угроза, что надвигается на всех. Он помнил загадочное замечание провидца. К счастью, через восемь минут его затмит другой, более мощный в самом городе, за которым последует серьезный кризис. Оба события отвлекут от тебя внимание. Значит, это и есть серьезный кризис. Какая фракция стоит за ним? Какой своенравный брат? Какой друг, ставший врагом? Джон потянулся разумом. Он хотел выяснить, чем можно воспользоваться и что даст ему преимущество в ближайшие часы. Если он будет знать, что произойдет, то может найти место побезопаснее или союзников получше. Первое, что он почувствовал, было удивление. Джон моргнул. На таком расстоянии он не рассчитывал выявить конкретные мысли или отдельные умы. Но единая, ярко-красная эмоция изумила его. Воины в далеких десантных капсулах были удивлены. Внезапное решение начать штурм пришло без предупреждения. Джон напрягся, ища более определенную информацию. Он дотянулся до чего-то еще, задохнулся и отпрянул. Он коснулся темного, непроглядно темного разума. Этот разум полностью отличался от всех разумов, которым он прикасался прежде. Он был свирепым, черным, горячим, отталкивающим, излучающим энергию, но не свет, а как у сверхплотной и опасной нейтронной звезды. Джон не знал, что это такое. Джон и не хотел знать, что это такое. Он просто знал, что это представляет большую угрозу, чем все 400 десантных капсул вместе с находящимися в них облаченными в броню отделениями темных ангелов. Не впускайте это! Обратился он к вечернему воздуху. Не впускайте это! Почему городские батареи молчат? Почему орбитальные оружейные системы не озаряет свет лазеров? Почему этому позволяют произойти? Не делайте этого! произнес Джон. Не давайте ему прийти сюда! Не дайте ему приземлиться! Раздался хлопок. Почувствовалось небольшое, но все же заметное изменение атмосферного давления. Среди синих деревьев снова подул легкий ветерок. Джон почувствовал. Он почувствовал запах озона. Выключили защищавшие магно- макраги повернулся и посмотрел на высокий дворец, который возвышался над деревьями и серым утесом стены эгиды. Вы идиоты! выкрикнул он, словно в замке его могли услышать. Поднимите щиты! Поднимите чертовы щиты! Он слышал вой приближающихся десантных капсул. Две визжали прямо над ним. Их тормозные двигатели включились, извергнув струи раскаленного синего огня. Кругом среди мерцающих десантулей, приземлявшихся на шлейфах пламени из тормозных двигателей. Шум стал оглушительным. Джон побежал. Он побежал вверх по заросшему деревьями склону, направляясь на запад вдоль периметра парка главным воротом Каструма. Он должен попасть во дворец. Он должен найти кого-то, кому можно доверять и предупредить. Ад пришел на Макраге. Что-то врезалось в него и сбило с ног. Потрясенный Джон покатился. Он почувствовал во рту кровь. Он не мог опомниться. Что? Какого? На него обрушилось что-то тяжелое, что-то ужасающе тяжелое. Огромная рука в броне схватила его за горло. Среди рева и грохота десантных капсул, которые приземлялись на открытых участках по всему городу, Джон услышал голос. Приятная встреча, произнес Нарик из несущих слова. Выключите чертовы сирены, приказал капитан Космир. Один из медицинских работников повернулся к консоли и ввел код. Тревожные звуки и мигающие огни в карантинном коридоре медицинского зала резиденции выключились. Благодаря тяжелым переборкам и закрытым люкам, завывавшие по всему огромному дворцу сигналы тревоги стали тише и глуши. Отключение сирен и ламп ничуть не успокоило запертого примарха. Вулкан продолжал наносить сокрушительные удары окровавленными кулаками по стене из бронированного стекла, чем он начал заниматься сразу же после объявления тревоги. Он отчаянно выл, широко открыв рот, словно пойманное в ловушку животное. Оставшиеся на стекле месиво из плазмы, крови и наполовину сформировавшиеся ткани кулаков и предплечий выглядело ужасно. Что с ним случилось? спросил главный врач. Ты же чертов хирург! крикнул в ответ Космир. Я думал это из-за тревоги. Очевидно же, что повелитель Ноктюрна отчаянно страдает. Я решил, что сирены спровоцировали какой-то травмирующий эффект. Это не из-за тревоги, заметила одна из ближайших медиков. Что? выпалил ультрадесантник, поворачиваясь к ней. Она опустила голову. Сэр, я просто сказала, что это не из-за тревоги, тихо ответила девушка. Откуда ты знаешь? Молодая женщина нервно посмотрела на своего начальника, главного врача. Извините, что перебила вас. Младший лекарь Патришана, одна из наших самых многообещающих новичков, обратился тот к Космиру. Патришана, пожалуйста, поясни свое заявление. Она кивнула, повернулась к консоли и вывела данные на главный литоскопический дисплей. Я наблюдала за жизненными показателями нашего почетного гостя. Пожалуйста, если желаете, посмотрите на индикатор времени на этом повторе, капитан. Я замедлю его в 10 раз. Хотя все произошло настолько близко, настолько близко, что можно было счесть одно причиной другого, как вы видите. Великая Гера, прошептал Космир. Он начал за целых три секунды до тревоги, словно... Патришана взглянула на него. Вот именно, словно отреагировал не на тревогу, а на что-то другое. Советник Тетрарха посмотрел на стеклянную стену и кричащую фигуру. Что он знает? спросил он. Что он знает такое, что не знаем мы? Лязгая траками по базальтовой брусчатке, и грохача Лендрейдер двигался по площади Барри, неподалеко от Виа-Лапонис. Карда или связывающий север и юг Цивитос главной артерии. Площадь Барри была просторным и милым местечком, которое часто посещали студенты и преподаватели, чтобы воспользоваться расположенными там многочисленными библиотеками и рубрикаториями. С западных переулков открывался прекрасный вид на величественную коллегию Титаники и еще более огромный замок Адептус Механикум. В центре площади наподобие небольшого зеленого островка располагался широкий травяной газон, который мог похвастаться красивой рощицей серых симвудских деревьев и ухоженными кустарниками. Летом там сидели на скамьях студенты, болтая во время еды. Над кустами поднимался дым, трава обгорела, десантная капсула повалила два дерева и разбила декоративную скамейку. Посадочные опоры открылись и вгрызлись в земляные дорожки. Сержант Менни из 34 роты ультрадесанта высадился со своим отделением из лендрейдера. Жестом он приказал воинам рассыпаться веером, держа оружие на готове. Приказы исходили от первого магистра. Находящиеся в боевой готовности и на дежурном патрулировании космические десантники должны выдвинуться к местам приземления и обеспечить безопасность. Доклады уже поступили с взятых под охрану посадочных площадок по всему Цивитосу. Покинувшие десантные капсулы отделения темных ангелов сразу же подчинялись командирам 13-го легиона, сдавали оружие и позволяли сопроводить себя в пересыльный центр кампуса Кагорту. Были и сообщения, в которых говорилось, что некоторые из них приносили извинения и просили прощения от имени боевых братьев. Были доклады о незначительных повреждениях, независимо от того, как аккуратно вы хотите посадить десантную капсулу. Ее сложно назвать миниатюрным устройством. Менни осмотрелся и сравнил данные на визоре с информацией мощных ауспиков ленд-рейдера. На площади стояла тишина. Над приземлившейся под углом среди деревьев десантной капсулы поднимался остаточный пар. В инфракрасном излучении он выглядел очень горячим. Результат яростного входа в атмосферу. Никакого контакта. Никаких жизненных показателей. Увеличь энергию, обратился сержант по воксу к водителю танка. Он услышал, как стали нагреваться пушечные контейнеры и обрадовался тяжелому металлическому лязгу башенных турелей, которые начали отслеживать цели. Менни, как и окружавшие его боевые братья, держал в руках смертоносное оружие и было более чем достаточно смертоносной мощи в ленд-рейдере за ними. В этом не было необходимости. Трон, ведь очевидно же, что произошла ужасная ошибка, и их братья, темные ангелы, спокойно подчинятся. Что же здесь не так, задумался Менни, никаких жизненных показателей. Неудачное приземление, не похоже. Свяжись с резервным апотекарием, приказал по воксу сержант одному из подчиненных, здесь что-то не так. С болтерами на изготовку отделение приблизилось к дымящейся капсуле. Эй, донеслось сквозь аугметику шлема приветствие Менни. Вечерний свет стал необычайно синим, словно перед грозой. Тени посерели, сержант понимал, что каждое их движение разносится громким эхом. Каждый шаг, каждый скрип брони, каждый гул силового ранца. Городские щиты еще не перезапустили. Менни слышал отдаленные звуки и рев двигателей громовых ястребов и штормовых орлов, отправленных обеспечить прикрытие всех мест приземления. Он видел, как несколько десантно-штурмовых кораблей кружат вдали над крышами, исследуя соседние районы с помощью прожекторов. Судя по поступившей по воксу информации, воздушное прикрытие его отделения прибудет через две минуты. Будьте наготове, обратился сержант к остальным. Стойте и прикрывайте меня. Он приблизился к десантной капсуле. Люки были широко открыты. «Эй!» снова позвал он. Ничего. Он подошел к ближайшему люку и заглянул внутрь. Десантная капсула оказалась пустой. Похоже на случайность, по-видимому произошел ложный запуск пустого модуля. Что тут говорить, целый рой запустили из-за технического сбоя. «Очистить область», приказал Минни, «Обеспечить безопасность». Он отвернулся от спускового модуля и осмотрел площадь. На мгновение ультрадесантнику показалось, что он заметил какое-то движение на портике тегрийской библиотеки. Но он вписал увиденное на разыгравшееся воображение. Ничто не могло двигаться, словно тень, нервная, как стая ворон. «Сержант!» «Что?» спросил он, обернувшись. Перед ним стоял один из подчиненных. «Мы осмотрелись внутри». «И?» «Все залито кровью». «Что ты сказал?» «Кровь, сержант. Примерно 18 литров крови». Спортика над площадью Баррия Керс наблюдал за ультрадесантниками, которые прочесывали местность вокруг десантной капсулы. Так глупо. У Керса были другие цели, и он собирался до них добраться, но глупые ультрадесантники выглядели ужасно заманчиво. Он никогда не убивал никого из Адептус Астартос Желемана. Все выглядело очень соблазнительным, даже несмотря на то, что там был большой страшный лендрейдер. Ночной призрак встал, гордый и высокий, расправил крылья и выпустил ужасные когти. «Смерть!» прошептал он приговор. 88 секунд спустя сержант Менни и все его отделение были мертвы, а лендрейдер лежал на боку и горел. Конрад Керс пришел на Маккраге. 14 Смерть в крепости Герры «Я стал братом драконом и другом совом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». Из-за религиозного текста Старой Земли, известного как Книга Иова «Наших гостей повелитель» произнес второй магистр Вер Каспиан «Сопровождают кампусу Кагортум». «Сопротивление?» спросил Желеман. Каспиан покачал головой. У него был гладкий череп с очень коротко подстриженными седыми волосами и высокие скулы, обрамлявшие линию носа. Его жест напомнил Желеману горного ястреба, который предупредительно покачал головой. «Наши гости не оказали никакого сопротивления», ответил он, подчеркнув слово «гости». «Они позволили сопроводить себя до места содержания. Они сдали оружие». «Не все повелитель, но мы и не настаивали. Согласно вашим инструкциям, мы относимся к ним с уважением, как к боевым братьям, и считаем произошедшее несчастным случаем, как и утверждает лорд Лев». «Сколько их?» «Примерно пять род, если использовать обозначение нашего легиона. Мне не слишком нравятся их крылья и дивизионы когорт. И их достаточно, чтобы уничтожить город?» Вер некоторое время молчал. «Легко», ответил он. «Что бы я о них сейчас не думал, я не сомневаюсь в возможностях и свирепости первого. Если бы мы опустили городские щиты, и их намерения были бы недружественными, то Цивитас бы пылал, а убитых было бы не счесть. Сообщишь мне, когда они все окажутся под стражей», распорядился Желеман. «Возьмите их десантные капсулы и доставьте на хранение в крепость монеты. Я не хочу, чтобы хоть что-то напоминало о вторжении, каким бы оно ни казалось миролюбимым и неумышленным, загромождая мой город и пугая жителей». Августон уже выступил с заявлением. «Да, повелитель, он сделал два заявления по адресной системе Цивитас, и они сейчас распространяются по гражданским каналом. Я был впечатлен. Он оказался весьма убедительным. Он утверждал, что произошедшее не является поводом для серьезного беспокойства, и это были всего лишь учения, проведенные совместно первым и тринадцатым. Чья это была идея? Августона. Ему помогал Ольгин из Темных Ангелов, который стоял рядом во время обращения и тоже выступил. «Стоит его за это поблагодарить», заметил Желеман и посмотрел через комнату. Сквозь открытые двери в соседнем зале резиденции, он увидел сидевшего в одиночестве задумчивого льва. «Опросите задержанных офицеров», обратился Робаут к Каспиану. «Будьте вежливы, но настойчивы. Убедитесь, что их рассказы не расходятся с утверждениями моего брата. Может, это и случайность, но я хочу знать, как она произошла». Второй магистр отдал честь, ударив кулаком поглухо лязгнувшему нагруднику, развернулся и вышел с зала. Желеман повернулся и увидел Долора. Тетрарх внимательно ждал у окон. «Случайность?» спросил Примар. «Странная», ответил Вален. «Но почему вы не верите его слову? Потому что он — лев. Он выглядит подавленным». Желеман фыркнул. Он посадил своих воинов в десантные капсулы и выжидал. Подготовил вторжение. Отвечая на мои тосты и сидя за моим столом, он держал на готове штурмовые подразделения численностью в четыре роты, чтобы атаковать город. Взгляните на это с другой стороны, повелитель произнес Долор. «А если бы наш мощный флот стоял над легендарными зелеными морями Калибана? Разве бы вы не поступили точно так же? Разве бы вы не держали лучших на готове, чтобы в случае необходимости действовать без промедления?» Желеман молчал. «Думаю, что держали бы», продолжил Тетрарх, грустно улыбнувшись. «На самом деле я уверен, что держали бы». «Основные принципы теории и практики не позволили бы вам поступить по-другому. Это темные дни, самые темные из тех, что мы знали. События этой ночи его вина». Робаут бросил еще один быстрый взгляд через зал на задумчивого льва. «Моего брата?» спросил он. «Да, но не того, на которого вы смотрите. Я говорю о магистре войны». «Эта расколотая убежденность — это утрата веры. Эти осторожность и подозрительность привели к тому, что гордые сыны величайшей семьи во Вселенной не доверяют друг другу. Он сделал это и виновен в этом. Желемон понял, что сжал оба кулака и заставил себя разжать их. Полагаю, что я продемонстрировал больше доверия, чем он. Вы продемонстрировали. В самом деле, длинная тень Луперкаля привела к тому, что мы держим карты близко, как никогда. Мы крепко храним свои таймы. Например, вы знаете, что я ответил вашему брату на вопрос о том, кто воет, словно сумасшедший дурак в медицинском крыле. Понятия не имею, прошептал Робаут и быстро поднял левую руку, извиняясь за вспышку гнева. Тогда, осуждая его, думайте о своих секретах и причинах, почему вы не раскрываете их. Ты, как всегда, хороший адвокат, Вален, добавил Желемон. Жди меня здесь. Полагаю, что пришло время поговорить с братом более откровенно. Долор отдал честь и почтительно склонил голову. Робаут прошел через двери в зал, где сидел брат. Повелитель первого легиона расположился в одном из больших кресел. В камине горел огонь, и лев внимательно наблюдал за тем, как пламя пожирает древесину. О чем он думал? О лесах, любимых им мрачных лесах, которые истребляли так же, как и эти дрова? Желемон напомнил себе, что он, по крайней мере, знает о судьбе и состоянии своего родного мира. Какие страхи поселились в сердце льва, когда он думал о своей заросшей лесом крепости, скорее всего, недосягаемой из-за гнева гибельного шторма. Не праздничный вечер и доброе товарищество я ожидал, заметил Желемон. И не я, согласился лев, посмотрев на него. Сколько их было нужно тебе, брат? спросил Робаут. Он подошел к столику для закусок и перелил вино из кувшина в два кубка из матового прозрачного стекла. Сколько чего? Провокаций Сколько линий я должен был перейти? Сколько слабостей ты должен был найти во мне и моем легионе? Чтобы напасть? Да. Пожалуй, это действительно стоило предусмотреть, брат. И ты прибыл на мой мир в полной готовности атаковать меня, если я окажусь не на высоте. Твои люди заняли позиции и ждали. Твои десантные капсулы приготовили к запуску. Траектории просчитали. Ты признался мне в лицо, что без сомнений переменишь санкции против меня, если сочтешь это необходимым. Так что должно было случиться? Лев принял протянутый кубок. Твои амбиции, рабаут. В них всегда крылась твоя самая большая сила и твой самый большой недостаток. Нет двух братьев амбициознее тебя и Гора. Он видел, как ты строишь империю. Если бы прилетев я обнаружил, что ты крадешь еще одну, то я бы атаковал. Он встал и начал потягивать вино. «Честность, твоя вторая сильная сторона, брат», продолжил Лев. «И опять же, общая у вас с Гором». «Это имя можно произносить только определенное количество раз, прежде чем я обнажу меч», произнес Желеман. Лев рассмеялся. «Бесспорно, но и мое мнение имеет право на жизнь. Прежде, прежде чем он пал, Гор был честным существом, благородным и честным. Я всегда думал, что вы двое очень похожи. Можно восхищаться им или презирать. Но никто и никогда не сомневался в его стремлениях. Он был честен. Он не скрывал, что хочет быть лучшим из всех, первым среди равных, первым сыном по заслугам, а не только первым, кого нашли. Он хотел быть магистром войны. Он хотел быть наследником. Его честность была явной. Но она прошла. Это так. Когда он пал, отчего бы он не пал, его честность исчезла. Он стал повелителем лжи, великим предателем, существом, способным к наихудшему обману и вероломству, какие мы только можем представить или даже вообразить. Но твоя честность осталась. Лев посмотрел на Желемана. Когда я прибыл к тебе, ты открыл мне сердце. Ты рассказал мне о своих страхах и ранах, о принципах и природе своей борьбы и о своей концепции Империус Секундус. Твоя честность остановила мою руку. Он сделал еще один глоток. Изготовленный из белого, сервеевого стекла, кубок светился, как потер. Он резко контрастировал с темной латной перчаткой, которая держала его, и броней, покрашенной в оттенок черного цвета, известной на одном из древних языков как Калибаун. От кубка исходило больше тепла, чем сияние от бледной кожи льва. Вино выглядело как кровь. Твоя честность, Робау, также напомнила мне, что и я сам не открытая книга. Мне всегда было трудно доверять и доверяться. Но тобой восхищаются и тебя любят. Это здесь ни при чем. У меня есть тайны. Человек может хранить тайны по веским причинам. Тогда, раз уж нам нужно оставить это позади и двигаться дальше как союзникам, мне нужно еще сильнее открыть сердце. Есть кое-что. Стук кулаком в двери зала прервал его. Желеман остановился, раздраженный, что не успел сбросить камень с души. Тем не менее, он прекрасно понимал, что никто не стал бы беспокоить его без важной причины. Войдите, разрешил он. Это оказался Ниакс Нес, третий магистр. Прошу простить меня за вторжение, повелитель, но вы обязательно должны увидеть это. Также с вашим братом хочет срочно переговорить один из избранных лейтенантов. За спиной Неса стоял Фарид Редлас, окруженный терминаторами Города. Мы очень скоро продолжим этот разговор, сказал Желеман брату, отводя Ниакса в сторону и взяв у него инфопланшет. Лев подошел к двери и вышел из комнаты к Фариду. Редлас отвел своего повелителя чуть дальше по коридору, отходя от телохранителей. Он протянул примарху инфопланшет с эмблемой первого легиона. Лев прочитал его. Скажи мне, что это не так. Есть подтверждение. Это? Это причина, прорычал Лев. Он использовал генетическую печать, начав орбитальный штурм. Мы сняли его генокод с устройства. Это подтверждено. Значит, он на планете в высшей степени изобретательно. Он использовал жизни наших боевых братьев, чтобы заставить Желемана открыть ему дверь. Губы льва задрожали от ярости. Найдите его, прошептал он. Повелитель, я. Найдите его. Ультрадесантики не разрешат свободно передвигаться по Цивитусу. Повелитель, сле. Проявите изобретательность. Найдите его. Редлас кивнул. Вы скажете ему, повелитель, скажете Желеману. Мы не можем объяснить произошедшее, тихо сказал Нес своему примарху. Желеман в третий раз пролистал отчет в инфопланшете. Уничтожено отделение. Люди Бения на Барьевой площади меньше получаса назад. Их не просто убили, их заставили замолчать и разорвали на куски. Это не темные ангелы. Это вообще не похоже на дело их рук. К тому же в этом нет смысла. Почему здесь, если в остальных местах все прошло мирно? Там был кто-то другой, предположил Желеман. Согласен. Теоретически кто-то мог убить находившихся внутри космических десантников и занять их место. Мы анализируем обнаруженную кровь. Что он принес сюда? Что он принес на мой мир? Ваш благородный брат? Спросил Ниакс. Повелитель, это может быть что угодно, и он может не знать о нем. Он... Это было на его корабле, это было в его десантной капсуле, принес сюда. Примарк посмотрел на третьего магистра. Сообщите Августону поднять уровень безопасности до полной готовности в городе и крепости. Мобилизовать войска, предценталианцев и легион. Обыщите Бариевую площадь и прилегающие улицы. Генетические следы, отпечатки ног, кровь, все что угодно. Изучите пикты с камер безопасности района. Что-то или кого-то могли мельком заметить. Я хочу знать, что это и куда направляется. Я хочу найти и остановить это, прежде чем оно продолжит убивать. Нес отдал честь, повернулся и вышел из зала. В дверях показался Лев. Что ты привез сюда? Не понял, что? Спросил Лев, остановившись в дверном проеме. Если мое лицо похоже на твое, брат, ответил Желеман, подходя ближе, хотя я и полагаю, что оно выглядит более открытым, то мы оба получили тревожные новости. И я спрошу тебя еще раз, что ты привез сюда? Фарид Редлас просто подтвердил факты произошедшего. Механическая неполадка, скорее всего, из-за шторма. Мне был нужен быстрый ответ, и мне его дали. Десантная капсула? Нет, произнес Желеман и шагнул навстречу Льву. Мы только что говорили, как брат с братом, о том, что нужно быть честными. Мы говорили откровенно, как никогда. Мы согласились, что только истинная честность позволит верным сыновьям императора противостоять тьме и отбросить ее. Так что начинаем прямо сейчас. Желеман держал переданный ему инфопланшет так, чтобы Лев видел отчет на экране. Что это? прорычал он. Скажи мне, что ты привез на Мак Краги или клянусь ультрамаром я вышвырну тебя за стены. Ты можешь попробовать, на Мак Краге. Лев вздохнул. Конрада. Стена была высокой, высокой и мощной, но всего лишь стеной. На стены можно залезть или открыть ворота, можно открыть и вены. Меньший, чем даже тень, силуэт Керза колебался на стене эгиды, подобно черному осеннему листу, трепетавшему под ночным небом. Над ним, словно геометрическая гора, возвышались валы крепости. Сыны Ультрамара выходили из Великого Бастиона, горя желанием продемонстрировать свое мастерство и стойкость, и горя желанием воспеть свое мужество. Керз подошел к краю стены и перегнулся через парапет. Он оглянулся на город внизу и море огней. Ночное небо с его одинокой, грязной, мерцающей звездой светилось за вновь включенными пустотными щитами. Совершавшие обход часовые приближались. Он увидел их мысленно еще до того, как почуял сухой жар их силовой брони. Он ушел в тень, скользнув в ее небытие и выпустил когти. Он в крепости Геры, в колыбели надменного ультрадесанта. Сегодня, наконец-то, за очень долгое время, они узнают, что такое страх. Джон проснулся. Он находился в подвале или погребе, привязанный к деревянному стулу. Во рту стоял привкус крови. Несущий слово сидел напротив на металлическом ящике. Зачехленное оружие лежало у него на коленях. Сумка Джона стояла на полу возле ног. Что тебе нужно? спросил Джон. Заново обсудить и закончить дело, начатое на Траорисе. Нарик, обращайся ко мне, лорд, проявляй уважение. Я себя не слишком хорошо чувствую для переговоров, ответил Джон. Голова болела, но он попробовал дотянуться разумом. Возможно. Нет, бесполезно. Предположение оказалось верным. Ожерелье вокруг горла несущего слова служило мощным психическим капюшоном. Нарик подготовился. Если оно тебе нужно, забирай. Астартес молча и пристально посмотрел на грамматиков в полутьме. Затем отложил винтовку в чехле и потянулся за сумкой. Вынув сверток, развернул и посмотрел на копье из фульгерия. Оно не представляло собой ничего особенного. Раздвоенное острие из тускло-серого необработанного минерала, длиной не больше гладия. Но это была часть психической молнии императора, которая сплавилась в фульгурит в песках Траориса. Это было оружие исключительной мощи. Им можно убить Бога. Или уж точно им можно было убить сына Бога. Даже сына Бога, которого невозможно убить. Оно мощное, произнес Нарик. Я чувствую в нем жизнь, силу. Оно богоподобно. Это осколок божественного или чего-то настолько близкого к божественному, насколько мы можем вообразить. Я могу забрать его и убить тебя. Именно это я и жду. Нарик повертел копье в руках. Я узнал одну вещь, сказал он, пока выслеживал тебя здесь и на Траорисе. Это мощное оружие, но ты тоже примечательная личность. Тебе не поручили бы найти и использовать копье, не будь ты кое-кем особенным. Я просто агент. Ты вечный. Джон запнулся. Такой старый, такой редкий, такой забытый. Ты легенда из легенд, миф из мифов, но несущие слова хранители текстов и преданий. И в нашей истории есть даже призраки мифов, которые помнят древних, долгоживущих, бессмертных, первых и последних, вечных. Тут все сложнее, гораздо сложнее, чем в моем случае. Я подробностей не имею значения. Я знаю, на что способен вечный. Я понимаю. В конечном счете все мы доказательства того, что могут сделать самые старые и могущественные и вечные. И что же? Создать империум. Джон опустил голову и тяжело вздохнул. Просто убей меня, Нарик. Твоя жизнь бесконечна. Почему ты хочешь умереть? Я знаю, когда мои силы на исходе. В замечании несущего слова было и зерно истины. Джон устал, но смерть в его случае не была постоянным состоянием. Кабал позаботился об этом. Если получится хорошенько спровоцировать Нарика, то смерть может стать своеобразным выходом. И копье мощное оружие. Джон грамматик. Но мне кажется, что гораздо важнее, чтобы оно было в руках одного из таких, как ты. Поэтому, как ты и сам видишь, ты стал частью оружия. В этом есть доля правды, признался Джон. Не было смысла лгать. Тогда я забираю вас обоих, и тебя, и копье, и вы станете единым оружием для достижения моей цели. И что это за цель, Нарик? Уважение, прошипел несущий слово. Что это за цель, лорд? Я знаю, зачем мне нужно копье. Я знаю, что от меня ожидают. А что вы собираетесь с ним делать? Я собираюсь выполнить святую работу. Я собираюсь очистить душу моего легиона от демонической порчи. Астартес поднял копье. Несмотря на матовую поверхность, они оба видели крошечные вспышки энергии, пробегавшие по оружию. Я собираюсь спасти легион несущих слова, и ты мне в этом поможешь. Как? Что именно вы собираетесь сделать? Я очищу душу своего легиона, ответил Нарик, когда выслежу и убью Ларгара Аврелиана. Повелитель! Повелитель! Нет! закричал Город. Керс! взревел Желеман, одной рукой впечатав льва спиной в стену и держа за горло. Ты привез этого монстра на мою планету? Отпусти меня! Отвечай! Я не сопротивлялся тебе, Робаут, но ты напал на меня. Отпусти меня, или мы быстро узнаем, кто из нас лучший боец. Повелитель! повторил Город. Телохранители окружили обоих примархов, надеясь, что им не придется растаскивать их. Они не хотели прикасаться к своему господину, стящему сыну. Желеман не ослабил хватку. Рассказывай, как это произошло, рассказывай о Керзе. Руки льва свободно свисали вдоль тела. Он не сопротивлялся ярости и огромной силе, вдавившей его в стену. Но было ясно, что они ничуть не сказались на его присутствии духа. После Трамаса я захватил нескольких офицеров его легиона, на свободе на неконтролируемых палубах. Я охотился на него, ему некуда было бежать, но я не сумел поймать его. Похоже, что он смог найти выход. Почему, когда ты прилетел, то сразу же не рассказал мне об этом, что один из наших худших братьев-предателей скрывается на твоем флагмане? Оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы быть более открытым. По правде говоря, раз уж мы ничего не скрываем друг от друга, то мне было просто стыдно, что я не заточил бы его в цепях, на коленях и молящего, а затем мы, возможно, заточили бы его в самых темных подземельях. Но пока он был на свободе, он был моей проблемой и моим проклятием, с которым нужно бороться. Но ты потерпел неудачу, он убивает и продолжит убивать, а мы вцепились друг другу в горло. В буквальном смысле, заметил лев, посмотрев вниз на сокрушительную руку брата. Желеман отпустил его и отстранился. Лев выпрямился. «Это не должно повториться», произнес он. «Может и не повториться. Все может оказаться наоборот». «Не испытывай меня, брат», огрызнулся Желеман. «Ты что, не видишь, что я в гневе?» «Вижу, но я лучше скрываю эмоции, поэтому ты и не видишь, что и я в гневе. Это больше не повторится. Посмотрим, твои люди помогут моим найти этого монстра». «Согласен». «Больше никакой лжи, лев, никаких секретов». «Согласен». «Позволь мне связаться с Ольгином», и по всей резиденции зазвучали сигналы тревоги. «Что случилось?» спросил лев. «Ну, если нет никаких других сюрпризов, о которых ты мне не рассказал, то он здесь. Он в Каструме, он в крепости, Керс здесь». Его глаза расширились, его рот раскрылся, словно он кричал, хотя ничего не было слышно. «Мне это не нравится», произнес капитан Космир. «Что с ним?» Врачи покачали головами. За бронированным стеклом безумный примарх согнул руки и беззвучно выл. Темная кожа заживала и кровоточила. Он напоминал некое гротескное привидение, некий ужасный призрак, который избежал смерти и восстал из могилы. «Позовите кого-нибудь», крикнул ультрадесантник. «Кого?» спросил главный врач. «Я не знаю, Тетрарха Далора, самого Желемана». Несколько помощников направились выполнять приказ, но никто не мог отвести взгляда от вулкана. В нем чувствовалась сила, ужасная сила и ужасная цель. Взгляд по-прежнему оставался безумным, но стал сосредоточенным, словно весь гнев и боль сконцентрировались на чем-то одном. Он что-то говорил, снова и снова что-то повторяя. «Что это?» «Что он говорит?» спросил Космир. «Он просто бредит», ответил главный врач. «Нет, это слово», капитан подошел ближе. «Читайте по губам». «Он говорит...» Космир повернулся и посмотрел на врачей и охранников. «Он говорит Кёрс!» Вулкан выкрикивал имя своего мучителя. Он сжал окровавленные пальцы и начал тяжело бить кулаками по стеклу, словно молотом, как кузнец. Творил и разрушал, придавал форму и менял ее. Забрызганное кровью после предыдущих ударов бронированное стекло задрожало, закачалось и треснуло. «Перекройте уровень! Сейчас же!» закричал Космир. «Перекройте его!» Кулаки вулкана не останавливались, трещины стали еще больше. Затем стена взорвалась буря осколков. Огромный, мрачный, убийственный вулкан шагнул в зал. Капитан и остальные ультрадесантники отчаянно бросились на него, пытаясь остановить, но он разбросал облаченных в броню адептуса старта словно игрушки. Вулкан был свободен. В своем безумии он стал неудержим. Его не остановить никому. 15. «Стреляйте по всем теням!» «Я знаю, что вы мой старший брат, и по благородному закону родства вам бы следовало точно так же знать меня. Вы перворожденные, но этот же самый обычай не отнимает у меня моей крови. Хотя бы даже двадцать братьев стояли между мной и вами. Во мне столько же отцовского, сколько и вас. Из «Как вам такое?» приписывается драматургу Шекспиру. Приблизительно М2. «Докладывай!» потребовал павок связи Желеман. Он шагал вдоль огромной колоннады, которая соединяла резиденцию с непосредственно крепостью. За ним следовали лев и телохранители из обоих легионов. Капитан Тербис Милорд проскрепел в ответ Вокс. Накладывающийся внешний шум говорил о кипучей активности на другом конце. «Мы, мы нашли трех мертвых в Портис Ярд, повешенными на проволоке на стене эгиды. Наши люди!» «Трое ультрадесантников из 27-й роты!» Расписание подтверждает, что они были в карауле. «Стойте! Звезды Ультрамара! Один все еще жив! Скорее! Быстро схватив Желемана за руку. «Прикажите им не делать этого! Прикажите им!» Несмотря на расстояние, они почувствовали взрыв. Вокс-связь прервалась. Над крепостной стеной полыхнула красная вспышка, и по величественным зданиям Палеополиса прокатилась чудовищная ударная волна. «Тербис!» завопил Вокс-Желеман. «Тербис!» «Керс минирует тела», сказал Лев. Он неоднократно пользовался таким приемом. «Забирает боеприпасы и гранаты у тех, кого убивает или калечит, и устанавливает на мертвецах с таймерами или детекторами движения. Таково его коварство. Он сеет террор. Мы не можем доверять собственным павшим». Желеман взглянул на Города. «Передай предупреждение по всем каналам связи». «Слушаюсь, милор», пророкотал Город. Прежде чем командир Инвиктов успел исполнить приказ, следующая серия взрывов всколыхнула ночной воздух. В этот раз удар был нанесен в мечевом зале. Желеман увидел, как за стеной крепости с крыш домов срывается пламя. Примарх обернулся к своим людям и вынул гладий. «Он больше никому не навредит», произнес Примарх. «Не оскорбит и не будет творить бесчинство. Сообщите всем, мы охотимся на него со всей решимостью. Не обращая внимания на то, что он наш брат, в западном крытом переходе, который тянулся по краю приториума, Тит Прейта резко поднял руку. «Стоять! Замрите!» Сопровождавший его капитан Фалес вместе со своим штурмовым отделением резко остановился. «Что ты чувствуешь?» спросил Фалес. «Кое-что. Он здесь или он был здесь», сказал Прейта. К востоку от них во внутренних дворах раздался взрыв гранаты. Со всех сторон взвыли сигналы тревоги. «Кажется, что он повсюду», пробормотал Фалес. «Мы уверены, что он один. Такое ощущение, что в крепость проник ударный отряд». «У нас нет точных сведений, но я чувствую, что он один», сказал Прейта. «Это его искусство. Он движется быстро и непредсказуемо, и оставляет за собой смерть и ловушки. Поэтому он везде и нигде, сея ужас». Прейта оглянулся на коридор и отцепил от ранца фонарь. Что-то заставило его остановить их спешное продвижение. «Мы ультрадесантники, капитан», добавил Прейта. «Он может сеять свой излюбленный ужас. Мы не ведаем страха». Прейта переключил фонарь на ультрафиолетовый спектр, который еще больше усилил сверхчеловеческие глазные имплантаты. Легионер осветил переход. Насыщенную тенями ночную темноту озарили отблески далеких пожаров. «Там», сказал Прейта, резкий свет фонаря осветил туго натянутую на высоте голени между столбами перехода проволоку. Нити выглядели как ярко белые полосы. «Растяжки», сказал он. Он устроил ловушки в переходе. «Фалис, оцепи район. Сообщи всем, чтобы не пользовались западными вратами. Вы трое начинаете убирать растяжки». Ультрадесантники направились вперед, зафиксировав болтеры, чтобы освободить руки. Еще один взрыв, на этот раз со стороны библиотеки, осветил темноту над крышей перехода. «Милорд», обратился один из космодесантников. «Что-то нашел?» спросил Прейта. «Эти растяжки, Милорд, всего лишь проволока. Она натянута между столбами, но к ней ничего не прикреплено. Даже его ловушки заключают себе другие ловушки», подумал Прейта. «Он вяжет нас по рукам и ногам одной только мыслью о смерти». «Еще одна уловка», сказал Прейта Фалесу и его людям. «Каждое действие направлено на то, чтобы застать нас врасплох, отвлечь, замедлить. Его действия противоречат друг другу». Прейта повернулся и посмотрел туда, откуда они пришли. Ему безмолвно улыбнулась стоявшая за ультрадесантниками тень. Прейта был быстр, но его разум с ошеломляющей силой захлестнула волна злобы. Видимо, Керс скрывал свой губительный разум, а сейчас позволил восприимчивому Прейта прочесть его. Когти рассекли воздух, глубоко в боку Прейта вспыхнула боль. Удар отбросил его на одну из каменных колон коридора, от которой он слязгом доспеха отлетел. Прежде чем Тит успел подняться с земли, его забрызгала кровь. Она принадлежала капитану Фалесу. Офицер все еще стоял, но головы уже не было. Изобрубка шеи хлистала кровь, заливая фонтаном переход. Один из легионеров дважды выстрелил. В замкнутом пространстве полыхнули яркие вспышки, и раздался оглушительный грохот. Почти тут же ультрадесантник отлетел назад, из ослабевшей руки выпал болтер, а нагрудник был вскрыт словно фольга. Несмотря на ужасную рану в боку, Прейта поднялся на колени. Подняв болтер, он постарался разглядеть, какой из теней был Керс. Там, там. Стрелять по теням, проревел он и открыл огонь. Оставшиеся последовали примеру, беспорядочно поля во все стороны. Обжигающий свет рассеял темноту, болты впились в каменные колонные стены, наполнив ночной воздух пылью, металлическими осколками и фуцелиновым дымом. Ультрадесантники продолжали стрелять, пока не опустошили магазины. Пульсирующие вспышки выстрелов не показали им ничего, кроме пустых теней. Керс уже сбежал. Но Примарх позволил Прейта почувствовать свой разум, и теперь Библярий мог разыскать ночного призрака. Едва не теряя сознание от боли, он открыл Вокс-канал. Первый магистр Августон услышал грохот болтерного огня и обернулся. Это похоже на стрельбу целого чертового отделения, зарычал он. Где это? Стоявший рядом сержант повернул ауспик. Локатор указывает на стрельбу в западном переходе, милорд, доложил он, возле приториума. Легионеры Августона обернулись по коридору приближались воины. Это были темные ангелы Ольгина. Несколько секунд они с тревогой смотрели друг на друга. Есть что-нибудь? спросил Августон. Он разбросал гранаты по клумбам декоративного сада, ответил Ольгин. А снаружи резницы убито еще двое ваших. Я насажу его голову на пику, пообещал Августон. Затрещал Вокс. Это прейта, ответьте. Августон отозвался первый магистр. Он был здесь, Фрат, в приториуме. Где вы? В зале восточного узла связи. Тогда он направляется к вам, Фрат. Я чувствую его. Он идет к вам. И быстро. Тит, Тит. Связь оборвалась. Августон взглянул на Ольгина и поднял комби болтер. Ты слышал, темный ангел? Кажется, мы можем стать теми, кто покончит с ним. Ольгин был вооружен палаческим клинком. Я с радостью разделю эту честь, ответил он. Августон дал знак, и ультрадесантники рассыпались по длинному коридору с высоким потолком. Темные ангелы направились влево, прикрывая ближайшие двери. Говорит Августон, произнес в Окс первый магистр. От достоверного источника мне известно, что наш мучитель движется по восточному узлу связи, направляясь к поклонной часовне. Доступным отделением окружить этот район, блокировать подход к мечевому залу и храму исправления. Он подождал. Отвечайте, прошипел Фрат. В Оксе была слышна дрожь, далекие звуки помех, похожие на сухой шепот. Рабаут произнесло нечто. Кто говорит, потребовал ответа Августон. Рабаут повторил сухой трест, почти напевая имя. Огни терры, прошептал Августон, посмотрев на Ольгина. Он проник даже в чертов Вокс. Громкий звук заставил их повернуться. Лампы в дальнем конце коридора погасли. Затем одна за другой быстро и шумно стали гаснуть остальные лампы в коридоре. К ультрадесантникам направлялась тьма. Сначала отключился свет над ними, а затем и позади. Далее во мрак погрузился весь узел связи. Тишина. Резервные источники энергии не включились, как и аварийное освещение. Тьма словно подчинялась Конраду Керзу, а весь свет в панике бежал от него. Ультрадесантники и темные ангелы включили визоры. Высокочувствительные приборы выискивали в потемневшем узле связи признаки движения. Все вокруг Августона и его людей предстало в зеленом полумраке. Рабаут прошептал Вокс. Внезапно Ольгин сорвался с места. Инфрасвет отразился от лезвия огромного палаческого меча с закругленным острием. Там была тень, всего лишь тень, нет, даже меньше, всего лишь намек или отголосок тени, клинок что-то зацепил, обрывок ночи. Затем последовал убийственный и перемалывающий костью удар. Ольгин отлетел назад и врезался в стену. Темный ангел подле него как-то странно валились внутренности. Абгустон начал стрелять, его примеру последовали остальные. Среди многочисленных дульных вспышек Абгустон описал полный круг, преследуя своего врага. Неожиданно в нескольких сантиметрах от него появилось лицо, устаившись прямо в его душу. У него были глаза, похожие на черное солнце и кожа цвета кости, которая в зеленом инфрасвете казалась отвратительной. К щекам и носу прилипли длинные косматые черные волосы, пропитанные кровью убитых. Рот оскалился, обнажив почерневшие зубы и синие десна. Ухмылка была невероятно нечеловечески широкой. Абгустон услышал смех. Он бросился на Керза, стреляя из комби болтера. В тот же миг лицо и тень, даже безумный смех исчезли. К своему ужасу Абгустон заметил, что его выстрелы сразили темного ангела на дальней стороне зала. Другие легионеры продолжали стрелять. Вокруг царило безумие и беспорядок. Вся дисциплина рухнула. С начала боя прошли считанные секунды. Первый магистр осознал, что рычит, выражая свою ярость в бессмысленных звуках. Был ли это страх? Был ли это настоящий страх? Абгустон увидел взмывшего в воздух ультрадесантника. Его коснулся не более чем обрывок тени, клачок черного рваного крыла стервятника, но удар был таким, словно воин вылетел из ствола пушки. Размахивая руками и ногами, он врезался в одно из больших окон зала и вылетел наружу в вихре стеклянных осколков. Шлем сержанта ультрадесантника подкатился по каменному полу к ногам Абгустона. В нем все еще была голова. «Сразись со мной!» заревел Абгустон. «Сразись как мужчина, трус, порождение ночи!» Ответом Керза стала когтистая рука, которая вошла сквозь керамид, под кольчужники и фибросвязки во внутренности первого магистра. Абгустон повалился вперед, пол узла связи залила кровь убитых ультрадесантников и темных ангелов. Темнота разила ею кровью отличных космодесантников. и сжимая в поднятой кокистой руке испускающий пар внутренности Абгустона, словно своеобразный и скромсанный трофей. «Я еще не мертв, ублюдок!» пробормотал Абгустон. На его губах пузырилась кровавая пена. Залитый почти с головы до пят собственной запекшейся кровью, он двинулся на Керза с сожжатым в правой руке палаческим мечом. Внутри освещенной свечами поклонной часовни были отчетливо звуки, сопровождающие кампанию террора ночного призрака, сигналы тревоги, отчаянные вокс-переговоры, звуки бегущих шагов, стрельбы, случайные взрывы гранат и иной взрывчатки с востока, запада, отовсюду. «Такое впечатление, что в крепости идет война», произнес образ кузнеца войны Дантиоха. «Радуйся, что ты не здесь», ответил Алексис Полукс. «Я слышал много историй о злобных и жестоких талантах Керза, но этой ночью он, кажется, превзошел самого себя». Полукс огляделся, когда в коридоре снаружи часовни отключилась энергия. Он почувствовал запах гари. Имперский кулак вытащил болт-пистолет правой рукой, предпочтя ее заживающей новой. «Думаю, наша беседа на сегодня завершена», произнес Полукс. «Я должен уйти и помочь братьям остановить это безумие». «Тогда желаю тебе удачи, Полукс», сказал кузнец войны. Капитан холодно взглянул на Дантиоха. Словно искреннее пожелание железного воина было скорее проклятием, нежели благословением. Неожиданно в часовню вошли с обнаженным оружием трое ультрадесантников, выискивая цели. Увидев Полукса, они опустили оружие. «Он был здесь?» спросил офицер. «Керс?» «Нет», ответил Полукс. «Это место необходимо взять под охрану», приказал офицер двум своим легионерам. «Думаете, он близко?» спросил Полукс, подойдя к нему. «Он повсюду», мрачно ответил офицер. «Пришел приказ стрелять по теням. Я думал, поначалу я подумал, что это абсурд, но он как демон». «Он, сын императора», отозвался Дантиох из яркого образа настроечного уровня соты. Полубог. «Невозможно переоценить его потенциал». Дантиох тревожно поднялся с кресла с высокой спинкой и подошел к самому краю коммуникационной области. «Берегитесь», вдруг произнес он и огляделся, отреагировав на эмпатические вибрации квантового поля. «Дорогие братья, берегитесь!» Все свечи в часовне погасли. Неожиданную темноту пронизали завитки серого дыма, поднимающиеся от фитилей. Теперь почти весь свет исходил от блестящей пещеры Соты, проникая в погрузившуюся в ночь часовню через коммуникационную область и придавая помещению сверхъестественный вид. В часовне было четверо двойных дверей, по одной на каждую сторону света. Северные двери раскололись, выбитые грубой силой. Внутрь ворвались две степившиеся фигуры, закружившись в просторном, выложенном мозаикой зале. Первым воином был похожий на призрака первый магистр Августон. Кожа на голове содерная, весь залитый кровью и вооруженный длинным клинком Ольгина. Другим олицетворение тьмы, более крупная, свирепая и высокая фигура. Нереальный ужас, мимолетная рваная тень, как та, что оставляет на земле летящий в зимнем небе грач. Полукс и ультрадесантники бросились вперед. Керс и Фрат сражались так тесно, что было невозможно выстрелить, не попав в Августона. Полукс застыл в нерешительности, в ужасе глядя на происходящее. Ночной призрак походил на призрака, обрывочный образ из когтей, рваного плаща, косматых и развивающихся волос, белого, как голый череп лица и черного злобного рта. Он здесь, завопил Вокс офицер ультрадесанта. В часовне, в часовне, Августон упал, истерзанный и выбившийся из сил. Он опустился на колени, и в эту секунду Полукс увидел нанесенные ему ужасные раны. Тело первого магистра было вскрыто и выпотрошено, половина лица разодрана. То, что Августон все еще двигался, говорило о его мужестве и сверхчеловеческих усилиях. В его руках больше не было палаческого меча. Брошенный словно копье, прежде чем тот смог повторить вызов. Легионер упал, шумно захлебнувшись собственной кровью. Из сквозного отверстия в горле со свистом вырывался воздух. Полукс и двое ультрадесантников открыли огонь, но в часовне казалось, не было никого, в кого можно было попасть. «Ради терры, Полукс!» закричал Дантиох с края коммуникационной области. «Беги! Ты не можешь сражаться с ним! Беги сейчас же!» Из дымящейся тьмы появились когти и рассекли одного из ультрадесантников. Другой бросился вперед, продолжая выпускать болты, которые попадали исключительно в убитого товарища. Тьма окутала легионера и с легким хрустом его голова развернулась на 180 градусов. Ультрадесантник повалился на тело товарища. «Полукс! Беги, брат, беги!» отчаянно завопил Дантиох. Полук замер. Он медленно тьма. Тишина шипела и давила, как живое существо. Он чувствовал, что чудовище близко. Чувствовал, как в темноте вокруг кружит ужасное зло. Неподалеко Августон испустил ужасный булькающий звук. Стоящее на коленях тело сотрясали спазмы, и смерть окончательно взяла над ним верх. Первый магистр повалился на бок. «Ты многих убил этой ночью чудовище!» обратился Полук к темноте, не прекращая поворачиваться и выискивая добычу. «Сомневаюсь, что кто-то был более могуч, чем этот павший воин. Сомневаюсь, чтобы кто-то так же яростно бился с тобой. Надеюсь, я смогу продержаться половину того времени, что и он. Тишина была живой. Кроме того, продолжил Полук «Надеюсь, я искупаюсь в твоей крови, прежде чем наступит ночь». «Слева!» закричал Дантиох. Полук повернулся и выстрелил. Он что-то услышал. Ему и в самом деле удалось попасть, пустить кровь. «Справа!» выкрикнул Дантиох. Полук снова повернулся и сделал еще два выстрела. Кузнец войны использовал эмпатические вибрации поля, чтобы прочесть тьму и распознать действия ночного призрака. «Где теперь?» выкрикнул в ответ Полук «Где он?» «За твоей спиной!» проревел Дантиох. Полук развернулся, но недостаточно быстро. Скользящий удар опрокинул его на пол. Выбитый болт-пистолет заскользил по плиткам. «Двигайся!» закричал Дантиох. Полук отчаянно перекатился в сторону. Из ниоткуда появились когти, расколов плитки, на которых он только что лежал. Имперский кулак пополз вперед на руках и коленях, на ощупь ища упавшее оружие. «Нет! Не останавливайся!» завопил Дантиох. Каждый раз, отбросивший всякую осторожность и взбешенный Полукс вырвал палаческий меч из шеи легионера. «Слева! Слева!» закричал Дантиох. Полукс ударил влево длинным клинком, затем еще раз. «Впереди!» Полукс сделал следующий выпад. В этот раз он через рукоять почувствовал, что попал в цель. Плитки покрылись пятнами черной крови. Имперский кулак оставил метку, так же, как и Августон. Он неплохо проявил себя в схватке со своей смертью. «Справа и сзади!» выкрикнул Дантиох. Полукс развернувшись, перенес весь свой вес на меч и почувствовал, как тяжелый клинок отражает когти. Когда выкованная на колебане сталь отклонила оружие керза, рассыпались искры. Имперский кулак вслед за блоком нанес два неистовых удара, надеясь старой и новой, ловко обхватив рукоять. Он сделал обманный выпад влево, а затем нанес рубящий удар вправо и тут же вперед. «Направляй меня, кузнец войны! Где он?» «Там! Слева от тебя!» воскликнул Дантиох, бесполезно указав во тьму внутри тьмы. Полукс нанес сильный удар влево. Он почувствовал чей-то смрад во мраке, ощутил живее! Полук заревел от усилий, когда атаковал клинком. Он почувствовал, что снова попал. «Я ранил тебя?» спросил он тьму. «Ты истекаешь кровью?» Ответом стал удар в лицо, который опрокинул капитана на пол. Ошеломленный легионер попытался встать, рот был полон крови. Полук слышал, как Дантиох выкрикивает его имя, призывая его двигаться. Он не мог собраться с мыслями. Меч вылетел из руки. В легких не осталось воздуха. Капитан выплюнул кровь. Он остановился на краю коммуникационной области, окутанной зловещим светом соты. Над ним стоял Дантиох, кричащий в бессильной ярости и отчаянии. Казалось, он находился всего в нескольких сантиметрах от Полукса, но на самом деле в световых годах. Муки кузнеца войны были ужасны. Он не мог ничего сделать, кроме во тьме. Имперский кулак попытался встать. Стало очень тихо. Полук слышал похожее на собачье дыхание Керза. Знал, что ночной призрак возвышается над ним. Острия длинных при длинных когтей медленно, почти нежно скребут по доспеху, готовясь сжаться и нанести удар. Да, я истекаю кровью, проскрежетал хриплый голос, но не так, как ты, имперский кулак. Полук невероятной силой. Она дернула его в сторону, и смертельный удар Керза прошел мимо цели. Полукс поднял голову, чтобы посмотреть, кто вмешался в бой. Но присутствовало только трое, сам капитан, тень Керза и кузнец войны. Дантиох крепко держал Полукса за новую левую руку. Воздух был холоден и пах совсем по-другому. Акустика изменилась, Полукс больше не был в часовне. Он находился на настроечном уровне на соте. Дантиох! Возвращался кузнец войны. Они оглянулись. Из мрака часовни смотрел Керз, возвышающаяся злобная тень, обманутая своей добычей. Он протянул когти и попытался коснуться легионеров, но они были не более плотными, чем дым. Там, где смог пройти Полукс, у примарха восьмого легиона ничего не вышло. «Скажите мне», прошептал примарх, брыжа слюной между черными зубами, «Как вы это сделали? Как у вас получилось?» «Верой и волей добрых людей», ответил Дантиох. «Когда они разом встают против злодеяния, за них сражается сама галактика». «Я едва ли стал бы доверять галактике», просипел Керз. «Он был таким худым и высоким, что напоминал бледного вестника смерти». «Я видел, о чем она мечтает. Это чистейшее безумие». «Его злобная улыбка потухла». «А теперь возвращайся туда, где я смогу убить тебя», произнес он. «Думаю, ни один из нас не примет твоего предложения, повелитель ночи», ответил Дантиох. «Более того, думаю, у тебя скоро появятся более срочные дела. Августон и Полукс удержали тебя здесь дольше, чем ты рассчитывал». За спиной Керза открылись южные и западные двери, и в часовнях хлынул свет. В южных дверях с обнаженным мечом и в окружении ультрадесантников стоял мстящий сын. «Отойдите», приказал Желеман своим людям. Гнев, словно Марьева, обволакивал его. «Этот подонок мой». «Нет», произнес Лев, оставив темных ангелов на пороге западных дверей и шагнув вперед. «Он наш». «Ну что же», пробормотал Конрад Керз, задумчиво оттянув левый угол нижней губы остырьем огромного окровавленного когтя. «Интересно». 16. «Кровные братья». «Я могу назвать тебя родичем, но ты вне племени. Ты совсем не такой, как я». Слова, якобы сказанные Феррусом Манусом Конраду Керзу. Керз сошел с коммуникационной области и повернулся к братьям. Желеман и Лев направились к нему. Первый слева, второй справа. Желеман сжимал гладий. Не самое его лучшее оружие, но самое любимое. Он убил больше, чем помнил, таким обычным клинком, чем каким-либо из прекрасных мечей своего арсенала. К левой руке примарха был пристегнут мерцающий боевой щит. Голова оставалась обнаженной. Волосы льва были распущены, а зубы стиснутые. Фарид Редлас передал примарху активированный длинный клинок, который был широко известен под именем Львиный меч. Говорили, что его выковали на Терри, личные оружейники императора. Лезвие сияло бледным внутренним светом. Никому не вмешиваться, приказал Желеман ультрадесантникам и темным ангелам, столпившимся у дверей часовни. Это наше дело, согласился Лев. Фарид, ты можешь свалить с ног любого, кто попытается присоединиться к схватке. Ты слышал, Гарод, сказал Рабаут, тот же приказ. Инвикт Гарод и Фарид Редлас шепотом подтвердили приказ. Ты не смеешь приходить в мой мир и творить подобное, произнес Желеман, приближаясь к Керзу. Ты не смеешь входить в мой дом и учинять такое. Я делаю то, что пожелаю, брат, ответил Керз. Они почувствовали смрад его дыхания. Лев бросил взгляд на останки несчастного Августона. Ты убил слишком многих этой ночью, Конрад. Моих легионеров и еще больше Рабаута. Особенно печальна утрата этого воина, первого магистра. Он был дрочливым, прошипел Керз. Даже когда я вырвал его кишки Магистр Августон бился, как чемпион из легенд Милор, заверил Полукс из Сияющей Области. Ради продолжения боя он попрал законы смерти. Я никогда не видел ничего подобного. А ты попрал законы материальной физики, чтобы сбежать от меня, имперский кулак, прошипел Керз. Давайте, неужели больше не будет чудес? Желеман приблизился к Керзу, вращая гладий. Брат убил брата, произнес но брат убил брата. Каждый раз сын еретик убивал верного брата. Ферус, Коракс, вулкан. Ах, опять пробормотал Керз. Ай-яй-яй, Рабаут, вулкан ведь жив. Тогда я рад, отозвался Желеман. Но полагаю, что еретикам давно пора заплатить. Кровью. Я считаю, что верному сыну давно пора закопать проклятого еретика в землю. Тысячу разда произнес Лев тихим угрожающим голосом. Керз повернулся к ним. Он был высок, выше обоих братьев и походил на истощенного гиганта. Высоченного, но при этом худого. Рваный черный плащ свисал с плеч до самой земли, подобно свернутым крыльям раненой птицы. Огромные неактивированные силовые когти на худых руках придавали им непропорционально длинный вид. Он запрокинул голову со слипшимися волосами и закрыл глаза. Брат, сказал он, и ты, брат, приходите и возьмите меня. Желеман рванулся вперед, лев оказался быстрее. Желеман был могучим и внушительным, а лев грациозным. Львиный меч описал в воздухе гудящую дугу, оставив яркое после свечения, ненадолго отпечатавшееся на сетчатках глаз всех легионеров. Клинот метнулся к голове Керза. Тот не шевелился, затем превратился в дым. Силовые когти правой руки Керза взметнулись и отбили жалящий удар львиного меча. Когти левой встретили глади Желемана и отразили его. Ведомой яростью Желеман ударил снова и разрубил что-то, всего лишь тень, всего лишь обрывок плаща. В ответ ударили когти. Мстящий сын поднял щит, бритвенно-острые лезвия выбили искры с его поверхности и раскромсали края. Желеман рубанул снова. Ничего, кень, кень. Лев развернулся как танцор и, сжав рукоять легендарного львиного меча, обеими руками нанес боковой удар. Керз пригнулся, ушел в сторону и развернулся, отбив в движение следующий выпад Желемана. Лев наклонился и нанес пылающим мечом удар, не было. Он ушел влево и отбил восходящий удар. Затем атаковал льва в лицо. Брызнула кровь, коготь рассек шею первого примарха. Он отшатнулся назад, зажав рукой рану. Некоторые из его людей испуганно бросились вперед. Нет, взревел лев. Желеман ударил искромсанным щитом Керза, отбросив его назад. Затем нанес два колющих, стремительных, как атакующая змея ударогладием и вторым пролил кровь. Ублюдок прошипел Керз. Его когти атаковали Желемана и заставили его отступить в сторону, оставив четыре длинных полосы на нагруднике. Желеман контратаковал, он нанес низкий удар и затем возвратным движением направил клинок вверх. Раненый Керз развернулся и упал. Когда он поднялся, правая щека была рассечена до кости. Вот теперь мы начнем всерьез, прошипел он. Вот теперь мы закончим всерьез, со злостью пообещал лев, приближаясь к Керзу с мечом наготове. Керз снова ускользнул в темноту, львиный меч рассек дым и тень. Лев развернулся и снова атаковал. Раз, другой, третий. Каждый выпад стремительно и свирепо парировался когтями. О, милая Терра, прошептал Полукс и взглянул на кузнеца войны. Ты чувствуешь это? Да, согласился Дантиох, чувствую. Эмпатический эффект квантового поля отдавался в обоих легионерах. Они оба почувствовали ее. Истину Керза, ночной призрак слишком задержался не из-за усилий Августона и Полукса. И не они поймали его в ловушку. Керз сам изначально спланировал ее, чтобы убить одного или больше братьев. Уходите, милорды, закричал Полукс. Немедленно он заминировал часовню. Уходите ради всего святого. Отступая под ударами когтей Керза, Желеман взглянул на силуэты Полукса и кузнеца войны в свете коммуникационной области. Он сделал что? Уходите, милорд, закричал Полукс. Керз отбил меч льва. Ночной призрак остановился, и на его лице вновь появилась чернозубая ухмылка. Она светилась триумфом. С самого рождения я был верным другом смерти, сказал он. Я узнал, что смерть одинока, а потому она наслаждается, обретая новок и навечных друзей. Рабау, великий лев, позвольте мне познакомить вас с ней. Керз хлопнул когтистыми руками. 75 гранат, прикрепленных карнизом часовни, пришли в действие. Поклонная часовня исчезла в стене белого пламени. 17 Домашний очаг Смерть не делает различий. Она столь беспристрастна, столь безупречна и справедлива, что совсем не кажется таковой. Иерон Клеви, Десятый Легион, Железные Руки. Заклинаю тебя, скажи, что происходит, обратилась Ойтен к капитану прецинталианцев. Вадун Бадорум покачал головой. Сложно сказать, госпожа, отчеты из крепости слишком противоречивы. Одни говорят, что в Каструме бесчинствует ночной призрак, другие, что здесь целая армия ночных призраков. Сообщения о нападениях и происшествиях поступают с каждого уровня крепости и... Но ты можешь сказать, что за взрыв потряс стены, перебила его управляющая. Капитан снова покачал головой. Стоявшие рядом с ним четыре прецинтеллианца торопливо переговаривались по Воксу, пытаясь получить достоверные данные. «Тогда я доверюсь своим глазам», заявила Уайтин и резко встала. Бадорум перед их беседой приказал для безопасности сопроводить ее в частное крыло резиденции. Но сейчас женщина направилась через передний холл главной лестницы. Он поспешил за ней, окликая по имени. Августа Камерари Принципал могла двигаться с удивительной скоростью, если того хотела. Внизу подножия лестницы стояли в ожидании переминавшиеся с найдена ногу воины. Они посмотрели на проходившую мимо Уайтин. Все они были легиона Састартес, гости из разбитых легионов, выброшенные штормом на Маккраге. Нижние залы резиденции стали их казармами. Как и она, они ожидали новостей. Госпожа Миледи позвал один из них. Уайтин не остановилась, она пересекла лестничную площадку, открыла стеклянные двери на западный балкон и вышла в ночь. Вадун последовал за ней. Ночь была слишком темной, холодный свет фароса напоминал белую лампу в тумане. Воздух нависал черной пеленой над растянувшимся внизу огромным цивитосом. Прохладной ночью с неосвещенного балкона открывался прямой вид на порта Геру и исполинские восточные валы крепости. Кое-где в ней виднелись дым и пламя. Их затмил огромный столб темного дыма, поднимавшийся в небеса из внутренней части крепости. Он напомнил Ойтин огромные ворчливые вулканы на далеком в севере МакКраги. Великая тьма, прошептала она старое и лирийское проклятие. Что произошло? Госпожа, вам следует вернуться внутрь. Вадун, горит поклонная часовня, ответила она, не отрывая взгляда от ужасной картины. Думаю, это возможно, а может быть это и приториум. Это часовня, упрямо повторила Тараша и повернулась, чтобы посмотреть на капитана. Мы должны узнать, что происходит в крепости. Там Желеман и Лев. Они оба направились охотиться за павшим братом, который сражается с нами сегодняшним вечером. Война, горе, разногласия, террор. Ойтин произнесла каждое слово так, словно выплевывала камешки. Ультрамар это та жертва, которая для ночного призрака важнее других. МакКраги Цивитас последнее спокойное место в галактике Вадун, потому что наш повелитель сделал его таким стойким, когда все кругом увядает и умирает. Вот то, что пришел убить Керс, наш мир, нашу веру, нашу силу духа. Они смогут его остановить. Смогут остановить или к рассвету паника и беспорядки охватят город. Воцарится ужас и мужество горожан разобьется. МакКраги охватят пожары и пламя и последняя истинная цитадель падет. Нет, госпожа, ответил капитан. И прошу вас, вернитесь, боюсь, здесь небезопасно. Пожалуйста, вернитесь внутрь. Уайтин позволила сопроводить себя в резиденцию. Повелитель взял с собой в каструм почти всех ультрадесантников и вместе с ними его благородный брат и большие силы легионов темных ангелов. Кроме того, ворота и подступы к стенам охраняются, чтобы не позволить прорваться в цивитос. Чудовищный Керс сумел войти в Адун. Полагаю, что он сможет и выйти. С каждой секунды эффект неожиданности сходят на нет, госпожа. Она остановилась у лестницы и посмотрела вниз на терпеливо ожидавших космических десантников. Саламандры, железные руки, гвардия ворона, один или два белых шрама. А что у нас здесь в Адун? Предценталианцы охраняют резиденцию, Тараша. Прямой приказ лорда Желемана. Он распорядился вывезти моих людей из крепости. Потому что предценталианцы там бесполезны. Это охота, задача как минимум для легиона Састартос. Загнать в угол и убить Примарха, дело не из легких. Мы использовали не все ресурсы, заметила управляющая, спускаясь по лестнице и обратилась к ожидавшим воинам. Мои дорогие боевые братья, достойные души, сегодня мрачная ночь. Мы должны побороть тьму и вместе выйти живыми. Мы уже через многое прошли, госпожа, ответил один из железных рук. Мы научились терпеть. В нас сталь. Многие из окружавших его воинов кивнули. Хорошо сказано, Сардон, Караашесон, согласилась Ойтен. И все же мы пребываем в неведении, произнес стоявший рядом с ним капитан гвардии ворона. Мы просто ждем, лишенные действия и цели. Женщина кивнула. Это было проблемой, которую требовалось решить. После того, как свет Фараса озарил Макраги, почти тысяча человек из разрушенных наиствований легионов прилетело на планету. Их разместили в резиденции и в нескольких казармах по всему городу. Они были ресурсом с большим потенциалом. Их твердость и решимость после измены и увиденных жестокостей не вызывали сомнений. Еще не до конца решили, как их использовать, но они точно не будут выступать в качестве единой силы. Для некоторых Желеман начал подбирать обязанности, которые соответствовали их специализации. Конечно, самым простым было объединить Железных рук с Железными руками, а Гвардию Ворона с Гвардией Ворона. Но сплавление их на более постоянной основе выявляло проблемы, связанные с отличавшимися от ультрадесанта тактикой и методами, а также мотивацией, привязанностями, намерениями и желаниями. Сделать ли нелюбящих плоть лидеров Железных рук основой командной структуры выживших? Понравится разделить командование, подойдут ли ортодоксы друг к другу? Может выживших распределить вспомогательными отделениями среди ультрадесантников и темных ангелов? Сейчас разбитые легионы сложно использовать как единую силу. В чрезвычайной ситуации, подобной этой, что словно саваном накрыло макараги, их не получится развернуть с той же эффективностью, как ультрадесант или темных ангелов. Этот вопрос беспокоил Желемана. Ойтин видела, дни. Индивидуальный характер и особенности легионов дают им преимущество и делают их удивительными, сказал он ей. Отличия в структуре и методах. Вот причина, почему у нас 18 разных легионов, а не один легион размером с 18. Зато формальное военное упорядочивание, которое сгладило бы углы, избавило бы от различий и обеспечило бы прекрасную легкую подготовку, становится непростым делом. Я сочувствую твоему положению, Верана Эпп, произнесла управляющая. На всех нас опустилась тьма этим вечером. Я расскажу то, что мне известно, хотя мне известно совсем немного. Благодаря хитрости и мастерству, воспользовавшись добросовестностью хороших людей, сегодня к нам прибыл Конрад Керс. Послышался беспокойный и гневный ропот. Стоявший рядом с Ойтин, Бодорум поднял руку, призывая к тишине. Насколько я знаю, продолжила сокрушить боевой дух и верховенство закона и посеять ненависть и страх. Они всегда были его оружием, заметил офицер железных рук в траурной мантии. Это так, и Иерон Клеви, согласилась Ойтин, мрачный кивнув. И они будут его оружием до тех пор, пока его не остановят или не прикончат. Повелитель Желеман и благородный лорд темных ангелов сейчас охотятся снова послышался ропот, но на этот раз он был решительнее и нетерпеливее. Осмелюсь заявить, что против столь опасного врага, как ночной призрак, не существует такого понятия, как чрезмерная помощь. Если можете, отправляйтесь в крепость и присоединитесь к охоте. Но поймите меня правильно, оставайтесь здесь, если не готовы уважительно выполнять приказы офицеров ультразанта или темных ангелов. Сегодня поле боя дисциплину, особенно против врага, главная цель которого сеять беспорядок и хаос. Сейчас нет места гордостей или индивидуальным действиям, боевые братья. Если сможете повиноваться и служить, Желеман встретит вас с распростертыми объятиями. Мы не злоупотребим этим доверием, госпожа, ответил Клеве. Гор, да будет проклятое его имя, сделал своим великим предательством и одно доброе дело, товарищами тех, кого ранил. Мое сердце радуется, слыша ваши слова этой холодной ночью. Как камерарий принципал, я обладаю всей полнотой власти повелителя ультрамара в его отсутствии. Этой властью и во все услышание я приказываю вам отправиться к воротам крепости и использовать все ваши силы против ночного призрака. Служите Желеману, служите Льву, служите Мак-Краги. Пусть вас ничто взоры всех собравшихся легионеров были устремлены на нее. Астартес немедленно отдали честь, ударив кулаками в бронированных перчатках по нагрудникам. «Мы сражаемся за Мак-Краги», объявил Тимур Гантулга. Было непривычно слышать этот боевой клич, произнесенный сильным чагорийским акцентом. Но слова Гантулги сразу и с энтузиазмом подхватили его соратники Белые Шрамы, А затем и все боевые братья в зале. Боевому кличу Мак-Краги придали новое звучание акценты жестокой медузы, величественного освобождения, дикого Фенриса, выкованного в огне Ноктюрна, ледяного Инвита и далекой священной Терры. «Милорд Бадорум», сказала управляющая, повернувшись капитану, «Объяви по всем частотам, что моей печатью и властью эти воины выступают в крепость. Пусть откроют ворота, позволят им выйти и без промедления воспользуются их помощью. Не стоит впустую растрачивать их намерения. Сейчас же заверил ее Вадун». И Бадорум добавила управляющая, «Проследи, чтобы повелитель Желеман лично узнал, что я отправляю этих воинов. Скажи ему, что они полны решимости и готовы исполнять его приказы. Сделаю». У него не было ни душевных сил, ни слов, чтобы сказать минут назад никому не удавалось связаться ни с Желеманом, ни со Львом. Город. Мощная бронированная фигура феодала командующего повернулась, и он увидел приближающегося кита Прейта. Библиарий хромал и прижимал руку глубокой кровоточащей ранней в боку. «Говори», произнес он, «Я скажу тебе прямо, Прейта», прогрохотал катафраг, «Я бесчестный человек, я не сумел исполнить свой долг. Я поклялся защитить его, но не смог». Драк посмотрел на магистра библиариума, «Желеман мертв», произнес Город, так же, как и достопочтенный Лев. За ними во дворе в ночи пылала огромная поклонная часовня. Ее крыша и верхние стены обрушились. Жар был такой, что даже облаченным в броню космическим десантникам пришлось отойти и ждать спасательные команды. «Нет», ответил Прейта, «Я могу желать каждую минуту каждого оставшегося дня моей жизни, чтобы это не было правдой, но все ясно, Керс нанес наиподлейший удар. Он заминировал часовню и сделал так, чтобы наш повелитель и Лев нашли его там. Он был приманкой в своей жиловушке. Он убил нашего господина, а вместе с ним и благородного короля Калибана. «Я только надеюсь, что это стоило ему жизни». «Нет», повторил Прейта, «почему ты споришь со мной? Я видел своими собственными глазами. Драк, я, возможно, зря для собственного рассудка коснулся разума Конрада Керза. Он открыл его мне, чтобы я увидел живущие в нем кошмары и сошел с ума. Драк, послушай, я чувствую, чувствую, что они все еще в моей голове». Библиарий огляделся. Движение вызвало у него дрожь и учащенное дыхание. Керз жив, и раз он сумел ускользнуть от огня, то это могли сделать и те, кто лучше него. Я знал, что должно произойти, он спланировал отход. Клянусь тебе, Драк, если бы повелитель Желеман погиб, я бы почувствовал это. Он доверяет мне стоять за его спиной, я почувствовал бы его гибель. Тогда я не знаю, как он как обычно. Оно такое же, как обычно. К ним подошел Фарид Редлас. Лицо командира крыла ужаса, не выразило никаких эмоций. Поступило сообщение, что из резиденции идет подкрепление. Вы должны открыть западные ворота. Нет никаких следов ни Керза, ни... Он не договорил, замолчав. Магистр Прейта считает, что они оба живы, произнес Город. Несмотря на ад, который мы видим. Значит, магистр Прейта пролил бальзам мне на сердце. У тебя есть неопровержимые доказательства, брат? У меня есть разум, мы должны найти их. И, конечно же, мы должны найти Керза. Если он на свободе, то воспользуется воцарившимся хаосом, чтобы посеять еще больше зла. Давайте откроем ворота, впустим подкрепление и полностью перекроем крепость. Я попытаюсь сосредоточиться. Возможно, с помощью других библиариев я смогу найти злодея во тьме. Тебе нужна помощь, заметил Город. Рану необходимо перевязать. Тебе надо без промедления отправиться в медицинское крыло. Она тоже подверглась нападению, перебил его темный ангел. Я слышал, что его закрыли, когда все началось. Подожди, сказал Прейта. Керс атаковал повсюду в крепости, но резиденция. До сих пор не поступили сообщения о его действиях за пределами крепости. Я сказал только то, что слышал, ответил Редлас. Против нас сегодня действует несколько врагов, спросил Драк. Давайте сосредоточимся на том, о котором нам известно, произнес Тит. Восточные ворота крепости с грохотом открылись, позволив зловонию огня и дыма проникнуть в холодный ночной воздух. Находившиеся снаружи, насоединявших резиденцию и крепость в тротуарах и колоннадах боевые братья из разбитых легионов пришли в движение и зашли внутрь. Их ожидал Ниакс Нес вместе со старшими офицерами ультрадесанта и темных ангелов. Мы приветствуем вашу помощь, прямо сказал третий магистр. Сметение наш враг. У нас есть серьезное основание полагать, что ночной призрак продолжает действовать в крепости. Его необходимо найти. Вы разделитесь на поисковые отделения, каждый из которых будет действовать совместно с отрядами ультрадесанта и темных ангелов. Вы будете сражаться плечом к плечу, прикрывать спины друг друга и подтверждать разведданные. Я укажу области, объявил Ольгин. Было видно, что он получил почти смертельный удар. Его намерение продолжать сражаться воодушевляло. Братья, злоба и коварство Керза не подлежат сомнению. При любом тревожном сигнале сохраняйте порядок и дисциплину. Сегодня он оборвал слишком много хороших жизней, сея анархию и хаос. Да, он убийца, согласился Ниакс. Не рискуйте своими жизнями и жизнями окружающих вас, братьев. Офицеры ультрадесанта выступили вперед и начали распределять подкрепления. Я изучил его очереди. Его искусство мало написано про приемы ночного призрака, но то, что есть, впечатляет. Белый шрам замолчал. Он считает себя охотником, сталкером, загоняющим жертву. По крайней мере, таков его стиль. Но это... Что, друг? Это неубедительно. Я сам охотник и знаю охотников. То, что я вижу в крепости, это своего рода искусство, но это не охота. Его план сеять террор и разрушение, и ранить, и обескровить. Он рискует. Он подвергает себя большой опасности, чтобы наносить эти удары, словно не заботятся о своей судьбе. Гантулга снова замолчал и посмотрел на восточные ворота, которые часовые собирались закрыть. Стоявшая снаружи ночь, видневшаяся сквозь внушительную арку ворот, была такой же черной, холодной и непостижимой, как темное стекло. Разве что, прошептал белый шрам, разве что, иерон к леве, он и в самом деле охотник. О чем ты, Гантулга? Охотник рискует, но никогда не рискует зря. Он всегда заботится о себе, чтобы охотиться снова. Волк преследует стадо и пугает скот, поэтому пастухи понукают животных и загоняют в загон. Волк продолжает преследование. Нет, это слишком открыто, слишком демонстративно. Пастухи бдительные, собираются вместе. Они встретят напавшего на стадо пращами и стрелами. Для охотника это недопустимый и ненужный риск. Зато пока пастухи заняты, охраняя скот, волк направляется туда, где их нет, в кладовую, зернохранилище, конюшню, птичник. Тимур резко повернулся и поспешил к закрывающимся воротам. Что ты делаешь? крикнул Клеви и направился за ним. Камерарий, высказалось предельно ясно, сейчас не время для самостоятельных действий или импровизации. Мы здесь только если подчиняемся дисциплине и исполняем приказы. Гантулга, у нас есть долг. Белый шрам обернулся и секунду смотрел на легионера железных рук. У нас есть долг, но не здесь. Мы здесь, все мы, окружаем стадо. Он сделал то, что мог, но оставаться здесь слишком опасно. Нас стало слишком много, поэтому он направился туда, где нас нет. В резиденцию, понимающий произнес Клеви. В резиденцию, согласился Гантулга. Он нашел зал. В нем было темно. Это были частные покои. Несмотря на мрак, он все прекрасно разглядел. Это была комната для трофеев и памятных подарков. Комната, в которой гордый человек хранил реликвии и особо значимые вещи из своей жизни. Книги, карты, смазанные доспехи и оружие. И все же владелец зала не был обычным человеком. Даже несмотря на бред и иступление разума, он понимал это. Владелец был большим, чем обычный человек. Он был повелителем миров, полубогом. Здесь висели самые разнообразные клинки, фальшионные палаши, силовые глефы и изогнутые секиры. Были здесь и великолепные доспехи, и броня для торжественных церемоний. На них можно было заметить вмятины и царапины, полученные за время службы. Были накидки и плащи, мантии и знамена, одеяния и королевские убранства. Он вытянул окровавленные руки. Враг близко, он должен приготовиться. Эй! Никого! Ойтин несколько секунд не двигалась, затем покачала головой. Нервы на пределе, она испугалась теней. Она вернулась в зал Желемана, который совсем недавно отремонтировали и починили. Комната казалась полупустой. Столько вещей надо было заменить, и так много из них уже никогда не заменят. На стенах не висели картины. Недавно установленный Когнис Сигнум Кагитатор ровно и тихо гудел. Он выглядел холодным и строгим в сравнении с древней машиной, которая была здесь до него. Ойтин налила себе немного амасика. За окнами стояла холодная ночь, прорезанная только зловещим сиянием фароса. Она пыталась не обращать внимания на подсвеченные низкие тучи, получившие красноватый оттенок из-за пожаров в крепости. Она присела, но так и не смогла удобно устроиться. Поставив стакан, она направилась к дверям зала. Снаружи на страже стоял офицер при Центалианце. Госпожа, я беспокоюсь, Персель. Неужели от повелителя Желемана до сих пор не поступило ни одного сообщения? Пожалуйста, любезный сэр, это слишком долго. Я проверю еще раз, госпожа, ответил офицер. Пойтен вернулась в комнату и села на прежнее место, так и не прикоснувшись к Амасику. Она постучала пальцами по колену. Спина болела, суставы ныли. Как плохо быть человеком и старой, независимо от того, насколько наука может продлить жизнь. Пойтен возмущалась тем фактом, что ее жизнь и возможности угасали. О, как хорошо быть сверхчеловеком, быть таким сильным и живучим. Недалек день, подумала она, когда я больше не смогу служить ему, когда за мной надо будет ухаживать, как за ребенком. И моя роль в его жизни наконец подойдет к концу. А затем и закончится мой жизненный путь. Сделала ли я достаточно для него? Я шла намеченным путем, шла хорошо, со времен Конора до этой темной ночи. Конечно же, я смогу еще послужить ему. Раздался шум, что-то ударилось в двери зала. Входите, позвала она. Никто не вошел, на миг одинокую звезду закрыло облако. Почему из крепости до сих пор нет никаких сообщений? Уэйтен встала и направилась к дверям. Персель, в коридоре никого не было. Светофоры тихо шипели в подсвечниках. Он ушел исполнять мой приказ, решила она. Он отправился узнать о сообщении. Управляющая вернулась в комнату. Она чувствовала, что нервозность может свести ее в могилу. Она очень сильно волновалась. Было смешно так бояться в хорошо освещенном зале в крепости-дворце, который охраняли лучшие солдаты Ультрамара. Это? Она застыла. На стене было написано имя. Его не было, когда она выходила. Теперь оно появилось. Рабаут. Вот что было написано. Уйтен знала это, хотя и не понимала откуда. Еще теплой кровью Перселя. Ужас парализовал ее. Он вырвал воздух из легких и силу из голоса. Ее сердце никогда не билось так быстро. На столе был переключатель тревоги. Казалось, что до него несколько литв. Она медленно обернулась, сделав полный круг, ожидая увидеть ухмыляющееся нечто за спиной. Она была уверена, что сзади что-то есть. Сзади не оказалось ничего. Ничего и никого. Но буквы в имени ее повелителя все еще стекали красным по стене. Кто здесь? Прошипела она. Тишина. Кто? Кто здесь? Она озиралась, высматривая детали. Это имя, нарисованное на стене. Я не боюсь тебя. Я, Августа Камерарий принципал пятисот миров и раненому демону вроде тебя не напугать меня. Покажись, будь мужчиной и выступи против меня. Я вызываю тебя. Что еще изменилось за то время, пока ее не было? Ее стакан, ее стакан. Он по-прежнему стоял на столике для закусок, но теперь в нем был неомасик. Алкоголь исчез, стакан заполнили кровью. Ужас коснулся ее сердца. Она не могла противостоять ему. Пальцы стали холодными, как лед. Словно ребенок, она упала на пол и спряталась за ближайшим предметом мебели, пригибаясь и ползя в тени. Возможно, ей удастся спрятаться. Возможно, ей удастся. Под диваном ее ожидал персель, точнее, его отрубленная голова. Глаза приценталианца остекленели, рот был открыт, словно от большого удивления и испуга. Он уставился на нее между изящных диванных ножек из синего дерева. Ойтен отпрянуло. Сзади кто-то стоял, сразу за спиной. Он был огромным, молчаливым и могучим, и от него пахло кровью и войной. Она хотела обратиться к нему, умолять его сделать все быстро, но не смогла издать ни звука. Он опустил тяжелую руку ей на плечо. Она вздрогнула. Он здесь, произнесла тень. Стойте на месте. Управляющая обернулась и посмотрела вверх. Над ней возвышался, предупреждающий, подняв секиру, Фафанер Бладбродер. Ты остался, прошептала она. Мы не покидаем очаг, ответил волк и посмотрел на нее сверху вниз. Стойте на месте. Когда я скажу, бегите. Я буду защищать вас изо всех сил. Все еще сутулившись, Ойте нагляделась. Тихо, как падающий снег, в зал заходили остальные дикие воины стаи Фафнера, держа оружие на готове, стараясь услышать и уловить малейшие звуки и движения. Их молчание было удивительным. Они двигались, как волки по снегу. Вожак стаи вздохнул. Вот все и в сборе, произнес он. Появился Конрад Керс. Было непонятно, откуда именно он вышел. Из теней, или, быть может, из складок драпировки, или даже из крошечной трещины в стене. Он показался. Он был чудовищно огромный. Черная тень. Силовые когти широко выпущены, словно перья ворона. В волосах ореол грязи. Зияющий рот неестественно велик. Черная пасть простирается на тонкую, бледную плоть угловатого черепа, словно желая расколоть его. Правая щека разрублена до костей. Видна свернувшаяся темная кровь. Волки двинулись на него без колебаний. Их клинки хотели вкусить крови. Только Фафонер не двинулся с места. Верный Фафонер прикрывал ее, защищая своей секирой телом. «Бегите сейчас же», сказал он ей. «Я не могу бежать», ответила она, с трудом поднимаясь. «Хьёльт! Ты бежишь, раз я сказал тебе бежать, женщина!» Размытое пятно. Босс Орин размахнулся секирой, но ее намертво остановили кривые когти. Шакай Финн сделал выпад длинным мечом, но пронзил только дым. Гадсон Альфреер бросился на зверя, но отлетел в сторону, выплевывая кровь и выбитые зубы. Мац Лорисонт попытался нанести широкий удар, но ему помешал шатавшийся Альфреер. «Примарк» Отделение Легиона Састартес, запертая комната. Та же самая запертая комната. Как история могла повториться? Как она могла пойти по-другому? Волки палачи императора, но Керс, Малмур Лонгрич ударил копьем, а Салик Плетеный низко рубанул секирой. Они атаковали вместе. Один удар попал, и кровь забрызгала пол и мебель рядом с ойтем. Но оба волка отлетели в сторону. Настал черед Кура, Битера Херика и Нида Найпсона. Клинки отскочили от брони и высекли искры из мелькавших когтей. Керс схватил Салика за горло и швырнул через зал в стену. Херик погрузил секиру глубоко во тьму Керса. Брызнула кровь. Мац Ларисон опустился на колено, схватившись за разорванное горло и пытаясь остановить кровь. Кура Йордровк пролетел через зал и сломал при приземлении стол и стул. Керс рассмеялся. От кровопролития на его бледном, как у шута лице, появилась маниакальная восторженная усмешка. Он швырнул Фина в окна, которые разом взорвались, словно стеклянная бомба. Он пнул битера Херика на пол и жестоко проломил ему череп бронированным локтем. Он выхватил угадца на меч, сломал его о спину волка, а затем рассек сломанным клинком щеку Бо Сорина. Малмур схватил его, к нему присоединился Ниде Найфсон. Оба отлетели со сломанными костями и пробитой броней. «Я сказал, чтобы ты бежала», произнес Фафанов. «Мне очень жаль», ответила Уайтин. «У тебя последний шанс», сказал он, поднял секиру и бросился на ночного призрака. Женщина встала на ноги и попыталась бежать. На ее пути лежал истекавший кровью и корчившийся от боли волк. Еще один слева и третий возле стены. Похоже, он был мертв. До дверей оставалось совсем немного. Над ней пролетело что-то огромное. Оно врезалось в двери бродер. Вожак стаи лежал на том, что осталось от дверей и не поднимался. Уайтин остановилась и обернулась. Конрад Керс кивнул ей. Его болезненная улыбка состояла из теней дыма. Он был воплощенным злом. «Тараша», вздохнул он, улыбка не могла быть такой широкой. «Он убьет тебя за это». «Он мертв, Тараша», ответил Керс. Все силы оставили ее. Горе подкосило ее. Она опустилась на колени. «Нет». «Я убил его», проворковал Керс. «Рабаута и льва, их обоих». «Конечно же, я изучил его жизнь. Как маленький император, кем он и притворяется, он ведет личную хронику. Я слышал о тебе, Тараша Ойтин, камерарий принципал, и что ты во всех смыслах заменяла ему мать». «Мать». Керс вздохнул. «Благодаря гению моего отца, мы не обладаем такой роскошью, как матери. Ты исключение. Ты исключительная и отвратительная тварь, драная ведьма. Хотел бы, чтобы Рабаут остался жив и страдал после твоей смерти». Ойтин выпрямилась во весь рост и взглянула монстру прямо в глаза. «Убирайся в ад, ублюдок». Керс отвел когти. Что-то вошло в комнату, вошло с огромной скоростью и силой. Женщина почувствовала ударную волну от его стремительности. Она отпрянула, пошатнувшись от изумления. Неожиданно ее убийца больше не стоял перед ней. Керса отбросила к разбитому окну стихийная сила. Она была облачена в броню и кольчугу из разных комплектов, созданных для примарха, которые похитили из зала трофеев Желемана. Она владела великолепной булавой, которую Желеман использовал в начале Великого Крестового Похода. Стихийная сила бушевала и кричала, ее кожа блестела от крови. Она отшвырнула керса и обрушила булаву на его стройную грудь. У стихийной силы было имя, хотя она не знала или забыла его. Это имя было Вулкан. Сцепившись, он и Керс вывалились из окон зала в обрывистый мрак. 18. Отрицание смерти Быть может, несмотря ни на что, есть конец времени, конец длинной нити, которая достигает такой длины, что охватывает все вещи и все меркнет рядом с ней. Границы нашего космоса, могущества наших богов, усилия и пределы жизни все оказываются ничем рядом с пределами времени. И действительно, время может простираться так далеко, что оказывается за пределами смерти и смерть должна пасть. Из ночные звуки насекомых Мудрец из Саны Древности Боровшиеся при Мархе, словно мятежные ангелы, падали в ночи и с грохотом упали на нижние крыши резиденции. Их совместный удар расколол плитки и сломал флероны на краю крыши. Недалеко от них под углом к водосточной трубе лежал неуклюже, раскинув руки и ноги, шакай в финн, упавший сюда раньше нит. Им предстоял еще долгий путь, высота резиденции впечатляла. Под ней раскинулась стена эгиды, а еще ниже лежал каструм Палеополиса огромного Цивитоса. С запада ночной ветер приносил дым из пылающей крепости. Резкий удар всего лишь прервал их борьбу. Вулкан перекатился по расколотым плиткам и сразу же вскочил на ноги, замахиваясь булавой. Это не боевой молот, но все же достаточно похожее оружие, чтобы его поврежденный разум обратил на него внимание. Керс завизжал от боли и негодования и набросился на напавшего, пустив в ход когти. «Ты жив! Ты жив!» вопил ночной призрак. «Твоя проклятая жизнь продолжает изводить меня! Почему ты никак не даешь мне забрать ее? Почему ты сопротивляешься мне? Почему не позволяешь забрать ее? Ведь в конце концов даже ты должен умереть!» В ответ Вулкан неразборчиво взвыл. Он нанес мощный удар булавой, которую остановили когти. Искры взметнулись на ночном ветру. «Я убил двух братьев сегодня!» крикнул Керс. «Убив третьего, я сделаю этот час истинно прекрасным в гневе. И твоя жизнь, все твои столь неукротимые жизни станут самым большим трофеем из всех!» Вулкан не понимал слов, которые кричали ему. Он вообще понимал очень мало. Его разум уничтожили невыносимая боль, страдания и скурпулезные и изобретательные муки, которым подвергал его Керс на протяжении нескольких месяцев. Керс уничтожил дух и здравомыслие Вулкана, но не сумел оборвать его реальную жизнь. Он обнаружил, что Вулкан обладает одной несвойственной другим примархом чертой. Это невероятно раздражало Керса. Возникла проблема, которую нельзя было решить убийством, кровью и террором. Вулкан видел только своего мучителя, своего обидчика, который убивал его снова и снова, пытаясь найти способ убить навсегда. Он видел брата, который через абсолютную жестокость обнаружил бессмертный дар Вулкана. Гнев и жажда мести поглотили его. Керс нанес слева режущий удар когтями и сорвал часть позаимствованной брони. Взметнула серебряная металлическая стружка. Быстрым коротким ударом по дуге Вулкан направил навершие булавы в левый наплечник Керса, а затем резко устремил оружие вбок, в голову Керса. Но в щеку ночного призрака врезалась рукоять, а не навершие. Керс закружился от удара. Он попытался восстановить равновесие и повернуться для контратаки, но заскользил на разбитых плитках. Секунду он боролся, стараясь удержаться. Вулкан воспользовался этой секундой, езжав булаву обеими руками, обрушил свирепый удар на пошатнувшегося Керса. Пласталь треснула, Керс закричал, упав на наклонную кровлю. Он покатился и, пролетев 10 метров, рухнул на следующую крышу резиденции. Серые сланцы, добытые и обработанные на высоких пиках короны Геры, разлетелись под его весом, словно корка льда, взметнув в воздух осколки и отбитые куски черепицы. Вулкан широко развел руки и прыгнул ногами вперед. Керс не собирался убегать. Он шевелился на плитках внизу. Он взглянул вверх, увидел, как на него падает вулкан и отчаянно перекатился в сторону, чтобы не быть раздавленным, бронированным телом брата. Приземление вулкана уничтожило еще больше черепицы. Несколько больших кусков разлетелись в разные стороны. Мгновенно восстановив равновесие, вулкан качнул талии и обрушил булаву на распростертого Керса. Ночной призрак сжался и дернулся в сторону. Вместо головы, которая была там мгновение назад, голова пробила большую дыру в крыше. Керс перешел к ответным действиям, безумно и ликующих хохоча. Он обхватил вулкана левой рукой, почти нежно прижав его щеку к своей щеке, отвел правую руку и резко ударил ладонью вверх. Все четыре главных пальца вонзились вулкану вбок, пробив броню, под доспешник, эластичную подкладку и вонзились в тело. Брызнула кровь. Верхняя половина тела вулкана дернулась и сжалась от боли. Сияющие глаза закрылись. Не отпуская брата, Керс вытащил когти и повторил удар. Вулкан вырвался. По боку, левой ноге и плитком крыши заструилась кровь. Он пошатнулся и упал. Броня и черепица загремели. Он яростно дернулся и снова упал. Керс выплюнул перемешанную с мокротой кровь. Ветер развивал его грязные волосы. Видишь, требовательно спросил он, это смерть. Научись принимать ее, брат. Вулкан резко открыл глаза. О, разочарованно произнес Конрад Керс. Это было быстро. Гантулга стремительно бежал по центральной лестнице резиденции, держа в руке меч. За ним, не отставая, следовал Клеве. Вадун Бодорум и приценталианцы уже мчались по лестничной площадке и главному коридору к личным покоям. Он здесь, проревел им Тимур. Осторожнее, он в резиденции. Керс, спросил командир приценталианцев. Конечно, Керс, прорычал и Иерон. Бодорум выкрикнул приказы своим людям, организуя наступление. Оружие вскинуто, нацелено и готово к бою. Взвыли энергетические ячейки, заряжая плазмоганы. Мы услышали ужасный шум из личных покоев, пояснил Вадун Белому Шраму и офицеру Железных Рук. Ержитесь позади нас, сказал ему Клеве. И будьте готовы открыть огонь. Гантулга шел первым, но теперь он стал идти медленнее и крадучись, держа на готове меч. Иерон взял на изготовку роторную пушку. Он водил ее из стороны в сторону, выискивая цель. Главные двери во внутренней комнате были выбиты и валялись на полу. В дверном проеме среди обломков на коленях стояла Ойтен, вытирая кровь с лба лежащего без сознания полумертвого Фафнера Блотбродера. Госпожа крикнул Клеве и бросился к ней. Белый Шрам промчался мимо них в зал и быстро осмотрелся. Комната была разрушена, пол усеян мертвыми и умирающими космическими волками. В разбитые окна вырывались порывы холодного ветра. «Великие звезды ультрамара», прошептал Бодорум. «Он был здесь, так?» спросил Клеве Ойтен. «Керс». Управляющая выглядела слишком потрясенной для того, чтобы двигаться, говорить или даже поднять взгляд. Она вытирала кровь с головы Фафнера, полоской оторванной от платья ткани. «Он был здесь», наконец ответила она. «Волки!» Они сумели задержать его. Думаю, что некоторым из них это стоило жизни. Снаружи в прихожей раздались голоса, приказывающие предценталианцам посторониться. Вошел тетрарх Вален Долор. Его сопровождали Неакс Несс, Ольгин из Темных Ангелов и отделение ультрадесантников. Иерон Клеви воспользовался своим воксом и поднял тревогу по всем частотам, пока вместе с Гантулгой мчался назад в произнес Долор. Это заслуга Гантулги, пояснил Железный Воин. У тебя острые инстинкты, белый шрам, заметил Ольгин. Не настолько острые, чтобы спасти жизни, ответил Тимур, и не настолько острые, чтобы загнать его в ловушку. Куда он направился, спросил тетрарх. Госпожа Ойтен, куда он направился? Волки сумели задержать его, спокойно повторила управляющая. Они сумели меня, но вулкан помешал ему. Вулкан удивился Ниакс Несс. Это был вулкан, ответила Ойтен. Это невозможно, произнес Ольгин. Я узнала его, возразила управляющая. Я часто видела его портрет, это не мог быть никто другой. Он появился подобно буре ураганной силы. Его единственной целью был Керс. Они столкнулись, они сражались, они вылетели в разбитые окна. Госпожа в шоке, продолжил темный ангел. Она не понимает, о чем говорит. Боюсь, она понимает, заметил Долор. Это безумие, настаивал избранный лейтенант. Да, но не то, о котором ты подумал. К разбитым окнам подошел Несс и встал рядом с Гантулгой. Похоже, внизу какое-то движение, сказал белый шрам. Движение на нижних крышах. Видите? Ниакс кивнул и активировал вокс. Говорит третий магистр. Мы обнаружили ночного призрака. Направьте штурмовое отделение к южному крылу резиденции. Мне нужно, чтобы два штормовых орла прикрыли нижние крыши. Действуйте быстро. Осветите крыши и возьмите под охрану внутренние дворы, чтобы никто не смог их пересечь. Инвикты входят в резиденцию. Когда Керс увидит, повторяю уже озвученные инструкции. Огонь на поражение не только разрешен, он необходим. Выступаем, произнес Долор. Мы знаем, что делать. Я хочу быть там и прикончить его. Бодорум, вызови медицинские бригады для волков и госпожи Ойтин. Возьми этот этаж под охрану. Подожди, прошипел Ольгин. Скажи мне, скажи мне, что ты имел в виду, говоря о вулкане. Тетрарх ответил не сразу. Вулкан жив, темные ангелы, пояснил он. У него не все в порядке с головой, но он жив, и если госпожа Ойтин не ошиблась, скорее всего, вулкан сражается с Керзом на крышах, пока мы тут разговариваем. Вулкан жив, повторил Ольгин. Да кого волнует, жив ли вулкан, воскликнула, посмотрев на них управляющие. Ее руки и рукава были в крови. Что со Львом и нашим дрожайшим лордом Желеманом? Что с ними? Керз сказал мне, что они мертвы. Керз сказал мне в лицо, что лично убил их. Все повернулись к ней. Это правда? Спросила она. Правда? Кто-нибудь скажите. Кто-нибудь скажите хоть что-нибудь. Их окружало пламя. Раскаленный добила ослепительный огонь. Такой яркий, что ранил глаза. Такой обжигающий, что даже самая прочная броня текла серебряной ртутью. Их окружала прохладная свежесть, пространство, тишины. Рад видеть, что вы живы, повелители, произнес кузнец войны Дантиох. Он наклонился, приложив некоторые усилия, чтобы помочь подняться Желеману. Одновременно Алексис Полукс помогал Льву. Ультрадесантники и гиды вбежали на настроечную площадку главной локации Альфа и от изумления остановились. Желеман осмотрел полированную черную огнем часовню, которую показывала область связи. Сота, сухо спросил он. Да, повелитель, подтвердил Дантиох. Мы на соте, повторил Желеман. Я, да, повелитель, ответил Железный воин. И я рад этому, потому что если бы вы не были здесь, то вы были бы там. Он показал наобъятую жаром, как солнце, пламенем часовню. Ты перенес нас сюда? Нет, повелитель, это сделал Фарас. Возможно преднамеренно. Преднамеренно? Я начинаю подозревать, что этот механизм обладает некоторой чувствительностью, произнес кузнец войны. Я начинаю подозревать, брат, заметил Лев, что ты играешь с технологиями, с которыми никто, даже наш отец, не стал бы связываться. Полукс помог Льву сесть напротив тяжелого кресла Дантиоха и осмотрел рану на шее. И Желеман и его брат получили повреждения во время опасным. Но, по крайней мере, перестала идти кровь. Желеман наклонился, повернул голову брата и осмотрел рану. Ее надо перевязать, пока она снова не открылась, сказал он. Что, никаких комментариев про Баут? спросил Лев. Из всех вещей, что беспокоят тебя и меня в наших отношениях, мы даже не начали обсуждать твой необычный маяк. Он был первым, что я увидел, когда приблизился к Макраге, и первым намеком, что... Но ты его видел, огрызнулся Желеман. Вот в чем дело, брат, ты его видел, он работает, для функционирования и выживания Империума он нужен ничуть не меньше, чем Регент. И все же, похоже, ты ничего не знаешь о его функциях и возможностях, ответил Лев. Он отодвинул Полукса и встал. Правильно я понимаю, что нас перенесло сквозь пространство на невообразимое расстояние от МакКрагер. Правильно, вздохнул Желеман. Брат, я с величайшим нежеланием исследовал, а затем разрешил использование маяка Фароса. Я прекрасно понимаю, как мало мы о нем знаем. Это был просчитанный риск. Сдается мне, что твои подсчеты весьма оптимистичны. В самом деле, и все же ты жив. В ином случае, останься мы в ловушке Керза, все было бы иначе. Лев выркнул. Кроме того, мне известно, что не только я использую запрещенную технологию. Варп-сигнатура твоего флагмана, брат. Ты думал, техники моего флота и адепты механикум не проанализируют ее. Когда ты собирался сказать мне об этом, или ты собирался хранить этот секрет, как и тот факт, что Керз был на свободе на борту твоего флагмана. У тебя слишком много тайн, брат. Лев отвел взгляд. Мы обсудим это позже, произнес он. Сейчас же нам надо вернуться. Мы попали сюда, нам надо вернуться как можно скорее. Над всем этим еще придется подумать, заметил Дантиох. Примарх темных ангелов свирепо уставился на него. Повелитель добавил кузнец войны, слегка склонив голову. Мы вернемся, так же как и прибыли, настаивал Лев. Как минимум, повелитель, мне придется потратить некоторое время, перенастраивая и направляя устройство. Я не могу отправить вас назад туда, он указал на бурлящее пламя за областью. Почему я вообще разговариваю с тобой, спросил Лев. Потому что кузнеца войны назначил я, и он сумел заставить Фарос работать, ответил Желеман. Он знает о нем больше любого из живущих людей. Если кто-то и сможет вернуть нас, так это Дантиох. Советую разговаривать с ним подоброжелательнее. Лев посмотрел на Железного Воина. Трудно доверять лицу врага. Он не враг, твердо произнес Алексис Полукс. Что ж, кузнец войны, объясни, как работает это устройство и как мы сможем телепортироваться назад. Мой навигатор утверждает, что оно скорее эмпатическое, чем психическое. Она сказала, что Фарос показал нам то, что мы хотели найти. Ваш навигатор проницательно повелитель. Здесь находится древняя технология до человеческого происхождения. Мои исследования выявили, что в ее резонансе и в самом деле присутствует эмпатия. Предположительно принцип квантовой запутанности. В отличие от нашей варп-технологии она не использует имматериум, чтобы обойти реальное пространство. Думаю, что Фарос часть существовавшей когда-то огромной навигационной сети. Настроив его на Макраге, мы получили ориентир, преодолевший гибельный шторм, а также мгновенную связь. Как мы оказались здесь? спросил Лев. Я все еще думаю об этом повелитель. Сначала я считал, что в своем первоначальном виде сеть позволяла осуществлять телепортацию на расстояние, которое мы не можем даже вообразить. Я предположил, что эта возможность нам недоступна, потому что требуется другой портал или маяк. Я ошибся. Донтьок посмотрел всего. Коммуникационное поле и так уже предоставило мне достаточно эмпатического резонанса, чтобы вполне успешно обнаружить Керза во тьме и предупредить моего друга. Затем, когда его жизнь оказалась в истинной опасности, Железный воин остановился. Я хотел спасти его, я хотел протянуть руку и схватить его, чтобы спасти от этого монстра. Я думаю, что эмпатическое поле отозвалось на мое огромное желание и открылось, позволив мне спасти Алексиса. И когда мы оба увидели, что вам, повелители, угрожает опасность, наше желание спасти вас снова открыло поле. Получается, что этой способностью нельзя управлять или настроить, спросил Желеман. Ее нельзя включить и направить, она просто отвечает на возникшее невысказанное желание. Боюсь, что все обстоит именно так, повелитель. Поэтому, если мы не сможем получить доступ или воспроизвести соответствующее эмоционально-эмпатическое желание, то, возможно, мы не сможем вернуть вас на Макраге. Долгое время все молчали. Само собой, стоит учитывать и тот факт, смущенно добавил Дантиох, что нет никакой уверенности, что процесс работает в обоих направлениях. Все молчали еще дольше. Полированный черно-зеркальный купол пещеры окружил их прохладной тишиной. Тогда найди для меня корабль, произнес Лев. Самый быстрый корабль. Девятнадцать Смертность Общие потребности делают товарищами абсолютно чужих людей. Зеркс Пословица Послушайте, я сказал вам, что не смогу помочь, обратился Джон Граматик к несущему слово. Этот ответ по-прежнему неприемлем, ответил Нарик. Чтобы схватить тебя, мне пришлось перебегнуть к целому комплексу мер по планированию, подготовке, затраченных сил и лишений. Я бы... Послушайте меня, перебил Джон, я агент Ксеносов, мной руководит Кабал, я принадлежу им и здесь по их распоряжению, чтобы выполнить предписанное задание. И... Джон напрягся в путах, которыми был привязан к стулу. И... Они следят за мной, если я отклонюсь от намеченного плана, если я... Не послушаюсь их и откажусь выполнить свое задание, они придут за мной. И за тобой тоже, если ты окажешься рядом. Они могут попытаться, задумчиво произнес Нарик. Они сделают больше, чем попытаются, ответил Джон. Они весьма изобретательны и решительны. Джон расслабился и опустил голову. «Видит Бог, воин, я был бы очень рад увидеть Ларгара мертвым. Галактика стала бы лучше». «Бог?» спросил Нарик. «Больше нет истинных богов, только демоны варпа, которые развращают сердца людей. И полубоги, которых создали и придумали люди», возразил Джон. «Такие существа, как Ларгар, развращенные варпом, только потому настолько опасны, потому, что уже были примархами. Он посмотрел на несущего слова. Нарик, чье лицо наполовину скрывали тени, сидел и слушал. «Поверьте мне», сказал Джон, «если бы это было в моих силах, я бы помог вам. Больше всего я презираю губительные силы, я буду сражаться против любого проявления их влияния». Нарик встал. «Тогда расскажи мне», прошептал он, «в чем заключается твое задание? Что ты должен сделать для своих хозяев? Какое поручение ты должен выполнить, чтобы покончить со своей службой и быть вправе помочь мне?» «Они хотят того же, что и вы, Нарик», сказал Джон, «смерти примарха». Нарик фыркнул, «И чья жизнь тебе нужна?» «Вулкана», ответил Джон грамматик. «Почему?» «Их помыслы слишком запутаны, чтобы объяснить просто», сказал Джон. «И вулкан и считался погибшим, но я догадался, что необычные свойства фароса доставили его сюда через пустоту». «Мне это совсем неинтересно, человек», сказал Нарик. «Только мой собственный легион. Давай найдем вулкана. Убей его, если тебе приказали. Потом ты сможешь помочь мне». «Эх», вздохнул Джон, «если бы это было так просто». «Поясни». «Я искал разум вулкана с момента прибытия на МакКраге», ответил Джон. «Для того, чтобы найти его и узнал, ну, вулкан сошел с ума, полностью обезумел». «Каким образом?» спросил Нарик. «Я только смог прочесть, что его долгое время сильно и изощренно пытали. Это полностью разрушило его разум. В таком состоянии он невероятно опасен». «Тогда мы будем хитрыми», сказал Нарик. «Это не все», сказал Джон. «Убить примарха возможно. Они полубоги, но тем не менее смертны. Нужное количество огневой мощи, яда или взрывчатки». Джон посмотрел прямо на несущего слова. «Есть причина, по которой кабал вооружил меня этим специфическим оружием для убийства вулкана. Они знают, что он обладает очень редкой уникальной особенностью. Он не умирает». «Что?» «Как и я, он с смерти. Чтобы убить такое существо, необходимо нечто очень специфическое. И это копье. Нарик из слова. Ритуальное оружие, подобного которому не было». Нарик взглянул на фульгуритовое копье. Оно лежало на сумке у его ног. «И еще», добавил Джон, «Согласно моим инструкциям, я не смогу сделать это сам. Я должен передать копье другому примарху, который добровольно нанесет удар. Он сделал паузу. Итак, несущий слово, «Я должен убить неубиваемого, бессмертного полубога, обладающего силой 50 человек и к тому же абсолютно безумного. Вы по-прежнему хотите участвовать в этом?» Вулкан издал мучительный крик и взмахнул булавой, отчего завыл воздух. Керс уклонился от наверняка смертельного удара, затем развернулся и пробежался по скату крыши и перепрыгнул через широкий просвет на зеленую черепицу кровли Южной галереи. Вулкан бросился следом, кровь на его доспехе уже высохла, оставленные когтями Керса раны затянулись, искромственные внутренние органы восстановились. Вулкан перепрыгнул между зданиями с такой же легкостью, что и Керс, и приземлился на краю длинной крыши галереи. Он откинулся назад и, раскрутив одной рукой булаву, метнул ее спасающегося бегством Керса. Выброшенное оружие устремилось вперед словно ракета. Она ударила Керса в левое плечо, и тот рухнул лицом вниз. Ночной призрак заскользил по слегка наклоненной крыше. Булава отскочила от черепицы и остановилась возле него. Вулкан прыжками помчался к своему врагу. Внизу во дворе появились фонари. Их пляшущие яркие лучи устремились к крышам. Раздался вой двигателей штурмовых кораблей. Поверитель Саламандр приблизился к пытавшемуся подняться к Керсу. За секунду до того, как могучие руки вулкана схватили брата, тот повернулся к нему лицом. В руках ночного призрака была булава. Керс ударил в голову вулкана. Сломалась челюсть. С громким звуком вылетели зубы. Из носа и уха хлынула кровь. Вулкан отшатнулся, но не упал. Керс продолжил атаку. Он еще дважды ударил булавой по телу брата. Мощные фонари заливали братьев белым светом. Они превращались в два силуэта, обменивающиеся ударами в белом сиянии. Над крышей портика кружили, завывая двигателями два грозовых орла ультрадесанта. Дюжины других наполнили небо над крепостью. Один из штурмовых кораблей снизился почти до уровня крыши и дал две предупредительные очереди испаренных тяжелых болтеров. Снаряды вырвали большие куски из крыши галереи прямо за спиной Керза. Вспыхнуло пламя, поднялась пыль, и во все стороны разлетелись осколки плиток. Разъяренный вмешательством ночной призрак обернулся и завопил прямо в огни грозового орла. Штурмовой за спиной подобно крыльям плащом Керз одним огромным прыжком перепрыгнул с галереи на грозового орла. Его двигатели тут же завыли и корабль отпрянул от крыши. Опустив нос он развернулся. Керз держался крепко. Он пробил правым кулаком фонарь кабины и схватил пилота серва за горло. Лезвия силовых когтей окружили шею человека. Улетая отсюда, прошипел он сквозь войд широко открытыми глазами. Сейчас же добавил ночной призрак. Дергаясь из стороны в сторону и сильно накренившись на правый борт грозовой орел развернулся и направился над приватным двором прочь от резиденции. Корабль летел ниже уровня крыш. Поднимайся настойчиво произнес Керз сквозь шум встречного ветра. Поднимайся штурмовой корабль начал набирать высоту. Позади него вулкан собрался с силами и тоже прыгнул. Он зацепился за правое крыло грозового орла. От удара штурмовой корабль повело в сторону, но он продолжил медленный подъем. Вокс-каналы обезумели. Отделение ультрадесантов Портиз Ярд и резиденции начали беспорядочно стрелять в петлявший штурмовой корабль, понимая, что им надо пожертвовать, чтобы остановить Керз Болтерные снаряды и лазерные лучи стучали и листали по бронированному корпусу грозового орла. Летели искры и обломки, полыхали вспышки, оставляя опалины на обшивке. Керз посмотрел вниз и увидел вулкана. Нос орла задрался, корабль приближался к стене эгиды. Ночной призрак продолжал держать пилота за горло, угрожая оторвать его голову. Поднимайся, потребовал он. Вулкан цепляясь забрался вверх по крылу двигателя. Затем, что из силы метнул оружие, булава врезалась вулкану в лицо. Он разжал руки и отлетел на хвостовое оперение грозового орла, за которое попытался ухватиться. Ему не удалось и примар Саламандр сорвался с хвоста корабля. Вулкан упал с высоты 30 метров. Он приземлился не во дворце внутри стены эгиды и не за ее пределами в кастурме. Вместо этого он рухнул на зубцы самой стены с такой силой, что сломал позвоночник. Затем его обмякшее и изломанное тело свалилось в проход на вершине стены. Из-под примарха растеклась лужа яркой крови. По-видимому, жизнь покинула его еще раз. Штурмовой корабль с вцепившимся в кабину Керзом продолжал подниматься над стеной. Со дворов и стен его преследовал яростный поток снарядов. Каструм становился меньше. Ночной призрак оказался высоко над городом и парком. Вниз прошипел он. Пилот издал булькающий звук. С момента, как Керз пробил фонарь и схватил смертного за горло, тот потерял много крови. Штурмовой корабль начал поворачивать к башням и шпилям города. Со стены бойниц его продолжали обстреливать. Второй грозовой орел, сверкая прожекторами, с ревом бросился в погоню, выбрав более прямую и агрессивную доставив возможность грозовому орлу одержать победу. Ночной ветер трепал волосы Керза. Он оглянулся и увидел, что преследователь близок к цели. Вниз приказал он. Грозовой орел начал стремительно снижаться. Навстречу ему поднимались шпили, административные здания и жилые блоки к северу от Марсовой площади. В окнах горел свет. На улицах ревели сирены воздушной тревоги. Керз видел внизу светящиеся транспортные потоки. Огромные темные врата Титана черным силуэтом выделялись на фоне далекого яркого сияния посадочных полей на юге. Вниз снова приказал Керз. Они неуклюже летели над высокими крышами башен и куполами и даже между множеством самых высоких шпилей. Их Керз огибал с востока Марсову площадь, ведя к высоким и массивным очертаниям Сокровищницы и Ночного Сената. Преследовавший их Грозовой Орел начал стрелять. Тяжелые болтеры выплюнули в ночь ярко-оранжевые жала, свет которых отражался в высоких окнах башен. Снаряды нашли свою цель. Куски хвостового оперения разлетелись в ливни металлических обломков и струе пылающих газов. Штурмовой корабль накренился, двигатели истошно завыли. Грозовой Орел очень быстро терял высоту, едва не врезавшись в северный фаз здания консульского архива. Законцовка правого крыла со скрежетом выбила искры из каменной кладки строения. Керс все время следил за своими видениями, позволяя им прокручиваться в голове, подобно поврежденным пик данным, отделяя истинные от ложных, надежные от ненадежных. Все его действия с момента высадки на планету руководствовались и направлялись ими. Вулкан. Видения не показывали только его, не было даже намеков. Керс увидел стекло, вода, огонь, необычный купол. Пикирующий грозовой орел получил новое попадание. Взрывом оторвало большой фрагмент корабля. Он скорее падал, чем летел, больше никем неуправляемый. Искореженный остров мчался навстречу земле, подобно метеориту, волоча за собой пламя и обломки. За 20 метров до крыш Керс увидел купол, тот самый купол. Он отпустил горло пилота и прыгнул, покинув падающий корабль. Примарх ногами врезался в свод здания. Огромный и украшенный кристаллический купол, и тот раскололся. Развернувшись в потоке сверкающих осколков, Керс рухнул в воду, подняв столб брызг. Грозовой орел, оставляя за собой огромное желтое пламя, продолжал падать еще 5 секунд, после чего врезался в восточный фасад здания сокровищницы в 50 метрах над мостовой. Остов корабля пробил стену и ослепительно оранжевое облако пламени испепелило помещение, одновременно поднявшись в ночное небо и залив окрестностей пылающим топливом и обломками. Доли секунды спустя детонировали боеприпасы, и второй, более крупный и яркий огненный шар поглотил первый, полыхнув подобно небольшому солнцу над двором сокровищницы. Оранжевый свет отразился в миллионах окон, за исключением ближайших улиц, в домах которых взрыв выбил все стекла. Керс вынырнул и встряхнул головой, разбрызгивая капли воды. Он оказался в главном нимфее магном окраге цивитес. В большом круглом здании с колоннами, которые поддерживали знаменитый как водным духом во времена боевых королей. Керс подплыл к краю каменного бассейна и выбрался из воды, которая ручьями стекала на плитке. Он взглянул на питаемый источниками бассейн, дно которого было усеяно осколками разбитого кристалла. Чистая вода окрасилась кровью. Она определенно принадлежала не ему. Ночной призрак улыбнулся черным ртом в синих сумерках нимфея, а затем направился к выходу в ночной город, освещенный пылающими руинами. Керс понимал города ночью. Секрет заключался в том, чтобы погрузить их во тьму или же поджечь. Он ожидал видений, которые покажут ему, куда идти дальше и как именно поступить. Тетрарх Долор шагал по высокой стене Эгиды, глядя на увеличивающееся облако пламени над восточным Неополисом. Ночное небо заполнили кружащиеся штурмовые корабли. Долор ждал вверх Каспиана. Он мертв? спросил Тетрарх. Покищенная им машина упала к востоку от Марсовой площади, доложил Каспиан. Мы можем подтвердить его смерть? спросил Долор. Пока нет, лорд Тетрарх, сказал капитан. Отряда на месте, мы ждем приказа. Мне нужно тело, сказал Долор. Желательно, чтобы я мог на него плюнуть. В крайнем случае обгоревшие кости. Да, лорд Тетрарх. Пореже с лордом Тетрархом, мой дорогой друг, сказал Долор. Он посмотрел Каспиану в глаза. Фрат погиб. Пока мы не найдем мстящего сына, я командую в крепости и лично назначаю тебя первым магистром вместо Августона. Милорд, в этот скорбный час мы непременно должны сохранить и укрепить структуру командования, заявил Долор. Ты превосходно будешь исполнять эти обязанности. Благодарю, Тетрарх, ответил Каспиан, отдав честь и поклонившись. Мы не будем ведать страха, первый магистр Каспиан, произнес Долор, отсалютовав в ответ. Прояви себя с лучшей стороны. Ультрадесантники вокруг них живо и с шумом отдали честь. Мы и в самом деле не ведаем страха, Валент, спросил Каспиан. Возможно, эта ночь в течение одного часа стала свидетелем смерти четырех сыновей императора. Эти страшные факты все еще должны быть подтверждены, ответил Долор. Один может быть, заметил Каспиан. Он провел Тетрарха по оборонительной платформе к участку стены, который был мокрым от крови. Вокруг стояли ультрадесантники, склонив голову. На дорожке лежало изломанное тело вулкана, окруженное большим пятном крови. В душах наших братьев Саламандр, сказал Каспиан, вулкан был живым, но это уже не так. Долор собрался ответить, когда сработали датчики жизнедеятельности каждого воина поблизости, включая его собственные. Они были настроены на максимальный уровень еще до наступления темноты в надежде найти ночного призрака. В пяти метрах от них возник совершенно новый сигнал. Великая Терра, воскликнул Каспиан. Лежавший в луже крови вулкан сел. Он уставился на них глазами, похожими на красные солнечные ядра. Милорд, обратился Долор шагнув. Мой почтенный лорд вулкан, мы... Вулкан проигнорировал его и поднялся. Он сделал несколько глубоких вдохов, словно принюхиваясь и пристально посмотрел на яркое пламя, пылающее в квартале сокровищницы. Милорд не отступал Долор. Вы поговорите с нами, расскажите где были, что с вами произошло и как попали к нам. Милорд, я... Вулкан не оглянулся. Он скачил на вал стены эгиды, раскинул руки и прыгнул. Величественный примарх падал подобно ныряльщику головой вниз, в темно-зеленый парк под Каструмом. Двадцать На одной стороне Убей во тьме и тебя назовут чудовищем. Убей при свете звезд и провозгласят Богом. Ноктюрниада Одиннадцатый цикл Они быстро шли по подсистеме округа страйка через древнюю, но хорошо сохранившуюся сеть коллекторов, водоотводов и ливневых стоков, которые находились под мощенными улицами и великолепными проспектами. Изредка сквозь точные решетки на них падали яркие лучи света. Нарик толкал его перед собой, развязав руки, но затянув грязную веревку на шее. Ты слышал взрыв? Это могло быть что угодно. Скажи, что это не так. Я ничего не могу сказать вам, Нарик. Уважение! Я ничего не могу вам сказать, милорд, повторил тихим голосом Джон Граматик. В такой близости от вашего ожерелья я полностью лишен своих сил и мне больно. Жаль. Тогда скажите мне, что вы знаете? Нарик остановился. Они только вошли в резервуар широкого и круглого в сечении ливнестока. У их ног плескалась темная с едким запахом вода. Похоже на падение самолета недалеко от того места, где я тебя схватил. Туда стянут силы безопасности. Я вполне могу сражаться с ультрадесантниками, но не со всеми сразу. Поэтому мы идем. Куда? «Вперед!» прошипел Нарик, дернув за веревку. Джон пошатнулся, а шея болезненно дернулась. «Послушайте, Нарик, Милор, я могу принести больше пользы». Нарик из слова внимательно посмотрел на него. «У тебя полно уловок и хитростей, Джон Грамматик, или Керап Сибатон, или кем ты еще являешься. Я это понял после нашей встречи на Траорисе». Джон кивнул. «Да, чертовски верно». Он провел указательным пальцем по внутренней части петли, чтобы ослабить ее. «Если бы я мог сбежать от вас, Нарик, я бы так и сделал. По крайней мере, в этот раз я честен. Вы опасны и не доверяете мне. Вы всегда были на волосок от того, чтобы убить меня. Но это, Нарик из слова, не самая лучшая ситуация для нас обоих». Джон шагнул к нахмурившемуся несущему слово. Вокруг лодыжек колыхалась и листая вода. «Есть союзники похуже космодесантника», сказал он. «Как и есть союзники похуже вечного». «Конечно это верно, только если они объединят усилия. Снимите ожерелье». «Нет». «Снимите его». «Нет», отрезал Нарик, «я не глупец». «Ты очень силен и вмиг устроишь мне аневризму мозга или что-то похожее». Джон пожал плечами. «Вполне возможно», ответил он. «Хотя это был бы худший вариант, но по крайней мере быстрый». «Ты мог бы сделать это?» спросил Нарик. «Конечно же нет», выпалил Джон. «Я телепат, а не телекинетик». «Я способен на многое, Нарик, прочесть ваши мысли или позволить вам увидеть мои, говорить на любом языке, быть кем хочу, проверить район на наличие психической активности или даже заглянуть в призрачные переплетения ближайшего прошлого и будущего. В данный момент подошла бы любая из этих возможностей. Было бы неплохо обладать более определенной боевой информацией, чем что-то упало, поэтому мы должны бежать». Нарик заворчал. «Я мог бы изучить обстановку», сказал Джон, «сказать, где находятся ультрадесантники, вести нас, предупредить о приближении противника, найти то, что мы ищем». «Ты опасен», прошептал Нарик. «Как и вы. И сейчас, милорд, блокирование моих способностей только ухудшает наше положение». «Я не доверяю тебе», сказал Нарик, собираясь снова дернуть зажатую в кулаке веревку. «Я знаю», ответил Джон, «но вы хотите использовать меня в качестве оружия, чтобы убить вашего дрожайшего и любимого примарха, поэтому, мне кажется, вам, наверное, стоит начать немного доверять мне, иначе вы никогда не получите шанс осуществить свой замысел. Оружии необходимо любовь, уважение, заботливое обращение и возможность на использование присущим ему способом. Спросите у своего меча или у этой абсурдной огромной винтовки». Джон приблизился еще на шаг, веревка между ними провисла. «Нарик, весь вопрос в доверии. Позвольте мне открыть свой разум, позвольте нам увидеть мысли друг друга. По-моему, у нас много общего, больше, чем вы представляете. Несмотря на всю нашу несхожесть, мы на одной стороне». «На одной стороне?» спросил тихим и глухим голосом несущие слова. «Да, мы за одно. Мы не похожи на стрелки часов в полночь. Мы никогда не придем к общему мнению по одному вопросу. Но подумайте о стрелках в шесть часов». Он прервался на секунду. «Вы ведь знаете, что такое стрелки указывают противоположные направления, но образуют прямую линию», пояснил Джон. «Они действуют заодно». «Понимаю». «В самом деле», Нарик кивнул. «Это метафора, означающая сотрудничество двух людей, у которых противоположные цели, но много общих ценностей». «Верно. Черт побери, это верно». Нарик задумался. «Я один», в конце концов признался он. «Я пошел против всего легиона, убил немало своих братьев, но мой легион предал, поэтому для остальных я чужой. Ни один лоялист никогда не поверит мне, ни имперский кулак или железнорукий, а после Калта ни один благородный ультрадесантник. Я проклят для всех, все что я могу сделать и скупить вину, очистить и восстановить мой легион, ведь когда-то он был так сочувствую вашей утрате, признался Джон, и это не издевка, вы до смерти пугаете меня, нарек от слова, но и восхищаете тоже. Ход войны гора определен, братья несущих слово на неверной стороне, вы ввергли себя во тьму, поэтому пойми меня, я поражен вами, вашей стойкостью и верностью изначальным высоким принципам вашего легиона. Вселенная считает всех несущих слово предателями, еретиками и мятежниками, но вы единственные восстали против их бунта, меня это восхищает, вот почему я даже раздумываю над тем, чтобы помочь вам, он пожал плечами, но я хочу, чтобы вы позволили мне прочесть ваши мысли, чтобы удостовериться в истинности слов, несущие слова манипулируют истиной, ваша история может быть просто способом провести меня и получить копье для ларгара, это не так, докажите, нарек надолго задумался, в моей одиночной миссии товарищ пригодился бы, прабарматалон, боевой брат, союзник, даже человек на моей стороне, снимите ожерелье, попросил Джон, давайте узнаем, где мы находимся, давайте действовать сообща, нарек секунду молчал, я не доверяю тебе, Джон грамматик, сказал он, я знаю, ответил Джон, но здесь больше никого нет, а вам нужно кому-то довериться, нарек помедлил, а потом снял петлю с шеи Джона, он перекинул зачехленную винтовку через плечо, вздохнул и извлек из кобуры болт пистолет, легионер навел оружие на Джона, а другой рукой потянулся к кнопке сбоку психического ожерелья, нарек нажал ее, на глубоком психическом уровне частично прекратилась вибрация, ноющая тупая боль в затылке, которая несколько часов изводила Джона стала проходить, ощущение было неприятным и вызывало тошноту, Джон покачнулся и оперся о стену ливне стока, разум быстро стал осознавать окружающую среду, восстановившаяся психическая обратная связь была перегружена, нарек настороженно следил за ним, он отстегнул ожерелье и вручил его Джону, не заставляй меня жалеть об этом, сказал легионер, о, он не станет, раздался голос позади них, нарек развернулся со сверхчеловеческой скоростью, чтобы определить источник голоса, пистолет дергался по сторонам, выискивая цель, из-за угла кирпичного водостока вышла удивительно неряшливая фигура в меховом полушубке, это был Дэймон Пританис с сюрикеновыми пистолетами в обеих руках, извини за опоздание, сказал он и открыл огонь, благословенная леди передает привет, нарек выстрелил один раз, но сюрикены уже пронзили его кисть, руку и плечо, сбив прицел, болт прошел мимо и угодил в потолок водосточного тоннеля, выпущенная Дэймоном очередь свистящих мономолекулярных дисков растерзала легионера, Дэймон Пританис не стал экономить боеприпасы и прибег к технике палец-перышко, которую применил против приценталианца, ему противостоял космодесантник в полной броне, шквал бритвенно-острых снарядов и скромсал на река из слова и стену туннеля за его спиной, Джону пришлось прыгнуть в грязь, малыш Джонни выкрикнул Дэймон продолжая стрелять иди к папочке время уходить на рек рухнул воду царапая пальцами по беленую кирпичную стену Джон поднялся и пошатываясь направился к Дэймону ты чертов идиот завопил грамматик он был в моих руках я полностью убедил его Дэймон кивнул верно он плясал под твою дудку ты ведь справишься с воздействием этого ожерелья не так ли? ты залез ему в голову нет я говорил с ним он был у меня в руках я уговаривал его плюнь на это ответил Дэймон жизнь слишком коротка вот в чем твоя проблема Джон тебе нравится решать проблемы сложным способом ты не любишь пачкать руки ты слишком благороден пошли отсюда они побежали к следующему водоотводу что ты здесь делаешь спросил его Джон он на секунду замедлился и поморщился что? спросил Дэймон в чем дело? в моей голове она слишком долго была блокирована возвращаются все ощущения и в этом мало приятного я задал тебе вопрос Пританис что ты здесь делаешь? Дэймон ухмыльнулся все как обычно Гахет попросил меня проследить что ты действуешь согласно плану ты меня подстраховываешь? да, конечно а если тебе покажется что я проваливаю задание? Дэймон Пританис сжимая гухру в одной руке и мех мини-тай в другой пожал плечами считай что я тебе мешаю только чтобы преподать урок сказал он а затем рассмеялся я скажу тебе что ты испортил ответил Джон все это задание кабалу ни в коем случае не стоило присылать кавалерию кавалерия и я знаешь когда-то я в самом деле служил в ней в седьмом кавалерийском скажу тебе эти локата ты понял о чем я сказал Джон как и ты знаешь ведь что им пришлось заметил Дэймон ты колебался неправда еще как это задание необходимо выполнить быстро вулкан должен умереть именно так должно все произойти таков план ты достал копье Джон указал на сумку в руке хорошо сказал Дэймон молодец это все что имеет значение давай закончим дело я буду тебе помогать буду твоим гарантом итак расскажи Джонни как будет проходить операция Гахет не вдавался в подробности я отдам копье примарху и тот с его помощью сможет убить одного из восемнадцати вулкана ага нам известно почему цель вулкан это всего лишь очередная версия позиции Альфарий сказал Джон Гор должен выиграть эту войну и выиграть с такой беспощадностью чтобы охватить всю человеческую расу которая заберет порчу изначального уничтожителя с собой в могилу победа Гора и гибель нашей расы это погребальный костер на котором сгорит хаос это означает что главные игроки лоялистов подобные вулкану должны быть изгнаны или устранены что насчет копья спросил Дэймон какому из братьев вулкана ты дашь его я имею ввиду тех кто находится на Маккраге я не думаю что Желеман или Лев пожелают проткнуть повелителя Ноктюрна на этой планете есть еще один подходящий кандидат сказал Джон Граматик тут есть еще один примар кто Керс ответил Джон Дэймон остановился и присвистнул Керс этот маньяк на Маккраге вот именно сказал Джон последнее что я почувствовал прежде чем меня схватил несущие слова это то что ночной призрак высадился на планете Дэймон вздрогнул он посмотрел на потолок коллектора черт возьми я не соглашался на Конрада Керса что ж Дэймон позволь мне высказаться следующим образом сказал Джон ох слишком поздно он не расслышал сардонический ответ пританица на него неожиданно обрушилась лютая головная боль почти заставив опуститься на колени из глаз потекли слезы Джон в чем дело психический дар Джона Грамматика вдруг вернулся в полную силу хлынувший поток восстановившихся чувств почти ошеломил его он ощутил отдельные ауры и ощущения цивитоса их было слишком много он словно переключался между каналами вокса громкость которого была увеличена до предела Грамматик старался взять поток под контроль Вечный ощутил отчаянные волны боли гнева ярости он посмотрел на Дэймона я чувствую попытался объяснить Джон мои силы вернулись быстро ох что хорошо что мы не рассчитывали на Желемана или Льва сказал Грамматик стараясь держать себя в руках почему насторожился Дэймон Желеман погиб Лев тоже они мертвы пританец ты шутишь не поверил Дэймон скажи мне что это чертовски хорошая шутка если бы ответил Джон его трясло от силы психического напора чувство боли и утраты очень сильное оно исходило из разума в сотен ультрадесантников и темных ангелов возьми себя в руки давай же если это правда тогда ты мне нужен в форме Джон тяжело сглотнул и кивнул да верно я буду пробормотал он просто слишком большое давление тебе не понять представь что ты на несколько часов оглох а затем слух вернулся и все жители города одновременно закричали обеспокоенный Дэймон не отрывал глаз от грамматика я в порядке заверил Джон становится легче он оглянулся ты не убил его сказал грамматик несущего слова да проклятие я думал что сделал все как надо не сделал ответил Джон я чувствую его он встает и пойдет за нами в выслеживании он хорош Дэймон тогда нам лучше не стоять на месте заметил Дэймон они поднялись по каменному водостоку на улицу до рассвета оставалось несколько часов небо заполнили самолеты из крепости серьезные поиски заметил Дэймон Керс этой ночью вырвал сердце крепости ответил Джон они охотятся на него и вулкана ты можешь найти кого-нибудь из них Джон замолчал сосредоточившись Керса нет иногда мне удается прочесть его а потом он становится абсолютно невидимым Дэймон словно может скрыть свой разум когда мне удается найти ночного призрака ощущение просто невыносимо но остальное время он незаметнее тени а что насчет вулкана спросил Дэймон подожди я стараюсь они оба нужны нам сказал Дэймон они медленно шли по глухой улочке между двумя большими авеню Джон сосредоточился он настроил свой разум на мысленную сигнатуру вулкана с тех пор как вступил на Маккараги это было непросто сделать посреди города наполненного возбужденными и незащищенными разумами а также из-за запутанных мыслей примарха он улыбнулся в чем дело спросил пританец думаю я нашел вулкана он движется к югу от нас юго-востоку направляется в округ аномии Дэймон кивнул что он там делает понятия не имею его сложно прочесть он в последнее время не совсем себе отлично мы выслеживаем сумасшедшего примарха ага разве кабал тебе не сообщил об этом гахет не проинструктировал надеюсь они дали тебе достаточно боеприпасов и надбавку за риск Дэймон нахмурился но ты нашел его да по прежнему никаких вестей о Керзи пока нет ответил Джон ну один из них это начало хорошая работа Джон ты выглядишь довольным собой так и было концентрация на мысленной сигнатуре вулкана открыла кое-что Джону вызванная жерельем Нарика принудительная психическая изоляция позволила разуму вечного спокойно и подсознательно разблокироваться Джон вдруг смог четко осознать что именно запечатал в его разуме канал провидца он понял что хотел от него эльдрат ультран понял как это сделать и почему Джон глубоко вдохнул в конце концов он узнал способ каким мог бы послужить силам света он мог отринуть пожелания кабала и сражаться за свою расу наконец он мог бы должным образом помочь сородичам сделать то что он просто желал с тех пор как сена хозяева втянули его в войну гора конечно это будет стоить ему жизни но едва ли такая цена оказалась большой они замолчали и пошли по улице следуя дорогой которую Дэймон нашел в инфопланшете и которая приведет их в округ аномии кратчайшим путем сверху присев на выступающей декоративной водосточной трубе за ними следила тень Керс облизнул губы эта деталь была новым восхитительным дополнением головоломки его разума новые образы приходили к нему с того момента как он вышел из пруда нимфея безумный случайный поток сновидений наяву показал ему вероятность по имени Джон Граматик в нем было нечто любопытное Керс не был уверен что именно но Граматик был необычным странным человеком он каким-то образом был многими людьми одновременно или же одним человеком с необъяснимыми пространственными размерами в частности его четвертое измерение время было растянутым удлиненным это не имело значения последние отражения особенно отчетливо показали Керсу одну вещь это было копье которое могло убить вулкана и кроме того Граматик собирался отдать копье Керсу чтобы тот мог использовать его он использует его чтобы закончить то что начал в железном лабиринте и тогда эта ночь станет идеальной утро явит Конрада Керса который снизошел словно затмение на яркий макраги и за один темный отрезок времени убил трех сыновей императора включая того который предположительно не мог умереть это достижение будет фундаментальным величайшим и ритуальным сокрушительным надменный желеман тщеславный лев неумирающий вулкан все трое за одну единственную ночь гор может отправляться в арб ни одно из его достижений не было даже наполовину столь впечатляющих Конрад Керс собирался наречь себя величайшим и самым жутким сыном императора он добьется этого нанеся империуму своего отца намного больший урон чем сумел до настоящего времени Луперкаль он добьется этого не сменой государства или правителя но полным уничтожением галактики они умрут все примархи умрут и умирая не станут свидетелями абсолютного великолепия его ужаса Керс поднялся два человека на пустой улице под ним быстро исчезли из виду примарх распахнул изорванный плащ и прыгнул на следующую крышу 21 сны и видения есть только один способ видеть при помощи собственных глаз смотрящих прямо перед собой Рогалдорн принципы звуковой защиты солнце взошло быстро оно было ярким и теплым он смотрел на отражавший свет воды залива он попытался расслабиться фермеры трудились с самого утра закинув косы за плечи они начали подниматься по горным склонам из колонии еще до рассвета он слышал как люди непринужденно болтали и смеялись кося траву которая подбиралась к черным залам соты впрочем он слышал это уже два часа он чувствовал сильный запах свежескошенной травы заполнивший ранний утренний воздух Желеман сидел на заросшем травой выступе на верхнем склоне фароса он вытер рукой лоб Сота хорошая и мирная планета все силы и факторы которые требовали возвращения на Макраги летний свет так или иначе сумел смягчить Желеман к своему студу понял как сильно он истосковался по мирной жизни Сота была похожа на мифический Эдем на нерациональный миг Робао Желеман пожелал Дантиоху чтобы его усилия по повторной настройке фароса оказались неудачными и он никогда не вернулся бы домой часть его знала что он мог бы прожить оставшуюся жизнь на соте в полнейшей безмятежности обнаженный по пояс и загоревший небрежно косящий траву из года в год это было просто мечтой такая обычная пасторальная судьба не для существ подобных Робауту Желеману судьба приберегла для него в грядущем обязанности и ответственность которые сильно отличались от того что ожидало честного фермера никаким фермерам не отведена роль в заключительной битве с гором он услышал тяжелые скрипящие шаги приближавшиеся к нему и посмотрел в ту сторону повелитель произнес сержант арк отдавая честь он принес с собой знамя роты вольно арк ответил Желеман броня арка блестела на солнце ты слишком стараешься добавил он повелитель когда я прибыл сюда прошлой ночью твой доспех и так был в отличном состоянии как и у всех боевых братьев роты я запомнил это сегодня утром ты полировал броню на грани безумия здесь мой примарх обиженно ответил сержант неожиданная проверка поста что еще я могу сделать Желеман встал и посмотрел на него извини арк мое замечание было мелочным и неуместным твоя броня в безупречном состоянии а стартес кивнул и поставил знамя древком на землю повелитель произнес он я ультрадесантник слишком сильно стараться в этом же наша суть ведь так примарх улыбнулся и отдал честь арку докладывай брат разрешил он кузнец войны Дантиох говорит что мы можем начать проверку через час передай ему что я приду сержант отдал честь и ушел Желеман повернул лицо к солнцу и запрокинул голову брат он обернулся и увидел льва который спускался к нему по склону за ним шел взволнованный молодой скаут эгиды брат ответил вопросом на вопрос Желеман лев присел на валун повелитель первого легиона выглядел уставшим и раздраженным он обхватил колени руками Робаут начал он тебе стоит выслушать этого молодого неофита как тебя зовут парень Абердеи повелитель ответил ультрадесантник расскажи это Робауту извиняюсь расскажи это примарху который перед тобой расскажи ему то же что и мне Астартес посмотрел на Желемана все в порядке рассказывай сынок благородный лорд первого расспрашивал меня об этом месте и об особенностях здешней караульной службы возможно я наговорил лишнего если и так то ничего не изменится если ты все повторишь говори Абердеи никаких последствий не будет значит про это место повелитель оно странное оно было таким все время что мы здесь находимся Фарас он вызывает сны если вы пробудетесь здесь достаточно долго или живете здесь как мы то сны просачиваются в вас они такая же неотъемлемая часть горы как трава камни и воздух скаут посмотрел на Желемана надеюсь вы верите мне повелитель верю примарх думал о сне в котором он только что отказался от власти и прожил жизнь в беззаботной пасторальной идиллии Фарас усиливал ощущения благодаря ему истинные надежды казались очень реальными всего лишь ночь рядом с ним дала плоть его скрытым желаниям отринуть долг и обязанности мы начали замечать вещи которые были частью наших снов продолжал Абердей мы научились понимать их важность кузнец войны Дантиох да будет благословен на его кровь сказал нам что Фарас светит благодаря эмпатическому резонансу это многое объясняет мы все чувствовали его мой достойный командир сержант Арк видел сон ему снилось что темные ангелы прилетели на Маккраги и вот это произошло спустя два дня всего две ночи назад капитану Адалу снилась кровь и он проснулся выкрикивая имя Керс Керс спросил Желеман они видели как он прилетел ответил Лев благодаря маяку произнес Желеман благодаря маяку и его ксенофункции согласился Лев Робаут посмотрел на скаута это еще не все так спросил он конечно не все заметил Лев все в роте сначала думали что сон о темных ангелах был всего лишь совпадением снова заговорил Абердея но сон о Керзе убедил нас что это было нечто большее прошлой ночью я видел сон милорд расскажи мне его сынок расскажи мне что тебе приснилось Абердея рассказал Близился рассвет холодный и мрачный рассвет над Каструмом и высокими башнями крепости клубился серый дым наследие кровавой ночи которая подходила к концу воздушные корабли и наземные войска крепости продолжали систематично прочесывать обширные кварталы Цивитоса пока им не удалось найти то что они искали и никто не смог бы с уверенностью заявить что кровавая ночь не станет прелюдией кровавого дня Джон и Дэймон двигались по страйка на юго-восток в соседний район Аномии изо всех сил стараясь избегать поисковых патрулей чтобы не допустить гражданских на улице ввели военное положение Джон шел первым ориентируясь на след поврежденных мыслей вулкана стоял предрассветный бледно-голубой час пустынные величественные улицы Аномии казались опустившимися под воду Это напомнило грамматику о последней встрече с провидцем Каждые несколько минут им приходилось укрываться в подземных переходах или под портиками когда поисковые машины ультрадесанта завывали над головой или грохотали впереди на перекрестках Ни один из них не знал что по крышам за ними следует темная тень Чем больше Джон думал над планом провидца тем сильнее волновался Это изнуряло Никакой долг он раньше не желал исполнить с такой страстью Он воспротивился воле Кабала отверг их идеологию и контроль У Джона появился шанс бороться как человек и на стороне человечества Вот только это будет совсем непросто Он надеялся что у него хватит умений разума и решимости пережить это Кабал хотел видеть вулкана мертвым поскольку они понимали какую эпическую роль он будет играть в последней битве против Гора и Варпа Он должен был стать одним из самых несшибаемых защитников древней Теры Кабал не хотел чтобы он выжил и исполнил эту роль Эльдрат Ультран видел дальше Он видел безумие вулкана помешательство которым наградил гордого примарха нечестивый ночной призрак При таком раскладе вулкан уже выбыл из игры Он никак не мог исполнить судьбу предсказанную ему Кабалом Если Джон вообще ничего не станет делать то его задание можно считать технически выполненным Копье мощное оружие В руках примарха оно могло убить любого даже неубиваемого В руках Вечного Предположение Эльдрата заключалось в том что при тех же действиях результат будет иным Усиленное прикосновение Вечного Копья может исцелить а не убить Если Джон сможет ударить возможно вулкан излечится Вместо того чтобы убрать вулкана из войны Джон Грамматик спасет его и поможет одному из самых сильных сыновей императора и самых мощных союзников Были препятствия которые необходимо преодолеть Скрывавшийся где-то в Цивитосе Керс был одним из самых значимых из них Ультрадесант и власти МакКраги были другим да и сам вулкан был проблемой Как в одиночку подобраться так близко чтобы суметь нанести удар безумному сверхагрессивному примарку Конечно же не стоило забывать и о Кабале и о Генте которого они прислали к Джону Он давно знал Дэймона Пританиса Они и в самом деле никогда не были друзьями но все же имели и немало точек соприкосновения Они оба были вечными но сильно отличались Джон всегда прежде всего был шпионом секретным агентом который работал под прикрытием и действовал используя маскировку и манипулируя информацией Дэймон называл себя солдатом но он был никем иным как убийцей ассасином безнаказанно забирающим жизнь Дэймон Пританис не задумываясь заберет и его жизнь если решит что Джон отказывается от задания или нет пока они шли Джон наблюдал за напарником за его легкой походкой случайными движениями потертым полушубком и грязными ботинками за этими спокойными действиями на самом деле скрывалась инстинктивная боевая готовность в Пританисе было сомнение было страдание как и Джон он служил слишком долго и против своей природы Джон чувствовал в Дэймоне большую обиду спрятанную глубоко в душе над ними пролетел штормовой орел медленно кружа на воющих двигателях исследуя сине-белыми лучами прожекторов переулки и пешеходные дорожки между хабами и инсулами Джон и Дэймон нырнули по дарку ожидая пока он улетит могу я у тебя кое-что спросить конечно как я сохраняю такое спокойствие пока ты дрожишь от каждого резкого звука и случайности потому что ты Джонни псайкер а я боец ну не об этом но спасибо за оценки Джон замолчал затем произнес как ты живешь с этим с чем как ты служишь кабалу Дэймон пожал плечами они хорошо платят ответил он я думал так же но они используют нас как оружие против собственного вида Дэймон поморщился это означало я хочу чтобы ты прекратил потому что мы уже сто раз начинали этот бессмысленный разговор у тебя и в самом деле проблема с этим заданием не так ли а у тебя нет ответил Дэймон черт нет он выглянул и посмотрел улетел ли десантно-штурмовый корабль достаточно далеко чтобы они смогли продолжить путь еще нет он отступил назад и хмуро уставился на Джона я согласился служить им произнес пританец я солдат я верен разговор окончен я могу прочитать что нет Дэймон подался назад его глаза расширились от испуга убирайся из моей чертовой головы грамматик я не приглашал тебя Джон поднял руки показывая что не собирается ничего делать я и не пробовал к тому же ты защищен заметил он очень талантливая варт-магия Дэймон кабал не брезгует ничем не так ли все средства хороши пританец откинулся на каменную стену почесал виски и вздохнул послушай Джон если хочешь знать правду то меня это достало все это меня достало служить этим идиотом-ксеносом меня бесит что человечество должно пасть чтобы спасти космос в этом я похож на тебя но я сказал тебе правду я согласился служить я солдат я верен они показали мне картину целиком и я принял ее мне это не нравится но я это принял они показали мне высшее благо я солдат Джон я понимаю что такое целесообразность прагматизм и неизбежное зло все мы когда-то были солдатами и этот опыт научил меня силе товарищества Дэймон фыркнул да прекрасно мое сердце больше чем ты думаешь грамматик и все происходящее причиняет мне большую боль чем ты догадываешься что ж может я и не солдат а просто убийца ассасин в этой роли кабал использует меня последние несколько тысяч лет я работаю хорошо я работаю кроваво первой моей жертвой стала моя собственная совесть это было милосердным убийством у тебя она еще осталась Джонни и мне искренне жаль тебя за это он улыбнулся Джону словно поделился глубокой и искренней правдой окей спросил он Джон улыбнулся его архаическому наречию ты говоришь как кол заметил он этот неудачник кисло спросил Дэймон хрен с ним Джон если хочешь увидеть что происходит с человеком который слушает свою совесть то посмотри на Алания отшельника Персона этот угрюмый старый ублюдок мог бы использовать свои дары его благо но где он Джон улыбнулся улыбка выглядела как на этом ты меня подловил он очень надеялся что Кабал ничего не узнал про его опасную тайную помощь Олу на Калке также он надеялся что им ничего не известно о новой цели которую он перед ним поставил Ол неохотно согласился на неблагодарное и очень опасное путешествие предложенное Джоном его действия вызовут ненависть Кабала в этом Джон не сомневался вот почему он не мог сделать это сам вот почему ему пришлось использовать Ола похоже они оба собираются сражаться за человечество и против интересов Кабала воистину наступала эпоха недовольства и восстаний Дэймон посмотрел на Джона он улыбнулся но в улыбке было совсем мало теплоты пошли Джонни ты получил свой момент я понял что тебе это совсем не нравится жаль это жестоко как кто-то недавно сказал плак-плак слишком поздно мы собираемся сделать это мы собираемся сделать это правильно и все закончить мы намерены выполнить это проклятое задание даже если оно убьет нас это может и в самом деле произойти заметил Джон это обычное дело ответил Дэймон я готов всегда был готов а что будет если откажусь Дэймон штормовой орел улетел Дэймон вышел на тротуар и оглянулся на Джона почему бы тебе не попробовать сделать такую глупость весело спросил он кроме того я не позволю тебе отказаться вот для чего я здесь я хочу служить произнес Фафанер Бладбродер ты уже послужил брат заверил его Вер Каспиан и послужил достойно войдя в зал аудиенции резиденции вожак стаи из уважения поклонился новому первому магистру ультрадесанта он с усилием поднялся с колен пришлось облокотиться на секиру Керс убил одного из твоей стаи а троих отправил в Апотекарион тебе тоже следует вернуться туда твоя служба мы охотники ответил Фафанер Керса необходимо остановить разрешите способным сражаться воинам стаи отправиться в город и мы найдем его для реванша спросил стоявший рядом с Каспианом Долор Фафанер заворчал волк твои отважные деяния известны всем сказал Вер но мы даже не знаем жив ли Керс вы видели его труп нет значит он еще жив прошу тебя разрешить волку помочь вам произнесла Ойтен она стояла рядом с командирами легиона обхватив себя руками ее лицо выглядело как никогда бледным и изможденным космические волки показали самую преданную и впечатляющую верность верховенству закона я обязана им жизнью Фафанер посмотрел на нее и благодарно кивнул и все же мне бы хотелось чтобы вожак стаи уделил время своим ранам прежде чем нанесет их другим добавила управляющая это ерунда ответил блатбродер за тобой остается кровавый след я позволю тебе охотиться согласился Каспиан но ты дождешься завершения первых поисков надо увидеть их результат если к тому времени мы не обнаружим Керза то волки смогут присоединиться к охоте Вер посмотрел на ожидавшего неподалеку Тимура Гантулгу стоявшего в первом ряду среди своих боевых братьев и железных рук и иронок леви просьба белых шрамов принимается на таких же условиях было проницательно предвидеть что Керз уйдет из крепости в резиденцию вы как и волки отлично понимаете его тактику как нас может утешить тот факт что белые шрамы и космические волки мыслят так же как Конрад Керз спросил Фарид Редлас Долор резко посмотрел на него я хочу договорить произнес темный ангел возможно мы сможем многому научиться у наших диких братьев например манером предложил Тетрарк повелители леди ойтен они повернулись и увидели как в зал вошел хромавший тит прейта его лицо исказилось от боли видимо он как и фафонер блатбродер не стал тратить время на апотекарион прошу всех проследовать за мной быстрее без лишних церемоний произнес он они направились за ним вышли из зала миновали украшенную знаменами террасу и вошли в читальный зал резиденции в нем стояли ряды стеклянных шкафов с книгами и планшетами смотрите произнес библиарий в одном из углов появилось необычное свечение несомненно это был другой свет перемещенное освещение характерное для настроечного поля фароса странный свет пугающе отражался от стеклянных шкафов полагаю это кузнец войны Дантиох пытается повторно настроить связь пояснил Тит хоть какие-то хорошие новости прокомментировал увиденное первый магистр нам следует оставить стражу чтобы отследить как улучшается соединение сказал Прейта и еще нужно организовать патрули в резиденции крепости в прошлый раз место постоянно менялось прежде чем удалось настроить постоянную связь первый магистр собрался отдать распоряжение но замер когда потусторонний свет омыл их ярким мерцающим сиянием поле увеличилось и неожиданно обрело четкость перед ними полу появлялась фигура похожая на тень полуночного мертвеца было невозможно определить кто это я так и знал что получится раздался вокруг них голос разве я вам не говорил что получится кто это позвал Каспиан кто обращается к нам с далекой сотой коммуникационная область замерцала а затем исчезла стороны свет вытек из читального зала Вер, Долор и остальные офицеры ультрадесанта переглянулись боюсь что на этом могут потребоваться дни или недели произнес Прейта я не понимаю что это за трюк сказал Фарид Редлас но возможно нет нет не потерян неожиданно послышалось из шкафов и книг совсем не потерян терпение поле долго стабилизируется и все еще небольшая настройка и тишина могу поклясться что это голос Дантиоха высказался Долор повелитель Дантиох кузнец войны снова позвал Вер это МакКраги мы слышим тебя и почти видим я настаиваю что не потерян я не позволю ему потеряться голос был громким и резким неожиданно свет вернулся в этот раз он был еще ярче и устойчивее все невольно отпрянули когда часть читального зала превратилась в мерцающий черный глазурованный камень главной локации Альфа как если бы какой-то хитроумный театральный механизм поменял декорации на сцене четкость заднего фона была удивительной они почти чувствовали прохладные черные камни и сухой воздух передний план был несколько размытым создавая туманный силуэт человека или чего-то похожего на человека фокус сместился фигура стала такой же четкой как и задний план это был кузнец войны неловко севший в свое большое деревянное кресло на настроечном полу он выглядел уставшим и измученным человеком который опирался на грубый трон он был похож на старого короля умирающего королевства последний из своего рода устало ожидавший в тронном зале когда его жизнь его царствование и его имя станут историей как я и говорил объявил он совсем не потерян нестабильный но не потерянный милорд донтиох произнес первый магистр кузнец войны посмотрел на них милорд прейта ответил он рад вас видеть передача была на время прервана донтиох посмотрел налево встаньте правее фокус здесь я вижу прейта и остальных рядом с ним появилось несколько фигур которые встали рядом с ним два ультрадесантника и кто-то в желтой броне вне всяких сомнений имперский кулак Алексис Полукс как Полукс попал туда воскликнул кик как он не договорил позади сидевшего кузнеца войны появились Робаут Желеман и Лев все в читальном зале опустились на колени мои друзья и братья на макраге произнес донтиох не просите меня объяснить произошедшее потому что это очень сложно если кратко то я рад засвидетельствовать что оба примарха и благородный Алексис Полукс живы и находятся вместе со мной на соте хвала императору воскликнул Каспиан я боялся что потери этой ночи оказались слишком велики добавил Редлас остался небольшой вопрос как нам вернуться сказал Лев похоже нам удалось шагнуть через вечность простым усилием воли и необходимостью это не было осознанным решением скорее эмоцией он выступил вперед но не смог перенестись читальный зал каждый раз когда он заходил слишком далеко то просто пропадал из поля зрения вернувшись он разочарованно посмотрел на Донтиоха совсем не обязательно что это двусторонний процесс повелитель ответил Донтиох и вздохнул попробуйте сосредоточиться на вашей самой большой потребности в самом большом желании мне нужно загадать желание это похоже на сказку возможно подобные технологии и их функции корень подобных сказок ответил железный воин Лев нахмурился я не хочу оставаться здесь сказал он но попытка вернуться снова оказалась неудачной Желеман подошел к нему как и Лев он исчез не сумев переместиться Примарх покачал головой и печально улыбнулся Мстящий сын пережил неудачу с большим стоицизмом чем его брат он посмотрел на своих офицеров у меня есть новости начал он если я не смогу перейти к вам то должен хотя бы немедленно рассказать их и все же сначала ответьте вы Кер захвачен или быть может убит пока нет повелитель ответил Долор держи меня в курсе произнес Желеман кивну его необходимо схватить а пока я приказываю тебе немедленно привезти в готовность плод на Макраге идут гости ты должен быть готов встретить их будет исполнено ответил Каспиан Ойтен шагнула вперед я рада что хотя бы вижу вас повелитель Кер сказал мне что вы мертвы Кер сказал тебе обеспокоенно спросил Желеман прошлой ночью ему почти удалось убить нашу дорогую госпожу пояснил первый магистр Желеман бросился вперед на его лице читалась искренняя тревога он взял руки Ойтен в свои чтобы успокоить ее все в порядке он ранил тебя женщина улыбнулась сейчас я в порядке повелитель сказала Ойтен сейчас я в порядке посмотрите вокруг чего вы хотели примарх посмотрел и понял что прошел сквозь поле я ничего не хотел признался он только чтобы ты была невредима похоже я должен был оказаться здесь чтобы убедиться в твоей безопасности он оглянулся на льва он никогда не видел брата таким раздосадованным Желеман повернулся и протянул руку дай мне свою руку попросил он я не могу выругался лев ты нужен мне здесь брат настаивал Желеман он подался вперед схватил льва за руку и потянул лев вступил в читальный зал как ты сделал это спросил он брата думаю дело в том что с моими желаниями и надеждами я сильнее открыт я не подавляю их как ты брат поле не могло прочитать тебя в этом теоретическом возможно и есть кое-что практическое и нам стоит это запомнить лев задумался затем кивнул и положил левую ладонь на сжатую правую руку за ними мучительно перемещался на деревянном троне Дантиох последние усилия исчерпали почти все его силы он посмотрел на Полукса ты идешь спросил кузнец войны полагаю что поле пропустит меня ответил имперский кулак потому что я должен быть на Терре а Макраги на один шаг ближе к ней но мне кажется что тайны Фарреса лучше раскрыть двум товарищам которые работают вместе Дантиох протянул руку и Полукс пожал ее буду рад твоей помощи Алексис а я уже рад твоей капитан посмотрел на Желемана с вашего разрешения я на некоторое время останусь здесь повелитель мы будем работать дальше чтобы распутать тайны этого света и связи с моего благословения ответил мстящий сын Полукс отдал честь расскажите мне о Керзи обратился Желеман к своим офицерам как далеко мы продвинулись в его поимке какие еще преступления он совершил подождите вмешалась Ойкин вы сказали что мы должны подготовить флот для встречи кто прилетает на Макраге Рабаут еще один брат еще один ангел 22 где упал молот чтобы торжествовала жизнь необходима смерть буквальный перевод зашифрованный руной Кабала он вернулся туда где упал с небес наступал рассвет серый и пасмурный рассвет магно Макраге Цивитас выглядел раненым и напряженным его золотой блеск помер мерцали городские щиты сквозь них прибрежный ветер доносил раскаты грома и океанского шторма грозящего перекинуться на сушу и разбиться об отвесные стены короны Геры пролившись дождем на старый город вулкан вернулся туда где упал с небес его разум пришел в смятение и был ранен его облачение из некомплектованных частей украденного доспеха и поддоспешника было залито кровью его руки дрожали он шарахал сайт теней глаза стали похожи на тлеющие угольки иногда он начинал бормотать что-то бессвязное небесам или земле раньше земля была его другом тепло этой дружбы давно прошло разум вулкана кипел в огне он был жарче любой земной породы жарче любой магмы жарче любого ядра иногда он опускался на колени и стонал или рыдал касаясь руками земли а потом лица пачкая черную кожу серой как пепел пылью Керс испытывал его изучал пределы неестественной жизни брата и то что лежит за ее пределами Керс заплатят за это вулкана подсознательно тянуло к объекту который мог вполне недвусмысленно помочь в его месте Джон посмотрел на Деймона и кивнул они быстро перебежали опустевшую улицу и начали пробираться через обломки сгоревшего здания вдалеке грохотал гром воздух пах сажей и сожженной бумагой и еще химической противопожарной пеной Джон чувствовал как дождь шипел о городские щиты высоко в небе он сожалел что их не опустили и дождь не вычистил это место а заодно не вымыл весь город магна макраги цивитас находился в состоянии войны и его броня была постоянно застегнута на все пряжки Деймон достал пару слинг пистолетов это был ловкий давно отработанный жест слип-слип донеслось из-под полушубка он проверил их боекомплект Джон опустился на колени и открыл сумку думаешь он здесь спросил пританец грамматик кивнул разворачивая сверток который достал из сумки догадался или прочитал это разные вещи ясно прочитал он здесь приземлился Деймон посмотрел на кирпичную арку входа в четырехугольное здание заводы антимона прочитал он это место знавало и лучшие дни он врезался в него подобно метеору ответил Джон все сгорело хорошо что это здание забросили он встал держа копье в руках это оно спросил Деймон да не на что даже смотреть не так ли обычное дело для самых мощных вещей вот почему дамы любят меня Джонни улыбнулся пританец он подождал никаких комментариев даже вежливого смеха давай поспешим я не становлюсь моложе Деймон удивленно посмотрел на него я думал мы должны дождаться ну ты знаешь другого примарка заметил он это же должен сделать другой примарк разве нет разве не это они предвидели это значит нам нужен другой примарк нет нет я размышлял над этим в идеале нужен примарк но не думаю что это важно мы можем сделать это любой из нас ты или я нет они говорили нам совсем другое забеспокоился Деймон возможно но действуем мы и решать нам ответил Джон Керс слишком опасен он скорее помеха мы не можем управлять им мы даже не можем предсказать что он сделает вот в чем проблема на самом деле Керс большую часть времени психически не видим поэтому и они не смогли предвидеть текущую ситуацию если бы Кабал считал Керса единственным вариантом они бы вообще не пошли на это он посмотрел на пританеца если мы собираемся сделать это и сделать это правильно то сделать это должны мы это должен быть я Деймон долго и внимательно смотрел на него ты не собираешься втянуть меня в какое-то безумное дерьмо Джонни не собираюсь Джонни Джон грамматик повернулся и посмотрел на него ради Теры пританец мы собираемся совершить нечто что изменит ход истории галактики мы собираемся предать наш вид опять я просто скажу тебе что готов пойти на это поэтому дай мне передохнуть хорошо держа копье в правой руке он протянул левую можешь дать один спросил Джон Деймон посмотрел на парные слинг пистолета и понял что грамматик хотел от него хорошая попытка мрачно хмыкнул он вряд ли он будет вести себя спокойно у меня ничего нет кроме копья возможно нам сначала придется повергнуть его прежде чем я сумею им воспользоваться посмотрим как все пойдет я буду тебя прикрывать это ничего не изменит он примар деймон вздохнул убрал один из мурекхов в кабуру достал из-под полушубка короткий цепной меч и бросил его Джоне Джон поймал его заботься о нем произнес деймон снова доставая пистолет заботься о нем и он позаботится о тебе эта кроха разрубит кого угодно даже примарха они вошли в завод внутренний четырехугольный двор оказался ракритовой площадью засыпанной пылью песком и осколками черепицы и стекла каждую сторону двора образовывал массивный производственный цех по периметру которого пролегала галерея на столбах западное крыло сооружения сравняли с землей и разнесли в дребезги все выглядело как при попадании ракеты с термической боеголовкой Деймон и Джон двинулись вперед под ногами хрустели осколки потрепанный бродяга в черном меховом полушубке и высокий человек в темном костюме офицера репатриации из похоронного дежурного дивизиона как в тему подумал Джон удалось закрепиться на нем прошипел Деймон кравшийся вдоль северной стены и державший оружие на готове впервые на взгляд Джона он был похож на солдата возможно и через миллион лет Джон не сможет подражать его мастерству его готовности и его способности Джон сосредоточился он повсюду вулкан и он везде его разум так бушует так мощно мне нужно Джонни дай мне секунду я чувствую боль он тяжело ранен я чувствую это я чувствую это что это что это я чувствую что он почувствовал что-то из теней показался вулкан он направлялся к ним дерьмо выругался Деймон пританец вулкан был огромен его глаза сверкали покрытый пылью и грязью он был похож на ожившую гигантскую каменную статую последние 15 минут он копался в обломках на месте крушения в руках он держал молот это был его молот несущий рассвет вместе с которым он упал и который перенес его на маккраги он упал гораздо глубже того уровня где нашли тело самого примарка завыв обезумевший вулкан бросился на них дерьмо снова выругался Деймон быстро пятясь назад примарк широко замахнулся молотом рассекавший воздух удар шел под уген на высоте человеческой головы Деймон увернулся Джон бросился вправо оба вечных едва избежали смерти молот просвистел в воздухе и разрушил один из столбов во дворе Деймон нырнул так отчаянно что не устоял на ногах вулкан устремился к нему Деймон перекатился как раз вовремя чтобы избежать очередного удара который расколол брусчатку в том месте где он лежал мгновение назад Деймон перекатывался все быстрее используя боевые движения он выкатился за прямой радиус поражения вулкана встал на одно колено и открыл огонь «Сукин сын!» закричал он поля со всей мощи из обоих мурехов вулкан был в четыре раза массивнее него облаченный в броню разъяренный безумный примарх набросился на вечного подняв несущий рассвет британец израсходовал оба пласти кристаллических ядра меньше чем за четыре секунды вулкан был большой целью и Деймон выпустил тысячи острых как бритва дисков в его тело он искромсал его восемь или десять метров тротуара за вулканом стали похожи на гигантскую картину нарисованную забрызганной кровью и разрушенными тканями из сквозных ран и попаданий примарх упал на колени всего в нескольких футах от Деймона кровь била брызгами из сотен ран а затем он исчез не оставив ничего кроме слившейся в огромную лужу крови британец стал какого черта пробормотал он невдалеке поднялся и Джон дело в его молоте пояснил он он может телепортировать ох классно ответил Деймон он вытащил дымящиеся остатки из расходованных обоим и зарядил новые затем начал кружиться держа перед собой оба пистолета в вытянутых руках ты чувствуешь его? нет скажешь когда почувствуешь разумеется прошла долгая секунда британец озирался почему так долго? спросил он телепортационная задержка сзади завопил Джон Деймон успел развернуться и увидел как вулкан появился в вихре заряженной пыли он больше не выглядел как серо-грязная статуя он скорее походил на выход со стого света залитого с ног до головы кровью британец прищурился и снова открыл огонь да ты здоровый огромный ублюдок произнес Деймон под хлест его и пистолетов тебе нравится телепортироваться ты связался со мной тебе конец во второй раз безжалостный бритвенный ураган прорвался сквозь примарха Джон чувствовал как воздух стал влажным от крови вулкан шатаясь под смертоносным шквалом дисков двинулся вперед но сумел сделать только шаг или два он упал сначала на колени потом лицом вниз его тело и череп были изуродованы и деформированы избыточной мощью мурекхов совершенные структурные повреждения примарх попытался подняться он дрожал из него фонтанами била кровь опираясь на молот он встал на колени о да хватит уже сказал дэймон он шагнул вперед приставил гухруи мехмини тай колбу вулкана и вышиб ему затылок вулкан упал замертво дэймон посмотрел на Джона его лицо было забрызгано кровью вулкана он снова начал перезаряжать оружие руки дрожали я не знаю сколько раз смогу убить его отчаянно произнес он не будешь ли ты так любезен сделать это быстро Джон подошел к упавшему примарху поднимая копье медный запах крови был невероятно сильным вулкан снова воскрес на этот раз быстрее с каждым разом он воскресал все быстрее новая жизнь сменяла смерть все более устрашающей скоростью гнев вулкана стал таким что он не позволял смерти задержать себя ни на секунду он бросился на них взрывев от невыносимой боли его разрушенная голова все еще восстанавливалась воедино мышцы ткани плоти кости срастались прямо у них на глазах Дэймон изумленно выругался он даже не успел закончить перезарядку вулкан схватил его за горло и швырнул через двор приземление оказалось тяжелым Джон слышал как сломалась кость вулкан повернулся к нему я могу помочь вам произнес Джон пожалуйста я понимаю вашу боль я знаю что это такое боль жизни и смерти жизни и смерти после жизни и смерти я понимаю пожалуйста позвольте мне помочь вам вулкан приближался пристально глядя на Джона грамматика он тяжело дышал из искромсенных заживающих легких вырвался хрип кровь текла из множества затягивающихся резаных ран я понимаю повторил Джон стараясь успокоить я понимаю одновременно отправил он примарх слегка вздрогнул я понимаю умирать тяжело умирать значит страдать поверьте мне я пережил это пожалуйста лорд вулкан позвольте мне помочь вам позвольте пожалеть вас позвольте вылечить вас вулкан остановился он продолжал истекать кровью его полуразвалившаяся броня была усеяна острыми пробоинами медленно и нерешительно он протянул Джону грамматику руку и в этот момент его голова исчезла в тумане из крови и мозгов почти обезглавленный примарх упал а эхо выстрела еще долго разносилось по двору забрызганной кровью Джон отшатнулся показался нарик опускавший снайперскую винтовку бронта он подошел к вулкану и всадил в тело упор еще два болта он мертв произнес несучее слово ненадолго ответил Джон нам хватит используй копье делай свое дело и пошли со мной Джон неожиданно стал очень тихим температура вокруг опустилась на 10 градусов он здесь потрясенно произнес Джон кто кто здесь спросил нарик удивительно длинная тень спрыгнула с прямолинейной крышей и приземлилась между ними затем медленно выпрямилась я видел тебя прошипела она Джону грамматику неожиданно я увидел тебя в своих снах наяву у тебя есть кое-что нужное мне отдай мне копье Джон покачал головой никогда нарик зарычал и поднял винтовку собираясь выстрелить в Керза но примарк не глядя ударил его брызнула кровь а стартес отлетел на несколько метров отдай мне копье повторил Керз никогда ответил Джон грамматик никто и никогда никогда не отказывает мне прошипел примар да произнес стоявший в нескольких метрах Дэймон Пританис добро пожаловать в новый неизвестный болезненный мир и открыл огонь по Конраду Керзу из обоих слинговых пистолетов 23 Жизнь за жизнь Все подлежит обмену смерть на жизнь тьма на свет жизнь на смерть свет на тьму так поддерживается вселенская равновесие Ультрион Оледрит принципы стойкости против изначального уничтожителя перевод Могучий вулкан принял на себя умело выпущенные Дэймоном выстрелы Керз просто уклонился от них Эльдарские снаряды визжащие словно миллиард разъяренных шершней пронеслись вокруг и через кольцо дыма в которое превратился Конрад Керз его не задело сюрикены со свистом миновали цель и выбили из стены широкий веер каменных осколков Керз перестал смеяться ошеломленный Дэймон на секунду прекратил огонь пытаясь разглядеть куда пропала его цель как могло что-либо столь крупное двигаться настолько быстро и неестественно тень Дэймон отшатнулся и закричал от боли при падении он сломал лопатку и несколько ребер а удар по кистям ошеломил его боль только началась один металлический коготь скользнул под подбородок пробил челюсть и вошел в рот Дэймона он издал мучительный булькающий звук язык свалился вбок рот и горло стремительно наполнились кровью Керз снова засмеялся и оторвал вечного от земли удерживая на единственном когте новый полный боли мир передразнил ночной призрак Дэймон держался изо всех сил у него было ощущение что его лицо вот-вот разорвется с яростным воем спину Керз вгрызся цепной меч Джон ударил им что есть сил он подумал воспользоваться копьем но боялся того что оно могло сделать с примархом восьмого цепной меч был более надежным выбором Керз завопил вращающиеся зубья меча выбросили кровь ошметки черной брони и одежды Конрад отпустил Дэймона и резко обернулся к Джону облик Керза полный ненависти черные глаза и злобная черная пасть на белом как у привидения лице был самым жутким зрелищем из всего что когда-либо видел грамматик у него не было ни единого шанса а вот у вулкана был раздался хлопок декомпрессией и телепортационное перемещение отшвырнуло Джона между ним и устремившимся вперед Керзом материализовался вулкан удар молота отбросил ночного призрака назад второй в сторону Керз ответил когтями отразив третью и четвертую атаки схватка между ними начала ускоряться они быстро превращались в размытые очертания сверхлюдей обмениваясь ударами с невообразимой скоростью вулкан неожиданно нанес очень мощный впечатали молот в торс Керза пласталь треснула со звуком орудийного выстрела ночной призрак казавшийся не более чем ворохом черных лохмотьев отлетел назад посыпались камни и пыль Керз обрушив две колонны пробил стену и влетел в один из пустых ангаров вулкан бросился вперед сокрушив несущим рассвет стену чтобы добраться до врага половина внешней стены ангара рухнула лавиной камней саламандр проскочил через поднявшуюся пыль отбрасывая в сторону обломки и разыскивая Керза ночной призрак с воплем и раскинутыми когтями бросился на него почему ты просто не сдохнешь это всего лишь конец боя который мы начали много месяцев назад брат и поверь мне это станет концом он заставил вулкана отступить через следующую секцию стены ангара обрушив очередную часть кладки вулкан перенес вес на правую ногу и раскрутив молот словно дубину обрушил его в голову Керза того отбросило в сторону а затем боек настиг его с другой стороны ночной призрак кувыркаясь вылетел обратно во двор вулкан не отставал и раскрутив несущий рассвет ударом снизу в солнечное сплетение опрокинул падшего брата на спину Керс уклонился от следующего удара повелителя Ноктюрна и крикнул Джону грамматику дай мне это дай его мне Джон стоял рядом с Дэймоном рот, подбородок и рубашка Пританиса были залиты кровью в которую он продолжал сплевывать он не мог говорить но посмотрел на Джона широко раскрытыми глазами Керс стремительно кеню бросился к ним чтобы завладеть копьем и прикончить вулкана любым способом который счел бы надежным Дэймон оттолкнул Джона и вытащил последнее свое оружие это была маленькая бутылка из красного стекла Вечный бросил ее в Керза крошечная бутылка была очень ценной вещью специалисты Кабала осторожно наполнили сосуд варп магией для использования в крайних обстоятельствах Дэймон наизусть выучил способ применения и это спасло ему жизнь в горах за три дня до прибытия на Маккраге из разбитой у ног Керза бутылки появилось существо которое Дэймон поймал в тот день Уж Петхар вернулся в реальное пространство освободившись из сводящего его с ума заточения в сосуде Дэймона из двора поднялось нечто крупное и тошнотворно блестящее мускулистое сегментированное напоминающее огромную многоножку с черным панцирем и влажными псевдоконечностями Уж Петхар в один миг возник из ниоткуда и напал на первого кого увидел Конрада Керза Дэймон обвил его чтобы опрокинуть и обездвижить потрясенный ночной призрак завопил и контратаковал разрывая отвратительную плоть когтями но гигантскую фигуру примарха поглотила более крупная и подвижная масса демона существо сжало кольца по телу затем демон вытащил обоих из реального пространства и они исчезли на месте схватки осталось только пятно переливающиеся черной слизи и осколки красного стекла Дэймон упал на землю при каждом вдохе в горле клокотала кровь Джон поднялся навстречу вулкану вы знаете что я пытаюсь сделать ведь так спросил он несмотря на безумие вы чувствуете наше родство жизни и смерти снова и снова мы оба знаем эту боль вулкан не ответил но продолжал смотреть на Джона пылающими глазами грамматик с копьем в руке приблизился на шаг жизнь за жизнь милорд сказал он моя жизнь излечит вашу заберите ее чтобы вы могли сражаться за всех нас за его спиной издав мучительный звук попытался подняться Дэймон он понял что Джон собирается сделать Джон поднял копье Дэймон выплюнул кровь не надо не делай сумел произнести он вулкан увидел копье и понял что его собирались ударить им он невольно попытался заблокировать оружие и сокрушить Джона молотом но грамматик был уже слишком близко он погрузил оружие в грудь примарха оно вошло легко пробив то что осталось от доспеха и пронзило сердце вулкана их обоих окутало электрическое пламя вокруг раненого примарха и вонзившего в него копье человека пылал коронный разряд держась за копье и крича от боли Джон чувствовал как его жизнь долгое долгое существование вечного перетекает через оружие вулкана грамматик надеялся что этого будет достаточно они упали пронзенный копьем вулкан рухнул на спину Джон свалился сверху несколько секунд вокруг них потрескивала молния а затем погасла испытывая сильную боль Дэймон Пританис поднялся на ноги и захромал к ним оба были мертвы в этот раз не было никаких признаков того что вулкан снова встанет Джон ошибся о каком бы безумии он не думал что бы не заставило его не подчиниться данным ему приказам он ошибся и теперь тоже был мертв ты чертов идиот произнес Дэймон с трудом выговаривая слова изувеченным ртом он слышал зловещий вой двигателей кружившихся грозовых орлов схватка привлекла слишком много внимания надо было уходить причем давно Нарик из слова пошевелился и сел его сверхчеловеческий метаболизм наконец сделал свое дело и нанесенные керзом раны затянулись несущий слово поднялся пока он был без сознания двор цехов пострадал еще больше керз исчез как и два человека а вот вулкан по прежнему лежал здесь Нарик слышал звуки приближающихся врагов но тем не менее прихрамовая подошел к примарху и склонился над ним вулкан был сражен пронзившим грудь копьем Нарик решил забрать его с собой чтобы использовать в своих целях когда он коснулся оружия оно было холодным и неактивным в нем больше не осталось той божественной силы что он чувствовал раньше легионер попытался вынуть его но у него ничего не вышло над головой застрекотали штурмовые корабли послышались тяжелые шаги со всех сторон в разрушенный двор вошли катафракты инвикты Жилимана Нарик поднялся им навстречу он отбросил в сторону винтовку и медленно и нехотя поднял руки взять этого ублюдка приказал Драгород немедленно 24 Забытая империя Жаждущих править следует допускать к власти в последнюю очередь Конор личные труды На следующее утро основные силы флота Ультрамара покинули МакКраги и благодаря свету Фароса встретили корабли прибытие которых предсказал сон Абердеев На мостике флагмана облаченный в церемониальный доспех Жилиман встретился взглядом с гололитической проекцией брата Жилиман улыбнулся Добро пожаловать Сангвини произнес он Приветствую тебя в Ультрамаре и Пятистах Мирах Хорошо что ты прибыл сюда Теперь мы можем начать Примарх Девятого Легиона Кровавых Ангелов Сангвини вошел в зал аудиенции в сопровождении почетной стражи из лучших воинов в ярко-красных боевых доспехах От вида Сангвини облаченного в золотой доспех и мантию из пятнистого меха Карнодона всегда захватывала дух Благородное лицо излучало сияние и конечно же сходство с ангелом ему придавали огромные крылья Желеман шагнул навстречу и они заключили друг друга в объятия Сангвини повернулся ко льву и обнялся с ним Откуда ты прибыл брат спросил Желеман Из Сигнуса Прайм ответил Сангвини Желеман почувствовал в его как обычно мелодичном голосе скрытую боль из кровавой битвы и жестокого предательства Я беспокоился что мой флот очень долго скитался по варпу и только твой странный свет показал нам путь из него Какие силы в твоем распоряжении спросил Лев Фактически весь мой легион ответил Сангвини А что случилось с вами на Сигнусе Прайм поинтересовался Желеман Мы столкнулись с неизвестным ранее врагом неохотно ответил ангел Это дорого нам стоило И теперь мое заветное желание как можно скорее добраться до Терры и вместе с отцом сражаться против предателя гора Луперкаля В настоящий момент вернуться на Терру невозможно сказал Желеман Должен с сожалением сказать что гибельный шторм заблокировал все выходы из системы Мы тоже желаем сражаться за Терру если она все еще держится вмешался Лев имея в виду себя и Желемана Сейчас мы должны переждать здесь и накопить силы Для чего спросил Сангвини Я хочу чтобы Робаут рассказал тебе о наших усилиях направленных на сохранение самой сущности и духа Империума ответил Лев чтобы он рассказал тебе об Империум Секундус Трое братьев долго смотрели на тело вулкана погибшего примарха поместили в золотой гроб созданный умельцами механикума Вулкан Терра Ты должен был сказать мне Робаут воскликнул Лев Как и ты должен был мне сказать о Конраде ответил Желеман А как насчет ты хранишь слишком много секретов брат напомнил ему Лев Согласен вздохнул Желеман Это сберегающая капсула сказал Желеман братьям Она предназначена для сохранения тела нашего дорогого вулкана ради призрачной надежды что его исключительные способности все же вернут его к жизни Верхняя часть саркофага была сделана из прозрачного стекла Тело вулкана было облачено в новый боевой доспех из арсенала Желемана окрашенный в цвета саламандр На груди примарха лежал несущий рассвет Никто не смог извлечь копье из сердца Печальное зрелище прошептал Сангвиний Скольким еще из нас суждено погибнуть Скольких еще заберет гор Вулкан жив произнес Желеман Это боевой клич Саламандр и я полностью согласен с ним Даже мертвым он олицетворяет нашу волю к выживанию И все же сказал Сангвиний Быть обреченным вечно лежать в гробу здесь в холодных подвалах твоей крепости это печальная судьба Я бы не хотел себе того же согласился Желеман Он указал на фигуру Зитоса и других выживших Саламандр которых принесло нам окраги Я поклялся что как только шторм стихнет добрый Зитос и его братья отвезут тело нашего брата на Ноктюрн и похоронят в земле его родного мира Это более подобающе отозвался Лев Они вышли из склепа Желеман обернулся и бросил последний печальный взгляд на гроб На нем лежал позолоченный свиток с выгравированными словами освобожденное пламя Он пойдет на это спросила Ойтен Думаю лорд Сангвини не слишком этого хочет ответил Фарид Редлас Что ж по крайней мере они говорят об этом заметил Долор Трое примархов удалились в редко посещаемую комнату в которой Желеман разместил длинный стол и 21 кресло украшенные знаменами Широкие двери заперли Ойтен и высокопоставленным офицером трех легионов пришлось ждать решения или приказа в коридоре Он наиболее подходящий сказала Ойтен Видите его вблизи Лорд Сангвини наиболее Она подыскивала подходящее слово Ангельский сказал Долор Непостижимый добавил Фарид Редлас В этом отношении он больше похож на своего отца Некоторые из примархов материальны Гор такой наш повелитель Желеман Но император находиться в его присутствии значит быть рядом с кем-то сверхъестественным и не обладающим постоянной формой Говорят что император предстает перед каждым человеком в том образе который тот хочет видеть Думаю Лорд Сангвини унаследовал многое из этой способности Ойтен кивнула Верно Думая о нем я представляю не лицо или фигуру Я думаю о свете Кажется сам цвет его волос и глаз меняется вместе с его настроением и с моим тоже Другие говорили о том же согласился Далор Некоторые из примархов обладают качествами выходящими за рамки одной лишь физической оболочки но ни один из них не сравнится с Сангвинием Он идеально подойдет сказала она Многие так думают произнес Фарид А также почему после Уланора Гор а не Сангвини был выбран магистром войны Если предпочли Гора а он все же продемонстрировал изъяны столь свойственные смертным то начинаешь задумываться какой тайный порог есть у повелителя Кровавых Ангелов Империум Секундус олицетворяет преемственность сказал Желеман После нападения на Калт я только так мог удержать вместе разрозненные части 500 миров Ультрамар это все что у нас есть на данный момент Если Империум выстоит тогда мы воссоединимся с ним после того как стихнет шторм но если нет тогда мы должны сохранить его здесь Желеман сел в кресло отмеченное темно-синим знаменем его легиона Точно так же поступил Лев заняв место с гордым флагом темных ангелов Сангвини предпочел беседовать стоя Он расхаживал по комнате беспокойный и задумчивый Робаут в деталях обосновал свою позицию сказал Лев И хотя меня беспокоили некоторые аспекты я находил все больше и больше достоинств в ней Например спросил ангельский владыка Лев отодвинулся назад положил руки на край стола Одни только события последней ночи тихо сказал он заставили меня больше чем когда-либо ценить жизнь и родство Мы потеряли одного брата а Маккраги сердце пятиста миров был почти уничтожен поступками и кознями одного единственного безумного предателя Я увидел Я увидел яд нашего врага и печальную слабость тех средств и жизней что у нас остались Рабаут и я расходимся во взглядах по многим вопросам Мы не ладим но также мы держимся вместе и мы верны Мы сражаемся за Империум а Ультрамар все то что у нас осталось от него Но Регент заявил Сангвини это попахивает узурпацией Это попахивает необходимостью ответил Желеман Если Терра и наш отец погибли тогда та же судьба постигла и Малькодора Мы должны сплотить наши разрозненные силы пока не стало слишком поздно Ни Лев ни я не можем принять эту роль Но мы единодушны когда речь идет о тебе Ты всегда был самым похожим на отца заметил Лев Сангвини взглянул на свет Шторма проникающий в комнату сквозь высокие окна Позволь сказать брат обратился Желеман Ты не продемонстрировал большой радости от того что выбрался из Шторма и встретился с нами Тебя что-то беспокоит Эта слеза под глазом новый знак твоей боли Мы все столкнулись с бедами ответил Сангвини Братья сражаются и гибнут а звезды умирают повсюду демоны Боюсь для нас снова наступила древняя ночь Это приводит меня в ярость Тогда присоединяйся к нам предложил Желеман и поднялся Дай клятву момента а я дам свою Как только стихнет шторм как только мы увидим свет Терры или узнаем что она по-прежнему существует Я запущу двигатели своих кораблей и со всеми своими силами сопровожу твой легион на родной мир Не будет ни промедления ни споров Мы не строим здесь вторую империю Мы сохраняем первую в силу обстоятельств основанную заново на этой планете Ты даешь такую клятву спросил Сангвини Безусловно ответил Желеман А ты поддержишь обратился ангел ко льву Всей душой ответил тот Сангвини вздохнул За то время что я провел на земле маккраги я обратил внимание на отсутствие летописцев при твоем дворе так же как и в свите льва Ангел внимательно посмотрел на них Это простое совпадение Благоразумие ответил Желеман Если Терра не пала тогда будущие поколения могут посчитать ересью и узурпацией то что мы создаем здесь Я не стану порочить память и наследие верных сынов Какими бы неумышленными не были эти подозрения Поэтому я принял решение что ни одна часть этого предприятия не станет достоянием истории Пока в этом не возникнет необходимость Не будет ни хроник ни летописцев приглашенных для наблюдения и увековечивания этого процесса Если Ультрамар все что осталось у нас от империума Тогда в свое время и должным образом будет написана его история которая станет единым имперским документом Но если Терра все же выстоит на что я очень сильно надеюсь тогда в будущем эта империя станет забытой невозможным и несовершенным деянием Сангвини глубоко вздохнул Значит это выпало на нашу долю решение принимать нам спросил он Здесь только мы сказал Лев поднимаясь Скажи нам Сангвини обратился Желеман Какое место ты займешь за этим столом Это могло длиться всего миг или же просто разыгралось его воображение Но казалось что магна Маккраги Цивитас светится как и в прежние славные годы Огромные башни и шпили города сияли золотым светом как в первую эру 500 миров Небо заполнили корабли Они летели группами олицетворяя славу и силу Высоко в свете звезды Фароса подобно Левиафаном дрейфовали огромные капитальные корабли Под ними в нижней атмосфере парадным строем беспрерывно проносились истребители и штурмовые корабли Над освещенным штормом Цивитас в унисон ревели шесть огромных горнов древних боевых королей Улицы были переполнены Радостные толпы наводнили все улицы и проспекты А колонны легионес Астартес армии механикума и прецинтальянцев стекались из разнообразных казарм и крепостей на обширную Марсову площадь Желеман приветствовал ревущую толпу на платформе при пелее Титаникус Он повернулся к стоявшему рядом льву Значит решено спросил он Примар первого кивнул Да потому что это необходимо Желеман шагнул к своему брату Сангвинию взял его правую руку и триумфально вскинул ее к небесам Сангвини поднял голову и взглянул на море ликующих лиц Он позволил поднять свою руку и в знак приветствия расправил могучие крылья подражая знаку Аквилы Во всю мощь своего голоса Желеман объявил о регенстве Но шум толпы был слишком громким чтобы его слова кто-то услышал 25 Начало и конец Альфа и Омега Первый и последний Один во всех Апокриф Теры Дата неизвестна Лампы зажглись Тяжелая дверь камеры открылась Вошел Кит Прейта Нарик посмотрел на него но промолчал Несущий Слово сидел на металлической скамье От его шеи лодыжика запястья к ракритовому полу тянулись цепи Итак, друг давай все сначала произнес Библярий Ты сегодня расскажешь что-нибудь новое Я уже все рассказал ответил пленный Тебя трудно читать несущий слово и трудно открыть заметил Прейта Я впечатлен Другие бы сломались еще несколько дней назад Во мне нечего ломать Ты убил лорда примарха вулкана Вопросы и ответы проворчал Нарик Сегодня для протокола Нет не я Хотя и мог если бы было чем Кто это сделал Я не знаю Могу только предположить что это сделал бессмертный человек которого я знаю под именем Джон Грамматик или возможно его неизвестный мне сообщник У нас нет никаких данных про Джона Грамматика на МакКраге или Я уже говорил он не оставляет следов Я не знаю что с ним случилось но его целью было убить вулкана Что за оружие он использовал Я не совсем понял Копье созданное из силы императора И он им воспользовался Возможно он Возможно Керс Керс тоже там был Что случилось с Керсом спросил Прейта Не знаю Там были Эльдары Мы обнаружили неопровержимые доказательства что использовалось их оружие Нет Их оружие использовал сообщник Грамматика Хотя похоже их хозяева Эльдары Что-нибудь еще? Ничего Тит вышел из камеры и закрыл дверь Щелкнул замок Снаружи в мрачном коридоре одного из самых глубоких отрогов крепости Геры его поджидал мстящий сын Его рассказ изменился? Спросил он Нет Ни малейших намеков на расхождение Повелитель доложил Прейта Он продолжает свой странный рассказ о бессмертных ассасинах и Керзи Я не могу сказать правда это или ложь но его показания сходятся с вещественными доказательствами и судя по тому что мне удалось прочитать в нем он верит в то что говорит Он не лжет Похоже Повелитель у него нет причины лгать Желеман покачал головой Я не понимаю он несущий слово Они оскорбили наш легион как никто другой Сейчас он на Макраге один после Калта но несмотря на это не выказывает ни вины ни стыда ни лжи ни даже страха Я думаю он весьма исключительный человек Повелитель Я думаю что он возможно в чем-то похож на кузнеца войны Дантиоха Хороший человек волей судьбы оказавшийся на неправильной стороне Он союзник Не такой как кузнец войны Дантиох сам пришел к нам и отказался от своего легиона Нарик продолжает оставаться опасным Он относится к нам как к врагам и по-прежнему верен несущим словом Но он лоялист Что ты хочешь этим сказать? Каждый день когда я задаю вопросы отвлекая его разум я проникаю все глубже чтобы узнать скрытые истины Он верен своему легиону но это верность духу и принципам легиона а не тому чем он стал Я четко вижу две вещи Какие? Во-первых он удивительно целеустремлен и решителен У него есть четкая цель которую почти страшно читать Во-вторых сама цель Он хочет немедленно что вызывает беспокойство убить вашего брата Ларгара Он живет только ради этого Это точно Если не так то это лучшая психическая обработка с которой я когда-либо сталкивался Что нам делать? Возвращайся завтра и задай те же самые вопросы Продолжай так каждый день пока мы не узнаем правду А что потом повелитель? А потом ответил Желеман Я прикажу казнить его как предателя иеретика Он очнулся и снова почувствовал боль жизни Даже не открывая глаз он понял что находится в мире корабле Он чувствовал запаха льда Он сел Помещение было небольшим Он сидел на больничной койке которая как и все вокруг была сделана из кости духа Она светилась внутренним светом что на его взгляд было отвратительно Ты вернул меня произнес он О Мне пришлось это сделать Джонни ответил Дэймон Пританис Никогда не бросай людей и все такое Я говорю о возвращении жизни Да они так решили После того что ты выкинул Джонни Думаю они хотят видеть тебя вполне живым чтобы хорошенько наказать Джон вздохнул Вулкан Остался мертвым Твоя хитрость не сработала Плюс она убила тебя Это было глупо Джонни Технически ты выполнил задание но они знают что ты на самом деле хотел сделать Откуда Ты рассказал им Мне это было не нужно ответил Дэймон Гахет ждет тебя Ислаут Ха Они хотят знать с кем ты говорил Они хотят знать от кого ты получил эти идеи Они хотят знать что еще ты успел сделать Он замолчал Потер повязки на шее и челюсти Главное они хотят знать как ты предал их и почему Потому что Я человек произнес Джон Граматик Дэймон рассмеялся И в самом деле смешно Потому что теперь это правда Тот безумный трюк Передача энергии вулкану Он вытянул все из тебя Джонни Они вернули тебя к жизни Но она твоя единственная Ты больше не вечный Джонни Ты обычный человек У тебя осталась всего одна жизнь И они собираются рассказать тебе как ты ее потратишь Загудев за Дэймоном открылась дверь Они готовы сказал он Идем В глубоком склепе было тихо Поминальное пламя трепетало на постаменте Зита стоял на коленях рядом с золотым саркофагом Звук появился исчез так быстро что он решил что разыгралось воображение Он подождал прислушиваясь Звук не повторился Он подождал еще желая чтобы звук повторился Звук не повторился Это только его воображение На миг ему показалось что он услышал удар сердца Бумт Один удар сердца Но нет Он просто принял желаемое за действительное Саламанд Розита склонил голову и продолжил траурную вахту Реальное пространство разорвалось словно рана в животе Из прорехи вывалилась кровавая искалеченная фигура и размахивая худыми руками и ногами оставляя красные пятна на горном снегу покатилась по склону Реальное пространство позади нее изогнулось и сократилось Изорванная кровавая масса ушпетхара поперхнулась своим же черным и хором забилась в конвульсиях и умерла упав обратно в варп и закрывавшуюся прореху Наконец наконец-то сдох Бой оказался слишком долгим и слишком изнурительным Сколько дней сколько недель они сражались в этой пустоте имматериума без места и времени Почти мертвый худой как покойник и пропитавшийся с ног до головы демонической кровью Конрад Керс поднялся Он дрожал от холода боли и голода Он озирался дикими бездонными черными глазами изо всех сил пытаясь понять где оказался высокий горный хребет огромные заснеженные горы в разрушенных штормом небесах одиноко сияет токсичная звезда Снова пришли видения Они проносились перед его безумным разумом подобно театру теней Они показали ему что до города недалеко возможно всего пара недель перехода через горы На прибрежной равнине раскинулся огромный золотой город который охраняла могучая крепость Магна Макраги Цивитас Видения показали ему заполненные ликующими толпами улицы Великий триумф провозглашения Он увидел Льва и Желемана все же сумевших выжить Все же сумевших выжить Он увидел Сангвиния между ними которого объявили повелителем человечества Они пытались спасти империум укрепляя его на ультрамаре и пятистах мирах и провозгласив его повторное основание Керс расхохотался Это ничто Это жалко Пустой жест отчаявшихся людей одержимых идеалами благородства Для него это всего лишь еще одна империя которую надо стереть с лица земли и уничтожить Он отправился в путь оставляя за собой кровавые следы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok